Часть третья. Продолжение оккультного романа, весьма популярного в кругу людей, интересующихся идеями теософии и учения живой этики. Герои романа – великие души, завершившие свою духовную эволюцию на Земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении. По свидетельству автора, известной оперной певицы, ученицы Станиславского, солистки Большого театра Конкордии Евгеньевны Антаровой, 1886-1959, книга писалась ею под диктовку и была начата во время Второй мировой войны. Глава первая. Приезд в имение Али. Первое впечатление и встречи первого дня. Долго. «Подолжение университеты он привез меня в Багдад. Смеясь, он уберял меня, что мне необходимо понять прелесть реального Багдада, а не судить о нем только по сладким пирогам. Наше путешествие, длившееся несколько месяцев, благодаря ежедневному влиянию и заботам и закалило не только мое здоровье, но и весь мой характер изменился. Я почти перестал становиться левушкой, лови ворон. Внимание мое стало дисциплинированным, и, я не знаю сам, как это случилось, я больше не впадал в раздражение. Рассказать обо всех чудесах, что довелось мне видеть, так же невозможно, как невозможно вылепить в одной статуе всю сложную мысль, как жизнь современной эпохи народов. Могу сказать только, что, как не готовил меня и к тому, что я увижу в Индии, она меня поразила сильнее всех чудес, которые пришлось увидеть за долгое путешествие. Я знал, что мы едем к подножию Гималаев, знал, что имение Али расположено в прекрасной живописной долине, но я никак не ожидал, в какую волшебную красоту мы попадем. Судя по тем домикам друзей и в которых мы останавливались, я думал найти и в имении Али такой же маленький, чистенький коттедж, снабженный единственным очагом и необходимой для жизни утволью. Как и во многом другом, здесь меня ждало разочарование. Дом в имении Али был прекрасный, каменный, из белого, похожего на мрамор камня, с многочисленными колоннами, с комнатами, изолированными друг от друга. Нас с И ждали две чудесные комнаты в верхнем этаже с балконами, и когда я вышел на свой балкон, открывшийся с него вид, так меня поразил, что я все забыл и, разумеется, превратился в прежнего Левушку и ловиворонил до тех пор, пока солнце не закатилось за горы. А я все стоял, забыв обо всем. Привела меня в себя, мягко опустившаяся мне на плечо, рука И. Ах, как он был прекрасен! Я еще никогда не видел его таким чудно красивым, каким он стоял сейчас передо мной. Он был в хитоне оранжевого цвета. Волосы его слегка отросли и спускались короткими локонами, а топазные глаза могли поспорить со звездами Ананды. Я хотел закричать ему, как вы чудно прекрасны И, но не мог выговорить ни слова. В первый раз я почувствовал, как высок, как необычайно выше всего простого человеческого, мой дорогой друг. Чувство благоговения, благодарности за все, что он для меня сделал, преданность и верность ему захватили меня. Я молча смотрел на него. Он понял мои чувства и, ласково улыбаясь, сказал мне, «Я не тревожил тебя, Левушка, потому что знал, как действует на человека этот дом и этот вид из него, когда его видят впервые. Но сейчас наступит вечер, который здесь спускается сразу. Мы должны вовремя поспеть к ужину. Пойдем, я покажу тебе, где ванный душ, познакомлю тебя с управляющим домом и со слугой, который будет у нас с тобой общим. Ты можешь надеть индусское платье, какое здесь носят все, или остаться европейцем, если тебе это больше нравится. Но точно являться к трапезам — это единственное правило, соблюдаемое всеми в большой строгости. Не беспокойся, ты поспеешь», — улыбнулся ей, прочтя на моем лице опасение опоздать. Мы прошли к управляющему домом, одетому также в белую индусскую одежду и, судя по лицу, бывшему типичным туземцем. Он был красив, еще молод, тонок и гибок, продолговатое лицо, темное от загара, темная бородка, испаньолка, темные глаза и белый тюрбан на голове. На мое приветствие он ответил по-английски, но с сильным акцентом и певучий. Голос его был мелодичен и мягок, взгляд добрый, но пристальный и внимательный, как будто бы он старался меня запомнить, что-то во мне изучить и понять. Но мне некогда было об этом раздумывать, я запомнил только, что звали его Кастанда. Меня очень поразило это имя. Меня ждали сюрприз за сюрпризом. Я думал увидеть какую-либо самодельную умывалку, вроде тех, что встречались нам по пути, чаще всего просто огороженное в саду место с душем и с нагретой солнцем воды, и попал в отличную ванную комнату с полом и стенами из плиток, с неограниченным количеством теплой и холодной воды, лившейся из водопроводных кранов. К довершению моего удивления не успел я раздеться, как в ванную комнату вошел слуга-китаец. Добродушно улыбаясь, он заявил, что прислан Кастандой помочь мне. Не дав мне опомниться, он окатил меня из какого-то кувшина, чем-то теплым, оказавшимся жидким душистым мылом. В мгновение ока он растер меня всего мягкой мочалкой, подвел под душ, а затем завладел моей головой, так что мне оставалось только закрыть лицо руками. Отфыркиваясь и не решаясь открыть глаза, я шел за слугой, который тащил меня из-под душа куда-то настойчиво и очень осторожно. — Садитесь теперь в ванну, Монсье Леон, — услышал я по-французски. Я готов был ко всему, но, услыхав от китайца, который только что объяснялся со мной на плохом английском французскую речь, я не выдержал и так расхохотался, что открыл глаза и напустил в них мыло. Бросившись в прекрасную ванну, такого же белого камня, как дом, я тер глаза и продолжал хохотать. — Вот Али Молодой говорила, что Монсье Леон — очень веселая особа, — снова услышал я голос слуги. — Разве вы знаете Али Молодого? — удивился я. — Как же не знать? Я вырастил Али Молодого. Он и послал меня сюда для вас, и брата, и... и сам он приедет сюда. Только у меня будет три господина. Преуморительно коверкая слова, отвечал слуга. — Выскочить из банны, растереться и одеться в костюм, который был уже мне знаком, было делом одной минуты. Сердечно поблагодарив китайца за помощь, я спросил, как его имя. Он немного замялся и ответил. — Как имя? Это другое дело. Вы зовите меня Яса. Так зовет меня Али Молодой. И зовут все здесь. — Я буду звать вас Яса, но с тем, что вы звали меня, просто Левушка, как меня зовет Али Молодой, и как будут звать, все здесь. Китаец рассмеялся и сказал. — Будет так, если и велит. — Велит, велит. Можете быть уверены. И я бросился было бежать-ка, но понесся в совершенно противоположную сторону и только с помощью опять все того же Яссы нашел и в его комнате в беседе с Кастандой. — Я не опоздал и... — весело воскликнул я, вбегая в комнату. — Еще только через четверть часа будет гонг, — ответил мне Кастанда. — Не удивляйтесь, пожалуйста, если ваш и приборы будут украшены цветами. Али Мохаммед, наш дорогой хозяин, предупредил нас о приезде его друзей, и каждый из живущих здесь сейчас пожелал выразить чем-нибудь свой привет вновь прибывшим гостям. — Сам же Али Старший приветствует вас подарками, которые вы также найдете на своих приборах. Кастанда нас покинул и сказал мне. — В столовой, как и здесь царит простота, Левушка, но это не значит, что человек лишен комфорта. Сейчас у тебя ослеплены глаза, ты рассеялся и не знаешь, куда и на что смотреть. Завтра ты лучше рассмотришь окружающее тебя. Мы пойдем сейчас ужинать. Не смущайся большим числом незнакомых тебе людей. Ты встретишь немало и женщин. У меня сжалось сердце, точно живая пронеслась перед моими глазами. Анна. О, как остро я почувствовал ее горе в эту минуту. Она могла быть здесь с нами. Ананда сам мог привезти ее сюда. И вот одно мгновение сомнений и ревности, и все пропало. Анна не безвозвратно отошла. Тихо и ласково сказал Нии. Она укрепится и будет здесь. Ее бури ревнивых сил не вспыхнут больше. Но будет она здесь только тогда, когда сюда приедет и дочь Алии, Наль, со своим мужем, твоим братом. К этому времени Али сам привезет сюда Анну. Не тоскуй о ней. Помогай ей мыслями радостной любви. Посылай ей каждое утро и каждый вечер помощь, бодрости и мужества. Ничем более активным ты в данную минуту ей помочь не можешь. Но ты не думай, что это так мало. Это очень большая помощь. Ежедневная радостная мысль о человеке равняется постройке рельс для молниеносного моста, на котором можно научиться встречаться мыслями с тем человеком, о котором будешь радостно, чисто, пристально и постоянно думать. Ударил гонг и, как всегда угадавший мое смущение, взял меня под руку, и мы сошли вниз. Уже было почти темно, очень тепло, почти жарко. Зал, называвшийся столовой, был ярко освещен, к моему удивлению, электричеством. Несколько дверей в нем были настише открыты, окна были завешаны мокрой кисеей, и под потолком вращались десятки огромных вееров, создававших прохладный ветерок. Но все же было душно. Я понял, насколько я окреп. Я не мог бы вынести ни минуты такой жары раньше. Перед этой жарой духота Константинополя оказалась шуткой. Несколько месяцев тому назад я немедленно упал бы в обморок, а сейчас мне было просто душно. Мой индусский костюм и сандалии на босоногу очень мне помогали. Мы вошли одними из первых. Костанда сейчас же подошел к нам и проводил к нашим местам. Они оказались за крайним столом, на котором было много приборов, как и на других столах. Многие исходивших приветствовали и как старого знакомого. Некоторые кланялись нам обоим, издали как вновь прибывшим друзьям. Здесь все, очевидно, были знакомы друг с другом, и никто никого не стеснялся. Когда все заняли места за столами, на каждый стол стали подавать кушанье очень своеобразным порядком. На небольших, очень пропорциональных и красивых столиках, которые катили слуги, стояли миски и блюда, и каждый брал себе то, что хотел, и сколько хотел. Такие катящиеся столики свободно проходили между обеденными столами. Наш стол был крайним к окнам, и тележка прикатила к нам со стороны окна. И предложил мне выбрать блюдо для него и себя, а я не мог решить, что и как здесь едят. Заметив на одном из блюд салат из помидоров, на другом картофель, на третьем цветную капусту, я принялся снабжать ими, как вдруг увидел чудесную дыню. Вспомнив, что мудрец без дыни невозможен, я уже хотел положить туда и дыню. Но и смея сказал, — Тележка, стол, Левушка, опять приедет, как только мы с тобой справимся с овощами. Обрати лучше внимание на цветы, которые перед тобой, и еще кое на что. Быть может, привет, Али, тебя тронет. Я стал рассматривать цветы и увидел, что передо мной в высокой зеленой вазе стояла белая лилия. Очевидно, у Али и здесь были оранжереи, но я положительно не мог ни на чем сосредоточиться. Сколько передо мной было лиц — мужских, женских, молодых, средних и старых, и каких лиц. Мне хотелось их хотя бы вскользь рассмотреть, но каждое лицо, на котором останавливался мой взгляд, казалось мне замечательным, и я с трудом отрывал взгляд от него. — Нет, Левушка, и не пробуй сразу возглядеть все и всех, — услышал я смеющийся голос И. — Здесь более ста человек. Ты их узнаешь постепенно. Кушай, осмотри свой прибор и сосчитай хотя бы тех, кто сидит с нами за одним столом. Я вздохнул, поняв, как далеко мне Дуи, который мог видеть сразу сотню людей и в несколько минут определить полную характеристику каждого, мог каждому сказать именно то, что ему нужно, и поддержать в каждом энергию одним словом или взглядом. Меня уже не поражали эти свойства, вы. Я их достаточно видел во Флорентийце и Ананде. Меня что-то поражало в этом переполненном людьми зале, которых я видел за последнее время так много, но в этом зале было что-то особенное, чего я еще нигде не наблюдал. И это что-то относилось не к внешнему своеобразию самого зала, а людям в нем. Оно относилось к внутренней стороне, к не бросавшейся ничем в глаза, но остро чувствовавшейся духовной культуре. Я воспринимал сейчас эту толпу людей совершенно по-другому. Здесь нельзя было себе представить, что вдруг в каком-либо углу зала прозвучит резкий выкрик, саркастический смех, злобная фраза. И снова отвлек мое внимание и заставил меня есть, говоря, что тележка приедет скоро снова, а я отстаю. Я стал есть, не сознавая, что я ем, посмотрел на салфетку и обомлел. На моей салфетке было чудесное золотое кольцо с именем Али, выложенным из мелких зеленых камней и белых жемчужин. — Ведь я говорил тебе, посмотри поближе к себе, — сказал мне И, снова улыбнувшись, моей невероятной рассеянности. Я захотел узнать, какое кольцо у И, и еще раз обомлел. На его салфетке было кольцо из простого белого дерева, на котором из белого коралла была надпись Али. Дальше шла надпись на неизвестном мне языке. — Когда я ехал с флорентийцем из Ка, — сказал я И, — я не понимал ни слова из того, что он говорил с туземцами. Я был все время тогда раздражен и расстроен. Тогда же я дал себе слово изучить этот язык, непонимание которого доводило меня до иступления. Я ничего еще не сделал, чтобы выполнить свой первый обет. Тем не менее, я даю второй обет — узнать язык, на котором сделана надпись на вашем кольце И. Я потерял способность раздражаться, меня не угнетает мое невежество. Пожалуй, в моем теперешнем самообладании я еще яснее ее вижу, мою невежественность. Поможете ли вы мне и выполнить мои два обета? — Охотно, друг. Только, пожалуйста, не давай больше скоропалительных обетов, а то, пожалуй, тебе придется прожить здесь, в общине Али, годы и годы, а я привез тебя сюда только на короткий срок, чтобы ты мог подготовиться здесь к дальнейшей жизни подлей флорентийца. — Община Али? — совершенно изумленный спросил я. — Да, но все это я расскажу тебе после. Сейчас кушай, смотри, отвечай на вопросы, хотя, думаю, никто ни о чем тебя не спросит. Так, прислушиваясь к разговорам за нашим столом, я стал внимательно рассматривать своих ближайших соседей. Я прикоснулся к цветам возле моего прибора и вдруг увидел среди них два небольших конверта. На каждом из них стояло мое имя. Я сразу узнал крупный четкий почерк Али старшего и не менее четкий, но гораздо более мелкий, и женственный почерк Али молодого. Вместе с огромной радостью на меня нахлынула целая туча воспоминаний. Я вновь переживал пир у Али, разлуку с братом, встречу с флорентийцем и отдельные эпизоды путешествия с ним. Любовь к брату была все такой же сильной в моем сердце, но сейчас в моей памяти преобладающей нотой звучала не скорбь о разлуке с ним, а радость за него, радость, что он счастлив, безопасности и живет подли флорентийца. Я думал об Али старшем с большой благодарностью не только за то, что сейчас сидел под его кровом, но и за то, как много он сделал для брата, как в сущности оба мы были обязаны ему всем. И вдруг я снова ощутил знакомое мне содрогание во всем организме. Мне показалось, что я вижу Али стоящим у круглого окна вдали, вижу его прожигающие очи и слышу сильную четкую речь. «Учись, Левушка. Первой задачей стоит перед тобой полное самообладание, второй бесстрашие и третий такт. Приобретя качество, можешь снова выйти в мир для труда и служения людям. И поможет тебе. Я приму тебя в круг моих сотрудников». Али исчез. Мне показалось, что стало значительно темнее в комнате. Я опомнился потому, что И заботливо помогал мне встать со стула. Я давно не впадал в болезненное состояние иллюзорных видений, считал себя совсем выздоровевшим от них и сейчас совершенно расстроился, поняв, как я еще мало окреп. Все вставали со своих мест. Очевидно, ужин был окончен. Повинуясь руке, И я также встал с места и увидел перед собой Кастанду. — Вы, вероятно, очень устали от дороги и жары, Левушка. Я пришлю вам ваши цветы на балкон. — А письма вы, конечно, захотите взять с собой сейчас же, подавая мне письма, — сказал Кастанда. Я поблагодарил, взял оба письма, хотел взять и кольцо, но И сказал, что кольцо мы рассмотрим завтра при дневном свете. Он познакомил меня с некоторыми из подходивших к нему друзей, но я был как в тумане и едва различал лица, за минуту казавшиеся мне такими значительными. Мы вышли в сад. Я в первый раз смог наблюдать яркое небо на громадном просторе, но сил у меня было так мало, что я попросил и сесть на первую попавшуюся скамью. Я приник к... от него бежала ко мне живительная энергия. Я постепенно успокоился и почувствовал, что сердце мое бьется ровно. Я сказал, что хочу пойти к себе и прочесть письма обоих Али. Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь, Левушка, ты научишься владеть собою и будешь слушать речь друзей на огромном расстоянии, без всякого напряжения, — ласково говорил И, провожая меня домой. Из всего окружающего меня сейчас я мог только в одном дать себе отчет. Тишина ночи отвечала тишине во мне. По дорожкам сада двигались темные тени группами, парами, в одиночку. И снова, сталкиваясь с людьми, шедшими на нас встречу, я чувствовал, как в обеденном зале, что от них льется доброжелательство. В чем оно выражалось и как я мог его ощущать, я не знал. Но был определенно уверен, что здесь никто меня не судит, не разбирает по статьям, а очень просто и любовно принимает свое общество. И вел меня какими-то дальними путями. Я понял, что он хотел мне дать возможность совсем прийти в себя. Мне стало вдруг даже смешно. Неужели И думает, что я прежний Левушка, что в какой-либо щели моего существа могло засесть раздражение? Мой дорогой И, я уже давно способен читать мои письма. Голова моя в полном порядке. Неужели вы можете предполагать, что я сегодня был раздражен? Я уже забыл, как это делается. Весело заглянул я в лицо при ярко горевших звездах. Я знаю, что для себя стало невозможным раздражаться, Левушка. И если я так долго вожу тебя по саду, то только для того, чтобы в первую же ночь, как ты войдешь в здешний дом Али, ты вошел в полное равновесие сил и чувств. Мы вообще не Али. Каждый из нас, придя сюда, уже прошел крестный путь жизни. Но не каждый прошедший его мог дойти до этого дома. Здесь ты увидишь только тех, кто просветлен в своем страдании, кто понял, принял и благословил свои обстоятельства, кто захотел жить, служа человечеству, думая об общем благе. Входя сегодня в этот дом, подумай, мой дорогой мальчик, обо всех, кого ты оставил в Константинополе, обо всех, кто сейчас вокруг Ананды и Флорентийца, а также вспомни сэра Уоми и всех, кто с нами был и ушел утешенным и обрадованным. Оба Али будут говорить с тобой в письмах. Благослови день встречи с ними, сбрось всю тяжесть прежней скорби и недоразумений себя. Войди под новый кров, Али, свободным, легким и радостным. Не думай, что сулит тебе завтра, но заверши свое сегодня такой полнотой чувств, чтобы весь твой организм мог воспринять слова, что пишет тебе Али-старший. Мы вошли в дом, поднялись к себе, и я простился с И, чтобы наедине прочесть письмо Али, чудесное лицо которого я так недавно видел, глядящим на меня из эфира в круглом окне. Друг, брат и милый сын. Нет расстояния и условного разъединения для тех, чье сердце горит неугасимой любовью. Нет смерти для тех, чье сознание раскрыло человеку его живую вечность, которую он себе носит. Сегодня ты вступил в мой дом на востоке. Вступи в него не гостем, не другом, но равноправным членом моей семьи. Все, кого ты там встретишь, все твои братья и сестры, идущие путем труда и совершенствования, тебе дано больше, чем многим из них. Ты обладаешь силой видеть и слышать в любую минуту и меня, и флорентийца, и Ананду, и сэра Уоми. И поведет тебя, постоянно помогая развитию твоих психических сил к высшей ступени знания. Ты будешь владеть силами в себе и вовне. Что нужно от тебя, чтобы дело шло успешно и развернуло в тебе все силы творческого духа? Нужна твоя верность. Что такое верность ученика своему учителю? Это единение вечное с его трудом и путями. Если ты выкажешь героическое напряжение силы мысли, ты сольешься с бурным пламенем творчества твоих учителей, и вечность раскроет в тебе все твои таланты. Но верность твоя – единственный ключ ко всему знанию. Живи легко, бесстрашно и свободно. Кто не сумеет так жить свой день, для тех знание закрыто. Хотя бы они даже переступили порог общины. Можно жить среди совершенных людей и все же видеть только их внешние манеры. Можно жить среди таких же, как ты, сам несовершенных, но стремящихся к радости совершенства людей и видеть в них каплю огня вечности. И тогда ты будешь стремиться не потревожить ничем этой капли огня в другом человеке, а принести ей помощь, чтобы она могла легче и проще, выше и веселее превращаться из капли в костер. Повторяю, ключ к такому пути ни община, ни люди, ни природа с ее красотою никому не предоставят. Ключ к себе самому в твоей верности. Нет никаких особых знаний, которые раскрываются человеку упорством воли в каких-то особо избранных местах по особым ритуалам. Этими делами занимаются темные оккультисты. Знания их, приобретенные этим путем, ничтожны. В чем ты уже имел возможность убедиться? Но соблазн, который они вносят в мир, язвы, которые они оставляют в сердцах, страшны и разрушительны среди людей невежественных. Действуя на эгоистические страсти, темные оккультисты бербуют себе войско, сжигая в человеке волю к добру своим тяжелым гипнозом. Та община, где ты сейчас живешь, — это спасительная сеть, где куются бойцы для борьбы со злом, с награблением, с разжигающими страстями. Здесь закаляются сердца тех, кто хочет жить для общего блага, для мира и радости людей. Знание — двигатель жизни, и радость — масло для него. С той минуты, как ты вошел под кровь моей общины, осознай новый порядок вещей и пойми в нем новый подарок, который тебе дала великая жизнь. Перед тобой период в целых семь лет абсолютной раскрепощенности от всех завод практической жизни. В полной освобожденности от бытовых тягот осознай свою величайшую внутреннюю свободу. Осознай, что твое «я», освобожденное от страсти, может сдвигать горы, если верность твоя цельна до конца, и никакие сомнения и страхи не могут пробить в ней бреши. Прими, друг, бодрое пожатие моей руки и иди по жизни в простой доброте. Как только доброта твоя станет ежедневным привычным двигателем твоей жизни, ты каждую встречу сумеешь начать и кончить в радости и мире. Верь мне, все, чего должен достичь человек в своих встречах, — это начать и кончить каждую из них в мире милосердия и доброте. Если время, семь лет о которых я упомянул, что кажется тебе сейчас целой вечностью, мелькнет как одно мгновение, и, покидая гостеприимный кровь общины, ты будешь сам себя уверять, что еще не чувствуешь себя в силах идти в практическую жизнь, чтобы строить людям пути к общему благу и миру. Но каждому его момент современности, его момент творчества, его момент развития и действия героических сил. Кто спешит, не достигает, кто отстает и медлит, находит смерть. Мужайся, друг, ты хорошо начал свой путь, продолжай его так же. Если в минуту разлада ты будешь нуждаться в моей помощи, крепко и уверенно думай обо мне, зови имя мое Али, и я отвечу тебе немедленно. Прими мой привет, Эмир, твой друг Али Мохомед. Я потушил лампу, взял в руки письмо и вышел на балкон. Ночь, тихая, темная, с небом усеянным звездами, окружала меня. Огромные пальмы едва вырисовывались волшебными контурами. Неведомые мне звуки этой ночи, какие-то шорохи, точно вздохи, очень отдаленный звук свирели, аромат рос и гвоздик, все, слилось какое-то кольцо еще неиспытанных спокойствия и блаженства. Гармония царила в этой ночи и захватила меня. Я перестал чувствовать себя отдельным существом и ощущал радость бытия, счастье жить в этом очаровании Вселенной, живым куском, который я себя осознавал. Прижав письмо к губам, я благодарил Али за все его благодеяния мне и брату. Я прочел письмо еще раз, не глазами и умом, но сердцем. Любовь моя к нему пролилась горячей волной, раскрыв мне великую мощь Али. Я увидел еще один аспект, аспект любви в фигуре моего высокого друга, и я захотел приблизиться к знанию, чтобы приблизиться к нему. Я так долго простоял на балконе, что звезды стали меркнуть. Восток зарозовел. Я вспомнил о письме Али молодого и поспешил в комнату. Волшебная картина пробуждающейся жизни заставила меня отдернуть занавеси. Я распахнул одно за другим все окна настиж и стал наблюдать, как из-за горного хребта выплывала красная полоса, становясь все шире и ярче. Внезапно выскочил краешек солнца, и я едва удержал крик восторга. Весь горный хребет с белыми вершинами, облитый розовым светом, открывался на дальнем горизонте. И до самого хребта тянулась широчайшая долина с живописными селеньями, переплетающимися садами, полянами и лесами. Я только тогда отошел от окна, когда увидел садовников, выходивших из дальних построек общины. Одновременно во многих местах дома началась жизнь. Я видел, как фигуры в белом с мохнатыми полотенцами на плечах шли купаться горные речки. Я сел в кресло и стал читать второе письмо. — Мой дорогой Левушка, мой милый брат, — писал своим мелким и необычайно красивым почерком молодой Али. Глядя на этот характерный почерк, я особенно ярко представил себя Али. Я вспомнил его в первые минуты встречи, когда он, не видя нас, высаживал из коляски ворчливую тетку и украдкой улыбался Наль. Я вспомнил его в ту минуту, когда Наль дала цветок брату Николаю. Я видел его в индусской одежде на даче у дяди Али. Как должен был тогда страдать этот человек? Даже буквы почерка, которые выложились ровной лентой, как гармонично сплетенное кружево. Какая стойкость воли должна была жить в этом гармоничном существе, чтобы после смертельного удара вновь жить полной жизнью, улыбаться и радоваться. Сейчас для меня было ясно, что именно в тот момент, когда Наль подала цветок не ему, а брату Николаю, Али умер. Умер беззаботный, влюбленный Али. Умер жених, мечтавший о любви и семье, и остался жить новый человек. Так, воин, строитель жизни, подле Али старшего, уже навек забывший о себе. Я не спрашивал себя сейчас, зачем столько страданий в мире. Я знал теперь, зачем они. Знал, что через них люди идут к знанию и на препятствиях растут, и закаляются. Я снова стал читать письмо. Передо мной мелькает вся твоя тревожная жизнь последних месяцев. Не раз сжималось мое сердце за все твои муки, и я хотел бы обменяться с тобой ролями и взять на себя твой подвиг, предоставив тебе спокойную жизнь, подле дяди Али. Но путь себе не выберешь. Путь стелется там и так, как сам человек его соткал. Письме не передашь всего, что хотелось бы излить из сердца. Да и слова наши малы для того огромного, чем я хотел бы поделиться с тобой. Одно мне необходимо тебе сказать. Не печалься ни обо мне, ни о твоем брате. Видишь ли, цель жизни на земле — освобождение через труд. Но мы так созданы, что, приходя на землю, приносим и растим себе такое количество страстей и предрассудков, которые опутывают нас, как цепки Элиана. И чем прекраснее цветы наших иллюзорных лиан, тем яростнее мы к ним привязываемся и за ними гоняемся. Когда ж настает момент нашего внутреннего созревания, нам приходится разрывать цепи иллюзий. И если цепи глубоко вросли в наше сердце, то в тот момент, когда мы их вырываем, мы умираем. Умираем иногда целыми частями своего существа, чтобы на месте связывавших нас страстей вырастала радость освобождения. Не могу тебе сказать, чтобы я завоевывал свои ступени роста и освобождения легко и просто. Я уже много раз умирал под вцепившимися в меня лиадами страстей и много раз снова оживал, всегда благословляя жизнь, запосланный ею урок освобождения. Я вижу, как свалились на тебя сразу целые десятки уроков, я вижу, как стоически ты их выдерживаешь, мой дорогой друг Левушка. Тебе кажется, что страданий вокруг слишком много, что милосердие жизни могло бы больше позаботиться о радости людей. Нет, Левушка, не жизнь раздает награды и удачи или наказания, а человек подбирает в своих днях то, что он сам разбросал своим творчеством в веках вокруг себя. Выбросить, как ковшом, вычерпать мутную воду, что сам пролил жизнь, невозможно. Ее надо пропустить через собственное сознание и труд. И только тогда вода, прошедшая через фильтр собственной доброты, сосется в землю, оставив на ее поверхности вокруг человека кристаллы чистой любви. Эти сверкающие кристаллы уже не могут ни замутиться, ни разбиться. Это кусочки твоей вечной любви, что живут в тебе и каждом. Они легки, чисты и сыплются с нас, как алмазный дождь, лишь только мы двигаемся к труду по земле в своем простом дне, думая не о себе, а о встречном. Чем больше любви в сердце, освобожденной и очищенной, тем чище и шире вокруг нас блестящий ковер, на котором встречает своих ближних каждый человек. Когда только еще подходишь к человеку, ощущаешь уже издали аромат атмосферы его ковра. И тот человек, чья атмосфера очаровывает нежностью и энергией силы, всегда много-много раз уже умирал своими страстями раньше, чем они переросли в кристаллы освобожденной любви. Тебе, Левушка, пришлось много выстрадать, но перед тобой еще огромная, долгая-долгая жизнь все еще встретится с тебя на пути. Но ты знай одно – нет таких ступеней совершенства, которые сваливались бы с неба на плечи человеку сами собой, из рога изобилия, что держит чья-то рука, усыпая путь цветами. Каждый цветок – собственный труд человека. Каждая удача – твоя победа в тебе самом. И удача, которую ты назовешь этим словом, это будет твое знание, твое достижение на пути освобождения, это будет внутренняя мощь и победа, а не те внешние блага, что обыватели зовут удачами, стараясь вырвать их себе, чужими руками и трудом. Если временами тебе будет становиться особенно трудно и тяжело, знай твердо, что проходишь одну из ступеней своего освобождения, что в тебе умирает какая-то часть иллюзий, их умирание всегда переносится трудно организмам земли, наделенным сознанием, силами и чувствами двух миров – неба и земли. Знай это, вспоминай, когда страдание обовьется вокруг тебя, и лни тогда к людям вроде и, чей ковер любви, разросся в огромное яйцо, охватывает самого и и всех, кто к нему подходит. Дядя Али говорил мне, что пошлет меня к тебе в общину. Я там был уже два раза, и буду счастлив, если встречусь там с тобой. Прими мой сердечный привет, дорогой друг, не стоит и говорить, как я буду рад, если ты не откажешь мне в твоей дружбе и будешь мне писать. Я же всегда с тобой в мыслях и дерзаю назвать себя твоим верным другом. Али Махмед Это было второе письмо, полученное мною от Али Молодого. Я поневоле вспомнил, как я караулил сон флорентийца и читал в духоте вагона его первое письмо. Как сравнительно мало прошло времени. Еще и года не стекло с нашей первой встречи с Али. А сколько уже мелькнуло событий, и таких событий, которые закрыли собою. Того мальчика, что приехал в Ка. Я улыбнулся сам себе, когда представил себе того наивного, ежеминутно раздражавшегося Левушку, который шел на пирали и воображал себя героем маскарада. Мне показалось, что я даже не мог теперь и чувствовать так экспансивно, как в то время. Вспомнил я и свое отчаяние, одиночество, слезы брошенного существа, что давали мне ощущение кладбища. И ясно понял, что я переступил какую-то ступень сознания, и уже больше не буду искать счастье жизни в той или иной форме жизни внешней. Вероятно, я еще долго раздумывал бы о всевозможных вопросах, которые выпытывали по ассоциации воспоминаний, но меня отвлек цветок, брошенный в окно. Я поднял цветок, вышел на балкон и увидел И, звавшего меня купаться в горной речке. — Да ты, Левушка, не спал. Это никуда не годится, — говорил мне притворно грозным тоном мой дорогой друг и наставник. Сегодня я буду знакомить тебя с большим числом моих друзей. Среди них будет немало прелестных дам, и мне вовсе не охота, чтобы они составили себе впечатление о скучном Левушке, который дремлет за завтраком. Я уверил И, что не ударил лицом грязь, спрятал письма, захватил простыню и быстро нагнал уже спускавшегося вниз И. Мы шли теперь по той живописной долине, которую я наблюдал со своего балкона. Тропа круто свернула влево, мы обогнули небольшой сад, и я снова застыл от изумления. Горная речка текла издалека, падала уступами, бурлила и пенилась, но у песчаной отмели, куда привел меня, и разливалась большим озером, как огромная чаша, и вытекала снова узкой, бурлящей по уступам речкой. Вокруг озера росли пальмы, и было раскинуто много купалин. Озеро было глубокое, вода холодная, и только немногие отличные пловцы и спортсмены решались переплыть его. На другой его стороне тоже стояли купальни, и там я различал двигавшихся людей. Было уже очень жарко, я мечтал поскорее окунуться, но и повел меня дальше, на следующий уступ горы. Здесь я увидел такую же точно картину, река образовывала озеро и текла дальше, но это озеро было гораздо меньше и мельче, и объяснил мне, что приезжающим впервые в общину нельзя купаться сразу в Нижнем озере, так как слишком низкая температура воды вызывает судороги и может даже смертельно повредить всему организму. Но, постепенно приучаясь к переходам от жаркой температуры воздуха к холоду воды в озере, воды, обладающей большими целебными свойствами, можно не только сбросить с себя кучу физических болезней, но и обновить весь организм. Многие, прожив в общине 6-7 лет, уезжают помолодевшими на десятки лет и почти перестают болеть, и, не желая оставлять меня одного, купался тоже в Верхнем озере. Не знаю, как бы я чувствовал себя в Нижнем озере, но вода Верхнего меня пленила. После моря, в котором за время нашего долгого путешествия я часто купался, мягкая, совершенно прозрачная и приятно прохладная вода озера, где был виден мельчайший камушек, где дно было как бархат, где не плавала ни одной медузы, казалось мне блаженством. Я никак не мог решиться расстаться с озером, и только угроза ей, что близится час женского купания, и я задержу дам, заставила меня вылезти из воды. Хотя я вздыхал и обещал и завтра же найти себе еще одно озеро, где бы можно было купаться, сколько захочешь, не боясь дамского нашествия. И смеялся, и угрожал познакомить меня с одной американкой, очень богатой дамой, которая не любит юношей затворников и превращает их в своих пожей. Я возмутился и просил принять к сведению, что в Америку ни за какие блага не поеду и знакомиться буду только с русскими. Едва я успел договорить фразу, как за купальней послышались голоса и смех. «Это что же значит?» — услышал я веселый, очень молодой, женский голос, говоривший по-английски. «Лорды все еще на озере? Разве не пробило семь?» «Нет, — милостивая леди отвечал, — и еще три минуты в распоряжении лордов. А кроме того, один русский граф, только что приехавший, опоздал специально, чтобы скорее познакомиться с американской леди. Он так много наслышан об ее уме и воспитательских талантах, что мечтает попасть в число ее поржей. Все это и говорил кому-то на мостике купальни, и говорил так уморительно, перехватив интонацию женского голоса и чуть неправильный акцент, что я крепился, крепился, да сорвался и залился своим прежним мальчишеским хохотом, и распахнул дверь купальни, вытащил меня на берег, и... Я замер, превратившись в левушку лови ворон. Передо мной стояли две женщины. Одна была полная, среднего роста, с сильно вьющимися волосами, некрасивая шатанка, но глаза ее, огромные, серые, на выкате, беспокойные, с властным выражением точно не вмещались в это плотное тело. Этим глазам казалось, все надо было знать, во всем мешаться, во всем вникнуть. Ей было на вид лет тридцать. Рядом с ней стояла девушка, совсем юная и тонкая, болезненного вида, с темными волосами, прихорошенькая, придобрая и довольно печальная. Я не мог ничего понять. Очевидно, голос принадлежал, молодой. Но вот заговорила старшая, и нечто вроде мороза пробежала по моей коже. Голос принадлежал ей. Кому же это и наметил меня в пажи? Этим электрическим колесам, а не женским глазам, должно быть, никак не угодишь. Старшая дама улыбнулась, точно дырочку просверлила в моем сердце, и вновь сказала, «Будь моя воля, и не мешай мое величайшее преклонение перед вами, доктор И. Я бы запретила детям раньше семнадцати лет являться в общину, особенно таким нервным, как ваш спутник. Ничего, Наталья Владимировна, мой друг уже опередил многих, а главное, пришлось бы начать запрет с вас, ведь вы-то приехали сюда, когда вам еще не было полных семнадцать лет, и все же вас приняли здесь с радостью, и жизнь здесь не повредила вам». И представил меня обеим женщинам, назвав одну Натальей Владимировной Андреевой, а другую — леди Бердран. «Через день все равно будете звать меня Натальей, так уж можете и не запоминать отчество», — сказала Андреева, протягивая мне руку. «И какая тонкая и приятная была эта рука!» Я сразу почувствовал в ней друга и перестал бояться ее глаз. «Ну и шило же у вас вместо глаз!» «Ох мой, а я только что хотел сказать вам, что ваши глаза и электрические колеса должно быть на дне морском, гвоздь сыщут они. Я уже почувствовал, как вы просверлили меня ими, Наталья Владимировна. «А я что же?» — рассмеялась леди Бердран. «У меня ни шил, ни колес, ни дырочек сверлить не умею. К какому же рангу смертных причисляюсь я?» «Вы леди!» «Вы звезда удач!» «Я уверен, что встреча с вами несет всем удачу, и ваша печаль происходит от того, что вы у всех берете скорбь и бросаете им взамен свою доброту. Пощадите! И вам надо было вашего друга купать сразу в Нижнем озере!» Расхохоталась Андреева и взял меня под руку, весело поглядел на дам, еще веселее засмеялся, назначил им свидание в столовой и побежал, увлекая меня за собой, как бегают школьники. Опять пришлось мне поразиться. Положительно с моим выдворением в общине я только и знал, что удивлялся. И такой серьезный, степенный, так редко смеявшийся, только улыбавшийся был здесь совсем другим. Я не мог себе вообразить, что и может бегать, и шалить со мною, как мальчик. Через несколько минут я взмолился и попросил и перейти на медленный шаг. От моего прохладного купания не осталось и следа. Я был мокр, и пыль набилась в мои сандалии. И же имел вид вышедшего из гостиной. Не огорчайся, Левушка, приучишься к климату и выучишься ходить и бегать, так, чтобы не подымать пыли. Иди, меняй свое платье, возьми душ, скажи, яссе, он тебе поможет. Я буду здесь тебя ждать. И сел в тень на скамью возле крыльца, и не успел я подняться на верхнюю площадку, как он был уже окружен большим кольцом людей. Исса посоветовал мне взять холодный душ, что я с восторгом исполнил, дал мне свежие хитоны, сандалии и сказал, что утром все ходят в одном легком хитоне и только к обеду надевают два. Обед бывает здесь рано, в два часа. Я удивлялся, как можно есть в самой зной, но не сказал ничего. Исса же, точно поняв мои мысли, объяснил мне, что утренняя столовая, куда мы пойдем сейчас, западная, обеденная в самом конце сада у речки, она северная, открытая, обвитая вся лианами и плющом, а чайная на восточной стороне парка у самой скалы, жарче всего не в обеденной столовой, зелень, которую все время поливают водой, и где дует ветер бейеров, а в чайной, где даже устроен в скале грот, для тех, кто плохо переносит жару. В гроте всегда прохладно, и многие даже занимаются там в полуденный жар. Я сошел вниз как раз с ударом гонга и познакомил меня с некоторыми из своих собеседников, взял меня под руку, и мы пошли всей группой к столу. Я посмотрел по сторонам с беспокойством, думая, что мои новые знакомые дамы запаздывают к завтраку, и здесь мне был сужден сюрприз. С противоположной стороны парка шли Андреева и леди Бердран. Очевидно, была еще другая, кратчайшая дорога от реки прямо в парк. Теперь я мог лучше рассмотреть обеих дам. Андреева шла довольно тяжелой походкой тучных людей. Ее глаза на самом деле походили на электрические шары. На меня она снова произвела впечатление на магничного человека. Мне казалось, что ее спутница умышленно держится подальше от нее. Леди Бердран улыбнулась нам и села за соседний стол, где уже сидел немолодой человек, очень красивый, живой, с прекрасными манерами, бритый. Я принял его за француза. Он приветствовал свою соседку, ловко расставил ее кресло и сел сам только тогда, когда она опустилась в кресло и придвинулась удобно к столу. И сказал мне, что этот человек поляк, простой рабочий, добившийся сам высшего образования и боровшийся не раз за освобождение своей родины. Имя его Ян Синецкий, он не первый раз уже здесь. Возле Андреева я увидел человека небольшого роста, с прелестными, добрыми и по-детски наивными глазами, окладистая серо-седая борода и такие же кудрявые волосы в сочетании с большими, близорукими синими глазами, веселыми и юмористически плутоватыми. Все было так красиво и обаятельно, что даже очки не портили его лица. Щеки его были розовые, губы красные, зубы перламутровые, и весь он мог бы быть моделью для статуи Добряка. Улыбка почти не сходила с его губ, и одет он был в легкий, безукоризненно белый костюм из тончайшего шелка. От него так и веяло чистотой и аккуратностью, что еще резче подчеркивало полный контраст с его соседкой. Грубо высеченные черты волевого лица, необычайная живость глаз и пристальность взгляда, какая-то суровая сила, исходившая от нее, составляли полную противоположность с ее соседом. Все в ней было неряшливо. Кружевная белая косынка, покрывавшая ее волосы, была наброшена небрежно, платье было измято, книга, которую она держала в руке, потрепана, из зонтика торчали две обнаженные спицы. Обе эти фигуры, такие контрастные, поглотили сразу мое внимание. Каждая из них показалась мне обаятельной по-своему, и я подумал, как бы разно ни мыслили эти люди. Они могут решать какую-то задачу жизни сообща и вливаться в гармонию, дополняя друг друга. Я только что хотел спросить, и не муж ли и жена, а не как услышал громкий и веселый смех Андреевой, которая сказала и через стол. Я же говорила вам И, что вашего чудо-шилографа надо было сразу купать в холодном озере. Он уже нашел тему для своего будущего романа, и бедный мистер Ольденкот попал первым в его героя. Не думаю, Наталья Владимировна, Левушка так напуган вами, что скорее будет искать темы для своих работ в других секторах общины. Юмористически поблескивая глазами, ответил И. Несмотря на внешнюю грубоватость от Андреевой, так и веяло мощью доброжелательства, когда она смотрела на меня. Я внутренне сразу с ней сдружился, чему и сам теперь удивлялся. Впервые я ясно понял, что у Андреевой не было внешнего такта, но ее мудрость была выше, чем у всех, кто сидел с ней рядом. Я улыбнулся и, нисколько уже, не боясь ее глаз, сказал, «Не знаю, что было бы, если бы и приказал мне искупаться в холодном озере, но теплое озеро породило во мне одно желание — сделаться вашим пажом». Не только и Ольденкот Синецкий, и леди Бердран, но и сидевшие подальше за нашим столом, не могли удержаться от смеха. Кастанда, подошедший к «Опросить, какой диетический стол он мне назначит», смеялся до слез. Наталья Владимировна выждала, пока ее соседи успокоились, и снова сказала своим четким, рисковатым голосом, необыкновенно молодым для ее лет, «Левушка, запомните хорошенько этот день и этот смех. Он не будет большим оправданием, когда Али приедет сюда и спросит меня, что я сделала для человека, пожелавшего добровольно стать моим пажом. Общий смех моих друзей говорит о том, в какой тирании я держу моих юных приятелей. Но кончается дело всегда так, что юные приятели забирают меня в лапы, и я служу им объектом для их проказ, либо забав». Я мало понял, что скрывалось за общим смехом и в чем состояла соль слов Андреевой, и весело смотрел на меня, заставляя меня есть салат из зелени, потом какую-то особенно вкусную кашу и, наконец, прекрасный кофе, по которому я соскучился за долгое время нашего путешествия, получая всюду какао или шоколад. Рядом со мною сидел высокий, стройный, гладко выбритый молодой человек по имени мистер Черджистон. Он оказался по образованию математиком, но в данное время занимался историей. Он тоже был вообще не впервые и приехал сюда только несколько недель тому назад. Я почувствовал, что он еще не освоился здесь. Мистер Черджистон имел откабуто письмо к И, о чем я тут же сказал моему другу. Да, я знаю, мистер Черджистон. Ваш друг писал мне еще в Константинополь, что направляет вас сюда. Он просил меня быть вам руководителем здесь, что я с большой радостью веру на себя. Ананда тоже говорил мне о вас. Я привез вам от него письмо и небольшую посылку. Ласково ответил он англичанину. Никогда не забуду, что произошло с молодым человеком, когда он услыхал, что Ананда прислал ему письмо и посылку. Выдержанный строгий англичанин вздрогнул, покраснел, уронил вилку и салфетку и с глазами полными слез чуть слышно сказал. Неужели Ананда сам написал мне письмо? Да, мистер Черджистон, и не только сам написал, но и дал мне полное указание, как подготовить вас к свиданию с ним. Когда он сюда приедет, вы должны быть готовы его сопровождать в далекое и долгое путешествие. Ананда просил меня передать вам, чтобы вы постарались побороть свою застенчивость, потому что вам придется много жить среди больших суетных городов, среди людей в постоянном общении с ними. — Очевидно, мне не суждено жить так, как мне бы хотелось, — вздохнул мистер Черджистон. Я мечтал о монашестве, а попаду в мир, да еще в суету. Но чтобы следовать за Анандой, я рад идти каким угодно путем. Завтрак кончился, мы поклонились нашим соседям и новым знакомым и вместе с англичанином поднялись в наши комнаты. — Я очень прошу вас, доктор, и вас, Левушка, зовите меня Альвар, — сказал Черджистон. Так звали меня самые дорогие мне люди. И я бы очень хотел слышать от вас обоих это обращение. — Прекрасно, Альвар, мы так и поступим, — передавая ему письмо и посылку сказал И. — И если это не нарушает вашей программы дня, приходите через полчаса в парк, к дальнему пруду у столетних пальм. Я намерен провести Левушку к подножью гор, ближних зеленых, и познакомить его немного с окрестностями, а, кстати, чуть-чуть и с ботаникой. — Как я счастлив, что вы возьмете меня с собой. Я буду у пальм через полчаса. Альвар вышел, унося с собой свое драгоценное письмо, и небольшой ящик, довольно тяжелый. Альвар много-много выстрадал в своей жизни, когда мы вооружились лопатами, огромными войлочными шляпами, ножом и сумкой вышли в сад, — сказал Нии. Его жизнь до последних двух лет была сплошным ужасом. В семье мачехи и ее детей, которых он содержал, работая без отдыха. Юноша уже готов был прийти в отчаяние, как его встретил один из учеников Ананды. Он привел его к Ананде, когда тот был проездом в Дувре, и с тех пор Альвар ожил. Ананда же помог ему и сюда добраться. Ах, и как трудно мне здесь собрать внимание! Я хотел бы сразу хотя бы увидеть всех, кто здесь живет, а выходит, что чуть взгляну на одного увязну в нем, забыв обо всех остальных. До сих пор я умел так сосредоточиваться, чтобы и человека, даже очень замечательного, видеть и не упускать из поля зрения всего окружающего. Здесь же моего внимания едва хватает на какое-либо одно лицо. Это не потому, Левушка, что ты стал рассеян, а только потому, что внимание твое сконцентрировалось, и сам ты стал более тонко и глубоко воспринимать эманации и вибрации встречаемых людей. Твой организм, его психические и физические стороны закалились по сравнению с прежним, и ты глубже видишь человека. Если ты вспомнишь свои ощущения от встреч с самого выезда из К, ты заметишь, как тебя постоянно разбивали токи, исходившие от людей, даже от общения с такими высокими и светлыми силами, как Али, Флорентий, Цананда, тебя постоянно приходилось подкреплять соками трав и растений в виде конфет, пилюль, капель. Теперь же ты забыл о существовании всех этих средств в такой бурной встрече, как встреча с Андреевой, а между тем именно она могла бы подействовать, разрушающей на твое спокойствие, и это еще может случиться в дальнейшем. Заметил ли ты, что американка, давно уже живущая подли нее, старается держаться в некотором отдалении от Натальи Владимировны? Подли Андреевой с самого ее детства все окружающие испытывали беспокойство, а предметы плясали, как только она к ним приближалась. Ее и сейчас не впускают в электролечебные кабинеты. Электрические приборы от одного ее приближения портятся, не выдерживая той колоссальной силящей электричества, которую излучает ее организм. В ней обнажены все ее психические силы. Она из тех внезапно обновленных людей, в ком вечность, сразу поглотила их животное начало и возвратила им все их прежние таланты и знания. Но сила божественного огня не течет в ней в гармонии с огнем земли. Он вырывается из нее языками, хотя всегда огонь света его превосходит и подавляет. Но потому что оба эти огня не переплетаются в ней в гармонию, она и сама подвержена раздражению, и других может заражать неустойчивостью. И все же ты остался перед ней в полном самообладании, хотя она увидела и прочла в твоей ауре все твои особенности. К нам подошел Альвер, которого мы уже несколько минут поджидали, стоя среди совершенно сказочной красоты, в тени столетних пальм, окружавших пруд и отражавших в нем свои огромные кроны. По воде плавали белые и черные лебеди, а между пальмами стояли красноватыми кучками розовое фламинго и еще какие-то никогда мною не виданные птицы. Вдали среди пышной зелени виднелось несколько домиков, и расхаживали, важно распуская чудесные хвосты, белые павлины. Мимо нас проходили люди в белых коротких одеждах, все они, очевидно, хорошо знали, и, как и он их, я поражался его памяти. Каждого он приветствовал по имени, каждому задавал вопросы совершенно разные, но результат этих вопросов был всегда один и тот же. Лица людей озарялись, на них точно луч света мелькали радость и бодрость. Пока мы медленно проходили по тенистому парку, я мысленно вздыхал, какой колоссальный разрыв был между мною и и в наших знаниях, силах, талантах, наконец, в любви. Где мог брать и такой неугасимый костер этой любви, чтобы не расточить и не опустошить сердце теми потоками внимания и теплоты, которыми он буквально обливал каждого, кто нам встречался? Ну, Левушка, вообще не нет места, унылым мыслям. Сюда попадают только те, кто победил себе все возможности отрицать и скорбеть, унывать и жаловаться. Брось всякого рода сомнения и приготовься к первому опыту пустыни. Как только мы выйдем из тени парка, зной набросится на нас со всех сторон. И надвинул мне глубоко на голову мою огромную войлочную шляпу и спустил сзади на плечи вуаль, которую я даже не заметил на шляпе. И действительно, лишь только мы шагнули за калитку сада, я почувствовал себя в огненной печи. Я оценил внимание яссы, давшего мне высокие закрытые сандалии на толстенных подошвах. Песок, которого я случайно коснулся, был горяч, как угли. Пот лил с меня градом, вся моя одежда была мокра, тут же высыхала, снова взмокала, от меня шел пар. Я так ошалил, что едва доплелся до подножья гор, с которых там и сям катились ручьи и били ключи, орошая прекрасную растительность, траву и цветы. И указал мне несколько кустов дикой ежевики, громадной, спелой, под тяжестью, которые свисали в несветве. Я набросился на нее и говорил, что в жизни ничего вкуснее не едал. Ну, а дыня, разве ты не мудрец, смеялся ей. Внезапно я вскрикнул, чуть не наступив на выпалшую из-под моих ног, змею. — Это не змея, — сказал Альвер, преспокойно беря в руки отвратительно шипевшего гада. — Это ушлевушка, он безобидный. Вот на днях я действительно был потрясен странствующим укротителем змей, которого Кастанда велел накормить обедом, и он благодарность, показал нам целый спектакль со своими кобрами и с большой гремучей змеей. Змеи повиновались его заунывной игре на дудочке, сначала изображали нечто вроде танца, вытягиваясь вверх и качаясь на своих хвостах, что лично мне было отвратительно. Потом они стали себе сразу набрасываться на своего хозяина. Многие из нас перепугались, думая, что хозяин будет задушен своими змеями. Но он преблагодушно продолжал играть, а змеи повисли на его шее, руках, ногах и бедрах, как шевелящиеся ожерелья. Я смотрел, как зачарованный, и не мог постичь, в чем тут была власть человека над этими чудовищами, укус одного из которых нес неизбежную смерть через несколько минут. Наконец хозяин отправил змеи в корзины и мешки, оставил только одну змею и предложил кому-либо из желающих взять ее в руки. Он уверял, что того, кто боится, не будет змея, не укусит. Ольденкот уже протянул было руку, чтобы взять змею, но Андреева резко схватила его за руку и не менее резко ухватила змею и бросила ее хозяину. Все это произошло так молниеносно, что никто и опомниться не успел. «Разве Али прислал бы сюда, чтобы вы учились шарлатанству?» закричал Андреева таким громким и властным голосом, и с глаз ее так и брызнули искры, что многие из нас даже попятились. Змея, сброшенная так непочтительно, стала бешеной. Да и все остальные змеи начали грозно шевелиться в своих мешках, к счастью, уже завязанных. Хозяин уже закричал что-то Кастанде, на непонятном мне языке, по всей вероятности, малопочтительное. Кастанда передал Андреевой, что хозяин упрекает ее в том, что она разбудила злого духа в змея, и что теперь, если она сама же его не укротит, змея непременно кого-либо укусит. Но вино он на себя не берет, потому что над злым духом он не властен. Андреева вдруг сказала ему на его же языке несколько слов, которые нам перевел Кастанда. «Бери сейчас же свою змею и убирайся сам немедленно отсюда. Если промедлишь пять минут, я посажу тебе на голову рога от того оленя, что бежит сюда». Не описать никакими словами. Что сталось с гордым и заносчивым хозяином змеи? В один миг он сгреб бесившуюся змею, сунул ее себе за пазуху, схватил мешки и корзины и стал улепетывать не хуже оленя. Он бормотал какие-то заклятия и с ужасом смотрел на Андрееву. «Я бы очень просил вас, Альбер, бросить этого несносного ужа, — жалобно сказал я. Я не Андреева, не могу властно кричать, но ваш уж мне так надоел, что я чего доброго побегу, вроде хозяина змей». Я насмешил своих спутников, но зато легко вздохнул, когда англичанин выпустил ужа в траву. Подойдя-ка, я спросил его, почему он мне не сказал, что в горах много змей. «Потому, Левушка, что здесь увидишь не только змей, но и тигров, и львов, которых тоже научишься не бояться. А пока давайте-ка, друзья, срежем эту траву и вот эти цветы. Да соберем листья с тех дальних кустарников. Сегодня последний день, когда их можно собирать для лекарственных целей». И показал нам, как осторожно надо срезать траву, не задевая земли, как, наоборот, надо брать цветы с корнями и землей, и как аккуратно срезать только молодые листья с кустарников. Казалось, работа была легкой, но раньше, чем моя и Альвера сумки были наполнены, мы истомились до отказа. Если бы не воязнь змей, я бы давно уже улегся на траве. Сумка жеи была полна, с трудом закрывалась, и сам он был свеж и прекрасен. Он поглядывал на нас по обыкновению, поблескиваясь смеющимися глазами. Мне очень хотелось спросить его, что он думает об Андреевой. Но он мурлыкал песенку, говорил, что пора мне учиться играть и петь, а то я останусь навеки музыкальным невеждой. И, не дав нам отдохнуть, заявил, что пора двигаться домой, не то опоздаем к обеду. Никакие мои мольбы об отдыхе не помогли. И, смеясь над моим страхом обратного перехода по зною, намочил мою шляпу в ручье, снова напялил мне ее на голову и забавлялся моим жалобным видом. Да ведь это напоминает дервижскую шапку. А ну как я опять заболею! И еще веселее засмеялся, схватил меня за руку и пустился бегом вниз. Только теперь я понял, почему я так устал, карабкаясь за травами вверх по горе. Трава была скользкая, но всю ее скользкость я понял сейчас, когда бежал за и вниз. Я, собственно, не бежал, бежал он, а я скользил, как на лыжах, уцепившись за его руку и плечо. Спуск продолжался, вероятно, несколько минут, но они показались мне часом дантово ада. Я так и думал, что споткнусь о какую-либо кочку и буду лежать со сломанной ногой или рукой. Когда мы преблагополучно остановились внизу, уи, щеки которого покрылись румянцем, глаза блестели не хуже солнца, был такой счастливый, радостный вид, что я не смог вымолвить ни одного слова упрека, хотя собирался выпалить их сразу сто и заявить ему, что я так больше не играю, что летать с гор не желаю, и оглянулся назад, куда посмотрел и я. Посреди горы, беспомощно держа за ствол дерева, стоял Альвер, большой, широкоплечий, он, очевидно, застыл от изумления, наблюдая наш полет в Алькей. Вся его фигура с широко открытым ртом была так уморительна, что я подскочил на месте и хохотал, забыв, все на свете. И, как кошка, в одно мгновение очутился возле Альвера. Взвалив его на плечо, он побежал с ним вниз, как будто бы нес птиц. От смеха я перешел к молчаливому изумлению, потом снова к смеху, пока и не сказал, что велит Альверу принести ужа, чтобы привести меня в равновесие. Альвер сам был так ошарашен, что не мог прийти в себя, поэтому я не боялся его змей. Я уцепился за И и почти половину дороги давился от смеха. Должно быть воспоминания о картинах, произошедшего на горе, их юмористичности, и об еще одном неведомом мне, доселе качестве и вызвавшем во мне восторг его ловкости, захватили меня, и я совсем забыл, что идти надо так далеко, что нас палит зной и засыпает пыль, поднятая проходившим караваном живописных мерблюдов. Когда мы вошли в тень парка И повел нас совсем другой дорогой, Альвер, удивленно оглядываясь, сказал, как странно, доктор И, я здесь уже вторую неделю, а совсем не видел ни этой части парка, ни тех прелестных домиков вдали, они точно игрушечные, белые, блестящие, что это заселение этой части парка. Вы не видели потому, что с большим парком она соединяется узкой тропой через ущелье. Вы, вероятно, подходили к ущелью и думали, что тут конец всей общины, но тут-то, собственно, и начинается деятельность общины. Ряд домов, о которых вы спрашивали, это первая детская колония, и таких колоний у общины десятки. Они расположены вокруг парка и по течению реки, дальше высится школа, а на самом краю селения направо больница, налево приют для глухонемых и их школы. Через некоторое время, когда вы оба с Левушкой попривыкнете к климату и езде верхом на верблюдах, я возьму вас с собой в путешествие недели на три-четыре, а может быть и больше. Мы объедем всю общину. Вы познакомитесь с трудом тех, кто не только проводит здесь ряд лет, но живет постоянно. двинувшись дальше, мы очень скоро пришли к горной расселине, и мне показалось, что хода дальше никуда нет, но и обогнул огромный камень, и я увидел за ним прелестную тропинку, точно ложе высохшего ручья. Идя вдоль по ней, мы вышли к противоположной стороне расселены, представлявшей из себя сплошную стену. Вдруг и нагнулся, шагнул в грот, видневшийся с левой стороны, и через минуту мы стояли у тех же столетних пальм, откуда начали наше путешествие, только совершенно с другой стороны озера. Я оглянулся назад, и не мог решить, из какого же отверстия горы мы вышли. Целый ряд пещер, одинаково завитых лианами, розами, еще какими-то вьющимися растениями, был за нами, но раздумывать было некогда, так как, сойдя к пруду раньше нас, и отвязал маленькую лодку, и мы переплыли пруд, причем ни лебеди, ни фламинго, и не думали бояться нас. Мы очень точно вернулись к обеду, успев взять душ и переодеться. Когда мы сели на свои места в обеденной столовой, которую я видел в первый раз, я заметил, что здесь все столы были круглые, и соседи наши по столам были все те же. За соседним столом я встретил пристальный взгляд Андреевой. Сцена со змеей мне так ясно нарисовалась, особенно когда Ольден Кот серьезно расставлял кресло своей соседке и заботливо собирал ее вещи, всюду ее оброненные, и складывал их на специально для вещей, приспособленные в стороне, полки. Я заметил, что спицы больше не торчали из ее зонтика и с умирением подумал, что это он сам ей их пришил, как заботливая нянька. Я забыл сказать, что креслица во всех столовых были одного типа. Пальмовые или бамбуковые стволы были затянуты буйволиной кожей, легко складывались и раскладывались, были устойчивы и удобны. Они были довольно низки, как и столы. Все столы были покрыты белыми чистыми скатертями, всюду стояли в вазах цветы. Вазы были из керамики местного производства, все разные и показались мне художественными. На каждом столе стояло по несколько кувшинов с молоком и кувшины не отставали. В красоте от вас. Обед проходил спокойно, никакой суеты не чувствовалось, несмотря на огромное количество обедавших людей. Ни за одним табльдотом я не видел такого количества людей, и всюду была суетня. Здесь же у каждого стола были свои подавальщики, а за столом все обслуживали сами себя. Еще раз меня поразила особая атмосфера этой толпы людей. Манеры были далеко не у всех элегантны, как у польского рабочего сенецкого. Внешний вид людей был самый разнообразный, но, поскольку им былицам не пробегал, мой взгляд, все они были значительны, на всех лежала печать духовности, и от каждого из них веяло добротой и миром. Только несколько лиц, среди которых было и лицо прекрасной американки леди Бердран, были печальны, даже более того, как-то скорбно прекрасны, что подчеркивалось радостностью остальных. Не успел я отчетливо задать самому себе вопрос, почему эти несколько лиц носят такое особенно глубокое и вдохновенное выражение скорби, как услышал неподражаемый голос и своеобразный акцент Андреевой, говоривший мне, советую вам, достопочтенный и любознательнейший граф, не забегать вперед. Завтра, если вам угодно, я отвечу вам на ваше «почему?» очень точно, а сегодня сосредоточьте ваше внимание на радостях. Если вам угодно, можете присоединиться к нашей экскурсии за дынями после обеда, тут я переполошился. Я уже привык, что на мои немые вопросы я получал мгновенно ответы и или флорентийца Ананды или Сера Оми, но чтобы под мою черепную коробку заглядывала еще и эта женщина со своими электрическими колесами. Я совершенно не желал, я посмотрел на сидевшего со мной рядом и, но он, казалось, не слышал и не замечал моего к нему обращения. Мы с вами еще не были представлены друг другу, улыбаясь, сказал мне Ольден Кот. Моя приятельница Наталья Владимировна говорила мне о ваших талантах. Вы не обращаете внимания на ее шутки. Она ни в какие рамки общечеловеческих пониманий не умещается и иногда озадачивает людей. Но на самом деле она предобрая, если не относиться к ней как обычной женщине, а признать мне сразу нечто волшебное, то под для нее чувствуешь себя в полном спокойствии и безопасности. Правда, она не очень любит змей, но уж с этим надо примириться, прибавил он, притворно вздыхая и бросая лукавый взгляд на свою соседку. Общий веселый смех, а также просьба нескольких соседей взять их с собой на дынное поле избавили меня от ответа. Я посмотрел на Альбера, который тоже смеялся, и шепнул мне, соглашайтесь идти собирать дыни, это недалеко, идти парком, поле почти рядом, дыни превосходная, аромат замечательный, а главный интерес в том, как она их выбирает. Она сама будет сидеть тени почти несмотря на поле и назначать, какие дыни снимать. Сам старший садовник и огородники поражаются, как она это делает. Точно насквозь каждую дыню видеть. Я подумал, что моя новая знакомая это, пожалуй, и сквозь землю видеть может. Вдруг И повернулся ко мне и совершенно серьезно меня спросил, а ты, Левушка, думаешь, что сквозь землю видеть нельзя? Я торопел и даже не знал, как мне принять и понять его вопрос. Тут все стали вставать с места и убирать к стенкам свои крест. Я уцепился за их, мне не хотелось никуда идти, а надо было побыть в тишине с моим дорогим другом или хотя бы одному, чтобы привести в порядок свои разбегавшиеся мысли. Я думаю, Левушка, мы с тобой не дойдем за дынями, а я покажу тебе любимую комнату Али. Когда Али приезжает сюда, он всегда там живет, туда вход никому не разрешен без него. Но Кастанда получил приказание Али дать тебе возможность проводить в его комнате время не столько и тогда, сколько и когда ты захочешь. Вот идет нам навстречу и Кастанда, очевидно, он несет тебе ключ. Я получил приказ, Левушка, от моего любимого учителя и господина этого дома вручить вам на второй день вашего приезда ключ от его комнаты. Вы можете там проводить столько времени, сколько вам угодно. За все время моей жизни здесь, скоро этому будет двадцать лет, только второе лицо получает право свободного входа в эту комнату в первый свой приезд в общину. Первым был Али молодой, вторым являетесь вы. Очевидно, у учителя есть веские основания для оказания вам такой великой чести. Примите мои поздравления и мое почтение и считайте меня в числе ваших усердных и радостных слуг. Я рад служить вам так, как я служил бы ему самому. Кастанда низко поклонился. Я же совершенно сконфуженный и тронутый воскликнул Али не мне оказывает честь, а делает это из великого снисхождения ко мне и любви к моему брату. Я же ничем еще не мог заслужить такой исключительной доброты Али к себе. Если сейчас мне оказывается это чудесное исключительное внимание, то, очевидно, мой великий друг флорентиец просил об этом Али. Мне было бы очень горестно, если бы вы подумали, что я достоин сам по себе этой чести. Я здесь только скромный слуга моего брата, самого Али и моего наставника И. Возьмите ключ И. Я буду пользоваться комнатой только с вашего разрешения. Я подал ключ И, но он его не взял, а наоборот, обнял меня и сказал, дерзай, Левушка, учись нести бремя счастья и несчастья, одинаково легко. Мы подошли не к большому дому, а к маленькому двухэтажному коттеджу с башенкой и балконом, стоявшему среди могучих пальм, как на отдельном островке, куда надо было проходить по мостику над речкой, опоясывавший весь остробок кольцом. Самое место было очаровательно, уединенно, поэтично. Белый домик был сложен из какого-то особого камня, гладкого, блестящего, и похожего на белый коралл, кругом царила тишина и чистота. Скакали белочки на высоких кедрах, чирикали птички, белый павлин бежал на нас встречу, точно хотел нас приветствовать. У подъезда дома нас встретил старый, беззубый слуга в азиатском платье и челмя. Увидав моей руке ключ, он распахнул клань из двери подъезда, мы вошли в сене и поднялись по такой же, как наружные стены дома, лестницы на верхнюю площадку и очутились у двери, которую и велел мне открыть ключом. Слов, чтобы описать мои чувства, когда я открывал дверь, мне не найти. Я точно стоял у заветной черты и видел жгучее, живые глаза, Али, я как бы слышал его голос, говоривший мне, есть же мчужины, черные, то ученики, идущие путем печалей, и несущие их всем встречно, то не твой путь, есть ученики, несущие всем розовые жемчужины радости, и этот путь тебе определен, иди, мой сын, привет тебе, будь верен и чист. Я думал, что вновь брежу, но прислушался четче и явственно различил властный, с характерным тембром, голоса и старшего, если встретишь скорбный лик ученика, идущего путем печали, возлюби его вдвое, и подай всю силу своей бодрости и энергии ему в помощь, ибо путь его самый тяжкий из всех подвигов любви на земле. Сколько слов пришлось мне сейчас сказать, чтобы передать все тогда понятое и услышанное, а на самом деле все это промчалось как молниеносный вихрь сквозь меня, сотрясая мой организм, уничтожая всякое расстояние между мною и Али, сливая меня с его мыслью каким-то чудесным и непонятным мне тогда образом. Наконец тяжелая дверь распакнулась, и мы вошли в комнату. Сразу же против входной двери была широко открыта дверь на балкон, и по обе ее стороны были настиж открыты окна. Все это разделялось такими узкими простенками, что возникало впечатление, будто смотрю сразу на весь мир. Широчайший горизонт на долину, горы, раскованное селение, мечети, стада, сады, куда только хватало глаз, всюду била жизнь, всюду взор попадал на какую-либо красоту, от которой невозможно было оторваться. Долго стояли мы с И, молча, на балконе. Посмотри на комнату, Левушка, и я переведу тебе надписи, которые ты увидишь на стенах. Мы вошли в комнату. Несмотря на жаркий день, не было душно, так как восточное солнце уже ушло, а от западного и южного она была защищена лестницей и башенкой. Гладкие белые стены внутри, такой же пол, ну, точь-точь, коралловый домик. То, что я принял за бордюр, оказалось надписями, сложенными из кусочков того же камня, что и пол, и весь дом. Запомни, Левушка, первую главную надпись над балконной дверью и окнами. Здесь написано «Сила человека — любовь», и она мчит его из века в век. Сила — любовь рождает человека и рождается в нем тогда, когда гармония его созрела. Любовь — гармония и путей человеческих к ней семь. Пока знай только эту надпись. Ты дал слово себе изучить языки Востока. Кроме них ты должен знать этот язык поли, на котором сделаны здесь надписи. Этот язык открывает дверь к знанию тем, кто в нее стучится. Я с благоговением смотрел на загадочные знаки надписи и думал «Найду ли ключ к двери знания?» По стенам комнаты стояли низкие белые диваны. У широкого окна, как и у камина, стояло по креслу. Кресло у камина поразило меня своей формой. Оно было прекрасно, как художественная форма, без сомнения, очень и очень древнего происхождения, из грубых стволов какого-то темного, почти черного дерева. Оно одно только и выделялось темным пятном, в этой девственно-белой комнате. Обито оно было шкурами, должно быть тоже очень старинными, шерсть почти были зла, оставив одну кожу толщины мною невиданной. У окна с левой стороны стоял письменный стол белого дерева, закрытый прекрасной крышкой, очевидно раздвигавшийся в стороны и похожий на большущие пальмовые листья. я чувствовал себя здесь не совсем свободно, меня сковывало благоговение, точно я стоял в храме, я ни за что не согласился бы сесть, на что-либо в этой комнате, так недосягаемо высоким казался мне сейчас ее хозяин, я даже говорить не решался, только потянул из-за рукав и показал глазами на дверь, молча, приглашая его выйти отсюда. Он улыбнулся, оглядел еще раз всю комнату, как бы посылая привет всем непонятным мне надписям на стенах, и мы вышли, закрыли дверь молча и также молча прошли через весь островок и парк к себе домой. Белый павлин и восточный слуга провожали нас до мостика, и павлин на прощание распустил свой дивный хвост, сверкая его золотом и лазурью, и наклонил голову с хохолком, точно говоря, до свидания, когда мы вошли в наши комнаты и сказал мне, приляг и отдохни до чая, здесь тебе пока нельзя переутомляться, надо постепенно закалиться для этого жаркого климата. Я не возразил ни слова, хотя совсем не хотел ни лежать, ни спать. Сначала жара подавляла меня, но затем я заснул и проснулся только от зова яссы, будившего меня к чаю. Я догнал и уже внизу лестницы, в обществе двух мужчин, которых я еще не видал. Один был светлый блондин, типичный швед, каковым и оказался. Звали его Освальд Растен, он на вид казался юношей, я удивился, когда узнал, что он уже второй раз в общине. Второй собеседник был брюнет, француз Жером Манюля. Насколько речь первого, его манеры, походка были размеренно спокойны, настолько второй был подвижен, как ртуть. Походка, движение, речь, все, высказывало в нем огромный темперамент, но суетливости в нем не было никакой, все дышало доброжелательством, веселостью и легкостью. Глаза его были темными и не особенно большими, но красиво разрезанные, сверкали умом, часто пристально и внимательно вглядывались. Он мне показался писателем, что после и подтвердилось. Швед был из купеческой семьи, вопреки желаниям родни, выбрал научную карьеру и имел уже кафедру по истории в одном из немецких университетов. Когда и познакомил меня с ними, оба одновременно воскликнули «Как? Капитан Те? Нет», ответил я, «Я его брат. Вы вскоре прочтете рассказ Левушки и будете рады принять число своих друзей еще одного юного писателя и будущего ученого». Улыбаясь, сказал им «И». Каждый из новых знакомых назвал меня коллегой и по дороге в чайную столовую оба мои знакомые представили меня еще двум молодым и одной пожилой даме. Но немолодые и красивые дамы поразили меня, но седая старая дама. Первой мыслью, когда я ее увидал, была, говорят, что старуха не может быть красивой, женственной и обаятельной. На высокой, чуть полной фигуре красовалась, именно красовалась, я не подберу другого слова, прекрасная седая голова. Загар не портил правильного лица, большие черные глаза и черные же брови подчеркивали седину, морщин не было, лицо было моложаво, но в глазах и улыбке было так много скорби, что у меня стали перед глазами слова Али, когда я шел в его комнату. Если встретишь скорбный лик ученика, идущего путем печалей, возлюби его вдвое и подай всю силу своей бодрости и энергии, ему в помощь, ибо путь его самый тяжкий из всех подвигов любви на земле. Я низко поклонился старой даме и горячо поцеловал протянутую ею мне руку. И эта рука, как рука Андреевой, была тонкая и дружеская. Но форма ее была почти совершенно, пальцы говорили, что она художница. И здесь моя догадка оказалась верной и назвал ее Беатой Скальради и сказал, что синьора Беата, художница, итальянка, взяла уже не один приз почти на всех выставках мира. Ее картины висят во многих картинных галереях столиц. Пока меня представляли еще нескольким дамам, имена которых не удержались в моей памяти, так я был поглощен впечатлением от художницы. Из Боковой аллеи к нам подходил худой человек с не очень молодым изможденным лицом аскета. Он, очевидно, спешил к И. Швед Освальд Растен шепнул мне, что это крупнейший пианист и композитор мира, русский Сергей Аннинов. Пока обе знаменитости шли по бокам И, возглавляя нашу группу Жером Манюля, шепнул мне Сергей Аннинов, живет не в общине, а в одном из маленьких домиков в парке. Али предоставляет ему не первый раз отдых здесь. Он очень нервен, приходит сюда очень редко. Но когда он играет по вечерам, он разрешает всем желающим не только слушать его, но и заказывать ему любые пьесы. И как же он играет? Лучшего ничего представить себе нельзя. И Синьора Скальраде, и Аннинов сели за наш стол. Я не принимал никакого участия в общем разговоре. Сидя поодаль, я вглядывался в лица новых знакомых. Художница нравилась мне все больше и больше. Ее итальянская певучая и медлительная речь напомнила мне, как однажды флорентиец представил мне, как говорят его соотечественники. Эта речь не была похожа на быстротечную скороговорку сеньор Гальдони, которых я едва понимал. У сеньоры Беата я разбирал каждое слово, что еще больше располагало меня к ней. Но Аннинов оставался для меня загадкой. Его аскетическое лицо, изрезанное морщинами, живые глаза, резкие движения, какой-то протест в лице, точно возмущение против чего-то, что его давило. Все казалось мне таким далеким от гармонии, что снова я вспомнил Али, но теперь уже слова надписи на стене загорелись в моей памяти. Сила любовь рождает человека и рождается в нем тогда, когда гармония его созрела. Я рассуждал сам собой, что если он дивный, известный всему миру музыкант, то он должен творить в гармонии, иначе ни его произведения, ни его исполнения не покорили бы мира, а разве это лицо может быть хотя бы спокойно? Аннинов внезапно умолк, взгляд его улетел куда-то в пространство, морщины на лице разошлись, мудрость разлилась по его лицу, он как бы вслушивался во что-то недоступное другим, глаза его ярко загорелись, на бледных щеках заиграл румянец, он вдруг стал совершенно неузнаваем и прекрасен. Простите, дорогой, до завтра, я слушаю, меня зовет моя муза, вы вдохновили меня, я бегу писать, приходите завтра вечером и приводите своих друзей, я сыграю вам то, что сейчас шепнула мне моя муза гармония, Иоаннинов, проговорив торопливо эти слова и оставив чашку недопитого чая, быстро вышел из столовой. Я сидел в самом глубоком состоянии лавиворонства и не мог оторвать глаз от двери, в которой исчез музыкант. Ну что же, шилограф раздалось подле меня и чья-то пудовая, как мне показалась, рука легла мне на плечо. Я ведь говорила вам, что не надо упреждать событий. Гораздо лучше было бы собирать дыни, чем резать шилами тончайшую материю. Вот вам дыня, первый сорт, и каждый кусок ее прибавляет пуд мудрости. Андреева продолжала держать руку на моем плече, я изнемогал. Под ее тяжестью даже пот покатился у меня со лба еще бы минуту, и я, несомненно, упал бы в обморок. Я уже начинал чувствовать тошноту, не головокружение, но и очутился подле меня, его нежная рука уже обнимала меня, он подносил к моим губам чашку. Левушка еще не совсем окреп после тяжелой болезни Натальи Владимировна, он не может еще и не должен принимать ударов вашей силы, вы же не всегда умеете защитить человека от тяжести ваших вибраций, сегодня уже второй случай вашей неосторожности. Леди Бердран пришлось лечь в постель. Голос и был тих и мягок, но мне чудилось, что Андрееву он бил тяжелее, чем давила меня ее рука минуту назад. Мне было так жалко ее, что я ухватился за руку и сказал ей, мне теперь совсем хорошо, Наталья Владимировна, виновата вовсе не ваша рука, а дервижская шапка, которую Али однажды напялил мне на голову, я тогда заболел и с тех пор не могу еще поправиться. Простите меня, пожалуйста, за причиненное вам беспокойство, я буду рад поумнеть от вашей дыни. Дитя мое, прости, дружочек, тихо и ласково сказала Андреева, и я чуть снова не впал в лавиворонство, я и представить себе не мог, чтобы властный, рисковатый, с повелительными интонациями голос этой женщины мог быть таким ласковым, мелодичным и непередаваемо добрым. Все же довольно долго я не мог еще встать на ноги и добраться до дому с помощью и было задачей нелегкой. Ясса продержал меня в ванне довольно долго, растер и уложил в постель, я выпил капель данных и был огорчен, что первый день моей жизни в общине закончился для меня довольно печально. Глава вторая Второй день в общине Мы навещаем карлика Подарки араба Франциск Заснув с вечера с большим трудом, я проспал всю ночь так крепко, что даже ни разу не просыпался, пока Ясса не разбудил меня, сказав, что И уже поджидает меня идти купаться. Едва открыв глаза, сразу же впившись в чудесный пейзаж, я с трудом сообразил, где нахожусь. От длительного путешествия, превратившегося в привычную манеру жить, я научился считать, что каждый день это только своего рода поход, а в эту минуту я сразу осознал, что приехал сюда надолго, что я, наконец, дома. Быстро надев свой более чем несложный туалет, я ясно отдал себе отчет, что не могу и не должен терять ни минуты попусту в бездействии, что за весь вчерашний день, если не считать нескольких маленьких знаний по ботанике, я ничего не приобрел и ровно ничего не выполнил из своих обетов по изучению восточных языков. Что же касается надписи в комнате Али, которую я отчетливо видел перед собой, стоило мне только сосредоточиться на ней мыслью, как всего меня наполняло чувство радости, что язык Пали станет мне ключом к тому откровению, что написал Али на стенах своей комнаты. Весь под впечатлением желания скорее, скорее учиться, я ворвался Бурик и, который что-то писал, сидя за столом, и выпалил сразу. И, дорогой, я уже весь вчерашний день потерял зря, дайте мне скорее книги, чтобы я мог учить необходимые мне языки, прежде всего, конечно, Пали, а потом и остальные. Брат Николай говорил мне, что я способен к языкам. Я тогда, правда, не болел так много, но, может быть, мои способности не заглохли, дайте только скорее книгу. И спокойно положил перо на стол, посмотрел, улыбаясь на мои волосы, которые я забыл причесать, на небрежно подвязанные сандалии и ответил, очень похвально твое прилежание, Левушка, но кто же тебя освободил от самых элементарных обязанностей быта, в условностях которого ты живешь сейчас на земле, твоя голова растрепана, на тесемке туфель ты наступаешь, и почему встречающиеся тебе люди должны страдать в своих эстетических чувствах, натыкаясь среди такой дивной красоты природы на неряшливо одетое, непричесанное существо. В твоей комнате стоит большое зеркало, не для того, чтобы ты проходил мимо него, а для того, чтобы ты выходил из своей комнаты на люди, приведя в полный порядок свою внешность. Это первое из условностей, от которой тебя никто не освобождал. Не о себе ты должен думать, оправляя перед зеркалом складки своего платья, но о людях, для которых твоя внешность может быть предметом раздражения, если неряшливость бьет в глаза, или ты смешон в своей одежде. Запомни, друг, что в нищету впадают чаще всего неряшливые, и даже высоко развитым духовно их неряшливость мешает продвигаться вперед в духовном пути. Всякая неприбранная комната отвратительно высоко развитому и чистому человеку. Вторая условность. Здравствуй, которое говорят люди друг другу. Кто же освободил тебя от этой общепринятой вежливости в общине? Здесь ты еще глубже должен понять это слово как привет любви, как поклон огню и свету в человеке. Это не только простая условность внешней вежливости для тебя, но остов твоего собственного доброжелательства, которым ты обливаешь всего человека в момент встречи с ним. Начинай, мой дорогой друг, через все привычные людям щели их условного общения друг с другом вносить свое высокое благородство. Становись звеном духовного канала, общаясь в тех формах, которые не отталкивают людей и не затрудняют восприятие твоего образа, а привлекают их. Мне было очень совестно за мое легкомыслие. Я взглянул на себя в зеркало и совсем переконфузился. Мои отросшие кудри торчали во все стороны и делали меня похожим в моей длинной белой одежде, надетой и подпоясанной кое-как, на юродивого. Что же касается И, к которому я ворвался как буря, не постучавшись и даже не извинившись, что я помешал ему заниматься, то только сейчас я понял, как эгоистические мысли о себе одном закрыли все, что меня окружало. Мне что-то понадобилось, я сорвался в погоню за ним, а что делалось вокруг, до того и дела мало. Я готов был уже броситься вон из комнаты, совершенно расстроенный, как ласковая рука и меня обняла. Не спеши сейчас огорчаться, Левушка, как минуту назад спешил за книгой, забыв все на свете. Чтобы победить добиться чего-то, надо видеть каждую минуту все вокруг себя, а не выключаться из окружающих условий, видя только один узкий сектор своих действий и рассматривая мир только с высоты своей колокольни, своего личного я. Все идут разными путями, но ступени духовного развития у всех одни и те же. Здесь с первых дней обрати свое внимание на неизменную вежливость. Ты здесь встретишь немало людей, которые покажутся тебе и грубоватыми, и чудаковатыми, но на это не устремляй внимания, а помни, что твой путь сейчас путь такта и обаяния, и чтобы его достичь, тебе надо развить вежливость и спокойствие, сделать их своей неизменной привычкой. Иди, мой дорогой, наведи красоту и приходи через десять минут. Я кончу письмо, и мы пойдем купаться. Я убежал к себе. Но теперь я уже так не доверял своим эстетическим способностям, что вызвал Яссу и просил его оглядеть меня с головы до ног. Ясса, миленький, я очень неуравновешенный человек, не выпускайте меня из комнаты, пока не осмотрите меня хорошенько, я никак не постигну, как завязываются эти сандалии, молил я моего доброго слугу. Ясса подал мне другие, закрытые сандалии, говоря, что в них не проникает пыль, да и застегнуть в них надо только две пуговицы. Он обещал мне упростить завязки в другой обуви, мигом подпоясал меня красивым шнуром и уверил, что теперь я причесан знакома. Но, тем не менее, я никак не мог взять толк, что передо мной сама живая жизнь, а не могучая декорация. Наше купание совершилось без всяких помех и встреч. Не хочешь ли, Левушка, пройти со мной к нескольким больным, которых Кастанда просил меня навестить? Это недалеко, сейчас еще рано, мы успеем вовремя вернуться к завтраку. Я, разумеется, был очень рад и счастлив быть с И всюду, где ему угодно, и, кроме того, стремился узнать новые места. Мы перешли через мост, речку, повыше озера, и углубились по дорожке не в парк, а в самый настоящий лес. Но как этот лес был не похож ни на что, что до сих пор я привык называть этим словом стволы высоченных, толстенных деревьев, где ветви равнялись хорошей русской сосне или многолетней ели по своему объему, несли здесь такие тенистые кроны, что на дорожке, по которой мы шли, было совсем темно. Местами лианы совсем сплетались такими плотными цветущими гирляндами, что образовывали непроницаемые завесы. Здесь было прохладно, как в гроте, даже сыровато. Я уже хотел сказать, что, вероятно, такие леса полны тигров и шакалов, как дорожка перед нами сразу, просветлела, расширилась и превратилась в большую круглую поляну. На ней стояло несколько белых домиков, похожих на украинские мазанки, как мне показалось сначала, но, подойдя ближе, я увидел, что они сложены из шершавого камня, пористого, с блестящими кристаллами, очень мелкими. Когда на них падал луч солнца, они напоминали вату, обсыпанную бертолетовой солью под детскими елками. Настричь нам вышла женщина, лет сорока, крупная, довольно миловидная, в белой косынке, белом платье и таком же полотняном переднике, на котором был нашит широкий красный крест. «Здравствуйте, сестра Александра. Кастанда просил меня проведать вашего больного, которого вам доставили вчера. Дали ли вы ему лекарство, которое я вам послал? Да, доктор и». Бедняжка успокоился и заснул после вторичного приема. Раны я ему слегка перевязала, как вы приказали. «Сестра Александра провела нас в самый отдаленный домик. В чистой просторной комнате стояло несколько белоснежных детских кроваток, но занята была только одна, и возле нее сидела тоненькая девушка небольшого роста, в такой же точной одежде, как и сестра Александра. Это наша новенькая сестра, только что окончившая курсы сестер милосердия. И сестра Александра представила нам очаровательное существо. Сестра Алдас Индуска она умудрилась своими способностями покорить даже нашего милого старого ворчуна, директора курсов, не только всех преподавателей. Алдас посмотрела на нас своими темными глазами, большими, светящимися, и напомнила мне икону греческой царевны Евпраксии, которую я видел в одной из древних церквей, и которой долго любовался. Мы подошли к детской кроватке, на которой я ожидал увидеть ребенка, искусанного собакой, судя по предшествующему разговору. Каково же было мое удивление, когда на кроватке я увидел спящим маленького, сморщенного лилипута. Он был такой старенький и несчастный, что я, разумеется, слове воронил, да так и застыл. Я, должно быть, представлял собой преуморительное зрелище, потому что Алдас, случайно оглянувшись на меня, не смогла сдержать смеха, и он зазвенел на всю комнату. Сестра Александра строго взглянула на Алдас, но, видав меня и сама, едва удержалась от смеха. Смех Алдас разбудил карлика, он открыл свои маленькие глазки, и еще раз я превратился в соляной столб. Глаза карлика были красного цвета, точно два горящих уголька, и, точно не видя ничего и никого, кроме своего больного, наклонился над карликом, боязливо на него смотревшим, и сказал ему несколько очень для меня странно звучавших слов. Вот и еще один язык, который я не понимал, и который, вероятно, тоже надо было бы учить. Если здесь живет несколько родов карликов, да еще несколько сект индусов, наречия которых все разные, то, пожалуй, мне не догнать и даже в языках. Занятый этой мыслью, я отвлекся вниманием от больного, а когда я снова посмотрел на него, то еле удержал крик ужаса. На маленьком обнаженном теле зияли три раны, одна тянулась от бедра до самого колена, вторая от горла до живота, и третья от ключицы до локтя. Тело на ранах было вырвано, точно чьи-то когти его терзали, и дал несчастному пилюлю и капли. Обе сестры поддерживали тело маленького страдальца, а мне и велел поддержать его головку, которая падала от слабости. Облив какой-то шипящей жидкостью развороченной раны и ловко наложил повязки. Очевидно, карлик не страдал от прикосновения его прелестных рук, он немного окреп и улыбнулся своему доктору дружески. Когда его положили в другую кроватку у окна, чтобы он мог любоваться видом поляны, он радостно поднял здоровую руку и, показывая ею на Алдас, что-то сказал и на смешном щелкающем наречии. На этот раз я не обеспокоился своей невежественностью, так как обе сестры, как и я, не поняли ни слова и с удивлением смотрели на И. И объяснил сестрам, что больной просит, чтобы веселый колокольчик, как он прозвал Алдас, не уходило от него и приказал сейчас же напоить больного теплым молоком с бисквитами и обратился ко мне. Сможешь ли ты найти дорогу, чтобы принести после завтрака этому бедняжке лекарство или, если думаешь, что тебя съедят в лесу тигры, мне надо поискать другой способ доставки? Смогу найти дорогу и уже понял, что тигров здесь нет. Я внутренне надулся, зачем и смеется надо мной в присутствии очаровательной Алдас, но Алдас была вся поглощена тем, как развеселить больного, щебетало ему что-то, чего он не понимал, но интонация ласкового женского сострадания доходила до его сердца. Очень хорошо, Левушка. Через два часа сестра Александра, мой друг Левушка, принесет вам новое лекарство. Вы его смешаете с молоком и медом и будете давать через каждое полчаса по четверти маленького стакана. Кроме шоколада, бисквитов, киселя и молока никакой пищи. К вечеру я снова зайду. Если будет обострение болезненности, дайте снова вчерашнее лекарство. Мы подошли к карлику, он протянул нам свою крошечную, горевшую от жара ручку, потом преуморительно приставил крохотный пальчик к колбу и сказал «Макса». Он вопросительно уставился на меня своими красными хитрыми глазками и перевел мне его слово и жест. Он спрашивал «Как зовут меня?» и объяснил, что его зовут Макса. И велел мне приставить также палец к колбу и сказать ему мое имя. Когда я в точности все исполнил и карлик узнал, что меня зовут Левушкой, он по-детски засмеялся, что-то залопотал и защелкал, что и снова перевел мне как изъявление его дружбы и удовольствия. Хотя я был уверен, что найду дорогу, все же старался очень внимательно запоминать все повороты дорожки. Я задержался здесь дольше, чем предполагал. Я уже не успею навестить других до завтрака. Хочешь ли ты, Левушка, быстро позавтракать и сходить вместе со мной еще к двум больным, а затем ты бы мог снести лекарство Максе? Или предпочитаешь это время просидеть за книгами? Уи был совершенно серьезный вид, и никакой искорки юмора не сверкало в его глазах. Дорогой мой, родной И, если только можно мне быть подле вас, возьмите меня с собой. Я очень мало могу помогать вам, но разрешите мне быть вашим посыльным, вашим насильщиком, я хочу идти в своей жизни здесь так, как вы видите и знаете. Если я так жажду учиться, то ведь только для того, чтобы скорее стать более достойным вас. Ты движешься вперед, Левушка, очень быстро, быстрее, чем возможно для твоего организма, и только поэтому я тебя придерживаю. Хотя мы с тобой только что купались, но после этого больного надо и душ взять, и одежду сменить, раньше, чем входить в общую столовую. Я тебе сегодня же расскажу, в чем здесь дело и кто такой Макса. Пока И брал душ, я стоял на балконе и издали видел, как женские фигуры, прикрытые длинными простынями, двигались под горячим солнцем к купальням. Жара мне показалась злее вчерашней, и я с удовольствием думал, как пойду тенистым прекрасным лесом и увижу не менее прекрасную Алдас. Наконец, приведя себя после душа особенно тщательно в порядок и подвергшись осмотру Яссы, я решил спуститься вниз, где слышал голос И. Когда мы вошли в утреннюю столовую, почти все уже садились на места. К нам подошел торопясь Кастанда, спросил о состоянии Максы и прибавил еще одну просьбу посетить Аннинова. Его слуга приходил и сказал Кастанде, что ночью у его господина был сильный сердечный припадок. За соседним столом я увидел снова Андрееву и Ольден Котта, Место же Леди Бердран было пусто. Рядом с пленившей меня художницей Скальради я увидел новое лицо, и лицо это немедленно завладело всем моим вниманием. Человек, сидевший возле художницы, не был красавцем, но где бы он ни был, кто бы его не окружал всюду, он был бы заметен. Сложен он был так пропорционально, что высокий его рост даже не казался таким высоким, и только когда взгляд падал на тех, кто его окружал, можно было отдать себе отчет, как он на самом деле высок. Голова с проседью, черные брови, большие голубые глаза с длинными черными ресницами, красиво вырезанный рот и безукоризненные зубы, хорошо видные при часто мелькавшей улыбке. Во всех его движениях, в манере слушать собеседника, в красивых руках, во всем было изысканное благородство. Что-то особенно меня в нем поразило, человек этот был прост, очевидно прибык привлекать к себе внимание, и нисколько этим не смущался, но ясно видел, что он скромен, добр, умен и нисколько не горд. Несколько раз он посмотрел на И, я понял, что он знает, кто такой И, но с ним не знаком. Сидевший рядом со мною, Альвер, шепнул мне, что это один из знаменитейших артистов, имя которого знает весь мир, Станислав Бронский, чех. Мне казалось, что Бронский, с такой любезностью и вежливостью, разговаривавший со своими соседями, все чаще бросает взгляды на И, и к концу завтрака мне даже показалось, что на его подвижном и выразительном лице я подметил мелькавшее беспокойство. Я не ошибся. Когда мы окончили завтрак и уже выходили за нами, послушались ускоренные шаги Кастанды, который просил И остановиться на минуту. Кастанда извинился, что так много беспокоит И с самого вчерашнего вечера. Вы, конечно, не могли не заметить новое для вас лицо, доктор И. Это артист Бронский, его прислал сюда флорентиец, у него есть письмо к вам, и он заранее был извещен, что вы приедете на этих днях. Он пришел сюда из дальних домов общины, вернее, примчался на Мехари с одним арабом проводником и со своим учеником, тоже артистом. Бронский просил меня познакомить его с вами. Я обещал сделать это тотчас же после завтрака, но вторичный посол от Анинова меня задержал. У Анинова второй припадок, леди Бердран все так же плоха. Андреева ухаживает за ней очень прилежно, но дело не двигается. Вдобавок и ученик Бронского заболел, выкупавшись в Нижнем озере после путешествия по жаре. Я даже не знаю, о ком просить вас раньше. У Кастанды был утомленный вид. Я подумал, что он чем-то сильно обеспокоен и, вероятно, не спал ночь. Он с мольбой смотрел наи, очевидно, чего-то не договаривал, но старался не выказывать своего беспокойства. Не волнуйтесь, Кастанда, прежде всего познакомьте меня с Бронским, так как его очень тревожит здоровье друга. Затем я пройду к леди Бердран, а тогда уже к Анинову. Вы отпустите слугу пианиста, дайте ему для больного вот эти капли. Пусть Анинов примет их на сахаре и ждет меня. Здесь как раз на один прием. При темпераменте Анинова ему нельзя поручать самостоятельного лечения, он выпьет все сразу и будет удивляться своей полусмерти. И подал Кастанде такой крошечный пузырек, что, сопоставив его с огромным ростом музыканта и его громаднейшей рукой, я невольно расхохотался. Мы повернули обратно и увидели у окна Бронского из Кальради, и я поразился, как печально было лицо артиста. Минуту назад полная жизни и энергии оно было бледно и выражало страдания. Он все так же любезно слушал свою собеседницу, но взгляд его погас точно его постигла внезапная неудача. Увидев, что мы подходим к нему, Бронский снова ожил, румянец разлился по его лицу, глаза загорелись, на губах мелькнула улыбка. Он сделал несколько шагов нам навстречу, низко поклонился и, и крепко, обеими руками, пожал протянутую ему руку и... Вы беспредельно любезны, доктор, и не нарушила ли моя просьба распорядок вашего дня? Я так счастлив познакомиться с вами, но счастье мое было бы омрачено, если бы я вам в чем-либо помешал. Голос Бронского был довольно низкий, металлический в произношении шипящих букв. Была чуть заметная какая-то подчеркнутость, что придавало его речи неподражаемое своеобразие и не мешало прелести его манеры говорить. Я смотрел и поражался, какая масса обаяния была в этом человеке. Белая индусская одежда очень ему шла, я так и представлял себе его верхом на мехаре в бедуинском плаще. Вот была бы модель для художника. По обыкновению я зазевался и опомнился от голоса И, который говорил, это мой друг Левушка, он писатель, вы его простите за рассеянность. Держу пари, что он уже нарисовал ваш портрет в своем воображении, ввел вас в какую-нибудь картину и забыл, где он и что с ним. Бронский протянул мне обе руки, улыбаясь и говоря, что сам страдает такой же живой фантазией, часто ставящей его в неловкое положение, потому что он теряет нить разговора. Я радостно ответил на его крепкое пожатие и сказал, смеясь, это правда, я представил себе вас, мчащимся на мехаре, через пустыню в бедуинском плаще, и мечтал, чтобы вас так нарисовали. что касается вашей любезности, когда вы сравниваете вашу и мою фантазию, то тут мне сравнения не выдержать. Я бегу по моим образом бесплодно. Вы же превращаете их в жизнь и даете всему миру понимать через себя красоту и высокое благородство. Я преклоняюсь перед вашей энергией и трудоспособностью, о которых мне сейчас рассказали. Тот, подле которого вы живете, не мог бы назвать вас другом, если бы не видел в вас творческой силы. Ваши годы я ничего еще не сделал, а ваш рассказ я уже читал. И отправил меня за аптечкой и просил Альвера проводить меня в тот домик, где жила леди Бердран. И когда мы с Альвером, взяв аптечку, вошли в холл домика, где жили Андреева и леди Бердран, мы увидели там и Бронского и Кастанду, беседующими с Натальей Владимировной. Нет, дело так не пойдет, налад Наталья Владимировна. Леди Бердран только потому и больна, что вы с нею, и она не может противостоять вашим вибрациям. Вы похожи на холодное озеро, и к вам подходить близко могут только очень закаленные люди. Не только применять ваш способ лечения к леди Бердран нельзя, но и ухаживать вам за нею пока нельзя. И говорил, улыбаясь, но в серьезности его слов никто не мог сомневаться. Андреева казалась не то опечаленной, не то недоумевающей и недовольной. Неужели вы находите и, что Ольденкот, который считает своей обязанностью чуть ли не весь день не отходить от меня, закален против моих вибраций? Однако же он не болен, сказал Андреева не очень спокойно, но, очевидно, сдерживая свой темперамент. О да, мистер Ольденкот так сильно закален своей броне доброты и чистоты, что никакие, много сильнее ваших, вибрации ему не страшны. Бронский молча наблюдал все происходившее вокруг. Мне было совершенно ясно, что он хотел попросить и навестить его друга, но не решался, как вдруг и обратился к нему. Я попрошу вас подождать меня здесь, отсюда мы пройдем прямо к вашему ученику, вам же, Наталья Владимировна, на десять дней запрещаю посещать леди Бердран. И сделал мне знак следовать за ним и провожаемая Кастанда и мы прошли в самый конец коридора, поднялись по винтовой лестнице во второй этаж и постучались в одну из крайних дверей. Дверь нам открыла молоденькая девушка Туземка в холщевом белом платье, какие я уже видел на сестрах милосердия, но без косынки на голове и с очень небольшим крестом, нашитым на переднике. Она оказалась дежурной ученицей курсов сестер милосердия. Леди Бердран была очень слаба и едва могла открыть глаза, когда мы с И вошли к ней, к Астанду и отпустил еще в коридоре, сказав, что дальше обойдется без него. Больная лежала на диване в белом халате и была так бледна, что казалась привидением, И осторожно приподнял ее в сидячее положение и сказал что-то сестре на туземном языке. Та сейчас же вышла из комнаты. Мне же и велел сделать смесь из нескольких пузырьков и капнул туда еще чего-то сам из аптечки флорентийца. Капли закипели, я приподнял голову больной, а И влил ей в рот лекарства. Оно не понравилось, леди Бердран, она застонала, почти скрикнула, чем так меня напугало, что я едва не уронил ее прелестную головку. Будь осторожен, друг, мы поспели вовремя, сейчас у нее будут судороги, но благодаря лекарству они не будут смертельны. Держи теперь крепко обе ее руки, я придержу ноги, это не продлится долго. Я едва мог удержать руки больной, которая вырывала их с такой силой, какой можно было бы ожидать, пожалуй, от мужчины. Пот лил с меня градом, мне казалось, что я уже не удержу рвущихся рук, как напряжение судорог ослабло, и И велел мне оставить руки больной. Я опустился на стул точно после долгих часов рубки дров, теперь И взял руку леди Бердран и спросил, как вы сейчас себя чувствуете? Леди Бердран открыла глаза, с удивлением посмотрела на И и на меня улыбнулась и ответила. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, но минуту назад мне казалось, что я умираю, да и все эти дни у меня было такое ощущение, точно из меня уходит жизненная сила, особенно когда добрая Наталья Владимировна бывала близко ко мне, у меня кружилась голова, и мне казалось, что все мои силы тянутся к ней. Я знаю, что это моя чистейшая фантазия, но бы я предложил вам временно переселиться в корпус, где живем мы с Левушкой. Там есть отдельная и отличная северная комната, и мне было бы удобно наблюдать за вами, согласны ли вы перебраться туда. На ее лице и так всегда печальным появилось выражение крайнего замешательства. Она ответила не сразу, очевидно, борясь с чем-то и не решаясь высказаться. Я очень бы хотела исполнить ваше желание, но я думаю, что это очень огорчит Наталью Владимировну, которая так ко мне добра, так много для меня сделала и помогла мне приехать сюда. Я не могу решиться принести огорчение, я и без того приношу всем, кто сближается со мною, одни несчастья. По ее лицу скатились две крупные слезы, и, видя ее страдания, я всей силой мысли припал к флорентийцу, моля его помочь и послать мне силы не разрыдаться. Предоставьте мне все уладить, я уже до прихода к вам объяснил Наталье Владимировне, что вас надо очень закалить, для того, чтобы общение с нею, с ее бурными силами, не истощало вас. Вы скажите только, желаете ли довериться мне и пройти короткий курс лечения под моим наблюдением? Не только желаю, я умоляю вас помочь мне, доктор, и я с самой встречи с Натальей Владимировной поняла, что со мной происходит что-то неладное, но в последнее время я стала ясно сознавать, что умираю, со слезами в голосе, сказала леди Бердран. Ну, до этого еще далеко, а закалить ваш организм и двинуть вас к систематическому знанию, как закаляться дальше самой необходимо. В эту минуту возвратилась сестра и доложила и, что носилки и носильщики здесь. Это я понял из ее указания нечто вроде полонкина в коридоре. И сам поднял больную и усадил ее в полотняный полонкин, где всю ее обложили подушками. Носильщики подняли больную и перенесли в наш дом. Немедленно был отыскан Кастанда, больная выдворена в комнату под нами и и отдал самые строгие распоряжения об ее диете и о том, чтобы к ней решительно никого не пускали. И мы помчались обратно в холл, где ждал нас Бронский, беседуя с Ольден Коттом. Домик, где сейчас жил Бронский, был довольно далеко, но зато очень близко от Анниного. Войдя в комнату ученика и друга Бронского мы увидели, как мне показалось, даже не очень молодого человека, брюнета, похожего на грузина, но на деле он оказался румыном. Присмотревшись внимательно, я понял, что человек этот молод, но чрезвычайно истощен. Он лежал что-то бормоча. Отчего вы позволили вашему другу разгоряченному, опаленному зноем броситься в холодное озеро? Ведь вы сами не только не сделали этого, но даже мылись в теплой ванне. Я умолял Егору не делать этого, но румыны вообще упрямые думают, что лучше понимают потребности своей природы. К тому же мать Егору венгерская цыганка и приучила его с детства к постоянной смене холода и зноя. Он никогда не болел за все время нашего знакомства. Насколько я должен был всегда думать о своем здоровье, настолько мой друг мог расточать его самым легкомысленным образом безнаказанно, поэтому-то сейчас я так и обеспокоен его болезнью. Да, он очень, очень сильно болен, и если и выздороветь, то нескоро. Вам придется или покинуть его здесь на меня, или же остаться самому вместе с ним на долгое время, не меньше года. Осматривая больного, говорил И. Я понимаю, что вам необходимо возвратиться к вашей деятельности. У вас по всей вероятности целый ряд контрактов, зовущих вас в разные города мира, но о здоровье друга вы можете не беспокоиться. Мы с Левушкой вам его выходим, и через год он вернется к вам. Я не покину друга в беде, доктор, И. Я знаю, что буду малополезен, и не менее хорошо знаю, какое счастье для моего друга встреча с вами. Но и для меня встреча с вами в данную минуту жизни важнее всех дел и контрактов, важнее самого искусства, для которого я и жил до сих пор. Я уеду отсюда только в том случае, если вы меня выгоните. Я вас умоляю, не отправляйте меня отсюда, прочтите письмо того человека, которого я случайно встретил в Лондоне несколько месяцев тому назад. Он после долгого разговора в моей уборной в театре, когда я играл от Элла, дал мне письмо к вам, назвав себя флорентийцем, хорошо вам известно. Он же объяснил мне дорогу сюда и дал впровожатые своего слугу, когда я, ни минуты не размышляя, решил ехать к вам сюда. Игора не отпустил меня одного, и, когда я познакомил с ним флорентийца, сказав ему, что друг мой желает меня сопровождать, флорентийц долго-долго смотрел на него и сказал, ну, быть тому. Но помните, что я его с вами не посылал, вы можете его взять на свой страх и риск. Мне очень не хотелось, чтобы Егор ехал со мной, я всячески пытался его отговорить, но не сумел настоять, как и вообще, не умею нигде и ни в чем, кроме одного искусства, проявить свою волю, только в нем я целен и уверен до конца, ему служу без компромиссов, и в нем никто и ничто не может сбить меня с моего пути, распонятого и принятого, не отвергайте меня. Внезапно опускаясь на колени, с тоской и мукой в голосе закончил свои слова Бронский и быстро подошел к нему, поднял его, обнял и ласково сказал, встаньте, мой друг и брат, я с радостью принимаю вас в число моих учеников, не беспокойтесь за вашего друга, он будет жить, и характер его, так много тиранивший вас в жизни, очень изменится к лучшему, но пострадать ему придется немало, так как не только все корешки нервов у него воспалены, но и вся нервная система нарушена из-за недопустимой разницы температур, к которым он одинаково непривычен, несмотря на кажущееся закаливание, к которому приучала его мать, и приготовил лекарство, с моей и бронскому помощью влил его больному, растер его тело чем-то невыносимо остро пахнувшим, и снова сказал артисту, сейчас ваша помощь здесь совершенно не нужна, больной будет долго спать, а потом все равно никого узнавать не будет, у него рот тифозной горячки, но на самом деле это только ужасающая встряска всего организма, которая могла бы окончиться безумием, если бы вы не встретили здесь меня. Послав меня за дежурной медицинской сестрой, И сказал Бронскому, чтобы он захватил войлочную шляпу и мохнатое полотенце в своей комнате и ждал нас у выхода. Я вернулся в комнату больного с братом милосердия и сделал Егоров укол довольно толстой иглой и дав дежурному все указания обещал через два часа прислать фельдшерицу. Мы собрали аптечку, тщательно вымыли руки и сошли вниз к ждавшему нас Бронскому. Жара была уже очень сильная и нахлобучил мне шляпу и спустил вуаль, посоветовав сделать то же самое и своему новому ученику и мы, перейдя несколько дорожек, очутились в доме Аннинова. Все в этом доме было какое-то особенное. Сразу же меня поразило, что из небольшой передней выходила дверь прямо в большой белый зал, где посреди комнаты стоял белый рояль, а по стенам несколько диванов, жестких и тоже белых, а на тумбе из черного мрамора какая-то небольшая статуя, показавшаяся мне портретом Данте. Потом я увидел, что это было изображение Будды. Слуга провел и в следующую комнату через большой зал, а мы с Бронским остались ждать в зале. Он стал мне рассказывать об Аннинове, об его гении, успехе у публики и о его страданиях. Он давно покинул родину, очень страдал от тоски по ней, но никогда туда не возвращался, скитаясь по всему свету. Бронский не знал, что заставило музыканта покинуть родину, так горячо любимую, но знал, наверное, что большая часть его болезни сердца лежала в постоянной тоске по ней. Довольно долго и не возвращался. Бронский, видя мой, восторг, при описании его впечатлений от встречи с флорентийцем, очевидно, и сам находясь под сильным влиянием красоты и мудрости моего высокого друга, рассказал мне подробно, как он был в особняке флорентийца в Лондоне. Видел там моего брата, от него получил мой рассказ. Он видел Наль и ее подругу Алису, красотой которой был так поражен и восхищен, что до сих пор не знает, которая из них лучше. Что Алиса это Дездемона, а Наль так юна и вместе с тем так величественна, что для нее он не находит имени в своем артистическом словаре. Что такой женщины он еще не видел и готов был бы заподозрить в преувеличении всех, кто ему рассказывал бы об обитателях особняка флорентийца. Я иногда и сейчас спрашиваю себя, не во сне ли я видел этих людей, возможно ли такое количество красоты и доброты в одном месте Лондона? Бронский задумался точно куда-то, унесся мыслями и тихо продолжал. Когда я увидел И входящим в столовую, я сразу понял, что это именно он, хотя никто мне этого не говорил. Помимо его исключительной красоты в И есть что-то, чего я не умею определить, но что совершенно определенно напоминает мне флорентийца. Что это такое, я еще не понимаю, но это нечто никому кроме этих двух фигур несвойственное. Много я видел людей и людей великих, но что-то божественное до того она высоко бросилась мне в глаза и поразила меня в И и во флорентийце. У двери послышались голоса и в зал вошли И и Анинов. На щеках музыканта горели пятна, очевидно, или у него был жар, или он пережил очень сильное волнение. Он приветливо поздоровался с нами, предложил нам фрукты и прохладительные воды, но и не разрешил нам ни того, ни другого. Итак, кончайте ваш труд, Сергей Константинович, и отложите концерт на несколько дней. С вашего разрешения я приведу целую толпу народа, жаждущую послушать вас. Вы совершенно здоровы. Мало того, что вы сами здоровы, вам еще придется помочь мне лечить вашей музыкой двух больных. Без музыки в данный момент их не вылечить, мы с вами выработаем программу, и я надеюсь, вернем им разум. Прощаясь, говорил И. Тут уж я был поражен, до полного лобиворонства, лечить музыкой. Так я и ушел, не собрав мозгов, и если бы не жара, стоял бы, наверное, на месте. Но солнце жгло немилосердно даже сквозь вуаль, и И набросил мне на голову толстенное, мохнатое полотенце Бронского, которое смочил фонтане, чем привел меня несколько в себя. Дома И велел мне полежать, пока он приготовит лекарство для Максы, а Бронского просил разыскать Кастанду. Едва я лег, как мгновенно заснул. Мне показалось, что я спал, Бог знает, как долго, но на самом же деле оказалось, что спал я не более двадцати минут, а отдохнул чудесно. И разбудил меня, дал мне превкусное питье, сказав, что теперь пить можно. Я взял микстуру для Макса, еще какие-то лекарства для передачи сестре Александре, и должен был привезти с собой обратно сестру милосердия специально для Игора. Я радовался, что сейчас пойду чудесным лесом. Питье И делало меня малочувствительным к жаре. Мне хотелось побыть одному и подумать обо всем пережитом за эти дни. Но возвратился Бронский, и узнав, что я иду в незнакомое ему место, так моляще посмотрел на И, что тут рассмеялся и, хитро посмотрев на меня, сказал, там у Левушки завелась зазновушка, алдас, если он решится на самопожертвование и возьмет вас, я буду рад, для вас там найдется многое, на что посмотреть. Левушка, я буду нем как пень, услужлив как раб, благодарен как ребенок, возьмите меня. Я даже подавился от смеха, такое необычайное выражение, вернее, целая гамма сменяющихся выражений промелькнуло на его лице. Он выпрямился и громовым голосом, точно клятву на мече, выговорил, буду нем как пень. Потом согнулся, точно весь сузился, точь-точь, льстивый раб, и сахарным голосом произнес, услужлив как раб. И вдруг, широко улыбнувшись, распустил все складки лица, только что сморщенного и подлизывающегося, и ясным детским голосом, наивно глядя мне в глаза, очаровательно шепеляво сказал, благодарен как ребенок. Все это было для меня так неожиданно, что я, разумеется, все забыл, бросился ему на шею и заявил, что теперь понимаю, почему он покорил мир. Все еще, смеясь, мы пустились в путь к сестре Александре. Я хорошо запомнил дорогу, и хотя Бронский был таким увлекательным собеседником, что легко можно было впасть в рассеянность, я чувствовал себя вдвойне ответственным и перед и, и перед моим новым знакомым, в котором так многое меня пленяло, был все время на стороже и не перепутал ни одного поворота. Макса еще спал, а сестра Алдас на ломаном русском языке, который едва можно было понять, с помощью жестов и мимики своего прелестного личика, старалась объяснить мне, что бедный Макса очень страдает. Я обещал передать это и прибежать еще раз к ней, если ей даст что-либо облегчающее. Повидав сестру Александру, захватив с собой данную ею сиделку для Игору, мы поспешили обратно. Во время его разговора с Алдас Бронский не спускал с нее глаз, и лицо его выражало полное восхищение. Взглянув на него теперь, когда мы вошли в лес, где я снова ожидал его увлекательных рассказов, я увидел печальное, углубленное в себя лицо совсем нового человека. С ним произошла полная метаморфоза. На лице лежало какое-то мудрое спокойствие, нечто похожее на то выражение, которое я часто подмечал на лице брата Николая. Но на лице Бронского эта мудрость носила сейчас печать скорби. Его высокий лоб прорезала морщина, глаза точно не видели ничего окружающего, губы были плотно сжаты, как будто бы он решал новый внезапно вставший вопрос. Я не посмел нарушить его сосредоточенности и даже старался идти медленно и бесшумно, чтобы не мешать его мыслям. Я представил себе, что вот таким мудрецом бывает Бронский, когда обдумывают наедине свои роли. Уже почти на опушке леса он глубоко вздохнул, провел рукой по лицу и глазам и улыбнулся мне. Я так далеко был сейчас, Левушка. Иногда моя фантазия уносит меня от действительности, я впадаю в какую-то прострацию и рисую себе прошлое, тех образов или людей, которых мне надо изобразить на сцене, или же тех живых людей, которые произвели на меня глубокое впечатление. Прав я или нет в своих сценических образах, тому судьи людей, так или иначе воспринимающие созданные мною образы. Но самое странное в игре моего воображения это то, что в прошлом живых людей, если только они меня целиком захватили, я никогда до сих пор не ошибался. Не знаю сам, как и почему, но я читаю их прошлое совершенно ясно, как ряд мелькающих передо мной картин. Сейчас весь внешний вид и мимика этой вашей очаровательной приятельницы Алдас так меня пленили, что я впал в это состояние прострации и увидел много-много картин из ее прошлого. Я увидел сначала малютку индианку, спящую в мешке за спиной у матери индианки с темно-красной кожей. Рядом с ней шел отец, неся на спине мешок с тяжелым грузом. Потом я увидел ту же мать уже с девочкой подростком, оплакивающими убитого отца. Дальше высокий и страшно высокий красавец на коне подобрал обеих несчастных, сидевших в отчаянии ночью у костра. Потом я увидел мать и дочь с караваном верблюдов, пересекающих пустыню. Потом нечто вроде школы, где я увидел Алдас уже одну, лет тринадцати и, наконец, больницу, где Алдас давала лекарства какому-то старику. Меня поразила эта юная жизнь, такая безрадостная, монотонная, протекающая в лесах и дебрях, а ведь у нее крупнейший мимический талант. Судя по ее движениям, необычайно пластичной походке и пропорциональности сложения, она должна танцевать, как богиня, восхищать людей и пробуждать в них самое высокое и светлое чувство восторга, а она прозябает в глуши. Даже в древности и то она вынесла бы свой талант наружу, была бы жрицей, танцовщицей в каком-нибудь храме. Вот о чем я думал, и, как всегда, судьба людей и их неописуемая сказочность потрясли меня и на этот раз. Надо же было в глухом уголке джунглей появиться рыцарю и спасти мать и дочь уже смиренно приготовившихся быть растерзанными дикими зверями. И для чего же он их спас? Чтобы гениальный талант девочки погиб у коих больных. Я стоял, разенав рот у опушки леса, смотрел на Бронского и решал, кто из нас помешанный. А того не замечал, что сестра милосердия тоже туземка, не понимающая русского языка, на котором мы с Бронским говорили, выражала все признаки нетерпения. Должно быть, потеряв его окончательно, на плохом английском языке она мне сказала «Скоро, скоро, господин, вперед, доктор меня ждет». Я извинился перед ней, бросился вперед с такой быстротой, что мои спутники еле поспевали за мной. Сдав к останде сестру и Бронского, я поспешил к и. Конечно, я сейчас снова ворвался бы к нему еще больше бури, чем в первый раз, но, к счастью, встретил его у площадки лестницы, шедшим мне навстречу. Он, очевидно, имел в виду сказать мне что-то другое, но, увидав мое лицо, спросил, что с тобой приключилось, друг? Пойдемте в вашу комнату, и мне необходимо вам что-то сказать. Вы знаете, что Бронский колдун, он может читать прошлое людей. И, миленький, вы можете знать, чем был человек до встречи с вами? Я торопился, говорил сбивчиво, с очень серьезным видом, и все же не мог не заметить, каким юмором сверкали глаза, и он привел меня в чувства, и я рассказал все, что говорил мне Бронский, и как он прочел прошлое Алдас. Как бы я хотел узнать, правду ли видел Бронский о жизни Алдас, и, дорогой, можете ли вы это узнать? Я спрашивал, горя несерпением, и никак не мог понять, как это и может спокойно сидеть, когда я не ему передаю такие потрясающие вести? Я думаю, что тебе проще всего узнать самому, Лешка, правдиво Лебронский описал тебе прошлые сестры Алдас. Как же это? Сколько бы я ни старался, я еще ни разу не видел никаких картин, или вы думаете, что я должен очень сильно думать о флорентийце и спросить его? Выпалил я, снова впадая в азарт желания узнать истину или убедиться, что Бронский просто маньяк, одержимый определенным пунктиком. И засмеялся, и поглаживая меня по голове, что помогло мне мгновенно прийти в себя, сказал, «Какая ты дитя малая левушка, неужели я мог бы посоветовать тебе беспокоить твоего великого друга такими мелкими делами? Это все равно, что обращаться к нему с вопросами, как тебе научиться правильно завязывать сандалии или ставить на их подошвы заплаты. Я имел в виду самое простое, ничуть не превышающее твоих сил дело, все так же ласково поглаживая мою голову и улыбаясь говорил мне, «Обожаемый снисходительный друг!» «Ты сам спроси, Алдас, когда вечером после чая мы пойдем накладывать Макси новые повязки? Кстати, возьми эту сумку, здесь все, что нам будет необходимо при вечернем обходе, а теперь пойди возьми душ и ляг в своей комнате. Ты так бежал, что необходимо тебе прийти в себя, если, возвратясь сюда через полчаса, я найду тебя спокойным, мы пойдем в комнату Али, и я дам тебе книги для первоначального знакомства с языком пали». «Ой, какой же вы добрый! Я опять проштрафился, а вы мне даже выговора не сделали, можете не сомневаться, вы найдете меня совершенно спокойным, Дэнди». «Смотри, вот тут-то и не проштрафься», улыбнулся мне на прощание и... Я не заметил, в какой пыли я был, даже на блестящем полу, я оставлял пыльные следы, с помощью яссы я привел себя в порядок, убрал комнату и стал поджидать моего друга, который немного задерживался. Образ Бронского снова встал передо мной, и нарисованные им в лесу картины оживали в моей фантазии. Мне так и представлялся высоченный рыцарь с черной бородой, подхватывающий мать и дитя в свое седло в страшном темнеющем лесу, так как я никогда не видел живого рыцаря, а образ высоченного черноволосого человека жил в моей душе только один, я связал картину Бронского с личностью Али. Как хорошо все укладывалось дальше в моей поэтической фантазии. Али подобрал несчастных мать и дочь и со своим караваном переправил их в общину, где Алдас и поступила в школу. Образ Али завладел мною. Я уже готов был позвать его и спросить, не подбирал ли он на дороге сирот, как дверь открылась и и окликнул меня. Я теперь знаю, кто был рыцарь, спасший Алдас. Это был, конечно, Али, и дальше все складно выходит, не дав опомниться, и бросился я к нему. Али или не Али спас Алдас, это не так важно, но что ты все же не проникся достаточным вниманием к моим словам и хотел беспокоить Али по пустякам, это нехорошо. Делать сейчас такую печальную мину и огорчаться не следует. Но обрати внимание на две вещи, ни одного лишнего слова не говори, пока окончательно не продумаешь то, о чем хочешь говорить или просить. Это одно. Второе, если я дал тебе задачу, а я сказал, что пойдем в комнату Али учиться, надо было приготовить себя, привести в себе все в равновесие, чтобы твое рабочее место оказалось в гармонии со всеми твоими творческими способностями. Мы пойдем в комнату великого мудреца, милосердие которого равно его мудрости. Милосердие его к тебе огромно, а твое внимание вообще очень ограниченное. Собрано ли оно сейчас? Очистил ли ты его от мелких мыслей суеты? Проникся ли ты той великой радости служить когда-нибудь человеку благодаря тем знаниям, что тебе решил открыть Али, посылая тебя сюда? Только тогда ты можешь встретиться с Али и флорентийцам и стать сотрудником в общей с ними работе, когда научишься входить в полную сосредоточенность. Тогда ты разделишь их труд и будешь полезен в их работе всем тем, кто тебя окружает. Ты проникнешь в их творческий путь настолько, насколько верность твоя им будет скреплять тебя постоянно, легко и просто с ними, с их путем любви к человеку. Ты здесь не гость, чтобы обновить свой организм на несколько лет и снова уйти в труд, через который расточать перлы своего гения в утешении и помощь людям. Ты здесь гость вечности, в ней ты здесь встречен, с ней уйдешь, и каждый день твоей жизни день дежурства у черты вечности. Не в общине ты погостил и не из нее уйдешь, здесь весь смысл твоего существования. Ты из вечности пришел, в ней живешь, в форме временного Левушки, на земле и к ней уйдешь, но уйдешь, обогащенный новым опытом, с открытыми глазами, постигая путь к совершенствованию и зная, как работать над собой, чтобы добиваться освобожденности. Ты увидишь здесь многих гениев, узнаешь их особый путь жизни на земле, ты узнаешь здесь еще больше простых людей, в которых раскрываются только некоторые черты их талантов. Их тяжкий или легкий путь становится таковым от количества предрассудков и личных слабостей, которые им удается с себя сбросить, то есть насколько они сумеют освободить от условностей заключенную в них вечность. Все это говорил мне и, пока мы шли на островок Али, где нас снова встретили сторож и белый павлин. Поднимаясь в комнату Али, я был полон благоговения и благодарности к моему дорогому наставнику. Как-то особенно четко ложилось каждое его слово сегодня мне на сердце и в первый раз без всяких сомнений и сожалений о собственной малости и неспособности я дерзал легко и просто подходя к книжным шкафам и тронул какую-то пружину и стенка раздвинулась открывая за собою еще ряд белых полок полных книгами и каких только книг здесь не было и вынул три небольшие книги очень старинного вида снова нажал невидимую мне кнопку стенка сдвинулась и я даже не мог различить где она раскрывалась только что подойдя к письменному столу Али и раскрыл его куполообразную крышку из пальмового дерева изображавшую два больших листа латании он усадил меня за стол и стал объяснять мне шрифт и произношение языка пали мне все казалось очень трудным так как я вообще не знал ни одного восточного языка и потому корни и приставки такие чуждые мне озадачивали меня но преподавательский талант моего мудрого учителя был на такой высоте что когда ударил первый гонг к обеду я уже мог свободно разбирать печатные слова и показал мне как закрывать и открывать стол задал мне урок следующему дню и мы спустились в парк в обеденную столовую первое на что я обратил внимание когда мы вошли в столовую была Андреева беседовавшая с каким-то стариком на непонятном мне языке судя по интонациям я понял что она на чем-то настаивает а старик не поддается и в свою очередь пытается ее убедить сидевший рядом Ольденкот очевидно тоже не понимал языка и беспомощно смотрел на И когда мы вошли как бы прося его вмешаться в их дело ну и взяв меня под руку поклонился им и прошел прямо к нашим местам постепенно столовая наполнилась заняли свои места и бронский с художницей снова я заметил несколько замечательных лиц но никак не мог охватить взглядом всех кто сидел за столами не спеши узнать всех сразу Левушка постепенно ты познакомишься со всеми многих будешь иметь случай увидеть ближе у Анниного завтра а сейчас я вижу как тебя это интересует я тебе разъясню о чем спорит Наталья Владимировна ей хочется посмотреть на развалины одного очень и очень древнего города со свойственным ей темпераментом ей хочется немедленно двинуться в путь а старик проводник отказывается ехать сейчас уверяя что это в данную минуту опасно пути туда почти восемь суток по знойной безводной пустыне или же через глухие топки и джунгли где много диких зверей и змей надо бы ожидать недели через три туда пойдет караван и можно будет присоединившись к нему проехать безопасно лицо Андреевой показалось мне сейчас бурным ураганом Ольденкот несколько раз вздохнул и что-то тихо сказал своей соседке та рассмеялась посмотрела на меня и сказала довольно громко мне через стол я собираю компанию бесстрашных людей любящих путешествовать пустыня не хотите ли проехать с нами а смотреть один интереснейший древний город вернее его развалины говорят днем они мертвы но с закатом солнца на развалинах появляются в такой массе тигры львы шакалы и обезьяны что все здания кишат ими я пришел было в ужас но потом решил что надо мной смеются и ответил в тон ее насмешки мне не особенно хочется превратиться в уголь пока я буду ехать по пустыне и еще меньше мне хочется провести ночь в приятном обществе тигров и львов я еще не успел завести себе заклинателя а без него пожалуй не обойтись в таком почтенном обществе Андреева рассмеялась и сказала что-то старику проводнику тот послал мне восточное приветствие я вспомнил пир у Али приподнявшись я отдал ему восточный поклон проводник с лицом до черноты сожженным солнцем в белом тюрбане и бурнусе был своеобразно красив седая борода делала его похожим на пророка посмотрев на меня пронзительными черными глазами он быстро что-то сказал и тот улыбнулся кивнул головой и перевел мне по-английски слова араба зайхэт углы просит тебя принять его сердечный привет и говорит что видит твой далекий путь но путь этот будет еще не скоро и вовсе не в пустыню а к людям он просит тебя принять от него в подарок маленького белого павлина которого он подобрал по дороге заблудившимся в лесу я был в полном восторге иметь собственного белого павлина но что мне ответить я не знал так как отлично помню что за подарок по восточному обычаю надо было отблагодарить подарком у меня же ничего не было поблагодари и согласись шепнул мне и я с большим удовольствием исполнил совет и и чувствовал себя счастливым обладателем сокровищ но Андреева решила не давать мне спокойно наслаждаться моим инстинктам собственника на груди у вас сквозь полотно сверкает камень и цены ему нет и красоты он сказочной и значимость его даже непонятно вам бросала она мне точно дрова рубила говоря на этот раз по-русски носите сокровище за которое отданы сотни жизней и еще сотни были бы отданы лишь бы его достать и ему вы не радуетесь а радуетесь глупой птицы глаза ее сверкали блесках мне казалось достигал самого камня на моей груди он был мне очень тягостен я закрыл плотнее свою одежду прикрыл камень рукой и прижал его к сердцу благоговейно моля флорентийца научить меня лучше защищать его сокровище и суметь сохранить его до той самой минуты когда мы с ним свидимся и я возвращу ему камень который когда-то у него украли и вдруг я услыхал дивный голос моего великого друга будь уверен и спокоен всюду где ты идешь чистоте иду и я с тобою осизай в своем пульсе биение моего сердца есть много путей знания но верность у всех одна распознавай во встречных их скрытое величие и не суди их по видимым несовершенным качествам оберегай мой камень ибо он не одному тебе защита мгновенно спокойствие сошло в мою душу и я радостно взглянул на Андрееву с которой произошло что-то мне непонятное она побледнела вздрогнула склонила голову на грудь и точно замерла в позе кающегося я посмотрел на И он был серьезен даже строг и пристально смотрел на Андрееву когда-то подняла наконец голову он сказал ей очень тихо но я уверен что она слышала все до слова стремясь пробудить другом энергию силу надо уметь держать в повиновении собственные силы даже в шутку нельзя касаться того о чем сам не знаешь всего до конца обратный удар может быть смертелен и если он не был таким для вас сейчас то только потому что я его принял на себя вокруг нас где шел общий и часто перекрестный разговор никто не заметил этой маленькой сценки да и вообще все так привыкли к эксцентричной манере Натальи Владимировны говорить и шутить что ее словам никто не придал особого значения я хотя и не понимал всего до конца все же сознавал что в словах и таилось нечто очень значительное для Андреевой ее несколько презрительный тон когда она возмутилась мою ребяческой радостью из-за подаренного белого павлина огорчил меня я подумал что совершенно невольно ввел ее в раздражение и в то же время я вспомнил слова сэра Уоми что каждый вступающий на путь знания должен стараться говорить так чтобы ни одно его слово не язвило и не жалило я еще раз прижал груди камень подумал о словах письма Али все чего должен достичь человек это начать и кончить каждую встречу в мире доброте и милосердии и решил очень строго следить за собой сейчас чтобы сказанное мне другими каким бы тоном оно ни было сказано не вызывало во мне горести или раздражения во время обеда седой проводник несколько раз взглядывал на меня и я читал в его глазах огромное дружелюбие к себе Андреева сидела опустив глаза вниз была бледна и молча слушала что говорили ее соседи изредка кивая головой мне казалось что в ней происходит что-то особенное для нее очень тяжелое что она пытается скрыть Бронский снова был обаятельным собеседником но все же я подмечал в его лице тревогу только спокойный взгляд и казалось вливал в него уверенность каждый раз когда взгляд его скрещивался со взглядом артист после обеда И предложил мне пройти в комнату Али и приготовить заданный на завтра урок что я с восторгом принял Бронскому И разрешил до чая провести время у постели больного друга а Альвера Черджистона позвал в свою комнату отчего лицо юноши засияло старый араб проводник подошел к И и глядя на меня что-то быстро говорил чему и смеялся еще раз я пообещал себе с наивысшим прилижанием изучать языки востока мне и сказал только что после чая араб принесет обещанного молодого павлина и объяснит как за ним ходить и чем кормить в самом счастливом настроении я отправился учиться как обычно и сторож и его павлин встретили меня гостеприимными поклонами мне хотелось спросить у сторожа как зовут его и его чудесного павлина но я был похож на того слугу что вытирает пыль с драгоценных книг не понимая их языка книги для слуги мертвы а здесь передо мной были живые существа а я не мог произнести ни одного понятного им слова я стоял перед слугой с довольно растерянным видом на лице его мелькнула улыбка он похлопал меня по плечу показал на свои уши и рот и я понял что он глухо немой теперь мне стало ясно почему он пристально смотрит на рот говорящего с ним человека слуга еще шире улыбнулся погладил павлина по его прелестной шейке затем постучал по своему лбу показал на лоб павлина важно покачал головой развел руками и я понял что он объясняет мне как необыкновенно умен и понятлив его павлин пока я разбирался в заданном мне уроке все мне казалось необыкновенно трудным но как только я усвоил его мне захотелось учиться все больше и больше язык становился приятным и понятным меня охватывала все большая радость чем дольше я над ним сидел забыв обо всем я пропустил гонг не слыша даже как вошел в комнату и и очнулся только от его руки коснувшийся моего плеча я так и знал братишка что за тобой надо зайти иначе ты обо всем забудешь мой наставник безжалостно захлопнул книгу закрыл стол и вывел меня из комнаты как бы не спешил ты выполнить данную тебе или взятую тобою на себя задачу окружающее тебя и все то чем ты с ним связан должно быть тобою уважаемо пища ждать тебя не может и человек обещавший принести тебе подарок должен найти тебя ожидающим его говорят точность вежливость королей для ученика его самодисциплина высшая точность поступках и словах высшая вежливость по отношению к тем с кем он встретился живой человек твоя первая задача всюду он для тебя самое важное в дне ибо в нем цель действий твоих учителей запомни левушка и охраняй всю свою внешнюю аккуратность не менее внутренней мы быстро пошли парком где стоял сильный зной совсем незаметный в комнате али когда мы кончили пить чай в гроте на пороге его появился мой новый друг араб закутанный с ног до головы в белый бурнус под складками которого он нес прелестную корзинку из пальмовых листьев в которой было устроено гнездо в гнезде сидел маленький и очень несчастный на вид белый павлин но я никогда бы не признал в этом длинношеем почти не оперившимся птенце жалком и безобразном с виду будущего царя птичьей красоты араб поклонился мне и подал корзинку я залюбовался необычайно сложным искусством плетения и должно быть немного резко повернул корзинку птенец жалобно пискнул и этот слабенький звук сжал мое сердце какой-то неожиданной для меня самого скорбью я пожалел бедняжку птенчика которого потревожил так неосторожно я не знал как его приласкать и чем загладить свою вину перед ним я был так же беспомощен перед ним в его воспитании как он передо мной в своей беззащитности я уже готов был возвратить хозяину его подарок как он сказал мне на отвратительном но совершенно понятном французском языке вы не смущайтесь ага всякое дело сложно пока не поймешь как ему владеть я вам и корм для него приготовил и расскажу все как его поить и как водить гулять и как ему спать он видите ли уже привык ко мне и жалуется зачем я отдаю его вам эти птицы так понятливы что и не каждому человеку вот я ему сейчас объясню что вы его настоящий хозяин а вы дайте ему покушать вот этой кашице с вашей ладони и он будет определенно знать вас как своего единственного хозяина а раб осторожно вынул птенца из корзинки поставил его на широчайшую ладонь своей левой руки а пальцами правой с нежностью матери поглаживал почти голую головку птенчика и так передал его мне посадив его на мою левую ладонь где он едва поместился преуморительно с какой-то важностью посмотрел на араба птенчик потом клюнул мою ладонь где уже лежала положенная арабом кашица потом поднял голову посмотрел на меня еще поклевал и пискнул но писк этот был уже не жалобный а веселый точно он совсем примирился с новым хозяином араб посоветовал мне положить птенца снова в корзинку и прикрыть пуховым платочком который он вынул из своего бурнуса так как несмотря на жару птенцу было холодно и он дрожал я сердечно поблагодарил араба за его подарок и высказал ему мое сожаление что не знаю чем его отблагодарить это не уйдет вот на будущий год вы поедете осматривать пустыню возьмите меня в проводники и заезжайте в мой дом передохнуть мой дом в оазисе пути два дня пустыней я еще раз поблагодарил его пожал ему руку и в обществе Альвера Бронского и художницы Скальради восхищавшихся моей птицей не меньше меня я понес ее в мою комнату через некоторое время пришли и и араб и старик дал мне полное наставление как ухаживать за птицей вы знаете друг сказал араба Бронский ваше наставление конечно очень замечательное и доказывает вашу любовь к птицам но они не менее сложны чем если бы дело касалось человеческого а не птичьего детеныш мне думается что левушки одному не справится пока птенец так мал нельзя ли мне принять участие в уходе за птенчиком мне бы это было так приятно а левушка бы немного раскрепостила на лице на лице араба мелькнула улыбка через несколько коротких минут и вы и левушка узнаете кое-что о некоторых из этих птиц тогда вы оба поймете почему они так по-человечески сообразительны и почему за ними должен быть особенно тщательный уход я думаю если доктор и разрешит вам будет очень полезно понаблюдать жизнь птенца вы добры и чисты птенцу вы будете милы при таком друге он скорее разобьет свои таланты араб еще раз улыбнулся протянул бронскому руку и подал ему небольшой темный камень вынув его из маленького кожаного мешочка это змеиный камень это амулет от укуса змей он останавливает кровоточивость ран залечивает их быстро и спасает от смерти при укусе кобры но если его прикладывать краном от укуса змей то силы его хватит только на четыре раза после этого он теряет всякую силу и негоден больше ни для каких целей возьмите его в память обо мне он вам вскоре пригодится бронский своей беспомощной растерянностью напомнил мне моего беспомощного птенца я завился смехом так комично показалось мне это сопоставление берите Станислав Николаевич будем вместе обязаны аге за их доглы а вось надумаем как его отблагодарить тут бронский выкинул такое антроша что я чуть не выронил мою корзину из рук я еще не успел договорить фразу как бронский обеими руками обнял могучую шею араба целовал его темное лицо и говорил что-то так быстро точно читал псалтырь как плохой дьячок торопящийся поскорее отбарабанить надоевшую ему службу но несомненно в скороговорке бронского был какой-то большой смысл который араб отлично понимал потому что весело смеялся и отвечал кивком головы на упрашивание бронского артист вдруг вылетел пули из комнаты оставив даже дверь на распашку ну как же тут было не слове воронить я был так и задачен что счел за лучшее сесть и поставить птенца на пол глаза араба смотрели на меня с нескрываемым юмором и тоже поблескивал глазами и хранил могильное молчание и только один альвер мог служить мне утешением ибо был мне под пару разинув рот он стоял точь-точь в том же виде как на горе когда наблюдал наш си полет валькирий общее молчание как мне показалось длилось очень долго и пауза становилась мне тягостной араб подошел ко мне поднял с пола корзинку с птицей и поставил ее на кожаный табурет у изголовья моего дивана он приподнял пуховый платочек и показал мне как птенчик зарылся в пух гнезда воображая себя под защитой крыльев и пуха матери вы не поняли ничего из слов вашего приятеля не мудрено я и сам едва понял хотя он говорил по-тюркски а этот язык я хорошо знаю должно быть я очень метко попал и подарил ему именно то что ему хотелось иметь он просил меня принять от него кольцо в обмен на камень и побрататься с ним за ту ласку что он нашел в моих словах по обычаям моей страны я не могу взять подарок за подарок но в данном случае я не могу и обидеть этого человека в котором так много детской наивности я вижу по его лицу что он очень очень много страдал и страдает еще и сейчас если я унесу в его кольце часть его горя я буду счастлив последние слова Зейхетоглы выговорил тише и медленнее и лицо его стало так серьезно что я с удивлением взглянул на него лицо и тоже было очень серьезно даже как будто немного печально наконец внизу послушались торопливые шаги кто-то быстро взбегал по лестнице и через миг перед нами стоял Бронский он очевидно бежал туда и обратно подлил с него градом одежда промокла вот прошу вас возьмите в память о нашей встрече вы первый человек проявивший ко мне полное полное доверие увидев меня впервые в жизни обычно люди ждут от меня сильнейших впечатлений и встречают недоверчиво и холодно в моем нестерпимом одиночестве я счастлив сейчас найдя человека так нежно братски меня встретившего Бронский говорил теперь по-французски говорил медленно было видно как под тонкой тканью его одежды колотилось сердце араб взял футляр что подавал ему Бронский раскрыл его и покачал головой он рассматривал кольцо с большой черной жемчужиной вделанной в круг сверкающих бриллиантов точно в блестящей чаше воды лежал черный камень переливавший всеми цветами радуги араб переводил взгляд с жемчужины на измученное лицо артиста покачивал головой и держа кольцо у сердца сделал глубокий восточный поклон затем он также глубоко поклонился и точно спрашивал у него благословения на важный шаг надел кольцо на мизинец левой руки куда оно едва налезло хотя было сделано для указательного пальца артиста по тогдашней моде я беру все твои скорби в свое сердце все слезы и бедствия разделяют с тобой с этой минуты дорогой брат да прольются они ручьем в мой путь быть может моя верность дружбе и нежная любовь к тебе помогут тебе перейти в путь тех кто вносит во все встречи розовые жемчужины хвала Аллаху поклон твоему Богу и тебе храни в сердце память об этом дне как о счастливом дне моей жизни за их эту углу еще раз поклонился и поклонился нам и тихо вышел из комнаты я видел что бронский ничего не понял из того что говорил орав сам же я понял что несчастье артиста было в том что он являлся вестником горя встречным и люди боялись его снова в моей памяти загорели слова али услышанные у его двери встретив ученика идущего путем печалей возлюби его вдвое и как же я любил в эту минуту не только бронского но и того великого мудреца который стоял только что здесь в виде простого жителя пустыни какое необъятное сердце носил он груди если радовался счастью принять на себя скорби другого и обнял бронского подал ему конфету и предложил взять у нас душ сказав что через пятнадцать минут он пойдет в дальний домик к сестре александре и возьмет всех нас с собой мне хотелось взять и моего птенчика но и не разрешил сказав что по дороге я пойму почему этого не следует делать альвер робко спросил и можно ли ему идти с нами на что и улыбнулся и ответил конечно друг ведь я не сделал исключения а сказал что беру вас всех вообще с этого дня ты можешь как и левушка считать себя в числе моих учеников завтра я укажу тебе твой новый распорядок дня оба вы должны знать что здесь в этих домах живут люди по тем или иным причинам проходящие первоначальные стадии ученичества вы видите здесь многих уже не впервые посещающих общину и все же они живут в этих домах неофитов и наоборот вы не видите живущими здесь тех кого встретили в первый день как например Освальда Растана и Жерома Манюле в комнату вернулся Бронский освеженный в чистой одежде которую ему дал всемогущий Ясса и мы двинулись в путь взяв с собой аптечки зной все еще был сильный я его ощущал очень остро но спутники мои шли так как будто бы было наше северное лето и заметив что я иду тяжело взял меня под руку и перебросил на себя мою аптечку не внемля никаким моим мольбам я обещал тебе Левушка рассказать кое-что о карлике Максе думаю что всем вам друзья мои будет полезно узнать о судьбе этого маленького человечка так сильно сейчас страдающего если бы каждый человек владел всеми силами что в нем заложено не было бы в мире ни страданий ни ошибок результатами которых и являются все скорби людей страсти которыми окружен человек загромождают собой весь его земной путь они лишают его возможности ясно видеть и распознавать истинно реальное среди того моря временных иллюзорных красот которые манят его и влекут в кажущийся прекрасным мир личной жизни личной любви и личного счастья человек не свободен он живет в своих условных привязанностях и когда спадают с его глаз эти давящие телесные покровы любви они спадают в великом страдании вся жизнь земли по мере того как в человеке просыпается мудрость есть не что иное как великий путь освобождения если бы человек мог быть так воспитан с детства чтобы весь его организм строился в гармонии он созревая легко становился бы свободным так как на его сознании на его нервных сплетениях и сердце не нарастали бы бугры и глыбы всевозможных страстных извержений которые забудутся в обиходе людей болезнями и слух и зрение развивались бы у человека не только физически но и психически рождаясь в полной гармонии организма сейчас мы увидим жертву борьбы страстей борьбы добра и зла опять-таки называя их этими словами бытовой лексики перед истиной нет ни зла ни добра есть только степень знания степень освобождения мгновение чистой любви и мира в сердце человека или мгновение бунта его страстей и невежественности среди глухих лесов непроходимых окруженных болотами где безопасны только узенькие тропочки живут люди домогающиеся у природы ее тайн они стараются путем знаний достичь умения владеть стихиями природы цель этих людей владычество над миром их желание обладать всеми благами для эгоистических целей для порабощения людей а не для труда на общее благо это темные оккультисты нередко составляющие страшные секты со всевозможными сексуальными извращениями и нередко с человеческими жертвами завлекая людей через своих прислужников всюду где люди одержимы страстями ревности зависти ненависти и алчности где неуравновешенные легко поддаются раздражению эти темные силы опутывают их сетями иллюзорных удач с тем чтобы предоставив им в пустяках несколько побед уже не выпустить их из кольца змей которые совьет себе каждый из поймавшихся на эти крючки людей поддавшись очарованию предложенных ему призрачных благ пользуясь своими относительно большими знаниями большими до тех пор пока они орудуют среди закрепощений греха и ничтожными когда встречают истинно свободных людей они создали целое племя людей карликовой породы эти внешне исковерканные существа очень злы воспитаны в вероломстве обучены многим фокусом гипноза и магнетизма но злым преследователям личных целей путем оккультных знаний все же не всегда удается до конца извратить всех несчастных которыми им удалось завладеть нередко среди карликов живут страдальцы которым мерзко зло ненависть и лицемерие они пытаются бежать после неистовых страданий и наказаний за отсутствие любви козлу и отказ совершать преступления великие труженики светлого человечества часто выискивают таких несчастных спасают их и доставляют в общину белых братьев одного из таких страдальцев вы увидите сейчас мы были уже на половине пути в лесу было темно сыро и я представил себе как должны страдать несчастные карлики которых заставляют жить во тьме непроходимых лесов всю жизнь в обществе бесчестных людей если великим труженикам светлого человечества удается спасти такого схваченного злыми карлика его помещают в особо для него благоприятные условия окружают самыми чистыми и ласковыми людьми учат грамоте всячески развивают и стараются поднять их забитый дух но все же проведя детство и юность в рабстве побоях и полной невежественности эти несчастные создания в своей духовной форме похожи на сморщенные засохшие грибы они не владеют ни одной нитью духовных сил настолько чтобы иметь возможность выбросить из себя искру огня и поджечь те наросты грубых тканей что вплетены в их организм жестокими хозяевами через страх и боль для них невозможно более человеческое воплощение где надо сразу достичь возможности поправить все очаги сил и физических и духовных и милосердная жизнь видя их немощь помогает им переждать одно воплощение в птицах они перевоплощаются в белых павлинов вот почему эти птицы так понятливы часто понимают даже речь если человек прилагает к этому усердие крик изумления вырвался у каждого из нас но не думайте что все без исключения белые павлины непременно перевоплощенные добрые карлики тех что пройдут такой путь жизнь вводят всегда в общины светлых братьев продолжал и как бы не замечая нашего потрясения а мой птенчик и он тоже бывший карлик или это просто дикий павлин которого за их углы подобрал в лесу я спрашивал замирая от волнения что моя птица простая дикая и мне не дано оберегать драгоценную человеческую жизнь твой павлин доставлен к за их это совершенно особым путем араб знал что он должен передать тебе птенца и для этого приехал специально в общину ты узнаешь как чем и когда ты связан кармой великой благодарности с тем несчастным карликом что теперь пришел к тебе за нею в образе белой птицы и что в одной жизни был твоим злейшим врагом и убийцей ты получаешь сейчас случай возвратить ему в свою очередь и уходом и любовью благодарность за спасение твоей жизни в далеком прошлом мы вышли на поляну где снова было жарко к нам навстречу шла сестра алдаз с очень небеспокоенном лицом чудеса чудеса и чудеса прошептал бронский нет чудес есть знания знания и знания ответил ему и сестра алдаз без всякого приветствия сразу стала что-то говорить и очень стревоженным голосом лицо ее на которое я теперь особенно внимательно смотрел после слов о ней бронского менялась точно в сказке и вся она казалась иною в зависимости от мимики лица вся ее фигура то вдруг как-то тяжелела то казалась воздушной в связи со словами которые она произносила все в ней было так гармонично что содействовало выразительности и мне было понятно что карлик с чем-то или кем-то боролся хотя слов ее я не понимал он кого-то боялся и пытался убежать когда мы вошли в комнату где лежал карлик сестра Александра держала руки метавшегося больного очевидно бредившего долго возился с ним и я получал приказание подавать то одно то другое пока наконец больной затих и стал дышать спокойно дав ему немного отдохнуть и подремать и приступил к перевязке видев утром страшные зияющие раны я приготовился сейчас к ужасному зрелищу но каково же было мое удивление когда я увидел что раны больше не кработочат а покрылись каким-то серовато-белым налетом и развел кипящей жидкости смочил ею заготовленный дома пластырь и покрыл им раны больной вздрогнул но не открыл глаз продолжая дремать только когда уж он был совсем перевязан и и погладил его по голове он открыл глаза удивился увидев вокруг себя так много людей остановил взгляд наи и улыбнулся и взял его здоровую ручку и стал ласково с ним о чем-то говорить тот сначала словно не хотел отвечать но затем заговорил быстро жалобно о чем-то умоляя и чего-то боясь и успокоил больного отправил обеих сестер ужинать и велел им привезти с собой брата милосердия который остался бы ночевать с больным и мог бы уйти от него только тогда когда больной убедится что его в обиду никому не дадут через некоторое время пришел брат милосердия лицо его меня поразило много добрых и светлых лиц видал я за это время но такого потока любви какой лился от сей фигуры этого человека я еще не видел карлик едва на него взглянул как заулыбался что-то замурлыкал протянул ему здоровую ручонку и старался привстать что ему тут же строго запретил и брата этого звали франциск на наше приветствие он каждому из нас посмотрел в глаза и подал руку но как взгляд так и жест каким он здоровался с каждым из нас все было так разно что я немедленно стал левушкой лови ворон на альбера он взглянул пристально высоко поднял правую руку улыбнулся и сказал на прекрасном французском языке громко четко вы большой молодец идите как начали далеко пойдет на бронского он смотрел долго качал головой поклонился ему низко низко и тихо сказал довольно одиночество и скитаний у вас теперь много друзей вы здесь оставите все слезы и скорби и уедете в розовом плаще а ваш черный ляжет мне на плеч и он снова низко поклонился ему бронский превратился в соляной столб не в силах очевидно воспринять всего происшедшего ко мне последнему подошел франциск я стоял поодаль у стола и собирал аптечки пока не слови воронил мир тебе брат мой милый неси людям радость так мало так редко идет ученик имея счастье рассыпать радость и свет своим ближним не стой на месте живи всюду но где бы ты ни был неси мир твой талант может одухотворять сердца научись здесь выдержки и ты войдешь гармонию и ею будешь крепить людей франциск подал мне обе свои руки и точно волна тепла и мира пролилась в меня через его руки он сел у постели карлика склонился к нему и стал его кормить красные глазки страдальца выражали полное удовольствие он забыл и во всем и радостно смеялся между глотками пищи и помог мне собрать вещи так как я положительно был никуда не годен как впрочем и мои товарищи и пришлось всех нас приводить в себя и напомнить об элементарных правилах вежливости ибо мы собирались уйти даже не простившись по среднем приветствии франциск снова сказал мне ухаживай усердно за своим павлином милый брат это много страдавшая душа чем больше внимания ты ей отдашь сейчас тем выше он пройдет потом мне будет приятно если ты будешь меня навещать я научу тебя как видеть сквозь землю чуть улыбнувшись прибавил он теперь уж я готов был превратиться в соляной столб но и смеясь простился с франциском и увел меня из комнаты как и всех остальных на обратном пути каждый из нас был погружен в свои мысли бронский несмотря на прохладу леса отирал платком лившийся градом под англичанин шел точно полк за собой вел а я плелся шаг за шагом поддерживаемый и и не мог постичь как неисчислимо разнообразие путей человеческих то я вспоминал что путей миллионы а ступени у всех одни и те же то я думал что жизни человеческих неисчислимое множество и жизнь одна и я не мог понять как же входят в ту гармонию о которой сказал мне франциск такие маленькие люди как я положительно все путалось в моей голове ты левушка думай о своем сегодня прием покорми свою птичку она наверное без тебя уже соскучилась собери внимание к текущим делам и вливай в них бесстрашие и благородство а завтра ты не думай ты о нем будешь думать завтра ласково убеждал меня мой наставник ах и помнишь что Здесь было светло, веера создавали прохладу. К И подходило много новых людей. Художница, расставшаяся с нами после чая, спрашивала меня, где я был, что я видел за это время. Я ответил ей, что видел так много, что даже и вместить не могу. Наш разговор перевел Бронский и сообщил, что его другу как будто чуть-чуть получше, но что к больному его не допустили. Я не вслушивался в разговоры вокруг, есть мне положительно не хотелось. Я даже не замечал, что мне давали, но повиновался приказанию и не освобождавшему меня от еды. Как это ни казалось мне самому странным, но меня так клонило ко сну, что после ужина я прошел прямо к себе. Приняв ванну, я закончил мой второй день в общине, не заметив и сам, как заснул подле своего нового друга Белого Павлина. Глава третья. Простой день Франциска и мое сближение с ним. Злые карлики, борьба с ними и их раскрепление. Много времени. Должно быть, недели три-четыре прошло, пока я окончательно познакомился с огромным парком и прудами общины. Теперь внезапно открывавшиеся виды или выраставшие за поворотом дороги домики стали мне хорошо знакомы. Мой друг, белый павлин, которого я сначала все носил на руках, стал теперь преумолительно бегать за мной всюду, требуя писком и комическим похлопыванием маленьких, едва растущих крыльев, чтобы я брал его на руки, когда он уставал. Я каждый день навещал Максу, один или с И, иногда, правда редко, с Альвером, которому И поручил часть ухода за Егору. Бронский чаще всего проводил со мной время между чаем и ужином, а весь день он был занят каким-то сложным трудом по своей специальности, в котором хотел передать своим ученикам все, что открывал ему его гений, артиста-творца. Мои занятия в комнате Али шли успешно, настолько успешно, что И дал мне изучать и арабский язык, так как мне очень хотелось понимать моего нового друга, Зейхет Оглы, и не страдать, иногда надрываясь от смеха, от его французской речи. Каждый раз, когда я приходил в больницу к сестрам Алдас и Александре, я неизменно встречался с братом Франциском. Он или гулял со мною по лесу, если был свободен, или звал с собой в аптеку, где готовил лекарства, и я ему помогал, или вводил меня в свою комнату, комнату, которая поразила меня своим видом, когда я ее увидел впервые. Из ее балконного окна во втором этаже домика на опушке леса, где были срублены верхушки деревьев, открывался вид на дальнее селение. Была видна горная цепь, как и из комнаты Али. Три ряда идущих параллельно друг другу горных цепей, так называемые «зеленые», самые низкие горы, покрытые травой и прекрасными деревьями, начинались сразу у долины. На них паслись стада, виднелись работавшие люди, за ними тянулся хребет бесплодных, так называемых «черных» гор, до которых можно было добраться уже пересекшей часть пустыни, и, наконец, снежный хребет, поражающий и ослепляющий, виден был во всей мощи и прелести из окна Франциска. Горы в этом месте делали полукольцо, точно углубление амфитеатра, и на этот-то амфитеатр выходил балкон Франциска. Комната? Разве можно подобрать слова, чтобы описать комнату Франциска? Или его самого? В комнате было несколько шкафов с книгами, небольшой стол странной формы, довольно узкий, высокий, из белого мрамора, с очаровательными красными прожилками, такими многочисленными, что самый мрамор казался алым. Над столом висел большой крест из выпуклых красных камней. Когда луч солнца падал на него, он горел горячим теплым светом, точно смесь огня и крови, и часто привлекал мое внимание. Я часто думал, как прост и благороден этот крест, как пропорционален этот столик, но не мог решить, что же можно за ним делать. Писать? Высок. Есть? Малоудобен. Но сам хозяин так поглощал мое внимание, что у меня никак не было времени спросить Франциска, что он делает за своим высоким столом. В комнате стояли еще три креслица, если можно этим словом назвать три сиденья, какие, пожалуй, могли быть только у пещерных людей. Сложенные из стволов пальм и кож, грубые и все же по-своему красивые, они были удобны для сиденья. Вместо кровати у стены стояли козлы с натянутой на них парусиной. В любую минуту они могли быть превращены в постель, но удобно ли спать на подобной постели, этого я никак решить не мог. Простой рукомойник, свисевший над ним стеклянной полочкой для умывальных принадлежностей и полотенец, письменный стол, камин. Вот и все убранство комнаты. А между тем, как только я вошел в нее, меня захватило очарование. Почти такое же чувство счастья, какое я испытывал, входя к И, Ананде или Сэру Уоне. Я видел глазами простые вещи, а ощущал всем сердцем не их, а того, кто здесь жил, кто наполнил всю эту комнату атмосферой мира и гармонии. Куда бы ни падал мой взгляд, я точно видел слова любви, вырезанные на всем сердцем Франциска. От самого первого впечатления и до сегодняшнего дня обаяние этой личности для меня все возрастало. Он не говорил мне никаких особенных слов, а я ясно понимал, что такое раскрепощенный человек, глядя на его поступки обычного серого дня. Каждый день, когда я его не видел, казался мне лишенным чего-то, какого-то луча, без которого я уже не мог считать свой день полноценным. И я видел, что и другие, от мала до велика, также искали и чтили Франциска. Дорожили каждые минуты его общества. Где бы он ни проходил, все расцветало улыбками, но точь в точь будто он шел и цветочки севел. Сначала он назадачивал меня, читая насквозь чувства и мысли буквально каждого человека, но очень скоро удивление мое перешло в экстаз благоговения. На его примере я впервые ясно понял, что такое любовь в человеке, любовь, льющаяся потоком, не спрашивая взамен ничего для себя лично. Любовь Франциска лилась в его дела дня не потому, что он умом понял, как раскрепостить себя от личных чувств, но потому, что для него слово «жить» было синонимом «любить». Моя радость от свидания с ним была не просто радостью. Во мне замирало все эгоистическое, когда я бывал с ним. Я не думал, как мне себя приготовить, чтобы, войдя к нему, быть достойным его своей чистотой. Но, увидев его еще издали, я заражался его атмосферой. Я всегда ясно чувствовал, как будто переступал какую-то грань, что Франциск близко, что струи его любви бегут ко мне. Постепенно я постиг, почему Франциск мог так понимать каждого человека, точно знал его с детства. Ему ничто не мешало в нем самом. Он не знал перегородок между собою и человеком, перегородок, которые мешали бы ему принять человека таким, каков он есть всего, без всякой личной к нему требовательности. Его сердце было настиж открыто такой мощью любви, что весь подходивший к нему человек со всеми своими скорбями, слезами и сомнениями вливался в эту мощь и оставлял в ней свои страсти, получая мгновенное успокоение и облегчение. Все то мудрое и великое, что мне говорил И, и что я принимал всем умом и сердцем, но что считал для себя идеалом далекого-далекого будущего, я видел в простой доброте человека в его повседневной жизни. Мало того, что Франциск жил любя, он своим примером, обращение с людьми, умел каждого так удержать в силе своей любви, что всякий смягчался, переставая раздражаться и неистовствовать. Однажды я был свидетелем потрясающей сцены. Отец, похожий более на разъяренного буйвола, чем на человека, гнался за своим сыном с огромнейшей дубиной. Он уже настигал несчастного, уже дубина была поднята вверх, чтобы опуститься на голову сына, как Франциск в два прыжка очутился перед разъяренным отцом и закрыл собою юношу. Я в ужасе закричал, бросился ему на помощь, но убегавший юноша, очевидно, совершенно потерял рассудок и подумал, что я хочу его задержать. Со всей силой ужаса от надвигавшейся на него смерти он толкнул меня в грудь. Не ожидая с его стороны нападения, я упал навзничь. К счастью, я попал на завесу из лиан, запутался в них, но не особенно сильно ушибся. Но все же я почувствовал резкую боль в позвоночнике и, вероятно, на несколько минут потерял сознание. Когда я очнулся, Франциск стоял на одном колене и нежно держал мою голову руками, рядом, закрыв лицо руками, рыдал, сидя на земле, юноша. Отец сидел поодаль, на упавшем бревне и тяжело дышал, опустив голову. Мой бедный мальчик, вот опять тебе потрясение, а твоему организму так необходимо полное спокойствие. Не знаю, сможешь ли ты встать, во всяком случае вернуться в общинок, и ты сейчас не сможешь. Я донесу тебя до своей комнаты. Не знаю, как будто бы ничего особенного не говорил Франциск, но тон его голоса, выражение лица, глаза, которые излучали бездонную любовь, мир, такой мир и спокойствие, такую ласку и благословение, точно никакой драмы не произошло только что, точно он созерцал рост цветов и трав, а не спасал от смерти человека, рискуя собственной жизнью. Еще никогда я не ощущал такого блаженства, любви и радости. В меня как бы вливалась от Франциска струя теплой крови. Я забыл о боли, о рыданиях юноши, которые не утихали, а стал весь легким, радостным, тихим. Франциск положил меня удобно на землю, свернул свою и мою шляпы наподобие подушечки, подошел к юноше и положил ему руку на голову. Юноша затих, отер рукавами глаза, посмотрел на Франциска и сказал. — Кто ты? Я тебя никогда раньше не видел. Почему ты побежал за меня насмерть? — О, ты святой! Я видел у миссионера портрет такого бога, точь-точь, как ты. — Это он, значит, тебя мне показывал? Что же теперь я должен делать? Ты, наверное, потребуешь, чтобы я стал монахом? Очень и очень мне этого не хочется, но я знаю, что все равно моя жизнь теперь принадлежит тебе. Я должен жить дальше так, как ты прикажешь. Я повинуюсь, святой брат. Приказывай. Юноша стоял на коленях, сложив на груди руки точно для молитвы. Но где же мне найти слова, чтобы описать лицо Франциска? Он глядел на юношу, как могла бы смотреть нежнейшая мать, лаская крошку сына. Он улыбнулся, и улыбка, как благословение, как луч света озарила всех нас. Для меня эта улыбка звучала. Звучала так же, как звучал до сих пор смех Ананды, который я называл звоном мечей, как смех сэра Уоми, который напоминал мне переливы очаровательных колокольчиков и шум весенних ручьев. Эта улыбка в молчании сказочного леса звучала, как неотделимая часть сей природы, как сила жить в счастье любви. Я так погрузился в мои мысли, что опомнился, услышав Франциска говорившего. «Святым на земле нечего делать, мой друг. Они могут трудиться выше нас, где мы с тобой еще не поместимся. Я так же грешен, как и ты, и жизнь твоя нужна не мне, а тебе самому, всем твоим родным, всей земле, по которой ты ходишь, всем людям, с которыми ты трудишься, и всем тем детям, что от тебя родятся». «Жизнь каждого человека нужна и цена тогда, когда сердце его потеряло способность бояться и раздражать людей вокруг себя. Ты не хотел жениться на той, что отец тебе выбрал. Ты мог просить его об отсрочке, и все было бы благополучно. Ведь та, что выбрал тебе отец, плоха здоровьем. Она недолго проживет. Ты же вместо мирного разговора стал бросать отцу слова упрека. Ты старался задеть его побольнее, ты играл со страстями отца, силы которых ты не знал, и ввел его в безумие. Если бы случилось сына убийство, твой отец был бы менее тебя виноват. Вся твоя жизнь с этой минуты и до смерти должна быть одним уроком любви. Ни одного человека ты не смеешь раздражать, но каждого, с кем бы ты ни встретился, ты должен суметь успокоить. Вот и весь тебе мой завет, в нем вся твоя святыня. Иди, друг, подумай над тем, что я тебе сказал, и если тебе будет плохо, приходи ко мне в больницу. Ты меня всегда найдешь, или тебе скажут, где я? Франциск снял свою руку с головы юноши, но тот ухватился за его одежду и умоляюще сказал. — Святой брат, положи еще твою руку мне на голову, не прогоняй меня, возьми меня в слуг, я буду так счастлив жить подле тебя. Снова, еще шире прежнего, точно целая симфония любви, зазвучала улыбка Франциска, и он ласково сказал. — Порыв твой прекрасен, как прекрасен этот цветок. Цветок отцветает через неделю, а порыв твоей красоты засохнет через пять дней, если ты останешься здесь. Твоя жизнь — земля в цвету тела, а дух твой еще только зарождается, как почки на дереве. Живи, как живут твои отцы и братья, люби девушку, как любишь мать и сестру, и строй семью, как я тебе сказал, чтобы никто и никогда не слыхал твоего строгого или раздраженного голоса. Иди, трудись и будь добр ко всем. Юноша поднялся с колен, поклонился Франциску и повернулся, чтобы уйти. Он шел медленно, как бы нехотя, а Франциск смотрел ему свет, все с той же улыбкой любви, которая заливала, казалось мне, все пространство вокруг. Внезапно юноша повернул обратно, подошел к отцу и, с огромным усилием, побеждая себя, сказал. — Отец, прости меня, он велит мне жить в мире со всеми. Если не примирюсь с тобой, как же я буду жить в мире с другими, если все ссорюсь с тобой? Тогда мне придется умирать, потому что он владеет теперь моей жизнью, а я не смогу выполнить его завета. Грузная приземистая фигура отца, его огромная бычья шея, опущенная вниз голова, ничто не шевельнулось. Франциск подошел к нему, тронул его за плечо, и глаза полные ярости, бешенство и злобы поднялись глазам Франциска, а вместе с ними поднялась и его громадное ручище. Я снова готов был скачать на помощь. Мне казалось, что неизбежно сейчас случится катастрофа, как голова отца опять опустилась, рука упала на колени. Франциск подошел к нему совсем близко, погладил его по голове. «Разве ты безгрешно прожил юность? Чему ты удивляешься сейчас? Разве ты подавал пример доброты или ласки детям? Если ты действительно считаешь себя безгрешным, брось камень, сына. Если же знаешь, что много на сердце твоем тяжести, обними сына. Он понесет часть твоих тяжестей и снимет с тебя много страданий. Сейчас он просит у тебя прощения. Не ты ли должен трижды просить его у сына, ибо ты уже трижды обманул его?» Голос Франциска был ласков и радостен. «Точно, тигр!» — вскочил человек с пня, схватил нежную руку Франциска в свои огромные лапы и дико закричал. «Кто тебе сказал? Один я про это знаю. Где ты был? Ты за мной подсматривал? Ты подслушивал?» «Тише, отец! Разве ты не видишь, какие у святого тоненькие ручки ты сломаешь ему руку?» Силач выпустил руки Франциска, на которых остались синие багровые полосы и отпечатки могучих пальцев. «Я застанал при виде этих точно кровоточивших знаков. Сам силач, очевидно, не ожидавший такого эффекта от своего прикосновения, казался очень смущенным и прошептал «Прости, святой брат». Взгляд его теперь смягчился. В глазах появилось человеческое выражение «Обними сына и отпусти его жить, как он хочет». «Да ведь ты не знаешь, что он выдумал. Ему, видишь ли, учиться надо. Грамоту захотел знать. Сказочников на базаре наслушался, да с арабом одним дружбу свел. Читать желает». Снова и все больше раздражаясь, кричал точно, рычал, как дикий зверь, отец. «А ты в твоем детстве разве не просил отца пустить тебя в школу? Разве ты не плакал, когда он отказал тебе? Но ведь он не бил тебя за твое желание учиться. Почему же ты гнался за сыном, желая его убить? Вдумайся и сознайся. Зависть и ревность к судьбе сына лучше, чем была твоя собственная. Вот что разъявило тебя». «Может, это и так, — скорее простонал, чем сказал человек. — Но ведь я не хотел убить его, я хотел только постращать. Все последнее время я сам не свой и не пойму, что со мной творится. Вьются подли меня, шныряют два каких-то карлика, да такие отвратительные. И как только они появляются, точно бес в меня вселяется. Я на все раздражаюсь, всех ругаю, становлюсь сам не свой. Вот и теперь шел я с сыном, спокойно разговаривал. Откуда ни возьмись, выскочили эти бесенята. Да давай что-то лопотать, тыкать пальцами и показывать на дорогу в больницу. Я понял, что им нужно туда идти, да бояться беспокоить доктора. Взял одного за руку, чтобы его провести, он как кольнет меня, какой-то остренькой палочкой, точно каленым железом сердце мне стукнул. Я выпустил его ручонку, оба бросились бежать вглубь леса. Тот сын что-то сказал мне, я даже сейчас и не помню что, но сразу я озлился и замахнулся на него дубиной». Он помолчал, отогнул рука в свои одежды и показал на руке около локтя большое синее пятно, в центре которого зияла маленькая ранка, в булавочную головку. Франциск склонился к его руке, с неожиданной силой поднял старика с дерева и быстро скомандовал. «Сейчас же иди за мной. Смерть или кое-что похуже грозит тебе». Он подхватил меня на руки, юноша помог ему нести меня, и почти бегом Франциск бросился к больнице, приказав крестьянину идти впереди. Тот сначала шел очень быстро, но уже у входа в комнату должен был опереться на сына, и, едва войдя почти без сил, опустился в кресло. Франциск положил меня на свою кровать, я все ощущал резкую боль в позвоночнике и стал быстро приготовлять какое-то лекарство. Дав его выпить больному, он слегка приподнял крышку мраморного стола, достал какую-то палочку, как мне показалось, стеклянную, игравшую всеми цветами радуги. Что меня особенно поразило, на конце палочки точно огонь горел. Этим-то огнем, Франциск, что-то протяжно напивая, коснулся раны больного. Тот вздрогнул, но, вероятно, не от боли, так как лицо его осталось спокойным. Еще и еще касался Франциск ранки, своим огнем, как бы высасывая своим огнем яд из ранки. Через несколько минут из ранки брызнула кровь. Но что это была за кровь? Темная, запекшаяся, она не лилась, а выскакивала с густками, напоминая черноватые пробки. Франциск все так же продолжал напивать свой протяжный гимн, и, наконец, из ранки полилась струйка алой крови. На губах больного появилась пена, он кашлянул, и изо рта его показалась кровь, которую Франциск быстро вытер полотенцем. Он положил палочку на место, с такой же осторожностью, с какой ее вынимал, приподняв крышку мраморного стола, и велел юноше пройти в большой дом, разыскать старшую сестру и немедленно просить ее прийти сюда. Тем временем он дал больному какое-то полоскание, подождал, пока кровотечение остановилось, и тогда дал еще капель. С необычайной ловкостью Франциск наложил повязку на ранку, подвязал руку больному на бинте к шее и сказал вошедшей сестре Александре по-французски. — Больной нуждается в полном спокойствии. Кроме того, к нему, как и к вашему малютке-пациенту, никого впускать нельзя. Особенно строго оградите домик, где лежит малютка, и передайте брату Кастанди, что я прошу прислать двух сторожей с белыми павлинами в больницу. Он все поймет. Пошлите кого-либо к, скажите, я прошу его, немедленно сюда прийти, он тоже сам будет знать, что ему захватить. И сейчас же, даже сию минуту, прикажите сестре Алдас принести сюда ее больного. Кто-нибудь, да хоть ты, мой друг, обратился он к молодому крестьянину, настолько одуревшему от ряда неожиданных событий, что он стоял, разинув рот. Перейдя на туземный язык, Франциск продолжал. «Пойди вместе с начальницей и принеси сюда детскую кроватку, которую тебе укажут. Отцу, помоги дойти сюда». Говоря, Франциск отодвинул в сторону нечто вроде ширмы, что я вначале принимал за стенку. Там оказалась ниша, в которой стояла кровать с чистейшим бельем. Туда уложили больного, и Франциск сказал сестре Александре снова по-французски. «Спешите, в лесу бродят два карлика, они злы и опасны. Ни маленький больной, ни этот силач не должны подвергаться их нападениям. Даже встреча с ними сейчас может быть опасна. Я буду стеречь моих больных и сестру Алдас. Вы же спешите выполнить все, что я сказал». Когда сестра и юноша вышли, Франциск, сияя своим лицом точно пучком лучей, переставил кое-какие вещи в комнате, и я понял, что он приготовлял место для кровати карлика. Глядя на него, все более и более изумлялся. «Бог мой, что это были за глаза? Что это были за движения?» Я ощущал всем существом, что Франциск не стул отставлял, а молился. Он не действовал на земле, делая какие-то самые простые дела, а прославлял Бога каждым движением. Улыбка не сходила с его лица. Улыбка, счастье, жить. Он посмотрел на лежащего на кровати угрюмого и грубого силача, увидел, как по его огромным щекам вдруг покатились слезы, подошел к нему и таким ласковым голосом сказал ему несколько непонятных мне слов, что у меня в сердце точно сладость разлилась. Погладив его лохматую голову, он помог ему повернуться на другой бок и через минуту ровное и тихое дыхание сказала мне, что человек спит. На руках Франциска все еще оставались багровые следы от тисков силача. Мне казалось, что они даже стали еще страшнее на вид. Вот-вот из них брызнет кровь. Я хотел сказать, что пора ему заняться самим собой, как сестра Алдас внесла на руках прикрытого простыней Максу. Юноша, на лице которого читалось теперь только восхищение красотой девушки, нес кровать малютки. Он так и стоял посреди комнаты, приковавшись глазами к очаровательному личку Алдас, держа в руках легонькую бамбуковую кроватку и окончательно потеряв соображение. Гамма стольких разноречивых переживаний за полчаса очевидно не могла уложиться в его мозгу. Он был так комичен, что я не мог удержать хохота, видя в юноше свой собственный портрет «Левушки, лови ворон». Моему смеху вторил Макса, не выдержала испытания на серьезность Алдас, а Франциск, взяв кроватку, поставил ее на приготовленное место, сам положил в нее карлика и точно про себя сказал «Самое время, самое время». Я этих слов не понял, но, взглянув на юношу, увидел внезапную перемену в его лице. Он побледнел до серости, потом на лице отразилась ярость. Он протянул руку, показывая Франциску на что-то в окне, и быстро, бормоча проклятие, хотел бежать из комнаты туда, но Франциск его удержал, спокойно объясняя ему что-то на его наречии. Лицо Алдас, поглядевшее в окно, тоже изменилось. Она, казалось, испуганной и с тоской смотрела на Франциска. Он же, не переставая улыбаться, посадил ее у постели Максы, которому сказал «Спи, дитя, надо спать, пока не придет доктор И». Макса закрыл глаза, и я был поражен как безмятежный, и мгновенно он заснул, даже смех его оборвался сразу. Франциск велел юноше сесть у постели отца и объяснил, что надо сидеть там, не сходя с места, до тех пор, пока не придет доктор И. Сколько я не старался увидеть из окна, что так пугало Алдас, что сердило юношу, я ровно ничего не видел, кроме чудесного лесного ландшафта. «Твои глаза еще не могут видеть сквозь землю», — усмехнулся Франциск, сев подли меня. «Ну вот, посмотри туда, на кусты жасмина. Видишь ты, как чуть-чуть шевелятся несколько ветвей, тогда как все остальные стоят совершенно спокойно. Воздух неподвижен. Что может колебать некоторые ветви? Что-то может колебать их только снизу. Заметь направление, в котором идет движение ветвей. Оно идет прямо к окнам домика, откуда только что вынесли Максу. Теперь я слышу, как сюда быстро идут сторожа со многими белыми павлинами, и еще быстрее идет И. Знаю, что ты не умеешь еще сосредоточивать свое внимание, и потому говорю тебе, не отрывайся взглядом от клумбы с жасминами и цветами, и ты вынесешь сегодня большой урок жизни, гораздо больше, чем если бы я рассказывал тебе три часа подряд, что такое злая воля и злая сила в человеке». Франциск еще раз приказал всем нам не двигаться с места ни при каких условиях, даже если бы стрела влетела в окно, не менять положение и не прикасаться ни к чему, что может быть брошено к нам в окно. Он вышел из комнаты и стал в дверях синий домика. Я следил за кустами и цветочной клумбой, видел, что цветы и ветви продолжают нежно колебаться, и стал вглядываться ближе к земле, стараясь понять, что могло вызвать такое равномерное колебание. Раза два мне показалось, что я заметил какого-то ребенка среди цветов, но сколько не вглядывался дальше, ничего не видел. Вдруг в комнате, где лежал Макса, что-то с сильным звоном упало и разбилось. Среди царившей тишины этот сравнительно небольшой шум показался мне грохотом пушки. Я боялся, что больные проснутся, но звук не произвел на них никакого впечатления. Я приподнялся и увидел, что Франциск теперь стоит на середине поляны лицом к кустам, спиной к бывшей комнате Максы. На его лице было все то же выражение, точно он прославлял свое счастье жить. Он внезапно вытянул руку, и я вздрогнул, так что всю мою спину снова заломило. У самых его ног земле торчала стрела. Я всем усилием боли смотрел на кусты, и теперь увидел, как оттуда вылетела вторая стрела и впилась в землю рядом с первой. Я совершенно оторопел. Я не понимал, зачем Франциск стоит у кустов, где ему грозит смерть, и как может человек с такой безмятежной любовью на лице стоять у черты зла и смерти. Мои мысли прервал несшийся издали шум. Я никак не мог определить, что это за шум. Мне казалось, что бегут несколько человек. Внезапно, точно снежным облаком, вся поляна покрылась белыми павлинами. Несколько мужских фигур, сообразно указанием Франциска, разместили птиц в три кольца. Одно кольцо охватило клубу жасминов, второе по обе стороны стоявшего в центре Франциска, защищало все входы в дома больницы, а третье защищало все выходы в лес. Люди держали в руках нечто вроде блестящих металлических сеток и разделяли собой каждый десяток павлинов. Присмотревшись к мужской фигуре, стоявшей на лесной дорожке прямо напротив Франциска, я узнал в ней и... Зрелище было так захватывающе прекрасно и интересно, что мне надо было собрать все усилия, чтобы не оторваться вниманием от кустов и не словиворонить. Павлины сужали свой первый круг возле кустов жасмина и клумбы, соответственно им и второй круг, где стояли друг против друга Франциск и И, тоже подвигался ближе к кустам. Одновременно и И, и Франциск подняли руки вверх, и тут же я столбенел. Лицо И было грозно и повелительно, так повелительно, каким я и представить себе его не мог. Он был похож на Бога силы, которому ничто противостоять не может, а Франциск был похож на Бога любви и такой любви силы, которой тоже ничто противостоять не может. В кустах раздался дикий бой. Это был бой ярости, бешенства, протеста. Оттуда выскочил карлик и бросился бежать. Но павлины сомкнулись горой, распустили свои хвосты и встали друг другу на спины, образовав белую стену, преградившую ему путь. Тогда карлик бросился в образовавшееся с другой стороны павлиньего кольца отверстие и понесся во всю прыть своих маленьких ножек прямо на и, который схватил сетку, переброшенную ему ближайшим соседом, и опустил ее на карлика, несшегося вперед со всей яростью и доступной ему скоростью. Не ожидав преграды сверху, карлик упал на землю и дико взвыл. И как только могло так ужасающе громко и злобно выйти, такое маленькое существо и стал кататься по земле, все больше запутываясь в сетке, которую он старался разрывать руками и ногами, грыз зубами и резал ножом, который появился в руках. Я не заметил, каким образом. И, протянул руку к катавшемуся у его ног клубку, сказал что-то очень повелительным тоном. Карлик, застывший было на миг, принялся снова еще ужаснее быть, плеваться и, очевидно, проклинать. И подошел ближе, и опять что-то сказал, на этот раз в его тоне звучало предостережение. Карлик замолк, и вдруг лицо его озарилось буквально дьявольской улыбкой. Он весь собрался в комочек, быстрее молнией натянул тетиву лука и пустил стрелу прямо в грудь. И... Сестра Алдас, юноша и я скрикнули от ужаса. Алдас закрыла лицо руками, я же попытался бежать на помощь, но не имел сил не только бежать, но даже не мог приподняться выше того, как сел в самом начале. Стрела взвелась вверх, и я ожидал увидеть ее в темени И. Вместо этого она упала на поляну, как раз между И и Франциском. Снова раздался голос И, но на этот раз я не узнал дорогого мне чудесного и мягкого голоса. Это было нечто вроде громовых раскатов, как будто бы эхо присоединялось к каждому слову, усиливало его стократно и сливалось со всей природой. Карлик задрожал. Я увидел, что сеть, в которой он запутался, начинает краснеть, точно накаляться. Увидев этот ужас, поняв, что он сгорит заживо, если не исполнит какого-то приказания И, карлик принялся выбрасывать из своей одежды какие-то корешки, стрелы, порошки, сбросил лук, потом какие-то мешочки и посмотрел на И. Сеть продолжала накаляться. И еще раз предупредил о чем-то карлика, но тот отрицательно покачал головой. Тогда лицо и стало бледно, милосердно, но я понял, пожествуя у руки, что смерть карлика, нежелавшего подчиниться требованию И и отречься от зла, неизбежна. И карлик понял, что обмануть И ему не удастся, что на него идет смерть. Он встал на колени. Лицо его, серое от страха, ужасное, было омерзительно, и выбросил несколько черных камешков. Пламя сетки, уже подходившее к несчастному, погасло. И подошел вплотную к карлику, поднял сетку палочкой, которую вынул из-за пояса, отбросил ее в сторону и накинул на карлика другую, которую ему снова подал его сосед. В ней карлик остался лежать у ног, и теперь раздался вой из-за кустов, точно кого-то оплакивающий. В этом вое было столько страдания, что я весь внутренне сжался. Франциск, стоявший до сих пор неподвижно, сделал несколько шагов к кустам, и птицы целой стаей двинулись за ним. Он остановился почти у самой клумбы и кому-то мне невидимому стал говорить. Я не понимал ни языка, ни смысла того, что он говорил. Но интонация голоса, бездонная ласка, мир и доброта, которые слышались в нем, говорили моему сердцу, что его любовь в своей помощи не знает ни предела, ни отказа. Но что буквально разорвало мне сердце это лицо, Франциска. Ах, сколько раз в трудные и опасные минуты жизни в минуты разлада и смертной тоски вставало передо мной. Это бледное лицо в экстазе любви и доброты. Бледный, с огромными синими глазами, испускавшими лучи, с улыбкой радости он протянул вперед руку. Сей своей позой Франциск говорил, «Приди ко мне, и я утешу тебя». Я увидел, как из кустов стал выползать на четвереньках второй карлик. Этот был еще уродливее первого. Совершенно непропорционально сложенный, с огромной сравнительно головой, с длинной талией и коротышками-ножками, он поднялся на ноги с трудом и шел прямо на Франциска, воя, точно собака по покойнику. Длинные руки его висели ниже колен, челюсть с обнаженными деснами выдавалась вперед, а была почти от уха до уха. Это страшное, невообразимое человеческое чудовище, задыхаясь, не дошло до Франциска, шагов трех. Я ожидал, что тот сейчас же возьмет его, поднимет и приласкает, но случилось иначе. Первый карлик во всю мощь своей глотки стал что-то орать своему сподвижнику, показывая ему на стрелу, торчавшую посреди тропинки на поляне, и на те черные камешки, что он выбросил из своих бездонных карманов. Второй карлик сначала слушал внимательно, прикрыв уродливыми толстыми губами свою ужасающую челюсть. Потом взглянул на Франциска, отпрянул назад и завыл, закрывая глаза руками. Первый карлик заорал еще настойчивее. Франциск махнул на него слегка рукой, и он замолк. И снова раздался голос, который я опять истолковал себе так, «Приди ко мне, и я утешу тебя». Карлик, так же молниеносно, как это проделал несколько времени назад его товарищ, выпустил стрелу, и она упала на землю, вонзившись рядом с первой. Тут оба карлика точно с ума сошли. Они стали так выть и кататься по земле, кусать даже землю вокруг, что Франциск взял сетку из рук своего соседа и нежно, точно ватой, прикрыл ею урода. Так же, как и первый, второй карлик запутался в сети. Голос Франциска, точно арфа, звучал нежно и кротко, когда он подошел к бесновавшемуся уроду и говорил ему что-то. Затих второй карлик, вынул спокойно все, что хранили его карманы, аккуратно сложил все в кучу и сверху положил такие же черные камешки, какие выбросил первый. Потом он встал с колен, пристально посмотрел в глаза Франциску своими красными глазами, и нечто вроде довольной улыбки раздвинуло его губы. Он моляще протянул руки к Франциску, показал на кучу своего аккуратно сложенного добра, притронулся к сердцу и горлу, провел рукой по своей шее, как бы показывая, что ему отрубят голову его хозяева. Снова сказал что-то Франциск, и снова его голос и глаза проникли в мое сердце. Так, приди ко мне, и я утешу тебя. Теперь, казалось, карлик понял, что нашел верную защиту, которая не предаст его. Он снова опустился на колени, забыл что-то миролюбивое и коснулся лбом земли. — Левушка, собери все свои силы и выйди сюда! — услышал я голос И. Я с трудом, но все же без особого напряжения, поднялся, сам поражаясь, как же это я не мог стать некоторое время назад. Я вышел из дома, и И указал мне, как пройти между двумя рядами павлинов, со всех сторон бежавших мне навстречу. Павлины сдвинулись в две плотные шеренги и образовали нечто вроде тропочки между мною и И, так что я мог идти только по этой узкой тропе. Когда я подошел к И, он обнял меня одной рукой за плечи и сказал «Ни я, ни Франциск не можем коснуться этих несчастных, потому что от нашего прикосновения они умрут мгновенно, как это случилось бы с теми, кого ты должен был коснуться в Константинополе, по просьбе сэра Уоми. Там у тебя был верный помощник, храбрый капитан. Здесь ты один. Хочешь ли ты помочь мне и Франциску? Те люди, что стоят здесь, не могут нам помочь, каждый по своей причине. Помни, чтобы нам помочь сейчас, нужно не только полное бесстрашие, но и все милосердие, вся радость, вся любовь к Богу в человеке. Надо забыть все внешнее безобразие и проникнуть в заложенные в человеке свет и мир. Хочешь ли, друг, спасти этих несчастных? Ой, как можете вы спрашивать, хочу ли я? Вопрос в том, как смогу я быть вам полезным? И страха у меня быть не может, разве подли меня? И всем сердцем я хотел бы помочь этим бедным страдальцам, чтобы хоть на йоту надблагодарить вас за все то, что вы для меня сделали и делаете. Призывая имя дорогого флорентийца, я постараюсь собрать все свое внимание. Я готов. Я слушаю вас. И подал мне палочку, которую держал в руках. Держи палочку прямо против сердца бедного создания, люби его так, как только может твое сердце понимать это чувство. Радуйся, как радуется сейчас флорентийц, видя твое полное самоотвержение и желание спасти эти жалкие злые создания. Когда я притронусь к твоей руке, что бы ни проделывал карлик, коснись немедленно его лба. Постарайся сделать это молниеносно. И снова держи палочку на уровне сердца карлика. Я взял палочку. Волшебное чувство счастья, радости охватило меня. Необычайно спокойным я себя почувствовал. Ноги мои, так слабо переступавшие, когда я шел, точно приросли к земле. Во всем теле я почувствовал такую силу, точные конца и не было. И стал говорить что-то протяжное, на языке пали, какой-то гимн. Я теперь знал язык уже настолько, что бы понять, что это язык пали. Иногда я понимал отдельные слова, но содержание всего от меня ускользало. Вдруг интонация и резко изменилась. В голосе его послышались снова раскаты грома. Я крепче жал пальцы вокруг палочки, посмотрел на карлика и едва не выронил палочку из рук. Он пытался, пронизывая меня своими страшными глазами, которые сейчас не влияли на меня никак, коснуться моей палочки, для чего встал во весь рост и тянулся, что было мочи, ко мне. Но никакие его усилия не помогали. Он точно приклеенный, не мог теперь двинуться с места. Я почувствовал прикосновение руки и выше кисти, и в тот же момент я приложил палочку к колбу карлика, который вскрикнул, хотел ее схватить, пошатнулся и упал. Я подумал, что он убит и продолжал свой гимн и снова прикоснулся к моей руке. Я опять приложил палочку к колбу карлика. Тот вздрогнул, вытянулся и застонал. Мое зрение, должно быть, утомилось от напряжения на ярком солнце, но мне буквально казалось, что изо рта карлика шел какой-то черноватый пар. Голос И поднялся выше. В нем послышались такие повелительные интонации, что даже все павлины опустили головы к самой земле. И в третий раз коснулся моей руки. Я немедленно снова приложил палочку к колбу карлика. Он сел, посмотрел с удивлением вокруг, стал на ноги, посмотрел на меня, наи, и вдруг, сморщив по детски лицо, заплакал горькими слезами. Сердце мое надрывалось. Я готов был обнять его, успокоить, но уже две другие руки сбросились из бедняги и нежно гладили мохнатую голову. И поднял карлика на руки и держал его горько плакавшего у своей груди. Франциск сделал знак руками, что-то громко сказал птицам, и они все перебежали ко второму карлику, окружив его плотным кольцом. И велел мне вложить палочку в чехол у его пояса и спрятать ее в специальный узенький карман, совершенно незамеченный мною раньше в его одежде. Теперь Франциск позвал меня к себе. Этот карлик добровольно оставляет свое грязное ремесло зла, Левушка. Пока я буду читать мою мантру, переноси всякий раз по моему указанию палочку с предмета на предмет во всей этой куче трепья, что он сложил. Вот, возьми палочку. Когда вся куча распадется в залу, подними сетку палочкой, возьми карлика за руку и выведи его сюда, совсем близко ко мне, и когда я тебе укажу, коснись палочкой его темени. Я сделал все, как приказал мне Франциск, и эффект от вещей, превращавшихся в залу, был почти тот же, что в Константинополе, но только здесь все еще склеивалось точно ком смолы. Как только я коснулся темени карлика, он также хотел схватить руками палочку, пытался даже подпрыгнуть, но, как и первый, не достиг никаких результатов. Но этот карлик не слабился, не плакал, он смеялся, как ребенок, и выказывал все признаки удовольствия. По указанию Франциска, я поднял палочкой сеть и подвел к нему карлика, который бросился к его ногам, обнимая их, и пытался выказать все признаки любви. Франциск поднял карлика на руки, как это сделал и, и велел увезти всех птиц, за исключением трех, которых сам выбрал. Он велел также позвать сестру Александру. Когда я передал Франциску его палочку и подошел к И, карлик мирно спал на его руках. Когда пришла сестра Александра, оба карлика уже спали и были унесены в ту комнату, где жил Макса. Теперь поляна приняла свой обычный вид, все следы, происходившие на ней борьбы света и тьмы, исчезли, и мы вошли в комнату Франциска. Меня тревожили багровые пятна на руках его, но он сам их точно не замечал. Только я приготовился было сказать о них и, как услышал его голос, сядь, Франциск, я перевяжу твои раны, иначе ты снова сляжешь. Франциск? Фираны? Где же раны? Я недоумевал, не представляя себе, чтобы безмятежный, сияющий, правда, бледный, но такой сильный и спокойный Франциск мог страдать от ран. Не возразив ни слова, Франциск сел на стул и и отвернул его рукава. Выше тех мест, где были багровые пятна от рук крестьянина, на обеих руках Франциска были раны, точно обожженные места, и на них уже выступали капли крови. Никогда, ни до этого, ни потом, не приходилось мне переживать такого страдания. Франциск молчал, спокойно перенося муку, когда и накладывал повязки на кровоточившие руки. Лицо его сохраняло такое выражение, точно он пел словословие всей вселенной, но я едва сдерживал рыдания. Мне, как и крестьянам, которых он спас сегодня, Франциск казался святым. Почему же? Зачем страдать святому? Мне хотелось подставить свои руки, только бы избавить его от страданий, только бы видеть это чудесное лицо в экстазе любви и доброты. Святым, Левушка, нечего делать на земле, я уже тебе это говорил. Могут быть на земле божественные посланники, но я не из их числа. Я грешный человек, и все, чем я могу помогать людям, это только в буквальном смысле слова. Меняться с ними кровь за кровь. Но выше счастья и нет для человека на земле. Я не водитель человечества, я простой человек. Мой путь доброты ведет меня так, как во мне живущая гармония меня допускает. Не страдать ты должен, глядя на меня, но понять, что каждый путь есть вековая карма, от которой отказаться нельзя. Вот у тебя тоже карма, ты носишь дивный камень учителя, который у него украли, он был опозорен и снова очищен. Знаешь ты или не знаешь, велика твоя помощь тому, кому ты его возвратишь, и все мы, тебе помогающие развить себе психические силы, носить его и вернуть его владельцу, все мы связаны огромной кармой благодарности и спасения с тем, кому ты должен возвратить камень. Слова Франциска, как и все виденное сегодня, не до конца были мне понятны, но я ни о чем не спрашивал, я уже теперь знал, что И скажет мне все, что и когда я буду в силах понять. Попрощавшись с Франциском, мы с И покинули территорию больницы и возвратились домой. Я шел с трудом и поддерживал меня и уложил в постель, как только мы вернулись в наш дом. Через час Ясса повел меня в ванну, сам и давал ему указания, как применить массаж, но и после ванной и массажа мне было не по себе. Пришлось снова лечь в постель, я даже не мог во всем происшедшем дать себе точный отчет, не мог сообразить, который сейчас час, меня все больше охватывала слабость, озноб, и я забылся в беспокойном сне. Глава четвертая Я знакомлюсь еще со многими домами общины. Оранжевый домик. Кого я в нем видел и что было в нем? Я проснулся, как мне показалось, от какой-то тяжести на плече и легких толчков по руке, не сразу сообразив, где я и что со мной, я открыл глаза и тут же вовсю расхохотался. Мой маленький друг, павлин, который теперь стал уже не таким крошкой, забрался на мое плечо и преуморительно будил меня. Привыкнув ходить с нами купаться в определенный час, он давал мне знать, что пора вставать. Мало того, умилительная птичка не удовольствовалась тем, что разбудила меня. Она соскочила из постели, подбежала к Насте шоткрытой балконной двери, посмотрела вдаль и, выказывая признаки беспокойства, махая крыльями и издавая резкие звуки, как бы о чем-то молящие, вернулась к моей постели. Подергав клювом мое одеяло, павлин снова подбежал к балкону и снова вернулся ко мне, издавая еще более резкие звуки. Он старался дать мне понять, чтобы я посмотрел, что именно его беспокоит. Весело смеясь, я поднялся и подошел к балкону. Каково же было мое удивление, когда я увидел вдали по дороге к озеру и уже подходившего к скале, за которой он должен был сейчас скрыться. Я расцеловал моего заботливого друга, который радостно замурлыкал, чем еще больше меня насмешил. Мигомодевшись и не забыв на этот раз красиво расчесать свои кудри, чему меня обучил Ясса, схватив в охапку простыню и павлина, я помчался догонять И. Я чувствовал себя совершенно здоровым и в эти первые утренние минуты забыл, или вернее не вспомнил о том, что было вчера. Я уже настолько привык к жаре, что палящее солнце не составляло больше для меня мучения, как это было в Константинополе или у моего брата в Ка. Я теперь мог идти очень быстро. Я почти постиг искусство ходить по пыльной дороге не пыля и не уставая. Когда я домчался до Нижнего озера, я увидел И, стоявшего возле одной из купалин с каким-то высоким человеком, стройная фигура незнакомца и его лицо были примечательны. Он не походил на туземца, хотя был брюнетом. Орлиный нос с очень красиво выгнутой горбинкой все говорило мне, что это грузин, а по его походке, легкой, как бы танцующей, плавной, я угадал в нем горца. Левушка радостно обернулся и на громкое приветствие моей птичке. Как это ты, Соня, проснулся? Это надо отнести к разряду чудес, что нам с Ясой не пришлось тебя сегодня расталкивать, смеялся и. Он взял моего павлина на руки, а тот бесцеремонно взгромоздился ему на плечо и терся головкой о его щеку, поглаживающий птичку по ее чудесной спинке рядом с горцем орлом на фоне синего озера под ярким солнцем. И был так прекрасен, что я не смог удержать порыва моего восторга, обнял моего друга и молил его «И, миленький, не откажите мне, я хочу иметь ваш портрет именно таким здесь, у озера, с моим павлином на плече утром, мне кажется, что ваша поза, вся ласковость и энергия точно благословляют весь день, всех людей посылая им силы творить и любить. Ой, не откажите мне, я попрошу Бронского, чтобы его приятельница нарисовала мне вас таким, только согласитесь позировать, синьори бять. Ненасытный Левушка, мало тебе моего постоянного присутствия днем, еще и ночью я должен висеть над тобой и снова, мой друг, ты проштрафился, выражаясь по твоей манере. Приведи себя в равновесие, освободись от чрезмерного восхищения моей персоны и познакомься с одним из моих и Али друзей. И говорил так ласково, глаза его лили такие потоки любви и радости, каких, как мне казалось, я еще не замечал в нем. Это мой старинный друг, Левушка, мой сподвижник во многих делах, которого я давно не видел. Зовут его для тебя Никиту, а фамилия его Давшчвили. А это Левушка граф Т, представил нас друг другу и... На лице незнакомца изобразилось удивление. Он оглядел меня с головы до ног, посмотрел на И и вдруг точно что-то вспомнив и сообразив, закивал мне головой, очаровательно улыбнулся и протянул мне обе руки. Его молчаливое приветствие, глубокое радушие, которого я ощущал всем сердцем, меня в свою очередь удивило. Что-то было в этом человеке особенное. Мне даже подумалось, что он глухонемой, так пристален был его взгляд. Протянув ему так же обе руки, я посмотрел в его глаза, зная, что глухие и немые смотрят в рот человеку. Но да в шчувили, смотрел мне прямо в глаза. Взгляд его был добрый, прямой, честный. Но был ли он глухим, я не решил и услышал смех и слова «и». Ведь ты больше не немой слуга в горах Кавказа, Никита. Твоя привычка многолетнего молчания поразила Левушку, ждавшего от тебя словесного привета, он, наверное, решил, что ты немой. «Простите», сказал мне Никиту, «я так привык долго молчать в одиночестве, что теперь не сразу могу пользоваться речью, чем сбивая с толку людей. Но на этот раз я знаю, что не только моя молчаливость смутила вас. Я не сумел скрыть своего удивления, когда услышал вашу фамилию, а удивился я ей, потому что много лет назад свирепая буря в горах загнала под мой кров неожиданного гостя. Буря справляла пир чуть ли не целую неделю, дороги замело, так что путнику пришлось прожить в моей сакле всю эту неделю. Гость мой был офицер, и фамилия его была такая же, как ваше. В первый момент нашей встречи я не нашел сходства между моим гостем и вами, но несколько минут спустя я отчетливо вспомнил лицо моего гостя, и могу поручиться, что он был вашим братом. Овал лица, разрез глаз и губ, все одинаковое, но кудри вашего брата светлые, как и глаза, вы же брюнет, у меня память на лица исключительная, если бы и и не назвал мне вашей фамилии, я все равно сам спросил бы вас о ней. Довчвили говорил по-английски с сильным акцентом, я подумал, что он и по-русски должен говорить так же нечисто, мысль, что он был гостеприимным хозяином брата, быть может спас ему жизнь, сразу сделала мне Никиту близким и дорогим, все еще держа его руки в своих, я горячо сказал, как я хотел бы слышать от вас, Никиту, подробное описание тех дней жизни брата, которые он провел с вами, я так давно его не видел, так долго еще не увижу, что был бы счастлив поговорить с вами о нем. Что же тебе нужнее в первую очередь, Левушка, передавая мне павлина, спросил и мой ли портрет, или описание жизни брата Николая у Никиту? Конечно, и ваш портрет не нужнее, потому что в нем для меня символ всей жизни, которую я понял через вас, владея вашим портретом, я надеюсь навеки запечатлеть его в сердце, как путь счастья и силы, которые бы научили меня понимать. Если бы я теперь услышал, как прожил мой брат неделю в глуши гор, почти заживо схороненный в буране снегов, я понял бы вероятно многое, иначе, чем до моей встречи с вами. Символ белого павлина, который я видел на коробках Али, флорентийца и моего брата, я не договорил моей фразы. Живой павлин, которого я держал на руках, взяв его, а ты вдруг точно прорезал какой-то туманный занавес моей памяти. Я вспомнил вчерашнее, вся картина поляны, и на ней две фигуры И, и Франциска, окруженная снежными кольцами павлинов, сияющими золотыми хвостами, до того ясно и четко вырисовывалась моей памяти, что я мгновенно забыл все остальное и стоял оглушенный потоком новых мыслей, новым озарением. Вчера я не мог осилить всего величия труда, в котором участвовали птицы-братья, помогавшие вырваться своим карликом-братьям из цепи и мух зла, не знаю и сейчас, сколько, как и где я стоял. Я точно читал слова письма Али. И пусть этот белый павлин будет себе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей. Резкая боль в пояснице, должно быть, я неловко повернулся, заставила меня прийти в себя. Опомнился я окончательно только в купальне на берегу Нижнего Холодного озера. Мой птенчик сидел у моего изголовья, а И и Никиту стояли возле меня. В руках И был флакон флорентийца. Я его узнал и понял, что, очевидно, дело не обошлось без моего обморока. Как это ни странно, но когда я теперь смотрел на Никита, какие-то смутные воспоминания, что-то из далекого детства вставало в моей памяти, мне казалось, что его лицо, такое сейчас заботливо нежное, связывалось в обрывках моей памяти с горами Кавказа, с лошадью, с каким-то путешествием, но ничего определенного я вспомнить не мог, и, махнув рукой, решил, что это снова штучки моей дервишской шапки. Все же, когда Никита прикоснулся ко мне, помогая встать, это прикосновение показалось мне знакомым. — Ну, Левушка, попробуем искупать тебя в холодном озере, как рекомендовала Наталья Владимировна, сказал мне И. — Так она, дорогая моя приятельница, снова здесь? Никита был очень удивлен, когда узнал, что Андреева не только снова здесь, но и живет в доме первой ступени, как он и выразился о нашем домике. На мой вопрос, что значит первая ступень, он ответил мне, что первых ступеней много в смысле жизни и общины, и в бытовом, и в духовном отношениях. Первая ступень, как ее надо понимать, в смысле дома, это род распределителя, где каждый человек не выбирает себе нравящегося ему места в жизни, а живет именно там и так, как его духовные силы дают ему возможность. И именно эти силы определяют ему место в общине, не давая ему возможности жить, иначе в каком-либо другом доме общины. О себе он сказал, что живет сейчас в доме пятой ступени, а жил много лет назад, уезжая отсюда в третьей, но, возвратившись, теперь нашел дом пятой, которого даже не видел, когда жил в третьей. И сказал мне, что если я выдержу мое купание благополучно, он проведет меня к тем домам общины, где мои силы дадут мне возможность жить и дышать. Он прибавил, что можно обладать очень высокоразвитыми психическими силами, даже быть источником больших откровений для людей, и все же по недостатку гармонии в своем собственном организме не иметь сил выносить вибрации тех ступеней, где атмосфера требует именно гармонии, как начальной, исходной точки существования. Человек, не справляющийся с рвущимися из него токами сил, задыхается в более высокой атмосфере гармонии, останавливается перед нею, как перед самой плотной стеной, хотя внешних препятствий перед ним никаких не существует. Стена эта создается его собственными, бурно рвущимися из него со всех сторон токами, закрывающими пеленой его собственное духовное и физическое зрение, и человек даже не видит входа или дороги в те места, где живут более развитые и сложившиеся в высокую гармонию существа. Мое купание, к счастью, обошлось без всяких эсцессов, если не считать, что температура воды по сравнению с воздухом была чрезвычайно низка. Возможно, что на самом деле она и не была уж так низка, но мне вода показалась ледяной. Когда я погружался в воду, она шипела, точно газированная, и покрывала все тело слоем серебристых пузырьков. Даже когда я вышел из воды, я весь был в них как в серебряной броне и красен как рак. Но зато до самого дома всю дорогу позною я ощущал прохладу, и жара оставляла меня нечувствительным к ее каверзам. Когда я вошел в столовую, первой меня приветствовала Андреева. Ах, мистер, шила граф, да чего же вы изменились и похорошели за то время, что я вас не видела, уж не купаетесь ли вы в Нижнем озере? Вы очень точно угадали, Наталья Владимировна. Я выкупан сегодня в холодном озере, и переживания мои напоминают по всей вероятности чувство лохматого пуделя, брошенного с печки в замерзающий пруд. Хорошей ли от этого, я не знаю, еще не имел случая наблюдать. Ох уж эти мне писатели! Вздохнула она, притворно делая несчастную гримасу, и вдруг как-то наморщила брови, распустила губы, придала доброе-предоброе выражение всему своему рисковатому лицу дать не взять Ольден Кот. Я так и покатился от смеха, тут же вспомнил, как флорентиец изображал в парке в Ка английского лорда молодым поручиком, и смеху моему не было удержу. Сама же Андреева мгновенно переменила игру лица на обычное свое выражение и наивно спрашивала и, не знает ли он причины моего необычайного веселья. И ответил, что лично он не знает, но не сомневается, что мистер Ольден Кот знает, наверное. О, да, я знаю, и не удивляюсь, что вашему другу смешно, сказал входивший Ольден Кот. Это так невообразимо найти сходство со мной в лице Натальи Владимировны, чтобы я и сам бы смеялся, если бы не боялся рассердить мою приятельницу. Почему-то сегодня все окружающие меня вызывали во мне особенно острый интерес. До сих пор я был близок только с Бронским, помогавшим мне воспитывать моего птенца, и дружба наша все возрастала. Благодаря его огромному знанию всего света и людей, которых он покорял своим талантом, благодаря его дару наблюдательности, внимания и умению вовремя вспомнить нечто характерное из своих наблюдений, он был интереснейшим рассказчиком и педагогом, он говорил всегда образно, красочно, по существу и от общения с ним росло и мое понимание искусства и людей. Альвера Чорджистона я встречал только за столом, как и некоторых других, с кем я познакомился вначале. До сих пор мое внимание останавливалось только на том, о чем говорили мне И или Франциск. Но сегодня, после купания и пережитого на лесной поляне вчера, я стал пытливо всматриваться в галерею лиц, сидевших со всех сторон людей. Впервые я совершенно четко осознал, что все здесь собравшиеся люди живут так же своей внутренней, тайной для других жизнью и что их переживания здесь, вероятно, полны такими же чудесами и делами, каким я был свидетелем и даже действующим лицом вчера. Я слышал, что Андреева пишет труд огромного значения, что у нее есть своя особая миссия, к которой она здесь готовилась уже не раз, и теперь снова готовится вынести в широкий мир целый поток новых знаний для людей. Услышанные же сегодня слова о ней Никиту и И еще больше пробудили мой интерес. На ней остановились мои глаза, и я встретился с ее взглядом пристальным и печальным. Удивительно менялось это лицо. Точно вода на поверхности озера, оно отражало все колебания ее духа. Только так недавно лицо это носило следы мальчишеской шаловливости, юмора, и черты его, грубые и нескладные, били в глаза своей непропорциональностью, а сейчас оно было тихо, спокойно, печально, и, к моему изумлению, прекрасно. Я не могу подобрать иного слова, оно было истинно прекрасно. Черты смягчились, точно их покрыла волшебная вуальдоброты и взгляд ее не сверлил и не жег, а точно любил, благословлял, преклонялся. Мудрость озаряла ее лицо, и если бы я в самом начале увидел эту Наталью Владимировну, я не узнал бы ее в бурной и шумной подруге Ольденкотта. Ее обаяние и очарование заворожили меня, а когда я услыхал вместо рисковатого мягкий бархатный голос, я даже в первый момент не сообразил, что это говорит она. Не каждому дано войти в комнату Али, не каждому дано принять участие в наивысшей помощи человечеству. Путь радости это путь вовсе несовершенных, но непременно примиренных, а примиренная это не внешне спокойная, а внутри, сердце носящее мир, можно быть верным до конца, нести задачу большого значения, выполнять ее успешно, и все же не уметь подняться выше в своей гармонии. Не шипами вашими вы будете смотреть и видеть сегодня, но знанием, что открыло вам живое мирное сердце. Но печалиться от тех, чьи лица вам кажутся печальными, нет смысла. Чем печальнее ваш встречный, тем крепче должна быть ваша радость, потому что только тогда он может сбросить на вас часть своей скорби. Скорбь и страх умирают в присутствии мудрости. Не обо мне и моих тайнах думайте, но о тех минутах счастья, где можете пройти мимо любого человека в полном самообладании. Только тогда вы будете помощью всем нуждающимся в гармонии, когда научитесь радоваться, встречая печальных. Андреева говорила тихо, голос ее тонул в общем шуме, но я слышал каждое ее слово так четко, как будто бы она говорила мне прямо в ухо. Завтрак кончался, когда я увидел подходившего к нам Никиту. И снова смутное чувство, что я вижу этого человека не впервые, охватило меня. Пока он здоровался с Кастандой и Андреевой, я все присматривался к нему, но никак не мог решить, где бы я мог его видеть. Среди встреч последних месяцев я такого лица не помнил, а между тем чувство близости к нему сейчас было во мне еще живее, чем у озера. Простившись с Андреевой, которую я сердечно поблагодарил за ее слова, я поспешил за И и Никиту, уже вышедшими в аллею стройных и высоченных пальм. Мои друзья шли по аллее до самого конца парка и повернули влево в узкую тропу среди бамбуков, которые я до сих пор считал непроходимыми. Много раз еще ты будешь так думать, Левушка, пока будешь жить в общине. Также ты будешь открывать Америки там, где раньше видел один лес или горы. Мало того, ты будешь знать прекрасное местоположение того или иного дома здесь, но в зависимости от твоего внутреннего подъема или падения ты будешь точно находить их или абсолютно терять к ним путь. Не исключена возможность, что в один прекрасный день ты не найдешь дороги к островку Али и не сможешь пройти в его комнату. Чистота и бесстрашие первые условия духовного зрения. Таким путем, чем шире идет раскрепощение в человеке, тем скорее все его качества переходят в аспекты единого, пока по восходящим ступеням освобождения весь единый в человеке не загорится огнем. И вот по этим-то ступеням и построены дома в общине. Здесь вообще уже нельзя встретить человека колеблющегося между злом и добром. Здесь живут только те, в ком все аспекты единого скрыты и движутся. Но так как нет ни одного человека, в котором его освобождение шло бы так, как оно идет у другого, то путь света теми, кто пришел к совершенству раньше, приспособлен к самым разнообразным возможностям для всех тех, кто идет за ними или ищет самостоятельно освобождение. Сейчас мы входим в дома второй ступени. Их здесь семь. Почему их семь и почему каждая из них разного цвета, об этом вам скажет и Левушка, когда для этого настанет пора. при последних словах Никиту мы вышли из бамбуковых зарослей и попали на чудесную поляну, где среди зеленого луга цвели самые разнообразные цветы. Многие из них были таких форм и красок, каких я еще никогда не видел. Поляну пересекали в нескольких местах дорожки, лучеобразно расходившиеся в разных направлениях. И, шедший впереди, выбрал центральную прямую дорожку, ведшую к холмам, поросшим пальмами и эвкалиптами. Когда мы поднялись на холм, я становился в восхищении. За рядом холмов, на вершине одного из которых мы стояли, расстелалась широкая поляна с рядом очень красивых, больших, средних и совсем маленьких белых домов и домиков. По другую сторону долины также возвышались холмы, несколько выше тех, на которых мы стояли. Весь их скат был покрыт густым, роскошным лесом, всевозможных лиственных пород, но кое-где темнели и могучие кедры. Там и сям, как вкрапленные цветные камни, в зеленой оправе пальм и леса, стояли изящные домики самых разнообразных форм и цветов, причудливых и простых стилей. Особенно пленил меня фиолетовый дом в стиле старинного средневекового замка с башенками, лестницами и балконами, среди яркой зелени, под блеском лучей, проникавших между деревьями с широкой белой лестницей посредине и спускавшимися вниз причудливыми винтообразными, тоже белыми лесенками от боковых башенок, домик казался аметистовым. Слева также среди леса выделялся дом красного цвета. Направо я увидел желтый, за ним синий, зеленый и оранжевый домики. Эта причудливость окраски в гуще листвы делала их похожими на цветы. Не правда ли красиво? спросил меня Никита. Да, очень, изумительно красиво, но, признаться, это как-то нечеловечески красиво. Здесь это гармонично и художественно и так просто, что принимаешь эту причудливость будто так и быть должно. Но можно ли себе вообразить нечто подобное в условиях обычной жизни? Если бы кому-либо вздумалось соорудить себе в своей деревне этакий домик фиалку или он тот рубинового цвета, наверное, человека, сочли бы выскочкой, с дикими фантазиями или человеком плохого вкуса, здесь же это совершенно очаровательно, и я готов был бы здесь век прожить. Многое в жизни, Левушка, кажется людям непонятным и даже невозможным, только потому, что в своем опыте дня они не проходили и не видели тех вещей, которые отрицают, точнее сказать, они проходили мимо очень многих великих вещей, но не видеть, не ощущать их не могли и по невежеству своему их отрицали. разумеется, если бы человек, не сливая в гармонию с цветом своего дома всего того, что его окружает, выстроил себе причудливый зеленый дом, прилепил бы к нему белые окна, желтые запоры и красную крышу, он выказал бы только убогое понимание архитектуры и жалкий вкус. Здесь же ты видишь не только гармоничную гамму однотонного цвета в каждом доме, ты еще и не замечаешь, чтобы дом рвался из своей рамы зелени, так как и купы деревьев, и окружающие дома, разнясь по цвету друг от друга, дополняют гармонию каждого строения. Кроме того, все, что ты видишь здесь перед собой, все это не порождение той или иной фантазии, тех или иных условностей, это органические свойства человеческих жизней и человеческих путей, окрасили эти дома в тот или иной цвет. Вот посмотри на этот красный дом. Он окружен розами, геранями, ползучими лилиями, красный цвет которых так ярок, что они кажутся горящими. Этот дом сам по себе бел, как и все те дома, которые ты видишь в долине, где сам живешь, но люди, живущие в этом доме, покрыли все его стены эманациями любви своих аур, и дом горит, как кровь, и таким воспринимается тобой, но если бы в тебе самом не было раскрыто духовное зрение, именно тобой в этот тон окрашенное, то есть, если бы ты не носил в себе живой любви, ты не мог бы увидеть той окраски, которой горят ауры людей, идущих путем любви, то есть, луча красного цвета. Ты видел бы просто белый дом, или еще вероятнее, не видел бы ровно ничего. Постигни же и первое правило каждого из учеников, входящих в общину второй ступени, ничего не рассказывать о том, что видишь и слышишь, кого встречаешь и кого оставляешь без разрешения своего учителя. Научись молчать, научись держать в тайне то, что учитель не велел рассказывать. В данное время учителем твоим являюсь я. Хочешь ли ты двигаться дальше за мной, до тех пор, пока сюда не приедет флорентиец, и ты пойдешь уже подготовленный за ним? Я был глубоко тронут всем тем, что сказал мне и если только вашей любви и терпения хватит на такого рассеянного ученика, я буду счастлив, потому что всем сердцем люблю вас и давно в нем назвал вас моим учителем. Я обещаю приложить все мое усердие, все внимание, чтобы облегчить ваш труд, мой дорогой наставник, мой верный друг и учитель. Я рад служить тебе, Леошка, всеми моими знаниями и всею моей верностью любви и дружбы. Не пойми превратно моих слов о тайне ученического пути. Мы с тобой уже не раз говорили, что тайн в мире духовных сил нет. Есть та или иная степень знания, то есть та или иная степень освобождения, поэтому убеждения людей, их моральные требования, их радостность или уныние, въединение друг с другом, доброжелательство или равнодушие и так далее, все зависит от степени их закрепощенности в личных страстях или от их освобожденности. Субъективизм человека и отрицание им своей современности под тем или иным предлогом всегда служат явным и верным признаком его невежественности. Поэтому думать, что ты можешь кого-либо поднять к более высокому миросозерцанию, если приобщишь его к своей той или иной истине, раскрывшейся тебе благодаря твоему собственному труду любви, это составляет такое же заблуждение, как пытаться объяснить немузыкальному человеку прелесть песни. Отдавая другому самую драгоценную и неоспоримую для тебя истину, ты не достигнешь никаких положительных результатов, если друг твой не готов к ее восприятию, а профанировать свою святыню ты всегда рискуешь. И не потому, что человек, которому ты ее открыл, зол или бесчестен, но только потому, что он еще не готов. Об этом говорится, не мечите бисера. С другой стороны, тот, кто прошел все ступени освобождения, тот понял до конца любовь, творящую в той части вселенной, где он живет. Когда он начинает понимать это творчество любви, его взору открываются все плотные покровы человек, и он в состоянии читать в другом, не только движение его мыслей в данное сейчас, но и всю его кармическую судьбу. Раскрывая тебе то или иное, я не могу не видеть, что ты можешь понять сейчас легко и просто, что причинит тебе большое напряжение и чего ты не сможешь принять, так как не раскрылись тебе еще те начала, по которым могут и должны пронестись все твои индивидуальные силы, чтобы слиться с силами природы. Есть целый ряд знаний, войти в которые может только сам человек. Ввести в них ничья посторонняя помощь не может. Развиваясь, освобожденный человек сам ставит свои по-своему вопросы матери природы, и она ему отвечает. Это не значит, что каждый, еще ничего не понимающий в пути ученичества человек, способен ставить природе те вопросы, до которых он своим умничением додумался. Прочел человек десяток другой умных книжек, побыл членом, секретарем или председателем каких-либо философских или теософических или иных обществ. Загрузил себя еще большим числом условных пониманий и решил, что теперь он готов, что он водитель тех или иных людей, что знание его вершина мудрости. Здесь начало всех печальных отклонений, здесь начало разъединения, упрямства, самомнения, споров о том, кто прав, кто виноват. Вместо доброжелательства друг другу и мира, что несут с собой всюду, освобожденное, человек, ухвативший мираж знаний, несет людям раздражение и оставляет их вне удовлетворенности и безрадостности. Проверь и присмотрись. Тот, кто легче всех прощает людям их греховность, всегда несет людям в каждой встрече доброту, милосердие и мир. В них он каждую встречу начнет, в них ее и кончит. Тот же, кто вошел в дом и принес раздражение и оставляет их вне удовлетворенности и безрадостности. Проверь и присмотрись. Тот, кто легче всех прощает людям их греховность, всегда несет людям в каждой встрече доброту, милосердие и мир. В них он каждую встречу начнет, в них ее и кончит. Тот же, кто вошел в дом и принес раздражение, тот всегда неправ, хотя бы свой приход он объяснял самыми важными причинами. Мы стояли на вершине холма и смотрели на долину, когда из-за огромных кустов цветущих азарий показались два человека. Я тотчас узнал высокие фигуры Освальда Растена и Жерома Манюля и познакомил меня с ними в первый день приезда в общину, и с тех пор я их не видел. Теперь я понял, что они жили здесь, и поэтому я их не видел в парке возле наших домов. У меня мелькнула мысль, как было, вероятно, трудно и, такому мудрому, жить все время в обществе неуравновешенных людей, да еще иметь в самом близком общении такого болезненного, рассеянного ученика. Вновь подошедшие радостно приветствовали и, которому сейчас совсем иначе поклонились, глубоким поклоном, напомнившим мне поясной поклон монахов, тогда как в столовой парка они приветствовали его общепринятой формой рукопожатия, и, отвечая на их приветствие, положил каждому из них руку на голову, точно благословляя их или призывая на их голову чье-то благословение. Он указал им на Никиту. «Это тот брат с Кавказа, о котором я говорил вам, и которому я поручаю вас как ближайшему наставнику. Завтра он придет к вам, и вы выработаете все вместе программу своих занятий. Кроме того, недели через две-три мы поедем в дальние части общины, и если брат Никиту найдет возможным, он возьмет вас с собой. Теперь же пройдемте в ваш дом, чтобы Левушка мог увидеть вашу жизнь. Ему вскоре придется перебраться сюда». Мы стали спускаться с холма, пересекли долину и поднялись к оранжевому домику. Он особенно чудесно выделялся среди синих и белых цветов, темных кленов, дивных огромных кедров и совсем меня сразивших белых акаций. Точно колоссальные снежные шапки стояли эти красавицы, разливая вокруг упоительный аромат. Как только мы вошли в калитку сада через прелестную изгородь, утопавшую в цветах, нам навстречу побежали два белых павлина, сидевших на возвышениях лестницы среди живых цветов. Птицы были большие, красивые и показались мне очень спокойными, точно кто-нибудь специально занимался их воспитанием. Оба павлина бежали прямо к И, который поднес каждому из них поломтю сладкого хлеба, ласкал их, улыбаясь, и говорил им какие-то слова. Неся хлеб в клювах, птицы спрыгнули снова на свои места и только там начали есть свой хлеб. Очаровательный домик, куда мы вошли, имел большой холл, из которого поднималась наверх лестница, очень красивое, темного дерева, вся уставленная цветами, вроде лилий, и мимоз желтого, почти оранжевого цвета. Мне вспомнилась лестница с желтыми цветами и бирюзовыми вазами в доме сэра Уоми в Бе, вспомнилась хава, о которой я давно не имел вестей, и вспомнилась Анна, на плечах которой я видел однажды хитон такого же цвета, как эти цветы. Мысли о бане вообще не раз посещали меня, а сейчас я как-то особенно резко ощутил ее в моем сердце, думая о ее несчастье и о своем счастье. Ведь она могла бы быть здесь, рядом с нами, вместе с Анандой, и жить этой волшебной жизнью, в которой купаюсь я. Уж не ждешь ли ты, Левушка, чтобы наверху открылась дверь и сюда спустилась хава? Оторвал меня от моего лавиворонства голос И. Вы не ошиблись, И. Комната и лестница действительно вызвали во мне воспоминания об Э, доме сэра Уоми и, конечно, хаве. Но не о ней я задумался сейчас так глубоко, а об Анне, о милой и дорогой Анне, о ее музыке, которой здесь так не хватает, и об ее жизни в эту минуту. Мне кажется, я согласился бы прожить отшельником и молчальником года два, лишь бы Анна стояла в эту минуту здесь, рядом с вами. Этот домик производит на меня не менее сильное впечатление, чем дом сэра Уоми. Что-то в нем очаровывает, пленяет меня, и я чувствую на сердце такое же спокойствие, такую же радость, как при входе в комнату Али. Почему это? Скоро ты узнаешь этот домик ближе, и, быть может, сам решишь этот вопрос. Налево от Холла была большая библиотека. Здесь было довольно много людей. Кое-кто перебирал каталоги, иные сидели за столиками и просматривали стопки книг, очевидно отбирая то, что им нужно. Иные расставляли книги по полкам, а некоторые читали, углубясь и не обращая внимания ни на что. Особенно меня поразили две совсем молоденькие девушки, выдававшие книги за красивыми конторками, украшенными цветами. И эта комната библиотека была прекрасна. В ней было три окна, больших венецианских окна, и вид из них на противоположную сторону и горную цепь был не менее прекрасен, чем из окон моей комнаты. Девушки за конторками, получив требования на книги бесшумно, точно скользя, проходили к полкам. Одна из них была совсем светловолосая, другая была шатенка, обе черноглазые, стройные и удивительно похожие. «Сестры», — подумал я, и только хотел спросить об этом, и как та, что посветлее, увидела Никито и с криком. «Дядя!» — бросилась ему на шею. Жизнь сей комнаты, такой оживленной, за минуту замерла, точно по движению волшебной палочки. Все остановились в тех позах, как стояли или сидели. У меня тоже ноги пристыли к месту, а глазами я, как все, не мог оторваться от девушки, обнимавшей Никиту и рыдавшей на его груди. Что было в этом крике, так поразившем всех? Радость, мольба? Нет. Это был скорее вопль о прощении, счастье от того, что беда миновала. И подошел к девушке, притронулся к ее плечу и ласково-ласково сказал «Лалия, о чем же ты плачешь? Ведь теперь уже нет препятствий, что стояли перед тобой, раз дядя Никиту вернулся. Если ты столько лет страдала от своей оплошности, то теперь видишь его живым и здоровым, выполнившим за тебя урок. Не создавай новой драмы, а постарайся забыть все скорби прошлого. О, учитель, если бы не ваше милосердие, если бы вы не подобрали меня, этой минуты свидания никогда бы не было. Простите мои слезы. Я снова показал, что недостойна того, что вы и дядя для меня сделали. Теперь Лалия стояла близко подле меня, и я мог отчетливо видеть, что ей не могло быть более шестнадцати-семнадцати лет, а волосы ее были седые, совершенно, по-настоящему седые. Какую же драму должно было пережить это существо, чтобы волосы стали белыми?» За Лалией стояла вторая девушка и тихо улыбаясь смотрела на Никиту, ожидая возможность приблизиться к нему. В ее черных глазах светилась не только любовь. Я почувствовал, что преданности ее нет границ. Отстранив слегка Лалию, Никиту протянул руку девушке. «Ты, Нина, все такая же скала. Какое было восемь лет, когда я оставлял тебя на твою старшую сестру? Если я ни разу не пал духом за эти семь лет, что пробыл в разлуке с вами, в моем суровом горном ущелье, то образ девочки, ребенка с горячим сердцем, был мне не последним прибежищем, где я черпал силы. Спасибо тебе. Возьми Лалию. Я приду к вам обеим через несколько часов». Никиту передал Нине ее сестру, которую та нежно обняла, и старалась утешить все еще тихо плакавшую Лалию. На предложение и отпустить ее домой, и вызвать на работу кого-либо другого, Лалия быстро отерла глаза низко в пояс, поглонилась и... и ответила. «Простите еще раз, учитель. Теперь я уже никогда не заплачу. Это были мои последние слезы, слезы, вечно лежавшие камнем, на сердце от скорби, что мое непослушание сломало всю линию жизни дяди Никиту, спасшего нас сестрой от смерти. Теперь я дышу легко, мое сердце освободилось от вечной печали о дяде, я буду продолжать работать». Если бы все эти годы ты могла носить на сердце не камень скорби и раскаяния, а не слабо-легко в мыслях образ дяди, посылая ему радость, бодрость и веселый смех, дитя, ты бы сократила срок его жизни в горах, в разлуке с вами наполовину. Запомняют. И если находишь силы работать сейчас, работай. Весь под впечатлением неведомой мне драмы я вышел из комнаты под руку с И. Мое радужное счастье, мир и спокойствие, испытанное мною при входе в этот дом, были потрясены точно грозой или громотом снарядов. Неужели же нигде в мире нет безмятежного спокойствия? Нет гармонии, которые бы не потрясались драмами человеческих сердец. Думал я и услышал слова моего друга, как всегда заглянувшего под мою черепную коробку. Жизнь Левушка – борьба. И вечное движение в ней. Никакие стены не могут защитить от бунта страстей в себе. Раскрыть новую страницу жизни – это не значит дать обет и вступить в тот или иной орден, ранг или чин. Мир безмятежный и незыблемый приходит в сердце человека тогда, когда любовь его раскрылась, и он увидел, как в нем самом и в окружающих его людях, цветах, деревьях, животных мчится волна единой жизни. Тогда пропадает и временное, условное в понимании человека, и сердце его уже не может умолкать для вечного ни на одну секунду, и воспринимает он встречного без этой оболочки на глазах. До этих пор все люди подвержены драмам и трагедиям, колебаниям между иллюзиями личного и радостью реального, и всюду они вносят с собой свои взбудораженные аурические кольца. Совершенствование человека – это постепенное изменение его ауры, и аура изменяется только в труде серого дня. Вообразить себе, что обычный серый день Земли – это серия тех или иных отношений людей к человеку, удач или неудач, зависящих от расположения к нему или предубеждения окружающих, имеющих власть помочь или помешать своей протекции. Это самая низшая ступень, где еще не вошло в движение по делам и людям творчества духа человека. Такой человек еще только мастер, делающий свой труд в тех или иных масштабах, по сноровке и знанию элементарных требований одной земной науки, но он не тот вдохновенный артист, вносящий сам свое творчество в день, для которого вся вселенная звучит. Звучит не радостью временного и приходящего, но любовью вечного, где развязаны предрассудки жизни и смерти Земли. А существует одна вечная жизнь. Проходи день, видя в нем всегда этап к этому пониманию радости, звучащей во всей жизни, и никакие тревоги и страдания людей не будут нарушать для тебя гармонии, потому что твоя в тебе живущая гармония будет прочнее всех колеблющихся, неустойчивых сил, окружающих тебя. Храни об этом память. Этот дом – начало целого ряда домов такого же оранжевого цвета. Ты их увидишь разбросанными по парку, который ты издали принимал, до сих пор за лес. Все это время мы стояли в большой комнате, направо от холла, назначение которой я не понимал. В быту я назвал бы ее диванной или назначенной для курения. По всем ее стенам тянулись диваны, обтянутые красивой оранжевой материей. У внутренней стены был сделан большой камин, и стояло кресло, напоминавшее формой кресло в комнате Али. Пол был услан циновками, очень красивыми пагами оранжевых тонов и очень изящного плетения. Я хотел спросить Уи о назначении этой комнаты, но он взял меня под руку и повел по лестнице наверх. — Какая чудесная лестница! — не удержался я от восклицания, лишь только мы вошли на первую площадку. Запах от дерева и цветов был такой приятный, свежий, точно в нововыстроенном доме, где дерево издает аромат чистейших эманаций солнца и воздуха. Здесь дерево кедров, эвкалиптов и камфорных деревьев. Все они вместе издают этот прекрасный запах. Сейчас ты войдешь в мою комнату, Левушка, в такую же для всех закрытую комнату, как белая комната Али. Теперь ты настолько знаешь язык пали, что сможешь прочесть все надписи в ней. Я был поражен. Я представлял себе, что Али имеет вообще не свою комнату, так как он был хозяином имения и мог располагать в нем всем, чем хотел, и вдруг у Ии есть здесь тоже своя особая комната, куда запрещен вход. Мы поднялись на самый верх, пройдя мимо второго этажа, где было много дверей по коридору направо. Мы же свернули налево и по узкой, такой же ароматной и украшенной цветами лестницы, попали в нечто вроде мезонина, вернее сказать, башни. Комната была круглая, окна овальные, с выпуклыми стеклами, точно фонари. Балконная дверь была настишь открыта, когда я подошел к ней и взглянул вниз. Я так и остановился, прикованный на месте. Аллея высоченных, развесистых, густых елей, такая длинная, что ей казалось и конца нет, делила с этой стороны парк на две половины, и сколько хватало глаз были видны маленькие домики, несколько озер, а за ними снова лес до самых голых скал. Пейзаж заканчивался сурово, в нем не было той радостности и мягкости, которыми я любовался каждое утро, но очарования в нем было не меньше. Я, разумеется, обо всем забыл, вышел на балкон и еще больше поразился, рассмотрев, как был устроен балкон и построен сам дом. Балкон состоял из двух переплетенных стволами деревьев, близко росших к стене дома, а стена дома, как и весен, оказывалась скалой, в которой были выдолблены и обшиты деревом комнаты. Чем-то вековым веяло от этого балкона. Я впервые видел такие деревья, которые служили комнате балконом. Огромные, мощные, корявые, они буквально были осыпаны цветущими ветвями. Большие душистые кисти напоминали сирень, но были много больше, и цвет их был апельсиновый. — Ты так поражен, Левушка, что даже не прочел надпись над входной дверью. А между тем она не менее замечательна, чем дом-скала. — Простите, я так перехожу от одной неожиданности к другой, что упустил самое главное, хотя вы и говорили мне о надписях. Я стал искать надпись, но кроме художественных орнаментов ничего не находил. Я уже хотел перенести внимание на другую часть стены, как мне показалось, что я начинаю различать два тона орнамента. Присмотревшись еще внимательнее, я нашел и третий тон оранжевой краски и увидел ясно начертания букв пали. Но как связывались эти буквы, я никак сообразить не мог. Наконец я различил, что шли три надписи, одна над другой, и даже вскрикнул от радости, когда понял первые слова. Не ищи понять глубину смысла там, где не находишь помощи в собственном самообладании. Прочел я медленно, но без запинки первую надпись в самом низу наиболее густого тона. Глядя на человека, не меряй его дух и высоту, но открывай ему твоих святынь дары и радость. Читал я вторую надпись. Обмирая от страха, не входи в знания, только бесстрашный находит вход в храм истины. Закончил я чтение третьей надписи над входной дверью. Я уже отвернулся от входной стены, а слова все еще горели в моем сердце. Точно так же, как в первый день, когда я вошел в комнату Али, я все сохранял слова его надписи, как огненные знаки в своем сердце. Прочти теперь надпись над балконной дверью. Я думаю, ты сможешь прочесть ее не менее легко, — сказал И, положив мне на плечо руку. Как странно я себя почувствовал сейчас. Впервые какое-то новое ощущение проникло в меня. Я ясно ощущал, что в меня от И вливалась сила, точно раскрывались мои духовные глаза. В первые минуты я ровно ничего не видел над балконной дверью, обшитая желтым деревом стена, казалась совсем однотонной. Даже намека на орнамент не было, и никакого различия в тонах я не замечал. Внезапно что-то слегка, как электрическая искра, мелькнуло у меня в глазах. Я подумал, что, очевидно, яркое солнце повлияло на мое зрение. Я хотел уже прикрыть глаза рукой и пожаловаться, и, наприлив глазам, как заметил, что искра на стене разгорелась, вытянулась в палочку, и через миг скрылась большая пылавшая буква, за ней другая, третья, и я прочел целое слово. Вся моя душа наполнилась счастьем. Я не мог двинуться с места. Каждая вновь зажигавшаяся буква приводила меня в такой восторг, к ощущению такой чистой радости, какие я испытывал только в детстве на руках брата Николая. Я прочел фразу. Мщение, лесть, зависть и лицемерие кончены в сердцах тех, кто вошел сюда. Тот, кто читает знаки огня, пробудил в себе огонь. Раз прочтя слово огня, ученик не может больше отдавать времени безделью, и язык его теряет жало, осуждения и язвительности. Надпись погасла. И повернул меня влево, и я сразу увидел целый ряд горящих слов. Путь – сам человек. Его труд – его жизнь веков. В каждое мгновение протекает его мир в сердца окружающих. Не разрывая огня в себе, ученик передает свой свет каждому встречному, если овладел любя своим огнем. И гармония каждого устанавливается крепче и растет бесстрашие встречного. И росло мое счастье, мое благоговение по мере того, как я читал. И эта надпись погасла. И повернул меня вправо, и я увидел целый ряд слов, горевших не тем ровным желтым огнем, которым горели только что прочтенные мною надписи, а здесь я увидел целую феерию красок. Слова горели, как волшебный фейерверк белым, синим, зеленым, желтым, оранжевым, красным и фиолетовым огнями. Зрелище было так захватывающе прекрасно. Огоньки дрожали и переливались, смерцая красками, точно проникавшими одна в другую. У меня не было сил оторваться от этого видения, и если бы не легкое прикосновение, и к моему лбу, которым он, вероятно, хотел мне напомнить, что я пришел сюда не любоваться, а читать. Я бы так и стоял, левушкой лови ворон. Я перевел свое восхищение на полное внимание и легко прочел. Нет людей, перлов чистой воды. Путь освобождения проходит по всем лучам, коих семь. В каждом сознании живут зачатки всех семи, но преобладает какой-нибудь один. Тот, кто имел силу пройти в дом света, носит себе всякого луча оживший аспект и потому может видеть в каждом его свет и мир. Перед каждым открыта дверь всех семи лучей, и никто не оставлен без внимания. Готов человек, готов ему и учитель. Дивные лучи погасли. Я показался себе вдруг таким бедняком. Все вокруг точно померкло, казалось серым и бледным, и само сияющее солнце стало менее ярко. И вывел меня на балкон. Ты прочел, левушка, руководящие слова, предназначенные для входящих во вторую ступень ученичества. Понял ли ты из этих надписей, что основные оси держат на себе все другие качества человека этой ступени? Первое – бесстрашие, и второе – полное самообладание. Какие бы таланты ни развились в человеке, какими бы великими качествами духа и сердца он ни обладал, если его бесстрашие не цельно, если его самообладание не довело его до полного спокойствия во все минуты жизни, он не войдет во вторую ступень ученичества. Мгновение встречи с другим человеком для ученика второй ступени – это самое значительное и огромное действие его собственного духа. Не то важно с чем, с каким делом ты встретился или какой человек к тебе пришел. Важно, как ты сумел пронести в его ауру свой свет и проникнуть к его свету. Важно, как влились в него твои любовь и мир, твое ему утешение. Для ученика второй ступени уже нет морального кодекса законов людей, законов одной земли. Для него есть закон любви, закон всей жизни, и поступки его честны. Высоки и прекрасны не потому, что закон морали требует его этики в поведении, но потому, что дух его слит с огнем вечного, и поступки его могут быть только единением в красоте, ибо они являются движением его собственной вечности, его оживших аспектов единого в себе носимого. Я не спрашиваю тебя, готов ли ты ко входу в то святая святых, что зовется вторая ступень. Если бы ты не был готов, ты не мог бы прочесть горящие надписи в комнате. Но не думай однобог. Не предполагай, что здесь ты встретишь только тех, кто способен сам читать огненное письмо. Это далеко не так. Во второй ступени не может быть иных людей, кроме тех, что достигли бесстрашия и полного самообладания. Это истина непреложная. Но как они их достигли? Чем оказался их путь освобождения? Какие силы в них развились? Кроме этих двух непреложных осей, это путь у каждого особый, индивидуально неповторимый. Редко человек, ученик второй ступени, читает и пишет сам слово огня. Чаще всего, вернее всегда, он имеет возможность получать весть наставника через какой-нибудь провод, путь которого начат с развития психических сил. Твой путь начат с них. Ты счастливый слуга и друг твоих наставников. Можешь помогать им облегчать жизнь тех, кто идет рядом с тобой в их духовном росте на трудном пути земного воплощения. Перед тобой лежит один из счастливейших путей земли – путь радости. Ты никогда не принесешь человеку вести скорбной, но всегда войдешь в его жилище вестником мира и помощи. Разжигая костер твоих талантов, великое милосердие вводит тебя в новое понимание смысла и труда земли. Сегодня ты прочел, глядя на человека, не меряй его дух и высоту, но открывай ему своих святынь, дары и радость. Прими, мой дорогой и любимый друг и брат, к великому руководству в простом сером дне труда. Эти великие слова. В каждой встрече помни о своем счастье. Ты живешь, держа руку учителя в своей руке. Ты живешь в постоянном кольце верных защитников и помощников. И их верность тебе всегда лежит на твоей верности им. Голос И, его лицо и вся фигура сияли так, что мне даже комната казалась ярче. Мы вышли из дома, спустившись снова по ароматной лестнице, в аллею, которую я видел с балкона и принял за аллею елей. Теперь я увидел, что то были кедры, наполнявшие своим смолистым запахом все пространство вокруг. Как прекрасна жизнь! — воскликнул я, совершенно забыв о себе, о личностях людей, об их качествах. Для меня звучал один гимн Вселенной, гимн торжествующий любви. Мы долго шли по аллее, изредка встречая кланившихся и людей, но никто не прерывал нашего молчания. Мне невозможно было бы сейчас слушать человеческие слова. Так я был слит со всей природой. Мне казалось, что я вижу, как растут цветы и травы, как льется сок в стволах и иглых деревьев. Так, молча, мы дошли до конца аллеи, и впереди уже виднелось озеро. Но и свернул налево, мы прошли через длинный грот и вышли к совершенно неожиданному пейзажу. Я увидел точно такой же островок, как в нашей части общины, где была вилая комната Али. Островок был также соединен мостиком с аллеей, по которой мы теперь шли, из могучих широколистных пальм. Когда мы вошли на мостик, сквозь заросли цветущих желтых деревьев, точно таких же, на какие опирался балкон комнаты И, где я только что читал надписи, я увидел точную копию домика Али, только густого оранжевого цвета. Я ни о чем не спрашивал И. Мы пересекли узенькую тропку между густыми зарослями желтых деревьев и вышли к прекрасному лужку, пестревшему разнообразными цветочками и окружавшему домик со всех сторон. Как только мы подошли к лужку, навстречу нам побежал белый павлин, а от стены дома поднялся пожилой человек в оранжевой челме и восточной одежде. И приветливо с ним поздоровался, поговорил, на языке которого я не понимал, и я еще раз поставил себе на вид свою невежественность. И остановился перед домом и сказал мне, «Здесь ты увидишь тот живой огонь, слова которого ты читал в моей тайной комнате. Та комната, комната моего труда, моих встреч со всеми учениками, идущими путем моего луча. Но не каждый, кто имеет силу войти туда, имеет силу и чистоту сердца, чтобы войти в этот дом и быть подведенным к огню вечности. Силы огня, неугасимого огня любви, зажигаются буквы в моей комнате, где ты их читал. В этом же доме, на жертвеннике, горит этот священный огонь. Войти в ту комнату, где он горит, может только тот, кто сам дошел до чистоты и верности, которые не могут быть ничем поколеблены. Ничье милосердие, ничье сострадание, ничья помощь не могут помочь человеку войти туда. Только сам человек своей силой духа может туда войти. Читай, друг, чем приветствует тебя первая надпись над входом в дом. Эта надпись меняется и дается человеку так и такую, как его собственный труд в веках соткал ее. Читай же теперь, что ты сам создал для себя. Я поднял голову кверху, и первое, что увидел, был белый павлин с чудесно распущенным хвостом, сверкавшим золотом на солнце. Я удивился, как мог я не заметить птицы в ее очаровательном уборе минуту назад, хотя смотрел на входную дверь и видел над нею круглое выпуклое окно, которое теперь закрывал павлин. Над его сияющим оперением желтым светом горело. Входи, храня вечную память о труде своем в веках. Тебя приветствует здесь благодарность тех, кого ты когда-то очень давно спас, и их благословения. Их сердца сейчас ждут отдать тебе свой долг благодарности и, в свою очередь, стать тебе странник защитой и помощью. Я был глубоко тронут словами привета. Я никак не ожидал, что они будут обращены лично ко мне. Я их не понимал, но, взглянув на И, понял по его лицу, что все вопросы разрешатся дальше. Но как я это понял, я и сам не знаю. И уже не был тем И, которого я так хорошо знал, которого я видел сияющим в его комнате в скале. Это было существо неземного мира. Что-то божественное, превосходившее все обычные земные понимания красоты и любви, шло от него. Он был весь куском любви, в которой я уже не мог существовать как сознание. Но я понимал его, потому что перешел в мир сверхсознательного вдохновения, где слова сами по себе, слова обихода, уже не имели смысла. И взял меня за руку и повел вверх, по лестнице из яшмы, как мне показалось. Ступени, стены, все говорило о большой древности. Я не шел, а точно летел. До того легким я ощущал свое тело. Когда мы поднялись на верхнюю площадку, две белые фигуры в длинной льняной одежде, подпоясанные золотыми шнурами, подошли к нам, низко кланяясь и. Я не узнал их. И только когда один из них взял меня за руку, я узнал в нем Никиту. Бог мой, как мог он так перемениться? Его волосы вились и падали седеющими локонами на прекрасный лоб и длинную обнаженную шею. Лицо, темное от загара, выходило точно из белой рамы. Я взглянул на второго человека, также взявшего меня за руку, и поразился еще больше. Это был заихет углы, а раб-проводник, подаривший мне птенчика и выказывавший мне все время столько незаслуженного внимания. Оба они провели меня в комнату, где был бассейн, с проточной водой. Они указали мне на него, и Никита сказал. — Позволь мне, как бывало в детстве на Кавказе, раздеть тебя и помочь тебе совершить омовение в этой воде, раньше, чем ты наденешь священную одежду и войдешь в зал алтарей. Ты забыл меня, вернее, не узнал при нашей встрече у озера. Я же счастлив возвратить тебе вековой долг моей благодарности. Чтобы войти в число учеников второй ступени, тебе нужны два поручителя. Войти в ступень можно только своими личными усилиями. Но помощь любящих могут оказывать человеку все его друзья. Разреши мне заплатить тебе мой кармический долг в эту счастливую минуту твоей жизни и стать тебе слугой и другом. Я беру на себя поручительство за тебя в твоем новом пути и буду служить тебе век громоотводом и охраной твоему раздражению. Я буду заранее принимать свою ауру, все удары твоего гнева и вспыльчивости, чтобы рост твоего самообладания не нарушался ни на минуту. Я со своей стороны, сказал араб, принимаю на себя счастье поручительство, платя тебе только старый долг спасения жизни от темных сил. Я был когда-то карликом, и ты, ребенок, укрыл меня среди своих игрушек и защитил своим телом от смерти. Теперь я буду облегчать тебе каждую встречу с печальными, беря на себя часть их скорбей, чтобы твоя радость могла свободно проникать в их сердца. Когда я вышел из бассейна, вода которого оказалась почти горячей, оба мои друга одели меня в такую жильненую одежду, в какой были сами, подпоясали меня золотым шнуром и расчесали гребнем мои кудри. На ноги я надел желтые сандалии, тоже точно такие, в каких были мои друзья. Взяв меня за руки, они подвели меня к двери, в которой стоял И. Он был тоже в белой одежде, но сделана она была из такой материи, какую Али подарил моему брату в день пировка. Одежда была расшита вся, внизу и по бокам, на рукавах и на вороте с золотом. На голове его был венок из желтых цветов, а в руках та палочка, которую я видел на поляне во время раскрепощения карликов. Когда я подошел к порогу настиж открытой двери, я увидел у своих ног на полу горящие буквы. Мой дом всюду, сердце человека мой дом, здесь дом мира и света, и входящий сюда найдет дверь только тогда, когда создал себе мой дом. «Бесстрашно вступай в море моего огня, если сердце твое чисто, и пламя мое не сожжет тебя, но закалится речь твоя в ясности и силе». Я шагнул прямо на горевшие слова, ожидая, что огонь букв обожжет меня, но, к моему удивлению, он мгновенно потух, едва я ступил на него. Теперь и взял меня из рук моих поручителей и подвел к одному из узких высоких столов из оранжевого мрамора, такой же формы, как я видел в комнате Франциска, только у последнего этот стол был почти красным, так много было в мраморе розовых и алых прожилок. И поднял крышку стола, и я увидел под низкий жертвенник, на котором горел огонь, и перед которым стояла высокая топазовая чаша, в ней клубилась жидкость, похожая по своему цвету на огонь. И погрузил палочку в чашу с жидким огнем и поднес ее к настоящему огню, который ярко вспыхнул, затем, точно что-то напевая, чего я не разбирал, он коснулся моего темени. Это был не удар, конечно, но прикосновение это причинило такое содрогание, всему моему организму, что я не устоял и упал на колени. Оба мои поручителя положили свои руки на то место, где меня коснулась палочка И. Я почувствовал, точно из меня в их руки тянется струя энергии. Они подняли меня и повернулись спиной к И. Теперь И коснулся меня два раза под обеими лопатками. На этот раз действие палочки было таким же сильным, но я не только устоял на ногах, но почувствовал очень странное ощущение, точно у меня за плечами выросли крылья. Новая сила вошла в меня, и снова я почувствовал, как связываясь с моими поручителями невидимыми, но крепчайшими нитями. И сам повернул меня лицом к жертвеннику. Теперь огненная жидкость чаши не кипела, а из нее вился спиралью огонь зеленого цвета, а огонь за чашей разделился на три языка, середине оранжевый, слева белый и справа зеленый. Опустив снова палочку в чашу, горевшую зелеными спиралями, и поднес ее к зеленому языку огня. Тот ярко вспыхнул, вся палочка точно запылала зеленым цветом, затем и поднес ее к белому огненному языку, и белый язык огня загорелся на палочке рядом с зеленым, и поднес палочку к желтому языку огня, и на палочке образовался три зубица огней с зеленым в центре, с белым и желтым огнями по бокам. И взял жертвенника нечто вроде золотой булавы, и, держа ее в одной руке и палочку в другой, поднял вверх обе руки, продолжая напевать что-то, чего я все так же не мог понимать. Вдруг я отчетливо услышал «Флорентиец! Флорентиец! Флорентиец!» Трижды повторенное, дорогое мне имя, моего любимого и далекого друга. И в то же мгновение я увидел флорентийца, стоящим за жертвенником, в белой одежде. «Али! Али! Али!» — снова разобрал я в напеве «и», и через мгновение увидел Али, стоящим рядом с флорентийцем. Я уже приготовился, что сейчас устами «и» будут вызваны и Али молодой, и мой брат Николай. Как от образа флорентийца, от его лба, горла, пупка, заплечья и сердца протянулись огненные с зеленым оттенком нить и соединились с зеленым огнем палочки. От образа Али из тех же мест потянулись нити белого огня и прилипли к белому языку палочки. «И» поднес булаву к огням палочки, раздался сильный сухой треск, и все огни с палочки перешли на шар булавы, а потухшую палочку «и» положил на жертвенник. От самого «и» все из тех же мест, как Али и флорентийца. Пошли оранжевые нити к булаве. И поднял булаву высоко над головой и пропел какую-то мантру, которую сопровождала дивная музыка. Закончив пение «и» повернулся ко мне, я и мои поручители опустились на колени, и булава легла на мою голову. Точно удар грома опустился на меня, я весь содрогнулся. Но это продолжалось одно мгновение. Мои поручители подняли меня с колен. Теперь я чувствовал себя сильным, обновленным, точно сразу выросшим, как будто все мои сухожилия вытянулись, все нервы и связки освободились от какой-то тяжести. Мое ощущение было такое необычное, точно до этого момента я жил весь покрытый узлами и корками, а сейчас все очистилось, скрылись поры, и я дышу, ощущая, как атмосфера комнаты сливается с каждой клеткой моего тела. Я взглянул на И и увидел, что в его руках потухла булава, а все три огненных языка горят на его темени среди венка из оранжевых цветов. Огненные нити, что соединяли меня с варентийцем, Али и И, и были вначале тоненькими, дрожащими, теперь были плотными огненными струями. Я четко ощущал, как они проникают в мое тело, освежая, облегчая мою новую жизнь, устанавливая во мне гармонию. И обнял меня, подвел вплотную к жертвеннику, взял мои руки в свои и сказал, «Храни чистоту этих рук». Им дана сила радости передавать слово огня рядом идущим. Он положил свои руки на мои глаза и снова сказал, «Храни чистоту глаз своих, живи легко, понимая скорбь земли как неизбежный этап освобождения. Ни одна слеза печали, да не прольется из глаз твоих, ибо каждая слеза — упадок духа, эгоистический порыв, хотя бы казалось человеку, что не о себе плачет, но сострадает другому. Сострадая до конца, человек льет мужество из сердца, и только такое сострадание помогает восстановиться шаткой гармонии встречного. Очам духа твоего дано видеть внутреннее, духовное царство человека. Храни в чистоте очи телесные, чтобы покровы условной любви не затемнели зрение твоих духовных очей. Иди в чистоте духовной связи с теми самоотверженными тружениками светлого человечества, которые сейчас отдают тебе свою помощь, защиту и любовь перед огнем вечного. Носи искры их огня в своем духе и сердце, и передавай их встречным не в идеях и словах высоких, но в простом труде серого дня носи доброту, мир и отдых трудящимся рядом. У тебя уже нет возможности воспринимать лично дела и людей. Каждая встреча, все путь отцов твоих, взявших тебя сейчас с сыновства, к единому во встречных твоих. Для тебя нет иного пути по земле, как через мост бесстрашия и мужества вводить встречных в то кольцо огня, в каком стоишь сейчас. Голос и умолк. Я посмотрел вниз и увидел, что вокруг всех нас на полу горело кольцо трехцветных огней, охватывая все наши фигуры и жертвенник как бы высоким забором. И взял мои руки и погрузил их в огонь на жертвеннике. Я снова на миг вздрогнул, но тотчас же блаженное состояние тишины, счастья и высочайшей любви охватило меня. И наклонил мою голову, точно купая ее трижды в огне, и еще больше содрогался телом и успокаивался, точно рос и подымался духом. И обнял меня, прижал к себе. И я взлетел вместе с ним в какие-то высоты, где я не различал более, что был я и что было не я, и слов для передачи моих ощущений блаженного счастья я не нахожу. Когда я очнулся, у меня было такое чувство, точно я снова влез в футляр человеческого тела. До того легким, радостным и блаженным было мое состояние за миг до этого, что теперь я опять почувствовал себя весомым и тяжелым. Наглядевшись, я увидел, что жертвенник был закрыт мраморной крышкой. В комнате были только и, мои дорогие поручители, Никита и Зейхэт. Я нигде больше не видел моих высоких милостивцев и друзей, флорентийца и Али. Почему-то я вспомнил, как видел флорентийца в бурю на корабле, таким же светящимся белым облаком, каким я видел его здесь, несколько минут назад. В эту минуту, Левушка, ты осознал, как стираются границы между землей и небом. Для тебя открылась единая, вся жизнь. Ты понял, что нет условных границ, обозначаемых условными терминами смерть, рождение, жизнь, принятыми в общежитии на земле как термины условных отдельных этапов, дающих разлуку с ее горем или счастье с его заманчивыми иллюзиями. Твой опыт сегодня вынес тебя за все условные грани, и ты постиг величайшее счастье, знание вечной жизни. Тебе стало понятно, что твоя жизнь этого воплощения – это то сейчас, которым тебе надо пройти часть вечного пути раскрепощения от страстей. Пойдем, чтобы найти среди многочисленных, лежащих на столах книг, свою единственную, неповторимую для других книгу жизни. Каждый ищет и находит ее в этой комнате только сам. Я двинулся среди множества высоких столиков оранжевого мрамора, похожих на церковное аналое. Сначала я видел на них только книги всех оттенков оранжевого цвета. Все они были одинаковы, и ни от одной из них не шел ко мне ни единый признак жизни. Молчание комнаты и молчание мудрости в лежавших передо мною книгах наполнили мое сознание величием спокойной святости. Точно я ходил среди трепещущих сердец, закрытых в этих больших, тяжелых на вид книгах. Но все они оставались для меня рядом чудесных тайн, где моему сердцу не было места. Я шел все дальше, и мои поручители следовали за мною в некотором отдалении. Теперь я стал различать книги разного цвета — красного, синего, фиолетового. Вдруг мой взгляд упал на большую зеленую книгу, закованную в нефритовый переплет, отделанный чудесным алахитом. Точно теплом повеяло на меня от этой книги. Я буквально бросился к ней, наклонился над переплетом и увидел на нем прелестно сложенного белого павлина из мелких-мелких белых и зеленых камней. Глаза павлина были красные, а хвост — из самых разнообразных камней желтого цвета, от светло-желтых бриллиантов до самых темных топазов. Рисунок напоминал записную книжку моего брата, которую я нашел с флорентийцем в комнате Николая в Ка, и которую я свято хранил с аквояжа флорентийца до сих пор. Тепло, шедшее ко мне от книги, которую я почувствовал еще издали, теперь окутывало меня всего. Я положил обе руки на зеленый переплет, прильнул головой к белой птице, изображенной на нем, и мне казалось, что сердце флорентийца обливает меня своей любовью. Я был счастлив. Счастлив в полном смысле этого слова. Я ощущал себя совершенно свободным от всех условных скреп личного, так сильно державших меня в своем кольце до сих пор на земле. Раскрой книгу, друг, и прочти, какие обязательства ты уже брал на себя до этих пор в веках. Те, которые ты выполнил, те сошли со страниц твоей книги жизни, оставив листы чистыми. Те же, что когда-то ты взял и не выполнил, горят на страницах, как огненное письмо. Те, что ты давал в этом воплощении, ждут сейчас подтверждения твоей любовью и верностью. И если ты их подтвердишь, они тоже загорятся огненным светом, хотя в эту минуту их еле можно прочесть вроде следов старинных чернил. В этот огромный момент твоей жизни ты можешь просить за своих друзей и врагов. Ты можешь вписать здесь сейчас те обязательства, что диктует тебе твоя бурно живущая в тебе в этот миг. Любовь. И умолк. Я раскрыл книгу и заметил, что много чистых листов и ее переворачивались вместе, как бы склеены. Я понял, что то следы моих вековых трудов и карм, давно оконченных в прошлых моих жизнях. Еще несколько листов перевернулись также, и, наконец, я увидел отпавший лист, на котором среди чистого белого поля горела фраза «Я найду полное самообладание, чтобы служить учителю моему долго, долго, долго». О, и как же я виноват перед флорентийцами, перед вами! Я даже забыл, что давал уже это обещание, и остаюсь все тем же невыдержанным человеком. Я трижды подтверждаю сейчас мою верность этому обещанию найти мой путь в любви и такте. Как только произнес я мои слова, надпись погасла, листы сами перевернулись, и на новом месте загорелась ярким огнем та же надпись, а ниже засияло слово, как бы скрепляющее мое обещание подпись «Флорентийц». Через мгновение листы книги вернулись несколько назад, и я увидел на одном из них точно плавающие знаки от старых чернил, размазанных слезами. Я прочел. «Буйное, бездонное горе, когда сердце и мозг тонут в море слез и печали, да не придет больше в мое сознание. Я понял всю бездну человеческого горя, понял ее как путь, ведущий к освобождению. Понял, принял, благословил. Будь благословен, мой страшный враг, отнявший у меня все, что я любил и имел, будь благословен. Да не лягут слезы мои скорбями на твоем пути, но пусть они вырастут цветами и украсят путь твой радостью. Иди по пути радости и пройди в путь свет. Я же обещаю не лить больше слез горя и скорби. Если же слабость моя будет так велика, что я не смогу удержать слез, пусть то льются слезы радости. Господне вино. Благословляю день и час смерти всего мною любимого. Да останусь один на земле, свободным от всех привязанностей личного. Буду лишь слугою всему встречному. Слугой моему учителю, да пройдут мои дни земли. Я был так глубоко растроган словами, которые я читал, как бы выступавшими из моря крови и слез, что опустился на колени и сказал, если я не выполнил моего обета до сих пор, то да будет эта моя жизнь посвящена полной любви к моему врагу, заботам о нем и его семье, если она у него есть. Я хочу принести ему мир, хочу сделать цветущий сад из его сердца, если в нем еще бесплодная пустыня. Я поднялся с колен и прочел на чистом листе, засиявшее мне слово. Твой враг при тебе. Ты встретил его в образе белого птенчика, переданного тебе на хранение, воспитание и заботы. С семьей врага твоего ты уже встретился. Это те два карлика, что ты помогал вырвать из сетей зла. Мужайся, двигайся вперед, любя побеждай. Когда открыта человеку его карма с его ближними, час его действий настал. И если он не подобрал указанное ему кольцо кармы, то возможность подобрать это кольцо передвинулась. Кольцо отошло как облако. И снова надо ждать, пока цельность верности человека, его любовь и беспрекословное послушание учителю не вырастут и не пододвинутся обстоятельства для новой вековой встречи. Имеющий уши услышит зов, и озарение поможет ему выполнить указанную задачу. Закрыты очи и уши у имеющих мало любви и верности. Лишь до конца верящий побеждают. Не видны человеку законы целесообразности встреч, но лишь по этому закону, закону великой необходимости, идет жизнь каждого. Слепоте идут до тех пор, пока образ единого в сердце не засветится. Но чтобы он засиял, надо уметь пройти в полной верности и преданности учителю своему, ибо путь смирения проходит каждый только в свое мгновение вечности. Человеку же в слепоте его, не видно то мгновение пути праведника, он видит иное, которое судит и принимает к сердцу, стараясь следовать подражаниям. Подражание же нет творчества, сердце человека не живет и потому не сходит к нему озарение, потому же и отрицает в невежестве своем. Оставь все мечты, неофит. Действуй, ежеминутно действуй, творя доброту. И если бесстрашно сердце твое, раскроются очи духа твоего, увидишь и услышишь. Книга захлопнулась, еще раз пахнула на меня теплом и светом, и все исчезло. Я перестал видеть не только свой аналой, но даже и ряды тех, мимо которых я шел до сих пор. Пораженный этим, я повернулся к... Иди дальше, друг. Я не могу тебе ни в чем здесь помочь. Я уже сказал тебе, здесь каждый сам отыскивает все то, что ему дано понять. Я двинулся вперед, случайно мой взгляд упал на белый пол, и мне показалось, что ряд цветочков, мелких, оранжевых, как дорожка, стелится передо мной. Я пошел по ней, так забавно и радостно было видеть, как цветочки точно в сказке выскакивали, указывая мне дорогу. Я все шел за ними, благословляя их, и не мог удержать радостного смеха, который так и рвался из моего сердца. Неожиданно для меня цветочки свернули в сторону, и я увидел вдали у самой стены светившийся высокий аналой оранжевого цвета. Я ускорил шаг, ощутил тепло, шедшее ко мне от аналоя, и, подойдя ближе, различил на нем большую книгу в переплете из парчи, украшенной топазами. Красота переплета привлекла мое внимание, но не сразу я понял, что украшения из камней и золота составляют надпись. Я разобрал язык пали и прочел. «Луч мой тебя приветствует. Просящему дается. Ищущий находит. Мудрость не достигается теми, кто живет в личном. Только раскрепощенный может видеть ясно». Я благоговейно поцеловал переплет и хотел открыть книгу, как она сама развернулась, и я прочел. «Ступай в луч пятый. Здесь научись видеть ясно, читать без помощи телесных очей и слышать легко и просто без помощи временных форм. Читай в каждой бременной форме ее вечное. Носи благословение дню и помогай пером, что дано тебе, развернуться сознанию встречного». И подошел ко мне, стал рядом со мною, поднял руку и подержал свою ладонь над листом книги, несколько ниже того места, где я читал. Я смотрел на лист книги под его ладонью и заметил, что под ней складывается яркая фраза. Луч пятый. Луч науки и техники. Луч технического приспособления в каждом развитом сознании всех его духовных даров для непосредственного служения человечеству. Иди моим лучом и вноси все свое понимание через любовь к тебе приходящая, интуитивная и сокровенная, как простой труд обычного дня. Научись притворять любовь созерцающую в мелкие дела дня. И только та любовь, что умеет быть влита и приложена в делах серого дня, будет живой любовью, движением единого. Забвения нет во Вселенной ни для одного человека, ни для одного его дела, ибо все живущие и творящие только технические пути и способы жизни, идущие в формах. Чтобы дойти до живой в себе истины, надо развить в себе любовь к человеку. Любя человека, чти его, и, видя в нем цель дела учителя, дойдешь до единения с учителем, а слившись с единым в учителе, сольешься с вечности. И. Буквы выходили из-под ладони И, оставались на листе книги, пока он ее держал, и погасли все сразу, когда он отвел свою руку. Тогда И закрыл книгу, поклонился мне и сказал. Сегодня ты вошел на вторую ступень ученичества. Ты видишь, как легко и незаметно минует ступень один человек, и как трудно проходит их другой. В моем луче, в ежедневном труде со мною, ты научишься овладевать теми психическими силами, что до сих пор доводили тебя до болезней. Взгляни на брата Никиту. Быть может, теперь ты вспомнишь больше, чем в первые минуты свидания с ним. Я повернулся к Никиту, взглянул в его добрые глаза и вдруг, сразу, увидел яркую картину детства, как я еду на коне, на руках Никиту, закрытый его буркой от дождя и ветра. Потом я увидел его из себя в какой-то комнате, заставленной ящиками с книгами, и в тот же момент бросился на шею моему другу. «Дорогой дядя, не говорящий!» — воскликнул я. «Так я звал вас в детстве, не разлучаясь с вами, когда вы приезжали, и плача, когда вы уезжали. О, я не забыл ничего! Брат Николай говорил мне, что вы спасли мне жизнь, когда я умирал, вы привезли мне лекарство. Я был только гонцом Али, приславшим тебе лекарство, мой друг. Говори мне ты с этой минут. Те, кто имел счастье стоять рядом в этой комнате, не могут иметь условного предрассудка, вы. Дружба наша — общий путь труда, где преданность не имеет границ. Я тебе слуга и друг, и помощник во всем, в чем бы ты ни позвал меня участвовать. Я не знаю, Никита, как выразить словами всю благодарность тебе. Я могу только сказать, что в моем сердце нет предела для благоговейного чувства признательности за всю ласку, что я получил от тебя. Нет больше разрыва в моей памяти. Я снова стою перед тобой тем беспомощным ребенком, которого ты так много защищал. — Быть может, ты теперь узнаешь и меня? Взяв меня за руку, сказал Зейхатоглый. Как только он коснулся меня, я увидел ряд домов на бедной улице, увидел идущего по ней мальчика лет восьми и бегущего ему навстречу, карлика, дрожащего, в лохмотьях, искавшего спасения от преследователей. Я понял, вернее, почувствовал, что мальчик этот я сам. Я перенесся совершенно в прошлое. Я уже различал топот ног многих бегущих людей и понял, что карлик погибнет, если я его не спасу. Я схватил его за руку, втащил за собой в дверь дома, у которого стоял. Не успел я захлопнуть дверь дома, как топот ног пронесся мимо него. Я увидел сень и увидел, как осторожно веду своего спутника вверх по лестнице, сажаю его, дрожащего, в угол маленькой комнаты и закрываю его целым рядом лошадок, колясок, игрушек. Теперь ты увидел одно из мгновений нашей прошлой жизни и знаешь, чем я тебе обязан. Прими же мою помощь, как возврат моего долга. И соединил наши руки, обнял нас всех троих и сказал, пойдемте все вместе трудиться для братьев, в законе беспрекословного повиновения и непоколебимой верности и радостности, да соединить нас, любовь. Мы вышли из зала, спустились вниз и прошли в комнату, которую я раньше не заметил. Здесь я снял ту одежду, которую на меня надели Никиту и Зейхэт, и переоделся в обычное платье, в каком ходили все в общине. Мои друзья и И также переоделись, и мы вышли из дома. Внизу нас ждал слуга и передал ей письмо, сказав, что за островком нас ждет человек, принесший письмо. Когда мы встретились с подателем письма и, еще не вскрывая конверта, сказал человеку, «Хорошо, передай Аннинову, что мы будем не сегодня, а завтра». Повернувшись ко мне, улыбаясь, он сказал мне, «Вот видишь, Левушка, как хорошо все складывается. У Анниного мигрень, он просит отложить музыку до завтра, ведь ты не мог бы слушать ее сегодня». «Не мог бы, и даже забыл о ней. Если бы играл или пел Ананда, это было бы счастьем». И я перенесся воспоминаниями в Константинополь, вновь переживая человеческий голос виолончели Ананды. Состояние мое было необычайным. Я шел, видел людей, деревья, облака, солнце, слышал щебетание птиц, но все казалось мне нереальным. Я как-то не мог уместиться в форме внешней жизни. Я все еще где-то летал и почти ничего не слышал из того, что говорили. Какие-то слова долетали до моих ушей, но шли мимо моего внимания. «Более или менее я пришел в себя уже тогда, когда мы сошли вниз, и, перейдя дорогу, вошли в бамбуковую рощу». «Приди в себя, Левушка», — сказал мне ветший меня под руку И. «Сейчас ты войдешь в парк и встретишь очень соскучившегося без тебя Бронского. Бронского, в этот счастливейший для тебя день нельзя оставить друга без помощи. Светлое счастье, покрывшее тебя сегодня, пусть будет счастьем, радостью и ему. То, чего ты не видел в человеке вчера, ты увидишь в нем сегодня. Отдай ему часть любви, которая была дана тебе сегодня так щедро. Важнее всего не личный твой путь во Вселенной, а ты, путь света во Вселенной, для труда и встреч твоих учителей. «Перелей страдающую душу Бронского часть своего мира, затем тебя ждут Франциск и Карлики. Мы пройдем в больницу все вместе. Возьми с собой и Бронского». От слов и легкое облачко сожаления как бы мелькнуло на миг в моей душе. Мне было слишком трудно переключиться с орбиты неба на землю, но я тут же понял, как печально была бы моя жизнь, если бы рядом со мною не шли люди, отдавшие мне помощь, которой не было ни предела, ни отказа. Точно какой-то руль мгновенно перевернулся во мне, и я ощутил счастье жить на земле, радуясь, что могу быть полезным слугою кому-то. Я готов, дорогой И. Но все же я остановился на минуту, прежде чем выйти из бамбуковых зарослей. Я очень счастлив встретить Бронского в такой великий мой день и передать ему первому всю чистоту моего духа и моего нового знания в эту минуту. Да будет благословенна наша встреча, да начну ее и кончу в радости, милосердии и доброте. Я постарался собрать все свое внимание и сосредоточиться на мысли о моем дорогом друге, печальном и страдающем. Глава пятая. Мое счастье нового знания и три встречи в нем. Мы сделали еще несколько шагов вперед и вышли на дорожку. Я сразу же издали увидел высокую фигуру Бронского, медленно шедшего навстречу мне. Его голова была опущена вниз, и чем ближе я подвигался к нему, тем яснее видел, какая печаль отражалась на всей фигуре моего друга. Жалость сжала мое переполненное любовью и счастьем сердце. Я почувствовал такой прилив любви к этому человеку, какого еще не испытывал ни разу, ни к одному чужому человеку. Я понесся ему навстречу, раскрыл широко руки и заключил неожидавшего встречи со мной Бронского в объятия. Только сейчас я невольно заметил, как я вырос физически. Я уже не был тем маленьким щупленьким левушкой, каким бежал с фалентийцем ИСКА. Обняв Бронского, человека высокого роста, я почувствовал свои плечи наравне с его плечами, и глаза мои приходились почти вровень с его глазами. Мысль моя как-то скользнула. Я немного удивился, когда это я успел так вырасти и расшириться, и радостно смеялся испугу Бронского, попавшего нежданно-негаданно в мои объятия. — Левушка, милый друг, — говорил он своим очаровательным голосом, — с какого неба вы свалились? Я так счастлив, что встретил вас сию минуту. Бог мой, да ведь вы и на самом деле имеете вид свалившегося с неба. Вы сияете, точно вас святым духом пронизало. — О, да, мой дорогой Станислав, — ответил я, счастливо смеясь, и в первый раз назвал моего друга безотчества, чего раньше не делал, несмотря на все его просьбы об этом. Но сегодня мой язык сам мог отражать только ту любовь, которой горело все мое существо, и я назвал его так, как говорило мое сердце. — Я действительно сейчас упал с неба, и еще минуту назад я не понимал, какое великое счастье перенести небо на землю и пролить встретившемуся человеку всю впитанную сердцем его красоту. Я люблю вас, Станислав, в эту минуту той братской любовью, которая уже не нуждается в словах и объяснениях, чтобы разделить не только скорби друга, но чтобы и понести их вместе по трудной жизненной дороге. — Львовушка, Львовушка, с вами, несомненно, что-то случилось огромное! Прижимая к груди обе мои руки и, глядя на меня своими прекрасными печальными глазами, тихо говорил Бронский. — Но что бы с вами ни случилось, как бы вы ни были сильны своим счастьем в эту минуту, воздержитесь обещать разделить мои страдания. Я, собственно, уже несколько дней решаю трудный для себя вопрос, имею ли я право подходить к вам близко, так близко, как мне этого хочется. Вся моя жизнь пронизана скорбью именно от того, что где бы я ни появился, кого бы я ни полюбил, с кем бы ни подружился, всем всегда и неизменно я приношу, в конце концов, горе и скорбь. — Сколько раз в моей жизни я захватывал своим искусством многих людей. Они добивались знакомства со мной, гордились близостью и дружбой, и всегда финал бывал один и тот же. Их постигало горе, и я оставался им утешителем. Приносил ли я им на самом деле утешение, не знаю, но дата их встречи со мною всегда, решительно всегда бывала преддверием горя. — Моё одиночество — это следствие моих наблюдений над моими связями с людьми. Я стал бояться каких бы то ни было сближений с людьми. Я, как вечный жид, стал странствовать по всему миру, нигде не создавая себе счастливых оазисов личных чувств, какого бы то ни было характера. Я погрузился только в искусство и отдал ему всю жизнь без остатка. Но люди и при этой моей манере жить не оставляют меня в покое. Они, хочу я этого или не хочу, подходят ко мне через то же искусство, которое я им несу. Любовь к искусству — единственное, для чего я жил и живу, служу в нем и служил всегда моему Богу и общему благу, заставляет людей сближаться со мной, а меня принуждает принимать их как учеников и сотрудников. И неизменно картина всюду была и есть все та же. Если я нес людям восторги и откровения в искусстве, я также непременно приносил им горе в их личную жизнь. Это до того стало меня подавлять, что я решил кончить свои расчеты жизнью, уйти с земли в вечность, в которую я свято верю. Я уже собрался выполнить мое решение, как встретился с тем великим человеком, письмо которого я привез вашему не менее великому, как мне кажется, обаятельному другу И. Если бы не эта чудесная встреча, я бы никогда не встретил и вас, Левушка. Теплом веет на меня от вас, молодость ваша, ваш исключительный талант, живая фантазия и умение проникнуть до самого дна переживания артиста, интерес и дружба, которые вы выказываете мне, все тянет меня к вам. И сейчас я шел, и решался тот же вопрос, не принесу ли я и вам горе? Быть может, мне надо отойти от вас, чтобы громы небесные не потрясли вашей юной жизни? Дорогой Станислав, весело засмеялся я, уверяю вас, что громы небесные не ждали момента моей встречи с вами. Они уже поразили меня, как только было возможно. У меня много возражений вам. Во-первых, где мы с вами сейчас? Здесь не та открытая сцена жизни, где все полно условных пониманий и предрассудков. Здесь для нас с вами, как и для всех сюда пришедших, святая святых, доступная каждому из нас, так как он сам способен в нее войти. Здесь живут вне предрассудков, вне условного быта и его требований внешнего. Здесь каждый творит свой день освобожденным настолько, насколько каждый совладал со своими страстями. Во-вторых, вы судите о тех внешних впечатлениях, которые вы вносили людям в их жизнь. Но те страдания вестником, которых вы являлись им, не были только страданиями. Они служили им лестницей для внутреннего совершенствования их духа. Если вы перестанете судить свою жизнь и ваших встречных однобоко, учитывая только один план Земли, а свяжете и свое, и всех встречных сознания еще и с планом живого трудящегося неба, вы будете и сами жить в вечном и оценивать события и факты жизни других только в двух планах, сливая их воедино как нечто цельное, что разделить невозможно. Рассматривая так ваши встречи, вы увидите в себе величайшую мудрость, потому что пробуждаете в людях их возможность вступить в тот вечно движущийся поток, который и есть вечное движение. Сегодня я ощутил всем своим существом эту связь человека Земли с любовью и заботами трудящегося неба. Я понял, что не в идеях и высоких словах я должен искать возможности передать Земле труд великих братьев живого неба, но я должен во всем благородстве проникать в дух встречного человека. Не в теориях и обетах должна выражаться любовь моя к Родине и любовь к брату-человеку. Это не фантазия и мечты, не созерцательная форма молитв и мантр, а действенная форма труда в самом простом дне. И говорил мне все это, говорил, что нет серых дней, а есть то, что мы в нем творим сами, но я понимал это все головой, восхищался, пленялся, но любовь моя молчала. Она всегда была пленительным маяком, пока была любовью к дальним, но стоило мне соприкоснуться с ближними, как любовь моя выливалась в раздражение. Сегодня Станислав все мое существо содрогалось в огне любви, которую мне лили старшие милосердные братья, не спрашивая меня, что я им отдам взамен, но окружая меня сетью своей любви и защиты, чтобы я мог разделить их труд в моей чистоте. Точно мощный огонь я чувствую в себе, их силу, и разговаривая сейчас с вами, я счастлив, потому что чувствую, как отдаю вам эту движущуюся силу их огня. То, что так заставляет вас страдать при вашей любви к людям, когда вам хотелось бы нести каждому только радость, ваш дар вталкивать людей в полосу страданий не должен вас мучить. Перестаньте думать о себе, забудьте, что вы входите вестником временного горя. Горе, как отсутствие бытового благополучия, есть иллюзия. Вы помните только о том, что вы сотрудник живого неба и вводите людей в очищающую струю скорбей. Люди просыпаются к внутренней жизни и получают возможность сбрасывать себя на растающие корки эгоизма, чтобы войти в путь света. Вот все, что я могу вам сказать. Конечно, И скажет вам много больше и ведет вас в новый круг понимания труда. Моя же встреча с вами, благословенный миг. Первому вам я удостоился счастья и чести, подать мой перл чистой радости, мою дивную жемчужину любви, которую мне подарили мои великие друзья. Я обнял еще раз Бронского и нежно гладил его прекрасные руки, которыми он закрыл лицо и по которым текли слезы. Мы стояли в этой позе, когда на плечо каждому из нас легла чья-то рука, и я увидел обнимавшего нас обоих Франциска. «Я вас искал, мои дорогие друзья». Бог мой, ничего не было особенного в этих самых простых словах, но лицо Франциска, его глаза, тон его голоса – все было таким потоком ласки и любви, что я понял, почему его называли святым среди народа, и его простые слова проникли мне в сердце, как слова другого человека. «Придите ко мне, и я утешу вас». При звуке голоса Франциска Бронский опустил руки, взглянул на него и, очевидно, впервые понял, как и я, что такое любовь в человеке. Он опустился на колени, приник Франциску, взял обе его руки в свои и зарыдал. Все мое сердце перевернулось от этих рыданий. Я тоже опустился на колени рядом с ним, обнял его, также приник Франциску и молил. Живое небо. Моих друзей, флорентийцы и Али, разделить тяжесть трудных страданий Бронского, помочь ему перейти в иной ступень понимания его земной жизни и труда в ней. Рыдания Бронского говорили о невыносимой тяжести сердца, о пытке, которую он нес. Руки Франциска гладили страдальца по голове, он наклонился над Бронским и тихо, нежно улыбался ему. Я перестал видеть стоявшей перед нами фигуре Франциска. Я видел сейчас одну любовь, которая светилась вокруг его головы и всей его человеческой формы, ширилась, разрасталось светлое облако, окружая его кольцом. Мой дорогой брат, все тем же голосом продолжал Франциск, «Твои слезы сегодня, рубикон твоей жизни. Был ты освободителем твоим встречным, разрывая их духовные оковы своим гением искусства. Ты скорбел и страдал, видя, как рушилось их мимолетное счастье. Теперь ты будешь понимать, что счастье, сгоревшее в них от огня спички, сменится в них светом несгорающего огня. Ты будешь теперь для них силой возрождения и утешения. Ты поймешь, что великий путь ученичества равновелик перед вечностью. Несешь ли ты в свои чаши белые жемчужины радости или черные скорби? Чаша радостного только кажется легче. На самом же деле людям одинаково трудно нести в достоинстве, равновесии и чести, и радости, и скорби. Встаньте, братья мои, чтобы я мог каждому из вас отдать поклон любви в привет и встречу его новой жизни. Франциск поднял нас с колен, и я снова поразился физической силе этих нежных рук и этой болезненной внешности. Франциск обнял Бронского, приблизил его вплотную к себе и что-то говорил ему на ухо, чего я не разбирал. Как преобразились лицо и фигура артиста, когда Франциск выпустил его из своих объятий? Лицо его сияло, фигура выпрямилась, стала мощной, глаза засверкали силой. Весь он показался мне воплощением творческой энергии. Ни одной морщинки не было на его молодом сейчас лице, а ведь в момент нашей встречи оно все было изборождено суровыми складками. Франциск обратился ко мне и сказал, — Левушка, твой брат Николай шлет тебе привет. Он дарит тебе свою записную книжку, что ты так свято ему сберегал до сих пор, и куда ты с редкой честностью ни разу не заглянул, охраняя тайны брата. Ныне запись книжки брата для тебя не тайна, ты все поймешь, что там сказано. Прими и моей любви и радости дар, возьми это скромное колечко и надень его на шейку твоего павлина. Вот тебе и цепочка. Как я был рад подарку Франциска! Не только я, но и мой павлин, мой вековой враг, получал сегодня привет любви. Все слова благодарности не могли бы выразить силы радости, которая меня переполнила. Я бросился на шею Франциску, смеясь и плача одновременно, и утопая в его беспредельной доброте. — Левушка, ты задушишь Франциска! — услышал я за собой голос И. Я и не заметил, как и когда потерял И и моих дорогих поручителей, когда полетел навстречу Бронскому. И теперь я даже не задумался, как и откуда они появились возле нас. Все происходившее сегодня казалось мне простым, ясным, легким. И повел нас в дальнюю часть сада, где я увидел оранжевую беседку очаровательной архитектуры, которую раньше не замечал. Здесь с нами простился Франциск и напомнил мне, чтобы я к вечеру пришел к нему побеседовать с карликами и привел бы обязательно Бронского. Последнему было, очевидно, очень трудно расстаться с Франциском. Он держал руку своего нового друга и, не отрываясь, глядел ему в глаза. Франциск засмеялся своим мелодичным смехом, высвободил свою руку, взял обе руки Бронского и вложил их в правую руку И. — Я только любовь, — сказал он. А техника ее приложения, развитие вашего артистического дара и умения в полном такте и обязательном самообладании и обаянии помочь людям, это вы найдете у И. и флорентийца. Все сейчас необходимые вам знания вы найдете у И. Моя и его любовь помогут вам войти в новую ступень жизни, но умение применить все знания вы можете найти только сами. Франциск оставил нас и вскоре скрылся за беседкой. Но мы пробыли одни очень недолго. Не успел я еще раз прижать кольцо Франциска к губам и представить себе, как очаровательно будет гореть красная цепочка на белой шейке павлина, как И сказал. — Левушка, сюда идет Наталья Владимировна. Встреть ее так, как тебя только что встретил Франциск. Перелей в нее всю силу твоего милосердия, как тебе сегодня было пролито. Если сумеешь забыть о себе и, думая только о ней, прижать ее к сердцу, не видя в ней ничего, кроме ее любви, ты поможешь ей подняться на ту высоту, где ей необходимо найти новую силу, чтобы окончить прежний и начать следующий труд. Не важно, что ты сам еще только неофит. Тебе не могут быть еще открыты пути сокровенного труда, владык карм людей. Важно, чтобы ты отдал ей всю чистоту радости, которую она в данное сейчас может вобрать только через тебя. Не человек, как таковой, важен, когда несет весть. Важна сами весть и важна любовь, отдаваемая тем, кто несет весть. Помоги ей, забыв о себе, как сегодня помогали тебе, не помни ни о чем, кроме тебя. И умолк, взял под руку Бронского и вышел из беседки. За ними, ласково улыбнувшись мне, вышли и Никита с Зейхедом. Прошло очень немного времени, вероятно, минут десять-пятнадцать. Но что это были за минуты? Я не ощущал веса собственного тела. Полное счастье бытия, какая-то неведомая до сих пор сладость сердца, сливала меня со всем окружающим. Точно и свет, и солнце, и камни, и цветы. Все звучало. Я ясно слышал, как звучала моя собственная нота в общей гармонии Вселенной. Я составлял часть всего целого, не различая, где начиналось «я» и где было «не я». Послышался легкий шорох, и я увидел подходившую к беседке Андрееву. По обыкновению косымка из белых кружев была наброшена на сильно вьющиеся волосы. Но далеко не по обыкновению. Самой глубокой печалью были полны глаза. Это даже не были ее обычные электрические колеса, к которым я уже привык. Они точно потухли, и вся ее тяжеловатая фигура, казалось сегодня, еще более грузной и поникшей. Шла она, точно ничего не видя и не замечая. Мне подумалось, что ее давит какая-то мысль, что она не в силах решить важный вопрос, который не дает ей покоя. Я вышел ей навстречу, но она все еще не видела меня, пока я не взял ее за руку, в которой она держала нераскрытый зонтик. «Сестра Наталья», — сказал я с той радостью, которая наполняла меня всего сегодня. «Как я счастлив встретиться с вами в эту минуту! Я не ощущаю никаких преград между мною и вами. Я знаю, что терзает вас, и я несу вам помощь Али Старшего. Не смотрите, дорогая Наталья, на мои плохие качества. Я только тот муравей, что несет вам весть Али». Я внезапно почувствовал уже знакомое содрогание всего моего существа и услышал голос Али. «Возьми сестру твою и введи ее в мою комнату. Там, на полке второй, третьего шкафа, возьмешь ту книгу, что засветится для твоих глаз. Подай ее сестре Наталье и помоги ей своей чистой гармонией и преданностью прочесть то, что ей необходимо». Страшно обрадованный, я удивился, что Андреева все так же безрадостно стоит рядом со мной, точно ничего не слышит из сказанного мне Али. Я передал ей его приказание. Она так сдрогнула, точно внезапно проснулась. Я не дал ей опомниться, как-то сразу сообразил кратчайший путь к островку Али и повел туда мою милую сестру Наталью. Мне было очень странно проходить новой тропой, которую видел сам впервые. Я столько времени жил уже в общине, казалось, прекрасно знал весь парк, и вот иду так уверенно по местам, которые вижу впервые. «Куда же ты ведешь меня, братишка?» Голос Андреевой был тот голос номер два, мягкий и нежный, в котором было так много ласки и обаяния. «Разве ты не видишь, дорогая сестра, что мы идем в комнату Али, на его островок? Вот, он уже виднеется. Но я, правда, и сам подхожу к нему впервые с этой стороны?» Ответил я со всей ласки, на которую было способно мое настишь открытое сердце. «К какому островку? Ведь комната Али в белой скале, как я знаю, а об островке я ничего не слышал». Мы вышли из густых зарослей деревьев и подошли к мостику, который начинался еще в самой гуще деревьев, весь был забит цветущими лианами и высокими травами, и представлял из себя узенький, качающийся, висящий над водой проход. Вступив на этот хрупкий переход, с сомнением думая, втиснется ли в него плотная фигура моей милой спутницы, я оглянулся и снова, едва не превратился в блевушку лови ворон. Вместо печального, сурового лица, погруженного в глубочайшее раздумье, я увидел лицо юное, радостное, с целым потоком энергии, лившийся из глаз. Глаза эти снова стали знакомыми мне электрическими колесами, а все лицо было необычным лицом Андреевой, женщины средних лет мне привычным, с грубыми волевыми чертами и плотно сжатыми губами. Это было лицо какого-то незнакомого мне юнош, преображенного, что-то слышащего, чего не слышал, очевидно, я, что-то видящего, чего не видел я. Тут я понял, о чем говорил мне, и всякий видит и слышит только то, до чего он сам созрел. Рядом с человеком, звучащей всегда Вселенной, может проноситься волна звуков величайшего значения, и она не прозвучит человеку, если в его сердце нет ответной гармоничной ноты, чтобы ухватить с себя гармонию эфирной волны. Несколько минут назад я слышал то, чего не могла ухватить Андреева. Теперь она что-то слышала, что было для нее несомненным фактом, чего не мог понимать я. Исполнение чувства высокого благоговения, К ее молчаливой вовне беседе я нежно взял ее за руку и повел по узенькому мостику, идя спиной вперед. Раньше я не мог выносить не только ее прикосновения, но даже приближение ее чувствовал очень резко, и понимал, что от него мог заболеть, как заболела очаровательная леди Бардран, которую все еще лечил и... Сегодня же рука моя держала ее руку спокойно и радостно. И удивительное дело, я все не мог расстаться с впечатлением, что веду юнош. Мы благополучно прошли качавшийся и прогибавшийся под нами мостик, очутились на островке и, как всегда, были встречены белым павлином и сторожем. Приветствуемые этими милыми обитателями островка, мы подошли к белому домику Али, который казался мне сегодня таким сверкающим, точно из всех его пор били золотые лучи. Стой, путник, остановись и подумай, зачем ты пришел сюда? Прочел я надпись, преградившую нам путь, как бы на белой натянутой ленте. Откуда взялась эта надпись, я не понял, но факт был налицо. Она преграждала нам дорогу за несколько шагов от входа в домик. Я пришел сюда выполнить приказание учителя и друга моего, мысленно ответил я. Надпись не представляла собой никакого препятствия в смысле физического заграждения, которое было бы трудно сломать, но ноги мои точно приросли к земле, и у меня было такое ощущение, что передо мной непроходимая стена. Не успел я договорить мысленно последних слов, как надпись погасла. Мы сделали несколько шагов вперед, и путь нам преградила вторая надпись. Беспрекословное повиновение, радость и бескорыстие могут пройти через мои ворота. Но одна чистота может помочь Неофиту вывести обратно ту душу, что он взялся ввести в дом силы. Еще есть время, путник. Если в тебе есть страх, если боишься ответственности, вернись и не ввози порученного тебе в дом мой. Так приказал мне учитель. Я иду, громко ответил я, крепче сжал руку Натальи и пошел прямо на горящие знаки надписи. Я думал, что коснувсь их жгучего пламени, закрыл собою Наталью, но надпись погасла, и мы вошли в дом. Поднявшись по лестнице, мы остановились у двери комнаты Али. Я поднял глаза вверх и радостно прочел надпись из белых огней над самой дверью. Будь благословен, входящий, знание растет не от твоих побед над другими, побед тебя возвышающих, но от мудрости, смирения и радостности, которые ты добыл себе так и тогда, когда этого никто не видал. Выполняя долг любви к ближнему, подаешь мне любовь и, вводя брата в дом мой, мое дело на земле совершаешь. Я опять посмотрел на Наталью и опять понял, что она ровно ничего, в смысле надписи, не видит. Лицо ее было кротко, ясно. Она терпеливо стояла, ожидая, пока я введу ее в комнату. Вся ее фигура составляла контраст с той нетерпеливой Натальей, главной отличительной чертой характера которой и было нетерпение. Обычно она ни минуты не могла нигде и ничего ждать. Сейчас же это было олицетворение покоя. Я открыл дверь комнаты, усадил Наталью за тот стол, где всегда занимался сам, и подал ей книгу, найдя ее там и так, как мне сказала Али. Не только моему, но и никакому человеческому перу не описать радости и счастья, отразившихся на лице Натальи, когда я подал ей драгоценную книгу. Она немедленно раскрыла ее и погрузилась в чтение, забыв обо всем. Я же в ее книге к своему огромному разочарованию увидел новый для меня шрифт и с трудом сообразил, что это был древний еврейский язык. Преклонившись перед знаниями моей подруги и еще один раз улыбнувшись своему невежеству, я предоставил ей заниматься в тишине и отошел в глубину комнаты. Никогда до сих пор я не проходил в эту часть комнаты. Каждый раз, войдя в дверь, я круто поворачивал налево и проходил к тому столу, за который меня усадил впервые, Али, руками дорогого И. Сегодня, стараясь сохранить глубокую сосредоточенность Натальи, я прошел в правую половину комнаты и поразился ее огромным размером. Весь верхний этаж домика занимала одна эта комната. Здесь в правой ее половине было тоже много книг, стоял еще один письменный стол, на котором в прекрасной белой вазе стояли свежие цветы. Я подумал, что не мой слуга приносит их сюда. Чистота комнаты, где всюду был белый мрамор, поражала. Точно все здесь только что вымыли и убрали пыль. Я взглянул на книги в застекленных шкафах и снова удивился. Такое разнообразие языков смотрело на меня оттуда. Первый раз за все время моего отъезда из Петербурга меня потянуло писать, и мой писательский зуд был так силен, что я готов был тотчас же сесть за стол Али и начать писать дневник своей жизни за этот почти уже полный год жизни, промчавшийся точный вихрь. Я уже двинулся было к столу, как мое внимание привлекла маленькая, едва заметная дверь с правой стороны, за шкафами книг. Сюрприз для меня был огромный. Я полагал, что верхний этаж весь заключался в одной этой большущей комнате. А теперь понял, что здесь была еще одна комната. В моей памяти встало воспоминание о комнате Ананды в Константинополе, о том, как И готовил принцу и мудрецу вторую тайную комнату, вход в которую был закрыт для всех. Я подумал, что у Али здесь тоже была его святая святых, куда входил только он один и, быть может, его самые высокие друзья и ученики. Благоговение перед святыней дорогого друга, которого я так недавно видел, благословляющим меня, у алтаря в домике и переполнило меня. Я вспомнил всю встречу с Али Старшим, его лицо и жесты, его величие и неизменную, не имеющую слов для выражения ласковость, пронизывающую все его обращение к человеку, даже тогда, когда слова его были строги и серьезны. Не было суровости в этом поразительном лице, даже тогда, когда его прожигающие глаза читали, казалось, дно человеческого сердца. Вспомнил я и пир, и предшествовавший ему разговор Али с Наль и Николаем, вспомнил и прогулку в парке Али, его беседу со мной, его проводы нас с флорентийцем, когда он стоял подле коляски и последний подал мне руку, обнял и ласково притянул к себе. Как много прошло времени с тех пор, как много встреч и людей мелькнуло в моей жизни, а это объятия и взгляд стояли в моей памяти, такими живыми, будто я только что вышел из рук Али. И Ананда вспомнился мне, и Сэру Оми, так благодушно выносивший своего неумелого секретаря и и отдавший мне такой огромный кусок своей жизни, забот и внимания. Я точно читал лист за листом книгу моей жизни последних месяцев, снова ярко переживая все встречи. Али, молодой, дорогой капитан Джемс, Анна и Строганов, Жанна, ее дети, милый князь, турки, Хава, Генри и, наконец, ужасная братсана и Бонда. И такая благодарность переполнила меня ко всем моим великим покровителям за их сверхъестественную доброту с такой простотой мне данную, и жалость, сострадание к тем несчастным, которым я отдал поцелуй любви, но помочь не смог, раскрыли мое сердце в горячей мольбе. Я невольно опустился на колени, прижался к двери и звал Али, чтобы через него донеслась моя любовь до несчастного братсана, чтобы не только одной благой мыслью была моя молитва, но чтобы я мог найти действие и энергию перелить любовь в активный труд для счастья и спасения несчастных. Я погрузился в мою молитву, я нес свою радость нового знания в чистоте сердца всем страдальцам, остающимся в зле только из-за своего невежества и грубых страстей. В моей молитве не было ни печали, ни раскола в сердце, как бывало раньше, когда я молился о несчастных, о страдающих. Я нес в своей молитве полное благословение всему сущему. Моя уверенность и радость жить, зная великую жизнь в себе, не имели теперь тех трещин, скорби, которые всегда раньше вливались в мои молитвы. Меня больше не тревожил вопрос, зачем так много страданий в мире. Я понимал все благо. Я ушел куда-то, слился, растворился в благоговейном призыве Кали. Нежная рука легла мне на голову, возле меня стоял И. Он улыбался мне, молча поднял меня с колен и сказал, «Ты угадал, мой друг. Там святая святых Али. Везти тебя туда может только его рука. Я не сомневаюсь, что, встретив тебя здесь, он сделает это. Твоя молитвенная благодарность ему раскрыла тебе возможность войти туда. Но в эту минуту твоего счастья выполни до конца твоей встречи с Натальей. Окончи ее в радости, как и начал. И будь счастлив данным тебе поручением». Я пошел к Андреевой. Душа моя сияла. Ни единой темной крупинки не жила во мне. Весь я был полон такой мощью любви, что, казалось мне, чувствовал силу сдвинуть гору. При моем приближении Андреева подняла на меня глаза, и я прочел в них раздражение и какое-то нетерпение. Это вызвало у меня улыбку. Я готов был взять на себя не только ее раздражение, но все, чтобы она не вылила на меня, лишь бы облегчить ей сейчас жизнь и приобщить ее к моей радости. Должна быть, моя любовь передалась ей. Под моим взглядом она утихла и рассмеялась. Ну, можно ли бы говорить вам то, что я только что хотела вам сказать? Простите меня, я прочла уже все то, что мне было нужно узнать из этой книги, распалилась желанием поскорее бежать писать мой труд, и не могла сообразить в этой сплошной белизне, где здесь дверь? Вы же ушли, оставив меня здесь одну, вот меня и охватило нетерпение. Кроме того, от этого слепящего света, отраженного от белых стен, у меня сделалась сильнейшая головная боль. Я просто заболею, если вы не выведите меня сейчас же отсюда. ее страдальческий вид не дал мне времени высказать ей, как я был поражен тем, что она говорила, и ее нездоровьем. Значит, она не видела, что я был все время здесь. В комнате царил чудесный свет, было прохладно в сравнении с жарой волне, но раздумывать было некогда. Я взял книгу, спрятал ее в шкаф, подал руку бедняжке, которая бледнела и задыхалась, и вывел ее на островок, где ей стало сразу легче. Я проводил ее через горбатый мостик в ту часть парка, где была расположена главная часть общины, и только здесь болезненный вид Натальи стал радостнее, и дышать она также стала ровнее. Как я жалею, что у меня нет с собой пилюли Али. Вам сразу стало бы очень легко, и ваша слабость сменилась бы бодростью. Я вовремя подоспел, будет очень неплохо, если вы, сестра Наталья, съедите одну из этих конфет, сказал И, протягивая Андреевой коробочку с совсем маленькими белыми шариками. Андреева взяла маленький шарик, проглотила его и глубоко вздохнула. Что это делается с вашим Левушкой, И? Чем вы его закаляете? Не прошло и трех месяцев, а он становится богатырем, не говоря уж о сегодняшнем дне, сегодня он положительно красавец. «Да ведь и вы, Наталья, бываете красавицей», ответил я ей, смеясь, «но именно в эти моменты вы себя не видите, как, к сожалению, и я еще не видел себя ни разу красавцем». «Если бы вы были в силах победить свои нетерпения и раздражительность, моя дорогая, взяв руку Андреевой и поглаживая ее, ласково говорил И, вы бы уже сегодня могли прочесть те слова в комнате Али, что там для вас горели. Это именно о них говорил вам Али в своем последнем письме к вам. Вы их должны прочитать сами, без помощи Левушки, и только тогда сможете работать дальше с Али и вынести в мир то знание, которое настало пора отдать людям. Али поручил мне передать вам, что тот участок вашей работы, где вы застряли сейчас, не потому труден для вас, что вы чего-то не знаете, но потому, что он требует от вас более высокой духовности. Переменить себя вы не можете, но вложить в свой труд всю свою доброту и любовь к человеку вы можете. Думайте не о труде для человека, а о любви к Али. Старайтесь так много радоваться, своему счастью служить ему пером, чтобы мысль о подвиге не вплеталась в ваше усердие. Понятие подвиг, понятие личного восприятия человека. У ученика же может быть только счастье простого дня, счастье служить учителю, утопая в радость. Самое простое дело обычного дня вот ученичество, но не подвиг и не дела, которыми люди прославляются. По мере того, как говорил И, Андреева все больше успокаивалась, ее возбуждение гасло, лицо смягчалось и глаза теряли огненный блеск. Вы дали мне сейчас новое ощущение мира, доктор И, я пойду сейчас работать по-иному, чем раньше, мне кажется, что я поняла все, что вы мне сказали, поклонившись нам, она ушла к себе. Когда мы остались одни И спросил меня, чувствуешь ли ты в себе еще сейчас ту силу, Левушка, которую ты ощущал в комнате Али? О, да, сегодня я понимаю, что количество любви может стать любым качеством, любой энергии, и что такое любовь-сила, я теперь понимаю. Тогда пройдем к леди Бердран. Она уже оправилась настолько, что завтра я хочу ее выпустить из нашего корпуса снова в общении со всеми. И я хотел бы, чтобы ты в свой Великий День Счастья приветствовал ее выздоровление и передал ей часть своих чистейших вибраций, которыми пронизали тебя великие и милосердные труженики. Как я буду счастлив и, дорогой, увидеть больную и передать ей часть своей радости, которая льется сегодня вокруг меня, ваше присутствие поможет мне суметь найти язык и способ разделить мою радость с нею. Не думай о том, как пройдет встреча, ощущай, что Алиев Лорентеец рядом с тобой, и ты все сделаешь именно так, как это необходимо. Мы вошли в наш дом и прошли прямо к леди Бердран, которую я не узнал в прелестной, свежей и юной женщине, напоминавшей в своем воздушном белом платье прекрасный цветок вместо печальной бледной красавицы, встреченной мною в первый день приезда в общину. Свою очередь, радостно поздоровавшись ци, леди Бердран ответила на мой поклон приветливо, но так, как кланяется человеку, которого видят в первый раз в жизни. Даже легкое разочарование мелькнуло на этом прелестном личке. Я рассмеялся, подумав, как мы ничего друг о друге не знаем, как женщина, и не предполагала, откуда и с чем я к ней пришел, и огорчилась, увидя чужого. Вы не узнали меня, леди Бердран, точно так же, как и я не узнал бы вас, если бы и не предупредил меня, что ведет меня к вам. Если раньше вы были похожи на бледную, изысканную орхидею, то теперь вы, ни дать, ни взять, тот задорный горный цветок, что растет в здешних горах. Как его не стремишься согнуть, он все распрямляется. О, теперь я узнала вас, по вашему смеху и вашей манере говорить, протягивая мне обе руки, ответила милая хозяйка комнаты. Но как вы изменились? Если я поразила вас здоровым и даже задорным видом, то вас я и сравнить не знаю с кем и с чем. Вы были мальчиком, а сейчас вы можете быть моделью героя для Беаты. Шутя, ответив, что у меня для художницы уже готовы заказы на вещи, более достойные ее кисти, я пристально приглядывался к американке, и чем больше я в нее вглядывался, тем больше понимал, какой же силой любви должен был обладать и, чтобы другое существо могло так исцелиться, закалиться и переродиться в такое короткое время. Чем же вы были заняты все это долгое время, леди Бердран, спросил я хозяйку, когда мы уселись на балконе, где нас покинул И, сказав, что навестит Игору и вернется вскоре к нам. У меня было так много самых разнообразных занятий, что я даже не знаю, с чего начать мое перечисление. Первые дни мне все хотелось лежать, голова была так слаба, что даже читать я не могла, но ваш друг и не подумал считаться с моей слабостью, и первое, что он мне приказал, был физический труд. Мне казалось, что я нуждаюсь в самом тщательном уходе и заботах, которыми меня окружала моя дорогая приятельница Наталья Владимировна, а доктор И, с места в карьер, на третий день, приказал сестре милосердия покинуть меня, уверяя, что мне достаточно прислуги, которая убирала мои комнаты. Я подчинилась не без удивления и не без внутреннего протеста, но чувствовать себя хуже не стала, оставаясь целыми часами без надзора. Еще через три дня мне, как я полагала, чрезвычайно серьезно больной, было приказано встать с постели и идти купаться. Еще более удивленная, выполнив все лекарственные процедуры, не скажу, чтобы мне было весело отвешивать и отмеривать мельчайшие дозы порошков и капель, которыми был заставлен подли меня стол, попробовала сойти вниз. К моей радости, ничего со мной не случилось. Так в сопровождении моей горничной я дошла до озера, купалась, вернулась обратно и все лучше было мое самочувствие. Вечером неумолимый доктор и приказал мне отпустить мою прислугу обратно на родину, так как климат этой части Индии ей вреден. Я была совершенно потрясена. Я привыкла думать, что благодетельствую всем своим слугам тем, что разрешаю им у себя служить. Я считала, что большое жалование моей горничной это все, что ей надо. И вдруг доктор И говорит, что прислуга моя поехала за мной сюда только из любви ко мне, жалея меня, что ей было очень тяжело расставаться со своей большой дружной семьей и что девушка увядает здесь, так как все, начиная с климата и кончая духовными волнами общины, ей вредно. Этого я никак не могла взять толк. Я возмутилась. Значит, доктор и не обо мне думал, а о какой-то девушке из народа. Но один взгляд его и вопрос, вы, собственно, зачем сюда ехали? Меня потрясли и отрезвили. Немного слов сказал он мне еще, а вся моя жизнь показалась мне сплошным, бездельем и жестоким эгоизмом. Мне ни разу и в голову не пришло спросить мою девушку, где и какая ее семья, или представить себе возможность ее болезни, радости или страданий по каким-либо поводам. Классовое различие казалось мне самой законной и непреодолимой стеной. Не буду вам рассказывать подробно всей, довольно нудной, моей внутренней метаморфозы. Словом, я сама не ожидала, сколько мусора сидело во мне. И каким тяжелым трудом и испытанием казалось мне, например, самой убирать комнаты. Не говорю уже о трагедии, когда пришлось вымыть и выгладить свое белье и платье. Теперь, когда весь мой быт уже стал привычным началом дня, я не замечаю физического труда. Я радуюсь, делаю все эти простые мелкие дела и именно среди них особенно сосредоточенно благословляю мою жизнь, мое счастье встречи с Натальей Владимировной, потому что через нее я встретила доктора и, когда мы ехали сюда, Андреева спрашивала разрешение у кого-то, кого она звала учителем Али. Она была страшно рада, когда получила с большим трудом разрешение взять меня с собой. Не знаете ли вы, Левушка, кто это Али? Закончила она свой рассказ исповедь. Я знаю Али, но все, то, что о нем знаю, могу высказать в немногих словах, потому что знание мое очень ограничено. Али это такое необычайное количество совершенно освобожденной от предрассудков любви в человеке, которая стала почти беспредельной силой, но так как ни начала, ни конца его силы я рассмотреть не могу, то мне она кажется сверхъестественной и сияет для моего малого духа как явление божественное, что же касается деятельности Али, то она так же неутомима, разнообразна и непостижима для меня, как деятельность И. В каждой из этих жизней нет ни мгновения в пустоте. Меня сейчас приводят в ужас, снова сказала леди Бердран, какую массу времени я растратила попусту. Вся моя жизнь до встречи с Натальей была одним сплошным исканием удовольствия и развлечений. Только теперь я начинаю понимать, что в жизни есть не только радости, купленные за деньги, и все же видеть человека в том, кто перед тобой меня научил в самое последнее время и... Левушка, я должна у вас просить прощения. Я смеялась над вами, над вашим тщедушием и над вашими шилоглазами. Сейчас, смотря на вас, я вспоминаю сказку о гадком утенке. Вы и вправду стали лебедем, а я не двинулась с места и, кажется, могу остаться Золушкой навсегда. Прощаете ли вы мне, мои глупые насмешки? Я ни минуты не могу больше жить с этим грузом на сердце. Я очень счастлив, дорогая леди Бердран, что ваши невинные насмешки позволили нам сломать гору условностей и приблизиться так друг к другу, чтобы рассмотреть человеческие качества в себе и собеседники. Сегодня я принес вам в себе так много счастья, так много чистой любви, что сердце вашем не должно остаться ни крупинки уязвленности. Я очень мало еще знаю и мало видел в своей жизни. Каждый человек, становясь на путь знаний, начинает прежде всего понимать, что он ничего не знает. Сегодня я особенно ясно это знаю, особенно ясно ощущаю, как я еще абсолютно ничего не знаю. И мне, как и вам кажется, что огромная часть жизни уже прошла в суете и пустоте, хотя я только и делал, казалось, что учился. Сегодня я понял две великие вещи для земной жизни человека. Первое, что жизнь это и есть простой серый день и труд в нем. Второе, что встречи в дне только тогда и будут настоящими встречами, когда видишь в человеке не его личное качество, а его свет и мир. Я учусь теперь видеть только свет и мир в человеке и им нести свою любовь. Как просто вы все это мне сказали, Левушка. Я не могу понять, как это я сама не нашла до сих пор выражение своим мыслям. Вокруг всего этого вертелись мои новые мысли, слов для которых я не находила. Будем же друзьями, Левушка. Вставая и подходя ко мне сказала американка. Сегодня я вижу вас как-то по-особенному. Вы кажетесь мне таким сильным, уверенным, большим. Точно вы знаете что-то новое, удивительное, что дает вам спокойствие и уверенность. У меня же нет ни в чем уверенности. Пока я вижу и я живу каким-то благим порывом. Как только я остаюсь одна, моя уверенность улетает. Я опять не знаю, как мне быть, что в жизни важно и куда стремиться. я хотел бы перелить в вас ту уверенность, которую чувствую в себе сейчас, но никто и никогда еще не смог жить чужим опытом. Если вы увидели и мудрость и энергию, пленившие вас, если Али дал вам разрешение приехать сюда, верьте, что именно здесь вы найдете решение всем своим вопросом, и здесь совершится нечто великое в вашей жизни, чего, быть может, не увидит никто другой, но что осветит и изменит всю вашу жизнь. Лицо американки повледнело и стало так печально, что снова напомнила мне ту леди Бердран, которую я встретил в первый день. Если бы вы знали, Левушка, какой тяжелой раны вы сейчас коснулись. Блестящая, богатая, независимая моя внешняя жизнь была сущим адом, ни одному живому существу я не принесла счастья. Наоборот, все, кто подходил ко мне близко, все становились несчастны. Вы сказали, что здесь я могу найти решение моим недоуменным вопросом, но кто может объяснить мне, что за проклятие тяготеет надо мной, этого ведь никто знать не может. Я думаю, что есть много людей, которые могут знать и это, леди Бердран, месяц назад вам казался невозможным физический труд, сейчас вам кажется невероятной духовная прозорливость человека. Как можно знать, что составит ваше знание через семь лет? Я повторяю свой вопрос вам. Признаете ли вы такими высокими мудрость и знания и, чтобы доверить ему свою жизнь и желать двигаться к совершенству и развитию под его руководством? О, конечно, я преклоняюсь перед И, но я в его присутствии точно вся скована, я ни за что не могла бы говорить с ним так легко и просто, как говорю с вами. Меня не раз удивляло, как смело вы держите себя с ним точно на равной ноге, у меня такое чувство, будто в его присутствии я прячусь в скорлупу. Не знаю, не могу вам сказать, как это случилось, что я точно прирос к И. Я встретил его в очень печальный час моей жизни, вероятно, мое детское одинокое сердце, сердце того гадкого утенка, над которым вы потешались, сразу почувствовало безграничную любовь И, его милосердие и заботы, которые спасли мне жизнь в буквальном смысле слова, не один раз за время нашего сравнительно недавнего знакомства. В голове моей была такая каша, я не только ни в чем не был уверен, я даже ни в чем не мог разобраться, ни в самом себе, ни в окружающих людях и событиях. Правда, я не замечал, чтобы я приносил людям постоянно страдания и неудачи, но вопрос, зачем в мире так много должен страдать человек, вопрос этот давил меня так тяжело, что я готов был отрицать смысл жизни и своей мудростью и любовью вывел меня из тупика, его собственная трудовая жизнь, ежедневным свидетелем, который я был, которую вижу таковой же и здесь, жизнь полная мира и помощи людям, научила меня, где нужно искать сил, чтобы стать на путь любви и сделать хотя бы первый шаг по этому пути. Этот первый шаг самообладание, лично мне он был очень труден, много-много труднее, чем вам, и шел я к нему совсем иным способом, чем вы, вы своим беспрекословным повиновением, когда вы делали вещи, по вашим пониманиям, чудовищные, но делали их только потому, что так приказал доктор И, вы нашли то самообладание, которое уже ввело вас в первый, самый трудный шаг пути, о котором я говорю. Я совершенно уверен, что ваше стеснение перед И пройдет так же незаметно, как вы не заметили своего первого шага. Стеснительность ваша, не что иное, как гордость и самолюбие. Как только в вас разобьется не само, а человеколюбие, вы сделаете второй шаг, то есть попросите И помочь вам получить знания. Если истинно их ищете, отбросьте всю мелочь условных традиций, в которых выросли, и начинайте новое рождение. Левушка, у меня не хватит смелости просить И, не можете ли вы попросить его заняться мной? Нет, леди Бердран, есть такие жизненные дела, которые люди могут только сами делать для себя. Решить идти в ту или другую сторону вслепую нельзя. В своей жизненной дороге, как и в вопросах духовных, только сам человек может избрать себе способ и манеру достигать совершенства. Один человек, как и все слагаемые его жизни, никак не похож на другого. Сколько бы я ни просил о вас и за вас, это ничему не поможет. Я могу только вам, лично вам, принести все свое самоотвержение и любовь. Я могу силой моей верности учителю помочь вам сбросить разъедающий предрассудок разъединение. Могу пытаться вдохнуть в вас героическое напряжение, чтобы серость и ординарность быта не засосала вас. Но подняться к той героике чувств и мыслей, где может расшириться ваше сознание, очиститься и освободиться ваша любовь, где вы можете найти бесстрашие, чтобы обратиться с призывом к И, это можете сделать только вы сами. Господи, как я хотела бы найти в себе эти силы, сейчас, когда мне предстоит перейти снова в мою комнату, мне так жаль расставаться с этим домом, хотя я и не так часто видела И, и совсем не видела вас, но я знала, что и он, и вы здесь живете рядом. Сейчас я точно приобрела вас, брата, очень мне близкого и дорогого, и мне нестерпимо грустно расставаться с вами. Зачем же расставаться с Левушкой, леди Бердран, раздался голос вошедшего к нам на балкон И, которого мы, увлеченные нашей беседой, и не заметили. Если Левушка стал вам близок и дорог, хотите, я дам ему поручение обучить вас санскритскому языку? И смеялся, глядя на меня и выбрасывая из глаз целые снопы юмора. О, доктор И, вам Наталья, наверное, сказала о моей неспособности к языкам. Если бы у Левушки были сверхъестественные способности к преподаванию языков, то и тогда он не нашел бы способов обучить меня санскриту, да и терпения у него не хватило бы. Конечно, если вы думаете, что ваша лень будет равняться его терпению, то из ваших занятий выйти ничего не может, но если вы поймете, что вам надо кое-что прочесть на этом языке, ну, например, почему вы являетесь людям вестницей неудачи, а понять это вы сможете только тогда, когда прочтете один свиток на санскритском языке только на санскритском и ни на каком другом, потому что так идет течение вашей кармы. В этом случае вы, наверное, ухватитесь за такого учителя, как Левушка, и постараетесь всеми силами облегчить ему его урок терпения и выдержки. Я поглядел на и не понял даже, в какой момент исчезли юмористические искорки из его глаз, и когда он перешел с шутки на полный серьез, голос его звучал уже знакомыми мне повелительными металлическими нотами. Я встал, поклонился и и радостно сказал, я счастлив принять это поручение именно сегодня. Я приложу все усердие моей любви, чтобы леди Бердран смогла поскорее прочесть свой свиток. По мне пронеслось не то уже мне привычное содрогание всего существа, которое давало мне понять, что я сейчас услышу или увижу что-то из мира сверхсознательных сил. У меня явилось новое, простое ощущение, как будто у меня между горлом и грудью раскрылся какой-то вращающийся аппарат, дающий мне силы видеть и слышать внутренним зрением и слухом. Я увидел Али, увидел в его руке старинный свиток и услышал его слова. Если жертву любви не совершит тот, кому она предназначалась владыками карм, она все же должна совершиться. Прими ее в этом случае на себя. Начни и кончи поручение в той чистоте, в какой стоишь сейчас. Мною овладела никогда еще не испытанное чувство полного равновесия, устойчивого спокойствия и полной простоты по отношению к малознакомому мне человеку. Я подошел к леди Бердран. Не думайте, что я сам уже хорошо знаю санскрит, но, уча вас, я буду продолжать учиться сам. Как только и разрешит, я приду к вам и принесу книги, как бы трудно не давался вам язык, это будет легче, чем нести тяжесть непонимания изо дня в день. Если вам открыто, где искать объяснение о вашей печали, по всей вероятности, вам будет указан и путь, как выйти из круга ее, или как нести ее дальше, без огорчения. Мы простились с американкой и сошли вниз. Гонг призывал к трапезе. Пройдем в оливковую рощу. Сегодня тебе, Левушка, было бы трудно в многолюдном обществе. Никиту и Зейхет ждут нас в тенистой беседке возле грота, где мы будем обедать только вчетвером. Этот день, день твоего великого счастья, становится и днем твоих великих отдач. Сегодня ты закончил только первую и наиболее легкую часть твоих старинных карм. Но после обеда ты возьмешь своего птенчика, который успел уже проголодаться и соскучиться ими, пойдем к Франциску, чтобы ты мог начать погашать самую тяжелую часть кармы с твоим злейшим врагом. Я знаю, что все время тебе хочется спросить меня, что такое владыки карм, о которых ты еще ничего не знаешь. Я расскажу тебе о них, и частью ты узнаешь кое-что из записной книжки твоего брата. В эту же минуту отдыхай, друг, среди той любви, что тебя окружает так щедро со всех сторон. Не успел и договорить последних слов, как мои дорогие поручители показались на дорожке, встречая нас. Войдя в прелестную беседку, где было много прекрасных цветов, я увидел небольшой стол с четырьмя скромными приборами на белой скатерти и четыре табуретки из простого пальмового дерева. У каждого прибора стояла уже готовая холодная еда и много фруктов. Какая разница была в моих ощущениях сейчас и раньше. Если бы Андреева только прикоснулась ко мне раньше, я лежал бы больным. Теперь же мои силы точно все возрастали, чем больше я отдавал моей любви. И мне казалось, что я становлюсь все сильней. Я и голода не ощущал, а ел только потому, что и приказывал мне быть хозяином беседки и подавать пример своим дорогим гостям. Никиту несколько раз напоминал мне некоторые эпизоды из моей детской далекой жизни. Я их ясно представлял и все четче отдавал себе отчет, как бесконечно многим я обязан брату Николаю, и как я мало знал и видел истинного брата Николая в той человеческой форме, которую так любил. Мне представлялось, что брат Николай знает о моем счастье сейчас, и у меня не было горечи, что его нет со мной. У меня было одно желание передать ему сегодня мой привет любви, привет благодарности брата сына за все то, что для меня сделал брат отец. Передай врагу своему и его семье полное прощение сегодня, и ты сослужишь брату своему и его будущей семье великую вековую службу, сказал мне и. Неужели же все в жизни людей так цепко связано и, спросил я, о да, ты только еще вступаешь на тот путь, где начинают понимать высшие законы, и они то и есть единственные законы движения вселенной, закономерность и целесообразность, о них запомни. Наш легкий обед кончился быстро, и мы направились в мою комнату к моему дорогому птенчику, который тоже, по терминологии леди Бердран, начинал превращаться из гадкого утенка в прекрасную царственную птицу. Глава шестая Франциск и карлики Мое новое отношение к вещам и людям Записная книжка моего брата Николая Не успел я войти в свою комнату, как очутился в буквальном смысле слова, в объятиях моего птенца. Сегодня я и в нем окончательно увидел не птенца, а молодую, сильную птицу, обещавшуюся сделаться неоспоримой красавицей. Первый раз за время своей жизни со мною мой белый друг не нуждался в моей помощи, чтобы вспрыгнуть ко мне на плечо. Раскрыв крылья он охватил ими мою голову и терся своей головкой о мою щеку. Я даже ошалел от неожиданности такого бурного привета и представлял из себя довольно нелепую фигуру, когда голова моя исчезла в павлиньих перьях, и слышен был только мой смех, да смех моих друзей, потешавшихся над левушкой с павлином вместо головы. Успокоившись, мой павлин по приказанию и учился отдавать поклон каждому из моих гостей, за что получал сладкий хлеб, которого он был большим любителем. Наконец, вдоволь накормленный и напоенный, он снова взобрался мне на плечо, и мы вышли по направлению к лесу. Через долину, еще жаркую, я перенес птицу на плече, но вес ее был уже солиден, и в лесу я спустил ее на землю. Павлин бежал рядом со мной, что теперь для него уже не составляло никакого труда, но сегодня я подмечал в нем что-то новое, чего раньше не видел в моем воспитаннике. Мне казалось, что в павлине появилось нечто духовное, какой-то трепещущий свет точно шел от его головки и тех мест, где начинались его крылья. Да и в глазах его мне чудилось, пробилось новое, осмысленное, почти человеческое выражение. Какое же имя ты дашь своему воспитаннику? Уже пора, чтобы он привыкал слышать свое имя. Мне и самому хочется окрестить его каким-либо красивым именем Зейхет. Да уж очень я плохой выдумщик и не знаю, как его назвать. Ну, Левушка, тебе ли задумываться над именем для павлина? Назови его Вечный. Вот он и будет напоминать тебе о вечной памяти и связи с тем врагом, которого ты теперь так рад простить и утешить. Знаете, и Вечный это не особенно красиво звучит. Я лучше назову его это, что по-итальянски значит век. Мой же красавец, это легко запомнить свое короткое имя. Я же, выговаривая его, буду вспоминать, как еще много мне работы над моим самообладанием, без которого я, вероятно, и жил в тот век, когда вызвал ненависть своего бывшего врага, теперешнего это. Мы подходили к больничной части общины и увидели шедшего нам навстречу Франциска. Тут только я вспомнил, что должен был привести с собой Бронского. Я остановился в полном смятении, даже дыхание мое стало тяжелым, так поразило меня, что я мог забыть сходить за моим страдающим другом, утонув в море собственного эгоистического блаженства. И, мой дорогой наставник, в такой великий день я проштрафился, остановившись, беспокойно сказал я, я забыл сходить за Бронским, я сию же минуту побегу за ним. Как это я так рассеялся, даже понять не могу. Не волнуйся, друг, ласково сказал Зейхет, я ведь твой поручитель, разделяющий с тобой все заботы о печальных, а Никита несет с тобой все заботы о радостных. Я не только позаботился, чтобы пришел Бронский, но чтобы он привел и Наталью, на что получил разрешение и... Через несколько минут их обоих приведет сюда Алдас, который сегодня у Кастанды, и он передаст ей это распоряжение. Я очень тронут твоей заботливостью и помощью, Зейхет, но добудет мне это уроком, как обо всем надо помнить, все держать в памяти, хотя бы небо сияло в душе. Я буду стараться, чтобы оно сияло, но не закрывало от меня землю, а лилось на нее моим трудом. Франциск подошел ко мне вплотную и заглянул мне в глаза, улыбаясь так приветливо, как мог бы улыбаться только ребенок или святой. Это не эгоизм, друг, это не опытность. Слишком трудно нести большое счастье и не поддаться соблазну созерцания, если бы ты знал, как ценно твое желание, чтобы сияющее небо лилось на землю в твоем труде. Одно оно раскрыло тебе сегодня же возможность подать помощь спасения семье твоего врага. Пойдем, карлики сегодня оба беспокойны, их тревожит инстинкт встречи с твоим павлином. Возьми его на руки, я не уверен, что и он не станет беспокоиться. Я взял это на руки, мы уже готовы были двинуться дальше, как сзади нас послышались торопливые шаги, и из густых зарослей лиан боковой дорожки вышли Алдас, Бронский и Наталья. Молоденькая Алдас легко и быстро шла впереди. Бронскому ничего не стоило поспевать за нею, но бедная, плотная и грузная Наталья еле двигалась за ними обоями. По ее лицу катился струями пот, но оно было сейчас спокойно, даже смирение лежало печатью на этом лице, столь сейчас незнакомым мне. Бунтующей и протестующей Натальи нельзя было себе и представить в этом существе. Франциск подошел к ней, держа меня под руку и, точно обливая ее своей любовью, сказал ей, «Я хотел, чтобы вы были сегодня, дорогая сестра. Не представление или занятные фокусы вы увидите, но один из величайших актов самоотвержения и любви тех, кто вас сюда послал. Вы сегодня наглядно поймете, что такое в действии труда на земле, то самообладание, к которому вас так настойчиво зовет Али. Вы поймете, что его достичь воли невозможно. Оно рождается из ощущения в себе блаженства и счастья жить. Четыре элемента составляют круг этого счастья жить. Первое, что ощущает человек, это блаженство любви. Любовь, живая в человеке, это не его личное качество, не его добродетель. Это такая освобожденность сердца и мысли от всех тисков страстей, что ничто в самом человеке уже не мешает ему войти в ощущение блаженной любви. И в этом внутреннем состоянии света в себе уже нет предрассудка, как и каким способом вы служите помощью людям. Не важно, несете ли вы им весть радости или скорби, важно, что вы несете им весть раскрепощения, того раскрепощения, которое расчищает человеку путь к блаженству любви. Второе, что вводит вас в осознание себя единицей труда вечного, это блаженство мира сердца. Раскрепощенное сознание дает человеку возможность увидеть весь великий труд жизни, увидеть не убогий человеческий закон справедливости, но вечные законы целесообразности и закономерности. Увидав их, человек видит и понимает и свое собственное место во вселенной труда для блага и радости всех и ощущает блаженство мира сердца. Третье, что раскрывает сознание светлого труженика земли, есть радость гармонии всего в движении общей жизни. Раскрепощенные глаза, с которых упали плотные покровы телесной любви, дают возможность увидеть, что нет ни зла, ни добра, есть временное закрепощение в том или другом, и оба эти понятия могут стать предрассудками, и оба могут одинаково держать цепкими крюками дух человека. Освобожденный чувствует блаженство радости, как простую доброту, которую несет в каждую встречу, ибо это не его качество, а только живое движение его внутреннего блаженства радости. Четвертое блаженство, закрывающее двери всему личному и завершающее круг блаженств, в котором живет освобожденная душа, блаженство без страши. Нет высшего счастья для человека земли, как достичь такого раскрепощения и такого раскрытия любви в себе, чтобы она слилась в круг гармонии этих четырех блаженств. Все величие духа, до которого может дойти человек земли, заключается в этом кольце самообладания, которое люди зовут гармонией. На самом же деле это только начало гармонии, ее первая составная часть. Это только свойство, вводящее в преддверие храма, где стоят существа, не имеющие предрассудков добра и зла, и где можно постичь, что такое свет в себе и как его нести в путь встречным. Каждый из освобожденных хотя бы в малой степени людей приближается к труду вечному, он понимает, что нет дня, как такового, его жизни, а есть только день дежурства человека на земле, дежурства не подвига, а простого счастья вносить действенную энергию доброты во все дела и встречи. Человек, закованный в тяжелейшую броню добра и долга, точно так же не может двигаться к совершенству, как и отягощенный предрассудком зла. Только тот может войти в кольцо дежурящих учеников, кто забыл о себе хотя бы до такой малости, что перестал обижаться, кого-то и за что-то наказывать, кому-то угрожать или сам чего-то страшиться, с кем-то объясняться, оправдываться и ссориться. Шаткие, бесхребетные, ни в чем неуверенные люди напрасно ищут что-то читать или о чем-то философствовать, полагая, что в этом и состоит весь их труд и искание высокой человеческой жизни. Не говорю уже о тех, кто видит всюду только куплю-продажу. В эту минуту здесь не только тем, кто будет действовать, но и каждому, кто призван видеть, как действует любовь, раскрепощенная от первейших занос страстей, надо сосредоточиться на тех четырех блаженствах, о которых я сказал. Пойдемте же, вы увидите, как совершится акт величайшего милосердия, развязка старинной злой кармы. Франциск двинулся, взяв под руку Наталью и продолжая держать другой рукой меня. Все пошли вслед за нами по небольшому отрезку дорожки, еще отделявшей нас от поляны больницы. Если указана и раскрыта человеку его карма с каким-либо человеком, близким или далеким, тут-то и надо приложить все усилия, всю любовь и усердие, чтобы выполнить небольшое количество радостного труда для развязки указанной кармы, хотя бы по слепоте своей человек очень мало думал о том, другом, с которым ему указана карма, как самое важное и главное дело жизни, продолжал Франциск, замедляя шаги. Если человеку была указана деятельность подле его бывшего врага, а он упустил этот случай по той или иной своей легкомысленности, и бывший враг умер без него, не надо стонать и плакать или искать себе оправдания в том, что его собственное пребывание в другом месте в это время было необходимо и нужнее, полезнее. Так человеку кажется, ибо не знает, если же так с ним случилось, надо понять и узнать, что никакие сетования, мольбы и оправдания не помогут. Он остановился, а кольцо кармы, которое в неусыпных трудах передвигали владыки освобождающих карм, ушло в своем движении дальше. Никто не властен повернуть спять речное течение не только движения вечной жизни, упустившему свое кольцо раскрепощения есть единственный путь выработать в остающиеся дни жизни полную верность и вырваться из кольца собственных предрассудков. Не ждать, говоря себе, во мне еще не все готово, ибо эта эгоистическая сосредоточенность не может провести к сознанию величия милосердия. Только забыв о себе, может быть человек готов к труду, разделяемому учителем. В полной радости, в благоговении входите к двум несчастным сейчас и храните блаженство мира в сердцах. Закончил Франциск свою речь, вводя нас в уже знакомую мне комнату, где раньше лежал Макса. При нашем появлении оба карлика играли какими-то квадратиками, из которых они складывали домики. Увидев вошедших первыми Франциска и Алдас, которых они хорошо знали и любили, карлики не выразили беспокойства, даже наоборот, глазки их заблестели удовольствием, но когда вошел И, за ним я с павлином, они вскочили на ноги, дико что-то замычали, нечленораздельное, замахали руками и так напугали мою бедную птичку, что я едва удерживал это, стараясь всеми силами передать ему мое спокойствие. Но это дрожал и пытался убежать из комнаты и положил ему руку на спинку, чем сразу его успокоил. Что же касается карликов, то не найдя куда бы им спрятаться от посетителей, они впились во Франциско, стараясь укрыться в складках его одежды. Оттуда они выглядывали, очевидно, чувствуя себя под верной защитой и наблюдали за каждой из вошедших фигур очень пристально и внимательно. Один глаз у них выражал испуг, а другое любопытство. Это было необыкновенно потешно. Несмотря на явный страх и подозрительность, оба маленьких человечка собирали все свое внимание, чтобы не опустить из орбиты своих наблюдений ни одного из нас, которых они всем своим поведением объявили своими врагами. И подошел к Франциску, гладившему страшные головы, прильнувших к нему уродов с такой любовью, как будто бы это были чудесные цветы, и раскрыл складки его одежды, в которых прятались карлики. Злой карлик, так ужасно сражавшийся в день своего раскрепощения и потом горько рыдавший на груди и теперь доверчиво потянулся к нему и взял его на руки. Он окончательно успокоился и стал быстро говорить ему что-то, указывая на моего «эта», которого я все держал на руках и который далеко не был спокоен. И, поглаживая кудлатую безобразную голову карлика, все ближе подвигался ко мне. Зейхед, которого это очень любил и помнил, как своего первого хозяина, подошел ко мне вплотную и, ласково глядя на мою птичку, протянул это кусочек красного сукна. Какой-то неприятный запах исходил от этого лоскута, не особенно чистого и, видимо, бывавшего много раз под семенем с годами бури солнца. Это смотрел очень внимательно на этот обрывок жалкий и смрадный, и я же узнал в нем кусок сумки злого карлика, в которой он держал свои ядовитые черные шарики, и отдал их и сумку только в тот момент, когда огонь охватил почти всю сетку, в которой он запутался, и ему угрожала смерть. Я оглянулся на карлика, сидевшего на руках у И, потому что он стал громко кричать, тянуться к узнанной сумке. Он, очевидно, умолял И вернуть ему этот грязный обрывок, продолжая дорожить им до сих пор. И попросил Зайхада отдать карлику остатки его имущества. Тот схватил лоскут руками, но это, чуть не вырвавшись из моих рук, в свою очередь издав пронзительный крик, с неожиданной силой выхватил из ручонки карлика его ветош. Вероятно, рука зрелого и сильного зверяка карлика была сильнее клюва не вполне еще выросшей птички, но удар его клюва был так неожидан для карлика с одной стороны, и бешенство придало это столько силы с другой стороны, что победа осталась за ним. Это, как только овладел сукном, совершенно успокоился и подал свой приз за Ихэду. Приняв величаво гордую позу, он снова спокойно уселся, на моих руках точно никогда и не двигался. Не меня одного, но и Бронского вся эта мимолетная сценка так поразила, что оба мы превратились в лови ворон, но из нашей рассеянности нас вывел злой карлик, злоба которого и кривлянья невозможно описать. Франциск с добрым карликом на руках подошел к нему и поднял перед его глазами свою руку. Злой карлик перестал пронзительно забывать и извиваться ужом, но был тихо, напоминая раненого пса. Добрый карлик улыбался во весь рот и протягивал ручонки к это. Несмотря на эти явные признаки дружелюбия карлика, я уже не доверял это и хотел отойти подальше во избежание какой-либо новой выходки птицы. Не успела моя мысль созреть, как я ощутил крепкое рукопожатие с правой стороны и увидел подошедшего ко мне вплотную Никиту. Он протянул карлику руку, взял его ручонку в свою и поднес ее к голове это. Тот, рассматривая очень внимательно и совершенно спокойно карлика, соблаговолел позволить маленькой ручонке погладить свою шею и спину. Карлик, прикоснувшись к птице, казалось, сошел с ума от радости. Он бил в ладоши, бил себя по щекам и коленкам, хохотал, обнимал Франциска, наконец перегнулся, охватил ручонками шею Никиту и перепрыгнул к нему на руки. Не теряя ни минуты, так что я и опомниться не успел, он перелез ко мне на плечо и затих в полном удовольствии от близкого соседства с пленившим его это. Я снова ожидал каких-либо эксцессов от моего ревнивого воспитанника, но он продолжал спокойно сидеть, храня свое величавое и горделивое положение на моем плече точно царек на троне. Франциск подошел к И и взял на руки его злого карлика. Тот вел себя теперь очень странно, его внимательные глаза ни на миг не отрывались от всего, что делал другой карлик, с это он тоже, что называется, глаз не сводил, и вместе с тем, как капризный ребенок тихо выл, то замолкая, то снова возобновляя свой капризный вой. Когда он увидел, что добрый карлик уселся на моем плече и изредка поглаживает то шейку, то спинку это, то мою голову, он сжал кулак, погрозил им своему товарищу и уродливо двигал челюстями, как бы желая его разорвать на куски. Мне казалось, что он совсем не такой злой, но считает своей обязанностью выполнять какой-то свой долг, который он понимал, как сопротивление тому добру, которое его окружало. Франциск нежно уговаривал его и указал снова на красный обрывок, который Зайхед продолжал держать в руке. Я не мог понимать, о чем говорил Франциск карлику, но понял по жестам Франциска, что карлик сам должен добровольно взять из рук Зайхеда остаток своей зловещей сумки и положить его возле порога. Карлик молчал, насупился и сжав свои кулаки, как бы готовился к сражению. Франциск опустил его на пол и очутился возле меня точно буфер и подоспел вовремя. строптивый карлик готовился ударить меня головой и кулаками в живот, но вместо меня попал в И, разумеется, он не смог даже коснуться его, а упал, заревев на пол, сильно ударившись головой и своими сжатыми кулаками о кирпичный полкомнаты. Разъяренный этим падением, он еще раз ринулся на меня, теперь уже со стороны Зайхада и вытянул ему навстречу свою руку и финал был тот же, карлик лежал на полу с разбитым в кровь носом. В третий раз он пытался атаковать меня со стороны Никиту, но легкий жест руки и опрокинул его на взничь и карлик остался на полу недвижим, я подумал, что он умер. Франциск подошел и поднял несчастного, злоба в такой степени опустошила его, что он весь дрожал, еле стоял на ногах и был весь серый. Сердце мое разрывалось от жалости. Я молился силой любви флорентийца помочь мне развязать несчастного от его вековой тьмы и злобы. И в то же время я понимал, что никто не может ему помочь выполнить его долг, как никто несколько часов назад не мог помочь мне отыскать алтарь с моей книгой жизни. Но я не переставал забать моего спасителя, неоднократно показывавшего мне свое беспредельное милосердие. Внезапно я почувствовал блаженный трепет в сердце. Я увидел чудесное лицо флорентийца и услышал его голос. Сегодня ты можешь просить обо всем для людей, и я помогу тебе. О чем ты просишь? Разреши мне положить вместо него остатки его злого колдовства, куда приказывает И, опускаясь на колени с обеими моими ношами, молил я. Ты не можешь коснуться этой злой силы, ибо тогда возьмешь на себя новую, неведомую тебе сейчас ношу, которая задавит на много лет все твои возможности разделять со мной и с другими милосердными их труд на земле. Но смирившийся карлик и твой павлин могут вместе дотащить маленький обрывок до порога. Он им покажется страшно тяжелым, но все же они дотащат эту ношу, ибо она их ноша. Ты же иди за ними, по пятам, ободряй их, помогай им любовью и внушай, чтобы они не боялись тяжелой ноши. Сам же раз и навсегда запомни, никогда не бери ноши, не набирай долгов и обязанностей, не спросив учителя, должен ли ты их брать или нет. Думая сделать добро, можно закрепостить себя и целое кольцо людей в новых скрепах зла. Там же, где указал учитель, действуй уверенно, легко, хотя бы все вовне говорило тебе о противном и угрожало опасностью. Образ моего дивного друга исчез. Я поднялся с колен и ни на минуту не задумываясь, как я объясню это и доброму карлику, что надо взять обрывок сумки и перетащить его к порогу, поставил обоих у ног Зейхеда и несколько раз указал им на тряпку и на порог. Это первый понял, что надо было сделать. Он подпрыгнул, схватил клювом сукно, но как будто оно весело путь, бессильно опустил его на пол. Теперь и карлик, под моим настойчивым взглядом, понял, что надо было тащить сукно к порогу, что я пояснил ему и жестами. Он рассмеялся, ухватился за лоскут и с большим трудом, точно лоскут прирастал к каждому камню пола, протащил его на два своих маленьких шажка. Подбодряемые мною оба труженика то поочередно, то вместе дотащили свою ношу до середины комнаты. Казалось, и птицы, и человечек уже дошли до предела изнеможения, а была сделана еще только половина труда. Скарлика потлил ручьями, катясь по его улыбающемуся лицу точно слезы. Сильные ноги и крылья это дрожали, клюв раскрылся, глаза жалобно смотрели на меня. Я переживал нечто, пожалуй, похожее на подписание смертного приговора моим друзьям, но я так интенсивно жил в вечном, так очищал его гармонию в себе и вокруг, что радостно и весело побуждал моих дорогих к самоотверженной работе. И бедняги, еле держась на ногах, протащили свою ношу почти до самого порога. Я славил Бога и великих слуг Его милосердия, помогавших спастись одному существу через труд огромного кольца невидимых и видимых людей. Поистине живое небо спускалось на землю и двигало руками и сердцами людей, окружавших меня сейчас. Я умилялся трудом крошечных созданий в такой же степени, как моих великих братьев, стоявших сейчас подли меня. Франциск держал руку на голове своего злого карлика. Тот постепенно приходил в себя и теперь казался не столько заинтересованным работой птицы и своего товарища, сколько озадаченным. Он не мог сообразить, почему с таким трудом они тащат часть его сумки, легкость, которую он хорошо знал. В его глазах сверкнула снова злоба, он хотел ринуться и выхватить свою драгоценность, но голос Франциска его остановил. Франциск говорил и теперь все на том же наречии, которого я не понимал, но к моему удивлению я понял четко смысл его слов, который открылся мне в ряде образов по мере того, как говорил Франциск. Я понял, что мой добрый друг снова объясняет карлику, что если он сам не положит добровольно своего добра туда, куда указал и, он умрет и не успеет освободиться от власти своих злых и страшных хозяев, которые немедленно овладеют его духом, как только он покинет тело, что в последний раз любовь дает ему возможность вырваться из их страшных клещей, что если другие положат сукно возле порога, ничья любовь уже не будет в силах спасти его от злых рук его хозяев. Неописуемый ужас отразился на лице несчастного, в два прыжка очутился он у трепицы и, с легкостью схватив ее, бегом добежал до порога, где ее и бросил. Он вернулся к Франциску, жалобно просясь снова к нему на руки, что тот и исполнил, улыбаясь и поглаживая безобразную голову. Теперь настало время для изумления это и его сотрудника. Первый момент изумления привел их положительно к столбняку. Затем веселью обоих не стало границ. Карлик хохотал, кувыркался, обнимал это, подбегал каждому из нас и показывал на выполненную задачу. И взял меня за руку, посадил на одно плечо это, другое доброго карлика и подвел меня к Франциску, на руках которого сидел смирившийся теперь бунтарь, сняв его с рук Франциска и посадил его на руки мне. Зайхет и Никита переплели свои руки с моими, Франциск положил обе свои руки на мои плечи, а И положил одну руку мне на голову, во второй у него сверкнула знакомая мне палочка, огнем которой И очерчивал круг, вовлекая в него всю нашу группу. Все, держа свою руку на моей голове, он обошел три раза вокруг нас, точно заплетая сеть огней своей палочкой. Затем он коснулся ею каждого из нас в отдельности и обнял каждого, крепко прижимая к себе и отдавая каждому поцелуй в голову. Теперь карлики превратились в простых веселых детей, забыли обо всем и занялись оба обожанием павлина. Франциск тем временем вышел и вернулся очень скоро, неся на руках что-то небольшое, закрытое покрывало. К моему удивлению, когда покрывало было снято, это оказался Макса. В первую минуту он точно ничего не видел, кроме меня и И, но затем взгляд его различил карликов, и он неистово закричал, весь дрожа от страха и цепляясь за Франциска. Карлики, как и это, привлеченные диким криком Максы, с удивлением глядели на него, как смотрят на совершенно неизвестное существо. Макса же, крепко вцепившись во Франциско, плакал и бился на его руках. И, коснулся его палочкой, он вздрогнул, еще минутку плакал и затем затих, как бы уверясь в крепкой защите своих покровителей. Для меня стало ясно, что все ужасные раны на теле Макса нанесены ему маленькими, только что раскрепощенными окончательно от зла моими вековыми врагами. Но я ошибся, предполагая, что все следы зла уже уничтожены. Карма моя с карликами была уничтожена совсем, но карма их с Максой требовала еще труда и любви наших великих защитников. И подошел к порогу, куда Франциск поднес Максу, поднял высоко над головой свою палочку, на кончике которой все еще горел огонь. Внезапно огонь сильно разгорелся в яркое пламя, которым и коснулся лежавший у порога тряпки. Смрад, который и раньше чувствовался в ней, распространился по всей комнате. Дым темный, плотный, потянулся из комнаты через дверь. В моем воображении мелькнуло воспоминание о злом Джинне из «Тысячи и одной ночи». Через несколько мгновений дым весь исчез, и воздух опять стал обычным, благоухающим розами и жасмином. Я еще не успел прийти в себя, как карлики, уже мирно беседовали с Максой, показывая ему это и кубики. Теперь только я мог посмотреть на Бронского и Наталью. Если бы я не знал, что именно они вошли с нами сюда, я не узнал бы ни его, ни ее. Бронский стоял на вытяжку, точно часовой на часах, с примкнутым штыком, он точно охранял пороховой погреб. Его обычного живого лица не было. Это была совершенно белая маска с остановившимися стеклянными глазами. Наталья на сейсмином, на путь похудела, лицо ее обострилось, все было залито слезами, и руки она сжала так судорожно, что на них было больно смотреть. Как неглубоко затронуло меня все здесь происшедшее, мое словословие жизни неслось все той же нескончаемой песню торжествующей любви, с которой я вошел сюда. Я еще раз преклонился перед величием силы и любви, что были мне сегодня поданы. И коснулся Бронского палочкой, и он рухнул бы на пол, если бы Зайхет и Никиту не поддержали его. Казалось, жизнь стала возвращаться к нему. И снова подошел к нему и еще раз коснулся его темени палочкой. Бронский снова вздрогнул, на щеках выступил румянец, глаза засияли, он схватил руку и поднес ее к губам. То, что вы видели здесь, сказал ему и, обнимая его, научит вас нести верность тем делам и встречам, какие жизнь будет указывать вам. Не ищите облегчить людям их внешнюю жизнь, ищите проникать в духовное царство каждого человека и стремитесь там очистить грубые ткани, мешающие каждому видеть свой путь вечного света на земле. и подошел и подошел к Наталье, коснулся крестообразно палочкой ее лба, груди, плеч и сказал, неси, сестра, свой подвиг труда для счастья и блага людей до конца земной жизни в этом теле, ищи полного самообладания и не успеешь выйти из этого тела, как войдешь в новое юное тело, чтобы снова учиться и учить. Ежеминутно помни, что для тебя не будет ни минуты отдыха от земного труда и снова начнешь новый земной путь только с тем духовным совершенством, что успеешь выработать сейчас. Мчись, как молния в своих духовных порывах, но всегда держи в сознании мысль, что каждый порыв духа, который ты замарала раздражением или слезой, увел тебя от возможности передать труд Али с тонущей земле. Ты видишь здесь кольцо бывших убийц и грабителей, получивших развязку старинных карм, получивших освобождение. Почему могла окончиться вековая драма? Только потому, что юноша, грешивший постоянно раздражением, нашел самообладание и силу такой чистоты в любви, которая сожгла в его сердце все нечистое, срастающееся в жесткие, зубчатые крючья, ткани страстей и злобы. При этой встрече юноши, над которым ты, сестра, так высокомерно смеялась со своими врагами, он открыл им ворота сердца, он залил их жалостью и состраданием, забыв обо всем, кроме их несчастья. Одно мгновение полной отдачи себя труду учителя, одно мгновение до конца отданной преданности и верности может создать тебе ту новую гармонию, которая в тебе необходима учителю для его нового труда с тобою. Не печалься больше потрясениями, что тебе приходится приносить людям. Чем яснее будет твое сердце, видя горе и скорбь людей, тем скорее забудешь о своем я, так тяжко переживающим эти печали, и тем ближе войдешь в тесное единение труда с невидимыми никому, но видимыми тебе, самоотверженными тружениками светлого человечества. Мало еще для истинного ученика слышать слово труда учителя. Надо еще иметь так настроенным весь организм, чтобы силы твоей мысли и точность передачи могли включиться в огонь тока учителя, забудь навсегда о связах, смейся весело, но бдительно следи, чтобы ни в одном слове не было язвительности, когда говоришь брату твоему. Возьми новое правило поведения, не говори никогда и ничего о братьях и сестрах твоих, когда их нет с тобою, и говори только то, в чем не участвует твое раздражение. Каждый раз, когда слово осуждения готово сорваться с твоих уст, вспоминай, как мало тебе остается еще жить в этом теле и как каждое упущенное мгновение разлагает не один только твой дух, но и дух каждого с кем-то в это мгновение встретилось. И духовный путь от тебя к учителю не может охранить невидимое кольцо твоих защитников и помощников. Чтобы твои защитники и помощники могли охранять твой творческий духовный канал, необходимо держать главный приемник твой организм в непоколебимом самообладании и верности. Будь благословенна, иди, любимая и любящая, радующая и радующаяся, творящая и двигающая к творчеству. И еще раз коснулся крестообразно своей палочкой Натальи, склонившей перед ним колено, подойди сюда, дитя. И я даже не понял, кому и обращался с этими словами. По направлению его взгляда я понял, что он звал Алдас. Девушка, спрятавшаяся в самом отдаленном углу комнаты, вышла сконфуженная, вся зардевшись. Увидев ее, все три карлика бросили свои игрушки и окружили ее всеми наивными способами, выражая ей свое обожание. Франциск помог ей освободиться от ласковых, но цепких ручек карликов, увел их в дальний конец комнаты и приставил к робатке, запретив переходить за их линию. Алдас, продолжал И, ты хочешь дать обед целомудрия, хочешь стать монахиней и остаться навеки в общине. Ты любишь детей и хочешь стать наставницей в доме, где община собирает сирот и беспризорных детей. Об этом ты видишь подвиг наивысшей любви. Я не спорю, это действительно подвиг заменить сиротам мать. Но есть подвиг выше, есть подвиг великой любви, забыть о себе, о своих желаниях и выборе, и выполнить тот урок и завет любви, в котором вся великая жизнь вселенной нуждается, в этот час. Каждый самоотверженный и честный труженик должен услышать и понять час его наивысшей мудрости, чтобы влить свой труд в мудрость бьющего часа его родины, и только тогда он выполнит, поймет и отдаст наивысшую ценность своего воплощения. Родина твоя, Алдас, страдает сейчас больше всего от отсутствия чистой, честной и доброй семьи. Все ее несчастья происходят от распада этой первоначальной ячейки мира и гармонии. Сейчас моими устами к тебе идет зов жизни. Хочешь ли выполнить этот зов мудрости и стать женой и матерью, центром семьи для новых людей? Если ты радостно возьмешь на себя этот подвиг материнства и воспитания, ты дашь возможность сегодня же завершиться бедствием трех созданий по несмышленности своей, очутившихся в центре зла. Подумай, друг, не забывай, что ты совершенно свободна в своем решении, что тебя ничто не принуждает, что ты можешь идти своим подвигом заботы о чужих детях и даже не меньше будешь благословенно и здесь. Ты только не выполнишь в это воплощение наибольшего урока любви, какой выполнить ты бы могла, но об этом сказано. Могий вместить, да вместит. Мне выбирать не приходится, учитель, мягким серебристым голосом ответил Алдас. Если ты думаешь, что я могу создать такую семью, какая сейчас нужна моей родине, да будет на то воля Бога и твоя. Счастлива твоя жизнь, смиренная сестра моя, кроме радости ты ничего не принесешь тем душам, что будут даны тебе для спасения, рождения и воспитания. И склонился к прелестной девушке и обнял ее. Иди теперь с миром по своим делам. Я укажу тебе жениха и все объясню о тех душах, которым предстоит счастье иметь тебя матерью. Алдас низко поклонилась и, также низко поклонилась всем нам, и тихо вышла из комнаты. Ко мне подошел Бронский, и я снова был поражен его лицом и фигурой. Я подумал, что таким он по всей вероятности выходит к толпе, когда играет ролью великих героев, блистающие глаза, энергия, брызжущая точно искры, сила, уверенность, радостность. Я стоял, остолбенев от неожиданности этой перемены в нем, и привел меня в себя это, внезапно взлетевший мне на плечо. Что, Левушка, услышал я смех Никиту, твой воспитанник уже не только не спрашивает разрешения для себя, но и всех новых приятелей привел к тебе. Действительно, карлики пытались, подражая это, тоже залететь на мои плечи, преумолительно подпрыгивая. Видя неуспешность своей задачи, они ловко, точно обезьяны, карабкались друг другу на плечи, лезли на меня, и первым, чуть ли не на голову мне, залез Макса. Мои друзья помогли мне освободиться от осады лилипутов, разобрав всех трех уродцев на свои плечи, чем они остались несказанно довольны. Мы вышли из комнаты и направились в столовую сестры Александры. Здесь мы сдали наших маленьких друзей Алдас и самой сестре Александре. Малютки не желали покидать своих мехари, на которых сидели с таким удобством и гордостью, но запах вкусной пищи и любовь Алдас скоро заманили их к приборам у стола, где сидело сегодня много самых разнообразных людей, лечившихся в больнице. Франциск, подойдя к Наталье и Бронскому, предложил им пройти к нему в комнату, мы же вернулись обратно домой, где и предложил нам снова поужинать в отдельной комнате, чему мы все были очень рады. Ужин наш был еще более скромен, чем обед, и состоял из зелени и фруктов. Всегда отличавшийся большим аппетитом, я на этот раз даже не испытывал желания есть и не замечал, что мне накладывали на тарелку друзья. Все мои мысли в противовес хаосу, который наполнял меня всегда раньше, когда мне приходилось испытывать много разнообразных впечатлений, были четки, ясны и ложились легко целыми рядами гармоничных образов и воспоминаний. Встав из-за стола, мои дорогие поручители крепко меня обняли, поклонились мне и Никиту от лица обоих сказал, «Благословен твой сегодняшний день, когда ты начал новый период жизни, друг и брат Левушка. Никогда теперь не ощущай себя одиноким. Ты и твой Господь вас всегда двое. Ты и твои великие учителя вас всегда четверо. Ты и твои смиренные поручители вас всегда трое. Кроме того, глаза твои открылись, ты видел сегодня бесчисленное множество тружеников живого неба. Не считай больше дня или ночи, считай только миг вечного счастья, дежурство у учителя. Учись жить в труде с ним, то есть жить в единении со всеми трудящимися неба и земли. Мы твои слуги и помощники во всех делах и встречах, где ты пожелаешь нас позвать. Велико счастье тех людей, что могли еще, живя на земле, встретиться у ворот вечности и познать ней дружбу и верную преданность. Оба друга покинули нас. Мы с И возвратились в наш дом на пороге моей комнаты И обнял меня и напомнил, что меня ждет записная книжка моего брата. Глава седьмая Записная книжка моего брата Войдя в мою комнату, где я был ласково и бурно приветствован проснувшимся это, я долго не мог собрать своих мыслей полную сосредоточенность. Так я был переполнен весь искрами радости. Мое восторженное настроение наконец вылилось в словословие жизни. Я почувствовал внутри тот великий мир, ту гармонию и свет, с которыми я вышел из оранжевого домика после чтения зеленой книги моей жизни. Я мысленно прильнул к моему дорогому другу флорентийцу, попросил его помочь мне понять все то, что записал в драгоценной книжке мой любимый и дорогой брат, и не осквернить его святыни, но суметь разделить все те страдания и радости пути брата Николая, о которых мне предстояло прочесть. Я ласково поцеловал это, глазки которого смешно слепались, хотя он хрохорился и встряхивал головкой, когда замечал, что я вижу, как ему хочется спать. Уложил его в его постельку и вынул книжку брата. Теперь, когда я вынул ее из футляра, она меня еще больше поразила своим видом, чем в те два раза, когда я держал ее в руках. В первый раз, когда мне передал ее флорентийц в комнате брата в Ка, она поразила меня, как чудо ювелирного искусства. Второй раз, когда я держал ее в вагоне, разбираясь в вещах, присланных мне Али молодым, она уже была для меня живой тайной, куском жизни брата отца, к которому я не счел себя вправе прикоснуться. Теперь же, держа ее в руках в третий раз, я точно трижды поразился и высочайшей ее внешней прелести, и свету того великого, что пережил брат Николай, и неожиданному дерзновению, которое чувствовал себя сейчас, решаясь раскрыть то сокровенное, что записал брат. Я взял чудесный ключик, изображавший тоже белого павлина, и не без труда отыскал замочек, которым служила одна из маленьких белых фигурок павлинов на бордюре. Она сдвинулась с места, и я увидел под нею замочек. Все это заняло немало времени. Но до чего же я сам себя не узнавал? Несколько месяцев тому назад я был бы в полном изнеможении от раздражения и нетерпения, бросил бы и книжку, и футляр, и, пожалуй, сорвал бы гнев топаньем ног и слезами. Теперь же, чем сложнее казалась мне задача, чем больше я видел сложность замка, тем больше восхищался человеком, сумевшим так его сделать, чтобы никаких следов его сложности не ощущалось вовне. Я смеялся и радовался, когда открыл все тайны затвора, и вот книжка раскрыта, и почерк, которым я так дорожил, почерк единственного в мире родственника, перед моими глазами. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что то не был мой родной русский язык, как я того ожидал, но что страница за страницей, книжка была написана на языке Пали. Нечто вроде робости и неуверенности охватило меня, я еще недостаточно хорошо знал этот язык, и подумал, что, пожалуй, буду сейчас снова в роли слуги, который вытирает пыль с драгоценных книг, не понимая их смысла и значения. Но лишь один миг длилась моя неуверенность, образы флорентийца и, и моего брата мелькнули передо мной, как мои величайшие помощники, и дерзновением снова загорелся мой дух. Слава тем, кто довел меня до этого великого момента моей жизни, слава тем, кто, как и я, дойдет до него. Таков был заголовок первого листа, он не носил ни даты, ни места, не указывал, где произведена была запись. «Рождение мое», читал я дальше, «совершилось недавно, хотя мне уже двадцать четыре года. Если бы меня спросили сейчас, сколько мне лет, я бы ответил, год и семь месяцев. Все, что было в моей жизни до этих пор, все покрылось туманом, все было преддверием жизни, а жизнь я понял только родившись вторично год и семь месяцев назад». Я сам спрашиваю себя, что случилось собственно особого? Вовне ничего. Заблудился в горах, встретил горца в его уединенном жилище и остался переждать внезапный буран. Это был эпизод, какими пестрит жизнь каждого, эпизод, каких были тысячи и, быть может, будет еще немало в моей скитальческой жизни. Но рождение человека совершилось на этот раз не от встречи с хозяином Сакли, а от встречи с его гостем. Когда я проснулся ночью, передо мной сидел индус. Что я могу сказать о нем? Его глаза прожигали, их можно было бы назвать пылающими угольями. Моему незнавшему до сих пор страха сердцу этот незнакомец внушал страх, граничащий с полным параличом тела. Я не мог двинуть ни одним членом, у меня не было сил крикнуть, я не мог решить вопроса «Кто передо мной?» Бог, дьявол или видение моей собственной фантазии. Минуту, которая показалась мне вечностью, минуту, которая остановила во мне биение сердца и ритм дыхания, длилось молчание этого необыкновенного существа. Я изнемогал и сознавал, что умираю от какого-то давящего на меня света. Незнакомец внезапно улыбнулся, поднял руку ладонью ко мне и точно в меня влилась сила бушевавшего за окном бурана. Лицо незнакомца озаренной улыбкой показалось мне лицом Бога, и я не мог отдать себе отчета, что было принято мною в нем минуту назад за дьявольскую давившую меня силу. Под действием его взгляда и жеста его большой, смуглой прекрасной руки, в меня вливалась и вливалась какая-то сила, содрогавшая все мое тело с головы до ног. Точно электрические токи пронзала меня эта сила, мне казалось, что я весь охвачен пламенем, сердце мое ширилось от радости, эта радость подступала к моему горлу, заполняла весь мой мозг, и я думал, что сейчас, сию минуту, я улечу в экстазе неведомого блаженства. Сын мой, услыхал я голос незнакомца, ты ищешь знаний, ты жаждешь ответов на пожирающие тебя вопросы, есть ли Бог, какой Он, в чем Он, как Его постигали те, кто о Нем писал и говорил. В эту минуту ты в Боге и Бог в тебе, сейчас вся Вселенная открылась тебе не потому, что в своих познаниях ты достиг вершины, но потому, что чистота твоего сердца, чистота твоей жизни в простых действиях твоего обычного трудового дня помогла тебе вместить радость Божественной силы и слиться с нею. Если человек не живет в лени, стараясь назвать ее созерцанием, если он ищет выливать свою простую доброту во все дела и встречи, если он готов принять на себя слезы и скорби встречного, если он хотя бы в чем-нибудь сумел развить свою верность до конца, если его искания Бога не были личной жаждой совершенства, а несли людям бескорыстный труд, мир и отдых, человек вошел в ту ступень духовной зрелости, когда мы индусы говорим «Готов ученик, готов ему и учитель». «Сегодня не я пришел к тебе, но я ответил на твой постоянный зов. Почему я мог подойти к тебе, и сила моя не сожгла тебя? Потому что сердце твое чисто, и пламень, что я пробудил в тебе сейчас, твой пламень, он не спалил твоего тела, не вынес твой дух за грани земли, но закалил все твое сознание в ясности и силе. Каждое летящее мгновение земной жизни — это непростая жизнь плоти и духа, слитых в одной земной форме. Это частица того вечного движения, которое влито как частица творчества в каждую земную форму, и потому нет иного пути к освобождению у человека, как его простой день труда, где бы ни жил человек. Если люди заняты одним созерцанием, если сила их ума и сердце погружена только в личное искание совершенства, им закрыт путь вечного движения, ибо в жизни Вселенной нет возможности жить только личным, не вовлекаясь в жизнь мировую. Переходы в сознание человека не могут совершаться вверх, если сердце его молчит, и он не видит в другом существе того же Бога, что познал в себе. Взгляд, критически осматривающий вошедшего к тебе останется перегородкой крепче чугуна и железа между тобой и им, хотя бы за миг до этого ты был в порыве самого пылкого искания путей к истине, только тогда, когда ты поймешь, что во всяком встречном сама истина пришла к тебе, чтобы раскрыть тебе самому твои же закрепы, за стенами которых ты держишь мешки со своей любовью, совершенно развязанное, тогда бы только ты мог приблизиться к пониманию второй истины, ставшей поговоркой у нашего народа «Никто тебе не друг, никто тебе не брат, но всякий человек тебе великий учитель». И поскольку ты прочел себе свой урок, общаясь со встречным, поскольку ты раздражился, осудил, солгал, слицемерил, был недоброжелателен к человеку, постольку ты раскрыл самому себе свое ничтожество и отсутствие любви. И чем выше была твоя простота, чем легче шла встреча, чем добрее ты был, тем больше ты забывал о себе и ставил интересы встречного на первое место свидания. И свидание было действенным, оно вплетало в себя целые круги атомов доброты тех невидимых тружеников, что ежеминутно мчатся над землей, ища, куда пролить свой труд любви. Нет на земле пути к совершенству без труда, единящего человека со всеми окружающими его людьми. Нельзя отъединяться ни от одного существа, пересекающего орбиту твоего движения по земле. Если ты озлобился в той или иной встрече, ты раскрыл пасть и без того незавязанных мешков своих предрассудков. И ты привлек к сотрудничеству с собой во всех делах дня мелких злодеев, духовных вампиров и развратников, ищущих жадно куда бы прилепиться, чтобы утолить жажду и голод своих разнузданных и не умирающих вместе с плотью страстей. Мучительнейший из путей путь отрицателей, их вековая карма ложится все новыми и новыми наростами на и без того безобразное их духовное тело. Чем яснее тебе в твоем просветленном сейчас состоянии жизнь всей вселенной, жизнь, пульс, который ты чувствуешь горячо, ровно и сильно бьющимся в твоем сердце, тем яснее тебе и путь любви через серый день труда к этой жизни, что сама трудится во всем и во всех. У тебя до сих пор была одна задача – найти и понять самому. Теперь твоя задача усложнилась. Не одному тебе надо найти и понять, но для огромного круга людей тебе надо стать слугою, чтобы в них пробудить сознание деятельность, силу и стремление к труду для общего блага. Ты любишь Родину. Ежедневно, бесстрашно ты вступаешь в бой с ее врагами по первому зову Набата, призывающего тебя к защите Родины от врагов. Но этого мало. Ты видишь толпы инертных, для которых слово Родина – звук пустой. Ты видишь сотни и тысячи, старающихся под всякими предлогами обмануть бдительность своих властей, чтобы избежать призыва. Ты видишь всюду трусов или лентяев, изображающих из себя больных, лишь бы подставить под угрозу другого и благополучно избрать лучшую долю самому. Разве можешь ты проходить равнодушно мимо них? Разве можешь не призывать их к пробуждению? Разве надо сходить в ад, чтобы там раскрепощать темное создание? Вокруг тебя кишат толпы заблуждающихся людей. Они думают, что живут в любви и правде, целыми днями живя в безделье и наслаждаясь счастьем личного мира и словословий своему Богу. Они поняли по-своему Бога и Его пророков и считают себя прозорливцами и избранниками, потому что прилепились к той или иной церкви и религии и славят их. Но их славословие бездейственное, оно не становится силой ни их родине, ни для их встречных. Оно расслабляет их самих, вводя их в мелкие экстазы, ложных бедений и пророчеств. Тормоши их всеми путями, вводи в их день тысячи предлогов к труду и действию, выводи их из ленивого счастья. В других встречах ты найдешь высокий дух с кованым уродливой формой гордости и самолюбия. Вноси пример простой нежной любви и докажи своим трудом дня, как не нужно все знание человека, если оно подано высокомерно и нудно. Еще чаще ты встретишь форму отрицателя, поносящего свою родину за ее беспорядок, неустроенность, пороки и так далее. Эти люди всегда и неизменно наиболее тяжко больны самовлюбленностью. У самих у них в домах такая же грязь, смрад и неразбериха, как и в их перепутанных мыслях и желаниях. Их внешность, их манеры действовать и мыслить антиэстетичны, как и их манера одеваться, сидеть, говорить, спать. Труднее задачи для них самих, задачи вылезти из слепоты отрицания нет. Здесь бдительно разбирайся, кому из них прикасаться священной любовью и усердием, а где идти мимо, послав благословение их темному пути, который они сами сделали таковым. всякий темный путь начат с отрицания. Революционер, видя страдания своей родины под пятою деспотов капитализма, борется, неся в мир уверенность в лучшем будущем, неся общее благо на своем знамени борьбы. Он вдохновенно держит оружие в руке, зов его вырывает тысячи сознаний и спячки безболия и смерти. Он назарен сам призывом раскрепощенной жизни в себе и зовет своих братьев к свету и свободе. Его путь светел, и он ложится светом на пути встречных. Он трудится, ежеминутно видя миллионы несчастных и угнетенных перед собой. И если он становится вождем народа, он освящен божественной силой любви, помогающей ему нести на плечах свой многомиллионный народ, к свету и славе. Такой вождь живет, нося в своем организме все миллионы сердец своего народа. Он един в радости и боли с каждым тружеником своего народа, и он выводит свой народ на то место, которое мудрость бьющего часа ему определяет. Из отрицателей же создаются кадры слуг темных захватчиков власти, основывающих свое отъединенное от народа счастье и благополучие на личном капитале, накоплении от порабощения всего народа под пятой олигархии капиталистов. Вождь, пробирающийся к власти, не зовет народ к свободе и раскрепощению. Он бросает ему мелкую кость собственности, ищет все возможности закрепостить в жажде наживы и кастовых предрассудках свой народ, чтобы пробраться легче к мировому владычеству. Мимо таких людей иди, тщательно разбираясь, будет ли твоя помощь им своевременно и полезна. Ты можешь сам истратить великие силы усердия и любви, можешь иступить много мечей ума, радости, энергии и не достичь ничего. Отрицатели, если попадут в полосу несчастья, придут к тебе, возьмут твою помощь и отвалятся, как сытые пиявки, чтобы снова заняться наращиванием жиров тела и духа, как только ты поможешь им пройти период временных неудач. Подлинное усердие человека, вступившего на путь сознания в себе света и мира, должно заключаться в бдительном распознавании, где, куда и как нести свои духовные сокровища. Совершенно бессмысленно остановиться в жизни на религиозном восхвалении своего Бога. Если не дошел до понимания, что Бог един для всех и что путь к нему единому безразличен, вся религиозная жизнь пропала, человек совершенно так же закрепостился в своем добре, как отрицатель в своем зле. И тот, и другой не поднялись в своем духовном понимании выше обид, объяснений, переживаний личных драм, самолюбия и бичеваний гордости. В пути, которого ты ищешь, не может быть остановок. Сила, движущая вселенную, раскрепощаясь в человеке, дает ему возможность трудиться, трудиться и трудиться. Иногда больной человек, былинка, по своим физическим данным, тащит много лет в ось с таким грузом на общее благо, что глядящим со стороны становится жутко. Ему же самому его жизнь кажется простой и легкой, ибо без включения в труд и жизнь своего народа он не понимает жизни на земле. Раскрывающееся сознание человека постепенно сбрасывает с себя чешую предрассудков. Мелкий вздор наказаний и наград условных подаяний за добродетель, которую человек понимает как отказ себе в чем-то, чтобы принести жертву насилия над собой другому, спадает сознание просветленного человека одним из первых. Он начинает понимать все величие жизни, он начинает ощущать радость жить в труде для другого, он скучает, если сегодня в нем никто не нуждался. Понятие быть нужным кому-то становится ритмом его дня, как ритм дыхания, неощутимым, если оно идет в гармонии и мире. Проходя день, живи его как свой последний день, но последний не по жадности и торопливости желаний или духовных напряжений, а последний по гармоничности труда и его бескорыстия. Ты носишь в сердце вопрос, где личное я и где не я. Для тебя с момента твоего рождения к единой жизни уже нет возможности этого разделения. Для тебя все, с чем ты общаешься, все пути к величию в форме временной. Для тебя палач, жертва и плаха, все та же единая жизнь, в которой единица ты сам и которую видишь во всем вокруг себя. Иди же свой день в мире и честь. Храни целомудрие и чистоту, и ты дойдешь до жизни в кругу тех, кто раньше тебя пришел к такому сознанию себя, частицей единой жизни, единицей всей вселенной. Твой путь, путь служения Богу в человеке, твой труд, путь знания, приложенного в любви и труде простого дня. Я внезапно почувствовал, что сила, та огромная сила, которая только что наполняла меня, меня покинула. Место, где сидел незнакомец, было пусто. Так кончалась первая запись брата Николая. Я лег спать с рассветом, и мой друг, это, разбудил меня вовремя, чтобы догнать И по дороге к озеру. Я весь еще находился под впечатлением записи, которую читал ночью, и, поздоровавшись с И, сразу же выпалил ему, как я поражен, что брат Николай мог понять без посторонней помощи и руководства все то, что ему в первое свидание сказал Али. Почему же ты знаешь, что это был Али? Потому что описание глаз в книжке может принадлежать только ему, а ощущение, что в присутствии Али что-то тебя теснит и давит, настолько характерно, что не может быть спутано ни с чем и ни с кем. Именно какой-то свет от него исходящий слепит и подавляет, и это ощущение мне тоже очень знакомо, ощущение резко меняющееся, когда Али улыбается или прикасается, тогда уплывает куда-то его давящая сила, и сердце наполняется блаженством. Никогда не подле вас, мой дорогой милосердный учитель, не подле флорентийца, не подле сэра Уоми я не чувствовал этой силы, потрясающей весь организм, поэтому в словах брата я сразу узнал Али. Достаточно раз его увидеть, чтобы навеки и всюду его узнавать. Быть может, ты и прав, так ощущая необычайную и никому другому недоступную силу Али, но все же за годы жизни здесь, когда ты уже из Неофита станешь сильным учеником, тебе надо приобрести такое высокое самообладание, чтобы сила Али не подавляла твой дух, а раскрывала его к труду и борьбе. Ты видишь, Левушка, что на земле все, что живет, все борется, но тот, кто понимает свой путь земли как величайшую ценность, тот борется и трудится, совсем забыв о себе, и чтобы так раскрепоститься в своем сознании, надо каждый день распознавать в окружающих жизнях только одно, где человек прошел свое сейчас в любовном единении с людьми, а где он их критиковал, оставаясь бездейственным. Пойми, друг, что очень многие понимают высокие идеалы, принимают религию и ее требования, но религия единственная истинная, это любовь сердца. Религия это не то, что знают и принимают, а то, что умеют приложить к делу в действии дня. Наш разговор был прерван встречей, напомнившей мне мой первый день приезда в общину. Мы столкнулись с Андреевой и леди Бердран, но какая разница была сейчас в обеих приятельницах, леди Бердран с розами на щеках, веселая, смеющаяся и задорная, глядела сущей красавицей. Наталья же Владимировна, вся по-прежнему вращаясь своими властными глазами, стала вся точно восковая, и не только бледность вызывала это сравнение, от нее веяло мягкостью и лаской. Ее добродушная ирония, с которой она всегда прежде меня встречала, переплавилась в нежность. Ее голос, когда она ответила на мое приветствие, показался мне голосом матери и вызвал ответную волну любви и признательности в моем сердце. Мой чудо-граф, я чувствую себя вашей, вам очень обязанной ученицей. До сих пор думала, что ранги и ступени разделяют людей. Я принимала каждого в первую голову, оценивая его знания на том пути, к которому стремилась сама. Теперь, получив урок великого смирения через вас, я прозрела к истинному знанию, которое сейчас считаю первым по величине и важности. Дух, стремясь к познанию, должен развязать свой мешок с любовью и завязать накрепко мешок с предрассудками. В моей встрече с вами я поняла, сколько было во мне самомнения. Я увидела в самой себе бездну условного, что мешало мне свободно общаться с людьми. Теперь же мне стало легко, потому что меня осенило, и я увидела, в чем и где во мне самой сидят главные закрепы предрассудков. Слова, употребленные ею, те слова, что я так недавно прочел в записи брата Николая, ошеломили меня. Неужели же все люди проходят одни и те же этапы в своем духовном развитии? Невольно воскликнул я, остановившись среди дороги. Сели проходят по одним и тем же этапам, не знаю. Но, что я в вас нашла источник оздоровления, в этом я не сомневаюсь и приношу вам величайшую благодарность. Моя дорогая Наталья Владимировна, истинно живущая в вас не нуждается уже в раскрепощении, она бьет из вас чистейшим фонтаном, в вас лежат еще плотным покровом только те условности, которые связаны с иерархическим устройством обществ людей и всей Вселенной, ласково сказал И. Владея огромными развитыми духовными силами, вы поневоле движетесь в мире духовного больше и дальше, чем в мире Земли. Отсюда идет некоторое ваше внешнее высокомерие к тем формам людей, где мало понято, что нет одного только земного пути, или где людям кажется, что можно достигнуть знания неумелыми упражнениями йоги. Уроки последнего времени и Леди Бердран и Левушка помогли вам сбросить с телесных глаз давящие покровы плотской любви или предубеждения и помогли понять личное бессилие в воздействии на человек. Вы научились вскрывать всю совокупную ценность, встреч, как монолитное творчество жизни. Сейчас уже никто не помешает вам выполнить миссию, данную вам Али. Вы скоро уедете в Америку и в Европу, там оставите часть ваших трудов и вновь вернетесь сюда, чтобы получить силы еще раз передать людям речи звучащего голоса безмолвия. Вам было очень странно пройти трудный путь духовного этапа с помощью юноши. Вы бунтовали и готовы были отрицать возможность движения вперед через помощь ниже вас стоящих. Сейчас вы ясно ощутили, что нет ни ниже, ни выше стоящих. Нет ни добра, ни зла, как таковых. Есть только то место во Вселенной для каждого человека, в которое он может встать по силе своей раскрепощенной любви, и здесь никакой роли не играет, грамотен он или нет, но звучание гармония в человеке так огромна, что никакие самые колоссальные его силы не убивают встречного, а лишь бодрят каждого, кто подошел. С сегодняшнего дня действия ваших психических сил не будет мешать кому бы то ни было жить. Вы сумеете справляться с ними так, чтобы сила вашего такта раскрывала вам сразу возможность служить помощью ближнему, стоящему, рядом с вами. До сих пор вы умели служить только дальним, передавая им знания, продиктованные вам учителем. Теперь вы сами, вливаясь любовью сердца, будете раскрывать во встречных их устойчивость своей гармонии. Мы расстались с нашими приятельницами. После завтрака И повел меня к выздоравливающему Егору, которого я не видел со дня его болезни. У Егора, который сидел на балконе, мы застали бронского, Альбера и еще нескольких его друзей, которых он приобрел в общине за время своей болезни. Егора не узнал меня. Он был так поражен происшедшей во мне переменой, что сказал И, Я был совершенно уверен в ваших необычайных силах, доктор И, и испытал на себе их действия, но чтобы можно было человеку быть волшебником, это я считал преимуществом сказок из персидской жизни. «Если вы, Игора, находите, что я так разительно переменился, то что же мне думать о вас, ведь я не только не мог бы узнать вас, но не мог бы и поверить, что можно так измениться в короткое время. Игора, которого я видел в начале нашего знакомства, был бледным юношей, сейчас передо мной сидело существо, отдаленно напоминавшее мне Андрееву. Черные глаза его загорелого лица вращались с такой энергией, что я невольно думал о Наталье Владимировне. Голос Игора звучал сильно, все движения были быстры и властны. «Я очень рад, что вы оказались таким послушным пациентом», смеясь сказал И, и положил свою руку на плечо Игору. «Я вполне понимаю, как трудно было вам повиноваться и не выходить из комнаты, когда вы чувствуете себя уже несколько дней совершенно здоровым. Зато сегодня вы сделаете сразу довольно большую прогулку. Я приглашаю всех здесь собравшихся в парк. Там мы найдем садовника, вооружимся лопатами и насадим новый питомник эвкалиптовых и хинных деревьев. Затем я обещал взять вас с собой в объезд дальних общин. Для этого Зайхетоглы каждый день будет обучать всех вас езде на Мехаре. Кто уже умеет ездить и кто совсем не умеет, всем надо научиться владеть совершенствием верблюдом, иначе вам не пробраться через пустыню. Предупреждаю, путешествие будет не из легких». «Неужели вы не возьмете меня, считая, что я еще недостаточно здоров?» взмолился Егор. «Возьму, если и дальше вы будете так же послушны в смысле режима». Засмеялся и ему в ответ «Удивительно, только сегодня я собрался протестовать мой режим, и вы точно прочли, что я держал под моей черепной коробкой. Разумеется, доктор, и теперь я буду кроток, как ягненок и послушен, как голубь». Мы вышли в парк и вскоре принялись за чудесную работу, причем И прочел нам целую лекцию по ботанике. Егора, которому было приказано смирно сидеть в тени, выказал удивившие меня знания по ботанике и по геологии. Еще раз я был поражен своей невежественностью и невольно воскликнул. «Когда же, Егора, у вас было время стать ученым, ведь вы всю жизнь отдали театру?» Я отдал душу и сердце театру и человеку, но мозг мой я не запечатывал. Я старался проникнуть в высший разум жизни и в разум моих бессловесных братьев земли, растений, животных. Много ли я в этом успел, этого я сам не знаю». Его ответ меня поразил. Как мало я сам вникал в окружающую меня природу. Меня хватало только на человека и то, хватало ли. До обеда мы сажали деревья, затем я пошел учиться в комнату Али и по обыкновению забыл время, место и текущие обязанности. Мой милосердный учитель и пришел за мной, и после чая мы отправились в дальнюю долину учиться езде на Мехаре. Много было смеха и шуток, над нашей неловкостью. Особенно туп оказался я, никак не умещавшийся в маленьком седле, где и сидел как приклеенный. Мне на помощь пришел Никиту, и все же первый урок не был мною осилен. Я не мог вынести ни медленного, ни быстрого шага Мехаре и скатывался довольно благополучно, но преуморительно. Умное животное терпеливо и мгновенно останавливалось, хотя могло несколько раз наступить на меня. Бронский обогнал всех, и я упрекал его, шутя, что он скрыл от всех свое давнишнее умение управлять Мехаре. Он же совершенно серьезно уверял меня, что единственный раз ехал на Мехаре, когда примчался в общину, и что стоит мне почувствовать себя арабом, и я помчусь, правильно управляя собой и Мехаре. Очевидно, огромная артистичность этого человека и здесь помогала ему. После урока верховой езды всех нас утомившего мы отправились купаться, потом ужинать и вечером слушать музыку Аннинова. По дороге к жилищу музыканта я вспоминал так ярко Константинополь, Анну, ее музыку и божественный человеческий голос виолончели Ананды. Некоторое смущение было в моей душе. Я не мог себе представить, чтобы кто-либо был в состоянии играть лучше Анны и Ананды. Я боялся, что не смогу быть таким вежливым вовне, как меня учил И, чтобы не выразить человеку своего разочарования, человеку-артисту, чью жизнь заполняла только музыка. Как примирить прямолинейную внутреннюю правду с внешним лицемерием, если мне не понравится его музыка? По обыкновению я получил ответ от И, который без моего словесного вопроса сказал мне. Разве ты идешь сравнивать таланты? Ты идешь приветствовать путь человека? Идешь найти в себе те качества высокой любви, которые могут принести другому человеку вдохновение? Люби в нем и в его пути все ту же силу, двигающую вселенную. А в каком месте совершенства она, эта сила, в данный момент остановилась человеке? Это не должно тревожить тебя. Она должна будить твою энергию радости и помогать тебе нести человеку привет. Бросай цветок в его храм, как я тебе говорил не раз, а не критикуй, каков на твой вкус этот храм. Вечером, оставшись один, я снова раскрыл книжку брата и стал читать вторую запись. Ты полон бурлящих мыслей от моих вчерашних слов. Ты не постигаешь, как можешь ты приветствовать в каждой текущей встрече истину, вошедшую к тебе в той или иной временной форме. Многие встречи тебе отвратительны. Отвратительны тебе попойки твоих соратников, их вечные карты, их ссоры и мелочный интерес. А между тем, ты ни разу их не осудил. Напротив, ты сумел быть так беспристрастен к каждому из них, что все солдаты и офицеры неизменно идут к тебе со своими вопросами, выбирают тебя судьей чести и надеются получить облегчение в своем горе и недоумении. Все, даже отъявленные буяны, стремившиеся поначалу задеть или запугать тебя, отходили, смирившись после того, как пытались вызвать тебя на личную ссору. Твоя храбрость лишала их всех поводов к раздорам, а сила твоей любви к человеку заставляла каждого уходить от тебя в уважении к тебе и твоему дому. Многие уходили с сознанием, что приобрели друга, иные уходили примиренными, иные в недоумении, но никто не уносил желания повторить озорные выходки. Перейди теперь из понимания, что любовь и Бог это только одно прекрасное, самое худшее, что кажется тебе таковым, ничто иное, как та же любовь, лишь дурно направленная в человеке. Любовь вора к золоту – все та же любовь, лежащая под спудом предрассудка жадности и стяжательства. Любовь мужа к жене, любовь матери к детям – та же любовь, не имевшая силы развязать тугие ленты своей любви и увидеть Бога в человеке за гранью личного предрассудка «моя семья». Переходи в своем теперь расширенном сознании в иные формы понимания окружающих тебя живых временных форм людей. В каждой встрече, в каждой из них прочти свой урок дня, пойми одно задание – тот, кто пришел к тебе, он – главное и самое важное твое дело. То, чем ты занят данное сейчас, оно первое по важности – отдавай ему всю полноту сил и чувств и не оставляй каких-то частей духа и разума для дальнейшего. Идя день, неси бескорыстие делам, мир и отдых трудящимся рядом с тобой. Ты ведешь жизнь целомудрия? Веди ее и дальше, но если ты будешь думать, что целомудрие как таковое, как самодавляющая сила может ввести человека в высокие пути жизни, ты ошибаешься. Это только одно из слагаемых, многих слагаемых духовной жизни человека, которое ведет к гармонии и освобожденности, но само по себе не имеет цены. Если человек полон предрассудков разъединения, все его целомудрие не двинет его с места в его стремлении к совершенству. И наоборот, если человек ищет общение с учителем и не имеет сил стать на путь целомудрия, все его попытки пройти высокое духовное слияние с учителем останутся засоренными попытками, всегда грозящими попасть в смятенные круги астрального плана. Не задумывайся о дальнейшем, прими на данное сейчас задачу и урок целомудрия как необходимое для тебя на сегодняшний день звено самообладания ведущего к гармонии. Нет ничего неизменного в пути ученика, все течет и изменяется в единственной зависимости. Развитие творческих сил человека ученика ведет его к совершенству, где его самообладание и гармония первоначальные основы. Они составляют верность ученика учителю, они растят равновесие его духовных сил, но, повторяю, они движутся, и нет ничего мертвого стоящего в жизни неба и земли. Силы духов в человеке движутся и приводят его к бесстрашию. Все твои мысли, приводившие тебя к радости, были мыслями, соткавшими мост от тебя ко мне. Если бы твое сердце молчало и один здравый смысл вел тебя по земле, ты не мог бы достичь этого мгновения, когда видишь меня перед собой. Отныне все твои встречи имеют только один смысл – прочесть твой собственный урок, раскрыть твоему пониманию, что мешало тебе начать и кончить встречу в радости. Характер ученика не может складываться так, как его складывает обыватель. Обыватель ищет наибольших внешних удач, а ученик ищет наилучших мыслей в себе, чтобы наполнить ими те сердца, что пришли с ним в соприкосновение в данное летящее мгновение. Порывы мозговых центров не укладываются в духовном движении и не ведут к совершенствованию. Они составляют только путь к озарению и вдохновенному творчеству, но сами по себе не составляют двигателей духа. Вот почему люди малограмотные могут быть мудрецами и оказаться наголову выше миллионов ученых, постигающих лишь то, что можно доказать геометрически, физиологически и иными материалистическими способами. Но там, где дело идет о материи духа, то есть об интуиции, там творит только сердце. Поэтому не ищи отныне в книгах ответа на свои вопросы. Читай книгу собственной жизни, живи по Евангелию собственного трудового дня, и ты постигнешь все йоги мира твоим, невозможным для другого, путем. Я невольно опустил книжку, и мысль моя вернулась к пережитому за сегодняшний день. Я снова и снова видел перед собой тех людей, с кем встретился сегодня. Лица и слова выплывали передо мной, как на экране, и я четко видел, как мало я был истинным учеником. Чем, какими наилучшими мыслями я наполнил сегодня Вселенную, и с особой ясностью я остановился на проведенном у Анниного вечере. Музыкант встретил нас весь горя желанием играть. Глаза его смотрели на нас, но точно скользили по нашим лицам, не различая, кому именно он подавал свою красивую, но такую огромную руку, что моя в ней совершенно утонула. Очень странно я чувствовал себя в зале Анниного. Я подмечал здесь все внешнее, все движения музыканта, как он подошел к роялю, как поднял крышку, как расправил складки своего европейского платья, садясь на табуретку, как сидя подвинтил винт табуретки, подняв ее на нужную ему высоту, как положил руки на клавиши, точно задумавшись и забыв обо всех нас. Анна и Ананда заставляли меня забывать обо всем, кроме их лиц, казавшихся мне лицами сверхъестественными. Здесь же лицо музыканта казалось мне некрасивым, хотя я не мог сказать, что оно не было своеобразно и оригинально. Лицо Аскета сильное, жесткое, углубленное, не допускающее равенства между собой и окружающими. Я посмотрел на И и поразился доброте, с которой он смотрел на музыканта. Аннинов вздохнул, посмотрел куда-то вверх, оглянулся кругом и встретился взглядом с И. Точно молния сверкнула по всей его фигуре. Он вздрогнул, детски улыбнулся и сказал «Восточная песнь, торжествующая любви, как понимает ее мое сердце». Нежный звук восточного напева палился из-под его пальцев и напомнил мне Константинополь. Я однажды слышал там маленькую нищенку, которая пела, трогательно ударяя в бубен и приплясывая под аккомпанемент двух слепых скрипачей. Эта картина рисовалась мне все ясней, по мере того, как развивалась тема Аннинова. Я забыл, где я, кто вокруг меня. Я жил в Константинополе. Я видел его улицы, Анну, Жанну. Я жил снова в доме князя. Я плавал среди стонов и слез, молитв и благословений. Я ощущал всю землю Востока с его предрассудками, опытом, страстями, борьбой. Вот толпа женщин рабынь, закутанных в черное покрывало, вот их стоны о свободе и независимости, о свободной любви, вот унылые караваны, вот злобный деспот с его гаремом, вот детские песни и, наконец, выкрик Муэдзина. И все дольше лилась песнь Востока, вот она достигла дивной гармонии, и мне вспомнился мой приятель турок, говоривший, молиться умеют только на востоке. Внезапно в музыке пронесся точно ураган, и снова полились звуки неги и торжества страсти земля, земля, земля. Аннинов умолк, лицо его стало еще бледнее обычного, он переждал минуту и снова сказал «Песнь угнетения запада и гимн свободе». Полились звуки марсельезы, звуки гимнов Англии и Германии гениально переплетались с печальными напевами русской панихиды. Вдруг врывались, разрезая их, песни донских казаков, русские песни захватывающих безбрежных степей, и снова стон панихиды. Я весь дрожал от неведомых мне раньше чувств любви и преданности родине и своему народу. Казалось мне, я всегда любил родину, но тут, через музыку Аннинова, я понял первый долг человека, о котором говорил Али моему брату о любви к родине. Вот оно, свое место, особенное, неповторимое для другого, место каждого на земле. Аннинов лил в мир свою любовь к родине, хотя покинул ее давно и не возвращался много лет, и я понял, что дом его был не интернациональный, а русский, дом, язва которого не заживала в его сердце. Благоговение к его скрытым страданиям, только сейчас проникшим в мою душу, наполнило меня, и я преклонился перед этим страданием, как когда-то мой дорогой друг, капитан Джемс, поклонился предугаданному им страданию Жанны, которое он сумел прочесть в ней. Я понял, как я далек еще от бдительного распознавания, от счастья жить в признании каждого создания божественной силой. Мой дух был потрясен, я не мог лишь спать и вышел в парк ждать рассвет. Глава восьмая Обычная ночь общины и что я видел в ней. Вторая запись брата Николая. Моё бессилие перед быть и становиться. Беседа с Франциском и его письма. Я возвратился в мою комнату, как только стало возможно читать, но в эту чудесную короткую ночь мне было суждено выучить еще один великий урок. Не успел я углубиться в аллею парка, как заметил, что я в нем далеко не один. По дальним аллеям бесшумно двигались фигуры, и когда я спросил одного из встретившихся мне братьев, ходившего взад и вперед по аллее, ведший за пределы парка к ближайшим селениям, не спится ли ему, как и мне, в эту ночь он мне ответил. О, нет, милый брат, сон мой всегда прекрасен, но сегодня моя очередь ночного дежурства, и я буду очень рад служить тебе, если тебе в чем-либо нужна моя помощь. Ночное дежурство? Но для чего оно? Разве можно ждать ночного нападения на общину? Нет, врагов у общины нет, хотя звери иногда и забегают сюда. Дежурство, братьев, существует для того, чтобы подавать помощь людям во все часы суток, независимо от того, будут ли это часы дня или ночь. Но кому же нужна помощь ночью? продолжал я спрашивать с удивлением. Кому? засмеялся брат. Ты, вероятно, очень недавно в общине. Пойдем вон к тому огоньку, куда я сейчас провел трех спутников. Ты сам сможешь судить, был ли я прав, решив, что им нужна немедленная помощь, хотя сейчас и ночь. Огонек, на который мы пошли, казавшийся таким крохотным, оказался на самом деле совсем немаленьким, но был так далеко от нас, что я и принял его за маленькую лампу. Мой спутник подвел меня к домику, три окна которого были ярко освещены. По его знаку я подошел к одному из окон и увидел худую истощенную женщину в туземном истрепанном платье с младенцем на руках. Спиной к окну стояла женская фигура, одетая в обычное платье сестры общины и подавала путнице чашку дымящегося молока, хлеб с медом и еще какую-то пищу, которую я рассмотреть не мог. Внезапно сестра повернулась лицом к окну и я едва сдержал крик. Кормившая несчастную была леди Бердран. Стоявший подли меня брат, заметив, что я отшатнулся, решил, что я уже рассмотрел картину деятельности в этой комнате, взял меня за руку и, осторожно, чтобы я не наступил на цветочные клумбы, перевел меня ко второму светящемуся окну. Как раз в ту минуту, как я прильнул к окну, раскрылась дверь в глубине комнаты и я увидел старика, очевидно, только что вышедшего из ванны, которому незнакомый мне дежурный брат помогал надеть чистое платье. Брат вывел старика из глубины комнаты и усадил к столу. По манерам старика я понял, что он слеп, хотя глаза его были широко открыты. Дверь снова открылась и молоденькая сестра ввела мальчика лет восьми, очевидно, только что умытого, причёсанного и посадила его рядом со стариком за стол. Я понял, что мальчик служил поводырём. Через минуту та же сестра принесла обоим странникам попиали дымившегося супа, а брат отрезал им большие ломти хлеба. Я давно не видел такой жадности, с которой накинулись на пищу мальчик. Мой спутник перевёл меня к третьему окошку. Здесь сидела женщина, закутанная во вдовье покрывало. Она крепко сжимала руками свой живот и раскачивалась из стороны в сторону, время от времени издавая сдерживаемый стон. В комнате были две сестры и знакомый мне врач. Все они хлопотали возле женщины, усиленные что-то объясняли, в чём-то убеждали, чего-то не могла или не хотела понять. Я её встретил у окраины парка и вытащил из петли её собственных коз, которыми она хотела удавить себя. Она так отчаянно мне сопротивлялась, что я должен был позвать на помощь ещё двух братьев. Мы втроём еле смогли довезти её сюда. Я подозреваю здесь одну из бесчисленных драм вдовь его положения. Ни одна жизнь уже спасена общиной, исчисла страдалец невыносимого социального предрассудка, вдов Индии. Али и многие его друзья борются всеми силами и с этой скорбью Индии. В дальних общинах среди лесов есть детские приюты, где несчастные вдовы матери обслуживают своих и чужих детей. Суди теперь сам, дорогой брат, нуждается ли в ночной помощи этот кусочек мира. Он вывел меня на одну из аллей, ласково простился и вновь пошел на дальние дорожки, продолжая свое ночное дежурство. Расставшись с ним, я остановился и стал осматриваться вокруг. Куда бы я ни повернулся, сколько хватало глаз, всюду я видел маленькие огоньки, значения которых я теперь хорошо понимал. Целые раи новых мыслей зажглись во мне. Я начинал понимать, что значит, не теряя ни минуты в пустоте, быть бдительным и служить встречному человеку, служа в нем самой жизни. Я возвратился домой и снова стал читать книжку брата. Мы с тобой прервали нашу беседу на том месте, где я характеризовал твою деятельность как служение Богу в человеке. Читал я продолжение второй записи, точно она была продолжением моих собственных мыслей. Это путь каждого человека, ищущего ученичества. Для ученика нет иных часов жизни на земле, как часы его труда, и весь его день это радостное дежурство, которое он несет не как долг или подвиг, а как самое простое сотрудничество со своим учителем. Радостность ученика приходит к нему, как результат его знаний. В нем до тех пор изменяются все его предрассудки, тяжелых обязанностей, скуки добродетельного поведения и нудности долга, пока сердце не освободится от мыслей о себе, о своем «я». Как только станет легко, потому что глаза перестали видеть через призму своего эгоистического «я», так ученик стал готов к более близкому сотрудничеству с учителем. Как ты представляешь себе эту взаимную деятельность ученика и учителя? Думаешь ли ты, что учитель ежечасно направляет весь день труда ученика, вводя его на полотенце, как мать младенца, стараясь научить его ходить? Нежность, внимание и любовь помощь учителя превышают всякую материнскую заботливость, и характер их совершенно иной, чем заботливость матери, в которой на первом плане стоят бытовые, чисто эгоистические заботы. Двигатель деятельности учителя в его охране ученика лежит в самом ученике, в его порывах чистоты, не в том заботу учителя, чтобы предложить ученику комплекс тех или иных условных возможностей и рецептов, как достигнуть совершенства, но в том, чтобы возбудить дух его к тем делам, что необходимо именно ему для его высшего развития. Где он мог бы сам найти весь тот цвет и истину, через которые сумел бы понять, что знание не есть ни слова, ни учение? Оно действие. Оно означает быть и становиться, а не слушать, критиковать, принимать, что нравится, выкидывать, что не подходит своему предрассудочному убеждению данной минуты и принимать частицу не видя целого. Дух учителя толкает ученика к распознаванию, к умению свободно наблюдать за своими собственными мыслями. День за днем все крепнет верность ученика, если он видит в каждом деле не себя, а ту любовь, что идет через него. Не я становится его бытом, но через меня. Он освобождается с каждым днем от все большего количества предвзятых мыслей, которые коренились в его я. И его бесстрашие, бывшие раньше порывами его ума и числившиеся среди его добродетели, становятся атмосферой его дня, его простой силой. Не имей предрассудка разъединения от учителя только потому, что тебя разделяет с ним расстояние. Расстояние существует до тех пор, пока в сердце живет предрассудок жизни одной земли. Как только знание расширяет кругозор, исчезает и тень расстояния, как и тень одиночества. Перед проясняющимся взором ученика не стоят горы мусора, мешающие ему видеть гармонию, но гармония не зависит ни от места, ни от храмов, у которых молятся, и сама она не храм, которым восторгаются. Гармонию постигают постольку, поскольку носят ее себе. Через внутреннюю самодисциплину человек начинает проводить в свой текущий день не только свое духовное творчество. Он, работая над новым пониманием, что такое характер, по-новому складывает и всю свою внешнюю жизнь. Если раньше он торопливо вскакивал с постели, в последнюю минуту покидая свою комнату, чтобы только поспеть к неотложным делам, и оставлял свою квартиру как запущенное логово, теперь ему становится ясно, что окружающая его атмосфера неотделима от него самого. Если раньше он вел неаккуратную жизнь, оправдывая себя талантом, и принимал свою богему за неотъемлемую часть артистичности, то он ничем не отличался от любого теософо-искателя, считающего свое внешнее убожество неотъемлемым бесплатным приложением к своим исканиям, к своей теософии. Чем шире раскрывается духовный горизонт ученика, тем дальше и яснее ему, сколько красоты он может и должен вносить в свой быт, чтобы быть живым примером каждому, с кем столкнула его жизнь. Простой день ученика, бдительно проводимый в труде, внимании и доброте, перестают быть унылым серым буднем, как только в задачу вошло не искать, а быть и становиться. Перед глазами ученика перестает разворачиваться панорама одних голых фактов земли, его дух льется во все и связывает ежечасно лентами любви все случающееся в дне, всегда сливая в цельное единство оба трудящиеся мира, мир живого неба и мир живой земли. Чтобы тебе приготовить из себя то высокое, духовно развитое существо, которое может стать учеником, тебе надо понять, принять и благословить все свои внешние обстоятельства. Надо понять, что тело и окружение не являются плодом одного настоящего воплощения, они всегда карма веков, и ни одно из внешних обстоятельств не может быть отброшено волевым приказом. Чем упорнее ты хотел бы отшвырнуть со своей дороги те или иные качества людей или ряд обстоятельств, тем упорнее они пойдут за тобой, хотя бы временно тебе удалось их выбросить или от них скрыться. Они переменят форму и снова, рано или поздно, встанут перед тобой. Только сила любви может освободить внешний и внутренний путь человека, только одна она превратит унылый день в счастье сияющего творчества. В начале духовного развития каждому человеку кажется, что талант творчества это выявленное вовне могущества духа. Он не принимает в расчет величайших неосязаемых даров смирения, чистоты, любви и радостности, если они не звучат для него как полезная земная деятельность. Только длинный путь труда в постоянном распознавании приводит к целеустремленности вечного в каждом летящем действии его духовного и материального творчества. Порядок внешний становится простым отражением порядка внутреннего, точно так же, как каждое обдумывание протекающего творческого порыва не может выливаться в действие дня без базы диалектического мышления. Если скульптор хочет отразить порыв к победе всего своего народа, он должен улыбиться во всю его историю, должен духом прочесть невидимые страницы доблести и национальной мудрости своего народа, постичь сам в собственном сердце, вековое самоотвержение народа, главные идеи, двигавшие его в целом к совершенствованию, тогда только он сможет уловить ноту, на которой звучит для народа его современность. Тогда скульптор может создать в своей глине живой порыв, когда пережил в своем сердце всю Голгофу, всю скорбь распятия, все величие движения своего народа по этапам исторических мук и возвышений к тому кульминационному моменту духовной мощи своего народа, который художник хочет отразить для истории. Ни глина, ни полотно не выдержат экзамена и нескольких лет, если их творцы ухватили лозунг и пустили его в массу как ходки и прибыльный товар. Их произведения займут место как плохая агитационная реклама среди случайно выброшенного хлама. В порывах творчества ученика, как у талантливого доктора, всегда живет меткость глаза духовного, ведущая непосредственно к интуиции. Но эта интуиция не плод крохотного исследования, а синтез мудрости, просыпающаяся вовсе не в этот протекающий момент. Она только видимое следствие многих невидимых творческих напряжений, имя которым любовь. Раскрепостить себе любовь и достичь возможности лить ее мирно и просто, как доброту во все дела и встречи, нельзя умственным напряжением. Свободно наблюдая свои порывы, неустойчивость, скептицизм или жадность, можно только прокладывать мелкие тропки, по которым со временем двинется сила, как кровообращение нового организма. Что такое ученичество? Только путь освобождения. Можно ли считать ученичеством жизнь, если в ней нет основ мира? Такого ученичества быть не может. Сколько бы, какими бы путями не искал человек учителя, он его не может найти, если все его мировоззрение полно легкомыслие, и если он наивно ожидает, что у него внутри что-то само по себе изменится, раскроется, лопнет, как гнойный нарыв, или наоборот, расцветет махровым цвет. Скучнейшие искатели это те, вечно оглядывающиеся назад и ищущие в настоящем оправдания или подтверждения тех бредней, что снились им в молодости, величайший из путей труда путь освобождения. Нет ни одного мгновения, которое могло бы выпасть из цепи звеньев кармы без самой величайшей обязанности человека подобрать его немедленно, ибо оно всегда зов вечности, всегда ведет к освобождению, как бы ни казалось оно легкомысленному человеку маловажным. В ученике, оценившем путь не только свой, но и каждого другого, то есть понявшим важность воплощения, недопустимо легкомыслие. Это не значит, что надо двигаться по земле с важной физиономией, выполняющего миссию и не умеющего смеяться существа. Это значит, в каждое мгновение знать ценность летящего сейчас и уметь его творчески принимать и отдавать. Плоть и дух, как нераздельные клетки, не могут сочетать небо и землю иначе, как развиваясь параллельно. И чем больше развязывается мешок духа, тем шире освобождаются клетки тела для впитывания в организм светоносной солнечной материи. Смерть для очищенного организма только порыв движения величайшей радости. Смерть для человека, всю жизнь развязывавшего мешок предрассудков, крестный путь очищения, хотя бы человек был очень хорошим и добрым в своей обывательской жизни. Быт с его условностями чаще всего скрывает с собой те стены предрассудков, а которые разбивает себе лоб умирающей. Первая из заповедей твоего ученического поведения должна состоять в легкости дня как сложного конгломерата духовного единения с живой жизнью каждого встречного земли. Для тебя день – это всегда и во всем участие тех невидимых помощников, что окружают тебя, вне зависимости от места, времени и расстояния во всех твоих делах и встречах. Ты никогда не один, ты всегда трудишься с ними. Пока в ученике не разобьются его психические чувства, дающие ему возможность ясно ощущать присутствие высоких сил, верность его должна вырасти в огромную любовь. Любовь к кому бы она ни была, к Богу, к Учителю, к любимому святому, только тогда приведет к желанному слиянию с теми, кому поклоняются и кого зовут, когда перейдет служение видимым окружающим людям, которым ученик научается нести поклон любви. Путь ученичества для всех один, если несчастные стучатся в твою дверь, ты на правильном пути. Здесь вторая запись обрывалась. Я невольно закрыл лицо руками и погрузился в великие мысли, которые читал. Боже мой, как далек я был от всех тех этапов зрелого духа, о которых сейчас читал. Я невольно стал думать о дорогом брате-отце, двадцати-четырехлетнем юноше, офицере, почти ежедневно участвовавшем в стычках с горцами, постоянно жившем под угрозой ранения или смерти, всегда имевшем для крошки брата-сына нежность и ласковую и спокойную улыбку. Я вспоминал это постоянное спокойствие брата-николая, передумывая по-новому всю жизнь его, и жизнь эта казалась мне теперь подвигом. Я не мог вспомнить ни одного женского образа, пересекавшего жизненную дорогу брата-николая, а он ведь был бесспорным красавцем. Теперь я по-новому понял его скорбное до неузнаваемости изменившееся лицо, когда я видел в первый раз в Аллеевка, Наль. Я понял и выражение муки во всей его фигуре в саду Али перед пиром. Я вспомнил и другого избранника духовного пути, Али молодого. Слезы лились из моих глаз, но то были не слезы, оплакивавшие смертные муки дорогих мне людей, а слезы благоговения перед величием того, что только может вынести дух человека, и каким примером сияющей помощи может стать такой человек. Моя мысль, мое сердце преклонились перед теми, кого я встретил за последнее время. Я не мог найти достаточной благодарности для И. И. Франциско. Я повторял первые слова записи брата Николая. Слава тем, кто довел меня до этого великого момента моей жизни. Слава тем, кто, как и я, дойдет до него. Я почувствовал, что это теребит меня за рукав, поднял мою чудесную птичку, прильнул к его головке и не мог сдержать слез. Это охватил крыльями, мою голову точно разделял мои слезы и утешал меня, и так застал нас и, вошедший в комнату. Рука моего дорогого учителя и друга нежно легла на мою голову и неподражаемо ласковый голос ободрял меня. О чем же ты плачешь, мой милый друг, ведь то, что там просчитано и так потрясает тебя, в пути дорогих тебе людей и высоких друзей, оно только тебе кажется героизмом отречения. Для них же оно героика творчества и созидания, героика величайшей непобедимой творческой силы, радости. Запомни то, что я тебе скажу сейчас, и постарайся ввести мои слова как действие, как заповедь в твою новую жизнь. Нам с тобой приходилось уже не раз говорить о слезах, и я каждый раз объяснял тебе, что слезы, всякие слезы, расслабляют человека. Ты же, вступив на путь освобождения, взял на себя радостную деятельность становиться силой слабому, утешением горестному и помощью безнадежному. Не задавайся сейчас задачей победить слезы волевым давлением на себя, но каждый раз, когда слеза готова скатиться с твоих глаз, подымайся духом выше и вспоминай о всех несчастных, которых в мире и без твоих слез. Так много. Так много плачущих во Вселенной, что ученик обязан осушать их слезы, а не увеличивать их потоки. Как только мысль твоя поднимется выше твоих эгоистических мыслей, ты увидишь, что всякая слеза всегда слеза о себе, как бы ты ее не расценивал. В твоем теперешнем положении, когда ты и слышишь голос безмолвия, и видишь образы дорогих тебе людей независимо от места и расстояния, каждая твоя слеза ломает какой-либо из тех мостов, по которым идет твое общение с ними. Начинай свой день благословенной радостью жить еще один день на земле, еще один раз имея возможность поклониться Богу в человеке и помочь ему. Чем выше идет твое собственное раскрепощение, тем яснее самому, как легок мог бы быть путь человека и какой у каторгой он делает для себя свой день, а нередко и для своих ближних. В окружающей тебя в эти дни семье людей, где ты раскрепощен от всех забот быта, от всех его условностей, созревай, друг, для тех лет, когда будешь брошен во все напряжение человеческих страстей. Только теперь ты можешь в полном спокойствии развивать все свое самообладание. Очень немногим дается это счастье складываться умом, сердцем и характером среди людей, лишенных эгоизма. Все твои встречи здесь это встречи старых и новых карм. И чтобы не упустить ни одного звена, которые подаются тебе любящими и заботящимися о тебе, у тебя остается одна задача. Не лить слез, которые темнят очи духа, но лить радость, которая помогает каждому существу, пройдя мимо тебя, сколыхнуть себе красоту, а не уныние. Возьми это, мы пойдем с тобой купаться и не вернемся сюда. Навестим Франциска. Мне надо переговорить с ним о многом и главное узнать, отпустит ли он меня сейчас в дальние общины, куда меня настойчиво зовут. А между тем и здесь много дела, и без меня Франциску будет трудно. Включись, мой милый, в сеть интересов нашего общего дела и забудь о возможности плакать, хотя бы и благоговея перед героизмом других. То, что сегодня тебе кажется недосягаемым героизмом, то завтра становится просто трудным, а послезавтра нетрудным. И задача дня не в самой героике чувств, а в том, чтобы все, чего ты достигаешь, не казалось тебе достигнутым через Голгофу, а достигалось легко, радостно, просто. Сегодня у тебя будет много труда. Ты спал ли ночь, спросил И, пристально глядя на меня. Я рассказал ему, как провел ночь, что видел и как был поражен, увидев леди Бердран на ночном дежурстве. Еще раз, дорогой И, я увидел, насколько незрелы мои понимания, как я слеп, судя о людях, как я ничего не распознаю среди окружающей меня жизни. У каждого свой путь, Левушка. Быть может, тысячи и тысячи хотели бы перемениться с тобой ролями, но сцена театра жизни подчинена законам вселенной, и роли в этом театре не могут быть розданы по личному расположению директора или его режиссеров. Высшая режиссура приводит каждого к его мировому станку труда, а как каждый будет работать на нем, это индивидуальная неповторимость. И сколько бы ролей ни набрал человек, творить он будет только в той, где сумел добиться гармонии. После купания мы пошли в больницу к сестре Александре. В первый раз я был в больнице так рано. Картина, которую я увидел, меня умилила. В огромной столовой за детскими столами я увидел много выздоравливающих детей, обслуживаемых тоже детьми постарше и молоденькими сестрами, и снова поставил себе в укор, что до сих пор не знал ни размеров больницы, ни пределов ее помощи населению. Многие из детей восхищенно приветствовали и опять я не знал когда и где они могли познакомиться с ним. Карлики, не поддаваясь никакой дисциплине, бросились к и повисли на нем как виноград. Из дальнего угла прямо к нам шел Франциск и провел нас со всеми нашими карликовыми ножами к своему столу, где и усадил нас, заботливо предложив нам еду. Завтрак здесь состоял из холодных вегетарианских блюд, но каждый мог, если хотел, получить горячий суп и картофель, кроме всем полагавшихся фруктов. Франциск, как и всегда при встрече со мной, долго не выпуская мои руки из своей, нежно улыбался. Так-так, Левушка, расти, красавец, расти, скоро увидишь жизнь несчастных, копи радость, чтобы их облить ею. Таких увидишь несчастных, о существовании которых до сих пора не знал. Пора, пора тебе мужать, не беспокойся и бери их всех и поезжай. Здесь мне помогут, флорентиец скоро пришлется кое-кого, помощники мне будут. Ты всегда готов взять любую ношу, Франциск, но позволяет ли тебе твое здоровье сейчас так много трудиться, ты иногда забываешь, что флорентиец запретил тебе без дневного отдыха нести дежурство. Не беспокойся, друг, я провожу регулярно три часа в день за книгами и это составляет такой отдых, что меня хватает даже на ночной обход. Сегодня у меня была великая встреча. О, как я был счастлив, что мог спасти загнанную судьбой нищенку от верной гибели. Несчастная уже приготовилась утопить своего новорожденного ребенка и последовать за ним сама. Сейчас и мать, и ребенок радуются жизни, и я уверен, что этот ребенок будет большим человеком. Франциск весь сиял. Любовь так и лилась из него. Лицо, которое не загорало ни под каким солнцем, почти прозрачное, с розовыми пятнами на щеках, это лицо выделялось не только своей белизной среди загорелых и смуглых лиц. Оно выделилось бы и из тысячи белых лиц. Такая высокая сила духовности озаряла все черты этого лица. Еще раз я наглядно увидел, что такое любовь, и вспомнил недавно сказанные мне и слова. Ты думаешь, что высокое поведение людей – это героика отречения? Для них же оно – героика творчества и созидания, героика величайшей непобедимой творческой силы, радости. На живом примере я видел сейчас эти слова и двойственное чувство наполняло меня. С одной стороны, я сознавал недосягаемость для себя сейчас подобной психики, с другой стороны, я все же продолжал думать, что человек приходит к такому состоянию любви только через ряд отречений. Точно подслушав мои мысли, Франциск положил на мое плечо руку и заглянул в глаза. Двенадцать было апостолов у Христа, но один Иоанн шел путем беззаветной любви. Все остальные шли путями самыми разнообразными, и если у каждого из них была своя голгофа, то только потому, что сила их страстей должна была развернуться в непобедимость и полное бесстрашие, верность и уверенность. Я уже говорил тебе, что знамение Креста – это сочетание четырех блаженств – блаженства любви, блаженства мира, блаженства радости и блаженства бесстрашия. Эти развитые до конца аспекты любви в человеке приводят каждого к гармонии, и чтобы войти и утвердиться в гармонии, каждый идет своим путем, но придет к этому результату только тот, кто нашел радость пути совершенствования. Жизнь, вся жизнь Вселенной всегда утверждения. Строить можно только утверждая. Кто же не может научиться своей жизни простого дня, своих обстоятельствах, радости и утверждения, тот не может стать светом на пути для других. Но, Левушка, нельзя примерять крест жизни другого. По собственным плечам придется только один, свой, собственный. Сейчас тебе кажется невозможным мой путь. Поверь, что таким же невозможным мне кажется твой. Я не могу себе вообразить, как это я сел бы писать какой-либо роман или повесть. И, признавая все величие пути писателя, изобретателя и так далее, я не могу даже и представить себе, как я мог бы идти одним из этих путей. Кроме смеха я бы ничего не вызвал. Еще меньше я могу вообразить себя в роли Бронского или Анниного, хотя на себе испытал не раз, какая дивная сила, талант артиста и как действенное его влияние. Талант может мгновенно просветлить всего человека, тогда как иные пути духовного воздействия требуют долгого кропотливого труда. Да что искать сравнительных примеров. Если бы мне пришлось вести жизнь и труд нашего общего друга и, я бы не мог его нести, так как не мог бы кочевать среди толп народа и умер бы, не принеся никому ни пользы, ни радости. Крест, который несут плечи человека по его простым дням, всегда легок, но зрение человека так засорено, что вместо гармонии, в которой он должен творить и которую должен облегчать жизнь всех рядом идущих, человек сам же вбивает гвозди страстей в собственный крест и вместо четырех блаженств натыкается на торчащие в кресте гвозди, причиняя себе рваные раны. Сейчас мы пойдем ко мне. Я дам тебе несколько писем к моим друзьям, живущим сейчас в дальних общинах. Передавая им мои письма, присматривайся к ним. Быть может, тебе перестанет казаться таким страшным делом существование человека, затерянного в безвестном кусочке мира, лишенного шумной арены деятельности. Мы двинулись в комнату Франциска, и я не мог отделаться от удивления, как мог Франциск так метко и правдиво разобраться в моих ощущениях и мыслях. Действительно, я нередко задумывался о жизни людей, которых встречал здесь, людей высокообразованных и талантливых, живших безвыездно в отдаленных селениях. Еще чаще во мне мелькало нечто вроде тоски, когда я представлял себе тысячи людей, не покидавших никогда своих глухих селений, из поколения в поколение довольствовавшихся скромной долей жизни в унаследованном от дедов труде и домах. И все эти мои мысли подсмотрел Франциск, и точно пепел разворошил их сейчас во мне кочергой своей любви. Когда мы вошли в комнату, первое, что сделал Франциск, поднял крышку своего мраморного стола, и я увидел под нею чудесную высокую вазу, как мне показалось сначала. Но то была чаша из красного камня, точно рубиновая, и в ней, переливаясь всеми цветами, кипела жидкость. Теперь я понял, что то был жертвенник, и жертвенник Франциска не был похож ни на один из лотарей, который мне приходилось до сих пор видеть. Красная высокая большая чаша стояла посредине, а за нею полукругом стояли чаши гораздо меньше самых разнообразных цветов. Сначала мне показалось, что чаш очень много, но присмотревшись, я увидел, что кроме красной чаш было еще шесть. Три из них стояли справа и три слева. Белая, синяя, зеленая стояли слева. Затем некоторое расстояние и чаши, желтое, оранжевое и фиолетовое, все разных форм и огранки, окружали красную чашу. Из каждой чаши поднимался небольшой огонек такого же цвета, как была сама чаша. Я перенесся мыслями в оранжевый домик, где стоял недавно перед таким же алтарем. Франциск прикоснулся обеими руками красной чаши, ее пламя вспыхнуло ярче и я услышал его шепот «Да будут руки мои и дух мой чисты, как чисто пламя твое, когда буду писать зов твой слугам твоим». Постояв минуту в сосредоточенности, он подошел к письменному столу, достал бумагу и стал писать. Как и все люди, я часто видел, как пишут другие, видел я и рассеянных, как я сам, и сосредоточенно внимательных людей, пишущими. Но лица фигур, подобных Франциску, за его письменным столом, я не видал ни до этого часа, ни во всю мою дальнейшую жизнь, ни разу. Помимо того, что он казалось, забыл обо всем и обо всех, его лицо все время меняло выражение, и так ясна была мимика этого прекрасного лица, что я как будто бы сам видел, кому он пишет, и понимал, о чем он пишет. Я был так увлечен созерцанием Франциска и его труда, что даже не заметил, когда И вышел из комнаты. Предо мной шел точно личный разговор Франциска с его корреспондентами. Проходила целая вереница лиц, а письма скопились целой стопкой, и мне казалось, что это не конверты, сложенные на столе, а кусочки души Франциска, которые он разрывал и запечатывал в них. Но вот он особенно углубился, склонился над бумагой, писал медленнее других писем, точно лучи падали от его пальцев на строки письма, и мне чудилось, что я вижу женскую фигуру с отчаянием, прижимающую к себе мальчика лет семи. Иллюзия была так ярка, что я хотел уже выйти из комнаты, чтобы не мешать женщине говорить с Франциском наедине, как он посмотрел на меня и сказал, учись владеть пространством. Я все время присоединяю тебя к моему труду, чтобы тебе легче было передать мою помощь всем моим друзьям и присоединить к ней еще и твою собственную любовь. Теперь я понял, что образы, которые мне казались плодами моей фантазии, были на самом деле результатами любви Франциска, включавшего меня в свою мысль. окончив последнее письмо, он задумался, погрузился в молчаливую молитву, встал, взял в руки письмо и подошел с ним к жертвеннику. Здесь он опустился на колени, положил письмо на огонь чаши, охватил ее обеими руками, прислонился к ней лбом и замер в экстазе молитвы. Я был потрясен силой, энергией, каким-то вызовом и требованием, которые исходили из сего существа Франциска. И я тоже опустился на колени, потрясенный экстазом любви и самоотвержения моего друга в своей молитве забывшего обо всем, кроме того существа, о помощи которому он молил ведомые ему высшие существа. Как огненное пламя пробежало по мне сострадание к той, о ком молился Франциск, и в первый раз в жизни я понял глубокую силу и настоящий смысл молитвы. Как умел и мог я тоже молился о чистоте моих рук и сердца, чтобы быть в силах передать письма Франциска и не засорить их мутью собственной слабости и страстей. Много усилий я должен был сделать над собой, чтобы слеза, умиление и преклонение перед самоотвержением моего друга и его даже трудно переносимой доброты не скатилось по моим щекам. Сердце мое расширилось, я еще раз пережил слова Али моему брату о нищенствующем Боге, которому надо служить человеке, и еще раз остановился в бессилии перед барьером, где сияли слова «быть» и «становиться». Я видел сейчас одного из тех, кому уже не надо было становиться, но кто был воплощенной добротой. Франциск встал с колен и подозвал меня к себе. Когда я подошел и стал рядом с ним у жертвенника, он сказал мне, если ученик вошел в общение с одним учителем, он вошел в общение со всеми ими. Перед взором тех, кто просветлел, не может быть разъединяющих пелен. В этот миг учитель луча любви дает тебе поручения, передаваемые тебе мною. Внимай всей чистотой сердца и осознай, как все связано во Вселенной, как всюду идет круговая порука. Минуту назад ты не знал о существовании целого ряда людей. Сейчас они для тебя самые близкие священные друзья, ибо несешь им помощь в их страданиях. Я вложу в этот конверт кусочек хитона одного из чистейших и любвеобильных созданий. Если сумеешь сохранить сердце свет и благоговение, с которым стоишь сейчас у алтаря, в ту минуту, когда будешь подавать это письмо, оботри сам ребенка этой матери, которой я пишу тем кусочком хитона, что я вкладываю в конверт. Если же почувствуешь, что ты рассеялся, что образ мой не горит перед твоим духовным взором, отдай матери, пусть сама оботрет им личико своего сына. Постигни в эту минуту, что служение ближнему это не порыв доброты, в которой ты готов все раздать, а потом думать, где бы самому промыслить что-нибудь из отданного, для собственных, первейших нужд. это вся линия поведения, весь труд дня, соединенный и пропитанный радостью жить. Оцени эту радость жить не для созерцания мудрости, не для знания и восторгов любви в нем, не для прославления Бога как вершины счастья, но как простое понимание все связано, нельзя отъединиться ни от одного человека, не только от всей совокупности своих обстоятельств. ценность ряда прожитых дней измеряется единственной валютой, где и сколько ты выткал за день нити любви, где и как ты сумел их закрепить и чем ты связал закрепляющие узлы. Сохрани в памяти эту минуту и укрепись в нити труда со мною, а следовательно и с моим учителем, учителем любви, чье имя Иисус. Мой узел нашей с тобою нити труда я скрепляю всей любовью и чистотой, что живут в моем сердце. Прими мои письма у алтаря любви и пронеси их в той гармонии, какую ты сейчас полон. Та помощь, что подана легко и радостно, всегда достигает цели. Человек проходит высшую ступень, и во Вселенной все светлое говорит, еще один этап пройден нами. Ибо, как я уже тебе сказал, все едино, все связано, ничто не может быть выброшено из треч жизни, хотя бы само оно и не предполагало о своей связанности со всей единой жизнью. Франциск вложил лоскуток конверт, поднес к своим губам письмо, что лежало на чаше и не сгорело от ее кипевшей, как огонь жидкости, перекрестился им, говоря про себя блаженство любви, блаженство радости, блаженство бесстрашия, летите гармонией моей верности и влейте сердце существа, о котором молю тебя, учитель, друг и помощник света и любви. Пламя в чаше вспыхнуло, Франциск, а за ним и я еще раз преклонили колено перед жертвенником, и он опустил крышку стола. Передав мне целую пачку писем, некоторые из них состояли из нескольких слов, он завернул их в красивый шелковый платок, напомнивший мне синий платок сэра Уоми, только платок Франциска был мягкого алого цвета. Невольная ассоциация всколыхнула во мне воспоминания об этом чудесном человеке, и я спросил Франциска, знает ли он сэра Уоми? «Знаю, знаю, дружок Левушка, а вот Хаву не знаю, не видел. Как ты думаешь, испугался бы я ее черноты?» Франциск весело смеялся, глаза его блестели юмором. «Мне сейчас очень стыдно, Франциск, но должен сказать, что я был так испуган при встрече с ней, что до сих пор помню мои тогдашние чувства. Теперь, когда я долго пробыл среди людей, чувства и силы которых не знают ни страха, ни раздражения, я и сам изменился, и многие прежние мои понятия уже не существуют. Раньше я не мог даже понять не только перелись в действие, что каждый встречный мой единый. Я не понимал, что вовсе не важно, каков единый в нем, а важно, как мой, во мне живущий единый, приветствует Божественный огонь во встречном. Теперь же я не могу себе представить, как можно встретить в человеке одни его личное качество, а не огонь единой жизни. Я стал теперь понимать и другое, о чем мне часто говорил И, что здравый смысл земли и такт самого человека составляют неотъемлемое приспособление, без которых невозможно нести свое дежурство и уметь передать помощь учителю людям. Мне совершенно сейчас ясно, что знать это значит уметь. В эту минуту во мне исчезла какая-то часть помехи к тому, чтобы быть и становиться. Это очень и очень большой шаг Левушка в духовном росте человека. Раз или два каждый человек может поступить по-ангельски. Это, конечно, много, но не эти поступки составляют путь освобождения, а только простой трудовой день. Когда будешь передавать мое письмо старцу старанде, внимательно присматривайся к нему. И не только к нему одному, но и ко всем тем старикам, которые живут с ним в одном доме. Весь этот уединенный большой дом наполнил людьми всю жизнь усердно искавшими Бога и путей его, но ни у одного из них не было и нет до сих пор ни чувства такта, ни понимания истинной красоты. Всю жизнь их духовное искание были в противоречии с их действиями. Они все без исключения добры, готовы были отдать последнее, что имели, и все же ничего, кроме раздражения, не умели посеять вокруг себя. Даже пройдя через многие страдания и добившись приезда в общину, они и здесь не могут быть гармоничны, и здесь их ауры вечно дрожат вспыхивающими огнями и нарушают мир в любой атмосфере, куда бы ни попали. Для некоторых из них, в частности, для старанды, уже безнадежно достичь в этом воплощении так-то и развитого чувства красоты. В нем закоренело и по старости одеревенело его самоутверждение. В него как ржавчина въелось представление, что прав только он один, а остальные судят поверхностно о великих истинах. Он считает, что если он понял слова учителя именно так, по-своему, то истина тут-то и есть. И когда ты видишь и знаешь, что он понял все на выборот, то все равно остаешься бессильным ему объяснить, потому что нудная одеревенелость его самости заставляет его молча тебя слушать и про себя думать. Ладно, говори, я сам знаю, что мне нужно и как мне лучше. Знакомись с этими людьми, будь бдителен. Распознай яснее, что такое утверждение жизни в себе и вокруг, утверждение ее аспектов в себе и вокруг и что такое перекрасившийся в организме эгоизм, принявший глупую и упрямую форму самоутверждения. Такой человек, не споря с тобой, якобы избегая внести раздражение, якобы оберегая твой дом или встречу, того не видит, что уже раньше встречи с тобой тебя осудил, уже вперед знает, что ты поступишь не так, как надо по его высшему пониманию. Он и до встречи с тобой, молясь о тебе, просил своего Бога просветить тебя, но постараться развернуть из своего сердца луч радостной любви, собрать свои мысли в пучок света и бросить их тебе под ноги, как ковер любви, он не подумал. Если с тобой случилось несчастье или большая неприятность, он скажет со вздохом, «видно, ты так заслужил, но не прильнет всею большой любовью к твоим ногам, чтобы принести тебе в дар хотя бы свое утешающее слово, что ему подсказал такт, если не имеет драгоценного масла сострадания, чтобы омыть твое горе или неудачу и помочь тебе их перенести. Если он вызвал тебя на раздражение, если он докучает тебя своими бестактными просьбами, часто выпрашивая у тебя нужные тебе вещи и сам несет их другим, благотворяем за твой счет, то все же вся его благодарность тебе выразится в том, что он скажет тебе, нас как будто учитель учит другому, а ты вот раздражаешься. Сам же опять-таки не поймет, что сердце его похоже на сухую губку и он не может внести мира, потому что никого не любит сам. Да вряд ли когда и любил, хотя несомненно думал, что любит». Часто эти люди бывали много и горячо любимы, но их внутренняя сухость под внешней ласковостью отдаляла от них всех. Все их друзья уходили в смерть или отходили в глубоком разочаровании. Люди эти оставались в полном одиночестве и все же не могли понять своей огромной виновности перед жизнью. Но каждый из них имеет и свои большие заслуги, а потому эти люди наши. Сама жизнь находит способы дать им возможность долголетия, чтобы они имели время сбросить с себя предрассудок внешнего смирения, под которым живет большая гордость. Жизнь ждет, давая время их старой иссохшей губке сердца наполнится вновь любовью, очищенной и радостной. И иногда она успевает в этом. И старец добивается полного переворота в себе, достигает истинного смирения, которое помогает ему легко нести день лишений. Самое печальное в этих людях их непримиримость. Всю жизнь они жаждут подвига. В их мозгу часто шевелится мысль пострадать. Но когда им приходится переносить лишения холода и голода, они переносят их в высшей степени тяжело. Здесь выявляется, как мало нажил в духе своем настоящего героизма человек, всю жизнь стремившийся к подвигу и отказывавший себе в мясе и рыбе. А когда настала пора без мысли о подвиге, вегетарианство, просто перенести то, что переносит огромная часть людей-бедняков всю жизнь, у них не хватает силы даже улыбнуться такому пустяку, как внешние лишения. Присмотрись, Левушка, и вынеси урок не для пользы психологического анализа будущего писателя, а для широчайшего раскрытия любви и сострадания, для радости знания, как труден каждому его путь освобождения и как нельзя судить человека, но можно лишь учиться у него, раскрывая самому себе свои немалые пороки и слабости. Раньше, чем передать каждому из моих адресатов письмо, приготовь всего себя к этому священному поручению, вспомни, как мы вместе с тобой стояли у горящей чаши любви, и раньше, чем подать письмо о мой руки и сердце в ее огне. Иди, дружок, до твоего отъезда мы больше с тобой не увидимся, но мысленно я буду с тобой всюду. Франциск поцеловал меня и добавил, чтобы я шел домой один, а И придет, когда кончит дела, чтобы я о нем не беспокоился. Я вышел с территории больницы, нагруженной драгоценными письмами. В первый раз я получил поручение от человека, так высоко превосходившего меня своим духом. Я мысленно приник к флорентийцу, прося его помочь мне выполнить эту задачу в наибольшем самообладании такте и любви. Я нес мой сверток как святыню, и мне не хотелось никого видеть, ни с кем говорить. Я выбрал самые уединенные тропки и пришел в свою комнату, никем не замеченной. Спрятав пакет Франциско, я сел читать записную книжку брата. Мой растревоженный дух не мог сразу перейти к делам земли. Я должен был прийти к полному равновесию и самообладанию, и записная книжка брата Николая была как раз ключом к ним. Глава девятая Третья запись брата Николая В нашей последней беседе мы с тобой говорили о путях ученичества, о том, что нет путей легких, что совершенствование дается человеку всегда и во всех областях творчества большим трудом. И чем выше поднимается человек в своем творчестве, чем шире становится его горизонт, чем дальше он видит путь и возможность достижения, тем яснее сознает и беспредельность совершенства и малую степень достигнутого им самим. Это присуще всем истинно даровитым, всем творящим, а не мастерящим, всем вдохновенным, а не вертящимся в вихре ложной экзажирации и старающимся выдать свою кустарщину духа, плоти и расчета, пылающую пафосом за истинное творчество огня вдохновения. Но среди всех трудных путей ученичества есть три пути, в которых трудности так велики, что идти ими могут только те избранники, что стоят сами уже на грани совершенства. Первый из этих путей путь любви, второй путь скорби и третий путь ясновидения. Я вижу на твоем лице великое изумление. Тебе кажется, что именно эти пути, свидетельствующие о высокой ступени духовного совершенства должны быть легче других. Сейчас ты поймешь, в чем особая трудность каждого из этих путей и что должен победить себе каждый человек, чтобы идти ими. путь любви в том смысле, как его представляют себе люди, не существует. Человек, воображающий, что он понял, что такое любовь, понял только одно – милосердие бесконечно, пощада не знает предела и отказа, а потому за все им содеянное он получит индульгенцию не только от Папы Римского, но и полное всепрощение от живых небес. Обыватель не прекращает своих надежд на то, что его отмолят те святые, к которым он привык прибегать в своих молитвах. Но что такое молитва? Как приготовить себя к ней? Об этом он не только не думал, но даже и не предполагал этой необходимости. Он отлично знает, как надо приготовить себя к еде, ко сну, к серьезному разговору, но к молитве отношение одно – поспешный крест, еще более поспешное бормотание или громкое рыдание и долгое бормотание, и выполнен необходимый для святого ритуал. У обывателя представление о людях, идущих путем любви, сводится к требовательности к ним. Без всякого стеснения люди идут к ученикам, высыпают им весь короб своего мусора, вроде слез от обиженного самолюбия, ссор, недостатка средств и так далее. И бывают очень обижены, если встречают не распростертое объятие и поглаживание по голове, а спокойное отношение к их периоду сумятицы. Они ведь пришли туда, где их должны выслушать и утешить. Находясь на ступени само, а не человеколюбия, они и представить себе не могут, что прочел в них ученик, уже давно перешедший, из ступени самолюбия в истинное человеколюбие. Не видя сами, не сознавая в себе и потеряв чувствительность к той мути мертвящего потока эгоизма, который живет в них и вокруг них, и который они втащили в жилище ученика, люди глубоко уверены в своей правоте и уходят раздраженными, уколотыми в своей гордости за ту, якобы, холодность, которую они встретили в ответ на свою откровенность, в жалобах и стонах. Каждый из учеников, идущих путем любви, натыкается десятки раз в своем трудовом дне именно на эти встречи. Как драгоценные перлы среди навозной кучи находит он в случае истинного горя, где всею своей любовью спешит освободить и раскрыть человеку его собственные глаза на сокровище его живой любви, им себе носимой. ученик пути любви это чистый, стоящий у грани совершенства, который победил себе все страсти. Это тот, в ком уже нет его личных качеств и достоинств, но в ком ожили и движутся все аспекты его единого. Такой ученик, поскольку в нем движутся все аспекты единого, уже не только единица всей вселенной, он единица вечного движения, очищенная от самолюбия и несущая на землю радость одного человеколюбия. Как ты представляешь себе, друг, какой устойчивости должна быть гармония такого существа? Что за силу должен нести в себе такой ученик, чтобы выносить ежесекундные удары встречных аур и не разбиваться от дисгармонии встреч? Силы воли такой нет, есть только одна сила неразрывное слияние со всей единой жизнью и так как у ученика на пути любви уже побеждено все от самолюбия и горит немигающим огнем все от человеколюбия, то никакие удары и наскоки эгоистических аур не могут разбить его гармонии. Дух его огонь и не только потушить, заставить померкнуть, но даже колыхнуть его пламя не могут все усилия злых, вся муть и жалобы ищущих земных благ и благополучия, но утверждающих, что ищут света и путей его. Таков дух ученика любви, но плоть его, живущая по законам земли скорлупа, нередко бывает раздроблена, страдает тяжкими болезнями, вбирая в себя злобные и раздраженные огни встречных. Среди всех ученических путей есть много случаев заболеваний плоти. Среди пути любви они чаще. Только немногие люди, особенно подготовленные владыками карм для задач служения человечеству в течение веков, могут держать в повиновении плоть и проходят свой урок векового труда в полном здоровье. Но они и иначе воспитываемы и оберегаемы высшими способами знаний, которых тебе в эту минуту твоего развития не понять. Итак, сейчас тебе ясно, что путь любви это не сентиментальное колено преклонения перед теми или иными грехами или бедами людей, не утешение леденцами плачущих младенцев. Но великая миссия помощи раскрывания в каждом из встречных его страстных пелен, окутывающих грязными и мрачными пластами живые частицы единого в человеке живущего. Путь любви был бы невыносимой пыткой и приводил бы к мгновенной смерти каждого ученика, если бы в самом ученике могла еще жить хоть капля эгоистического я. Но уста любящего раскрываются улыбкой милосердия всюду, где он мог вобрать в себя мутную волну плачущего встречного и проколоть его плотные покровы до самого сердца, чтобы ввести туда каплю, своего света. И никогда безнаказанно для плоти ученика не проходит переливание его духа в другое сердце. В каждую из таких встреч он вбирает в себя свои нервы, свою кровь, свое сердце, поток грязи и скорби встречного. Их тяжкий яд и смрад остаются в его теле, облегчив встречного. Кроме этой тяготы путь любви имеет и еще тяжелую сторону. Очи духа ученика давно прочли до дна сирана человека, давно поняли среди его мигающих и коптящих огней все его возможности, всю правду и всю ложь, все величие и всю мелочность его существа, а многоречивый жалобщик все еще на все лады разливается, стараясь выказать себя, как можно чище и возвышеннее описать красочнее свои страдания. И здесь спасает ученика его полная невозможность ощутить что-либо, как раздражающее или возмущающее начало. Ученик любви уже не может двигаться и жить по законам одной земли и ее человеческой, узко понимаемой, земной справедливости. Он, как живая единица движущейся жизни, живет по мировому закону, целесообразности. В иные моменты, когда эманации людей делают чашу ежедневного труда ученика чрезмерно тяжкой, и дух его страдает под ними не менее плоти, к ученику всегда спешит на помощь один из ближайших к нему учителей, хотя бы он и не был его личным учителем или поручителем. Эти мгновения особо отяжеленной чаши всегда новая ступень пути ученика к свету и совершенству. Каков бы ни был путь ученика, где и как бы он не двигался в своем служении ближним, эти мгновения голестного прохождения ступеней совершенства неизменно сопутствуют всем ученикам. Ты недоумеваешь, ты уже понял важнейшее духовное правило «знать» это значит уметь и рассуждаешь по земной логике логически правильно. Раз ученик знает, ему легко и действовать. Это будет правильным в том случае, когда все страсти ученика перешли в силу радости. Тогда и ступени, кажущиеся самыми тяжкими, становятся все легче и, наконец, не замечаются и не ощущаются учеником, иначе как особенно яркие приливы радости. Но к этому состоянию духовной мощи, как я тебе уже сказал, приходят те ученики, в ком ожили и движутся все аспекты их единого. Тогда духовное «знать» значит уметь. Путь любви несет каждому встречному примиренность. Это его особая черта, и именно этой особенностью наиболее ценен путь любви среди всех путей ученичества. Не ту любовь цени среди своих встречных, где люди будут петь восторженные гимны своему Богу, учителю, друзьям, или плакать и пылать преданностью к тебе. Такие любящие мало ищут на самом деле отдать, а ревнево следят, немало ли им воздадут наград за их верность. Цени и сей любовь ту, где встречный, не нарушил мира чужого дома, не раздражил и не досадил чужому сердцу. Ты перешел сейчас из жизни стучащего и ищущего вреди тех, кому открылось и кто нашел единственную тропу жизни среди миллиона иллюзий. Но не считай, что в психике ученика что-то меняется именно в тот момент, когда он видит и находит учителя. Я говорил тебе нашу пословицу. Готов ученик, готов ему и учитель. Давно уже я давал тебе знать о моем присутствии. Давно я прислал тебе старика странника, который обучил тебя языку пали, но тебе и в голову не приходило прислушаться к его рассказам внимательнее и глубже. Учился ты охотно, так как тебе хотелось прочесть старинные книги, случайно купленные в нищей горной хижине, предназначенные к уничтожению. Но скептицизм мешал тебе вникнуть в слова старца, в его рассказы об Индии, и ты, недооценив, не отдал должного внимания встреч. Рассказывая тебе теперь о трудностях пути, я обращаю твое особое внимание на черту скептицизма в человеке. Тот, кто не может верить, чувствовать, быть преданным своему делу до конца, тот не может быть вовсе учеником. Сколько бы с ранней юности человек-скептик не искал Бога и путей его, учителя и встречи с ним, раз он не умеет быть верным до конца, все его поиски напрасны. Одной рукой он будет искать книги, переписывать слова мудрости, а другой своей деятельности простого дня, разрушать все доски моста, что ведет к этой мудрости, к учителю, к живому небу. Мост, по которому идут к учителю, каждый строит себе сам. Из собственного сердца он вырастает и тянется так далеко, как велика верность человек. Мост сердца каждого ученика обязательно коснется другим концом сердца учителя и связывает оба конца верность ученика. Представь себе теперь образно, может ли человек-скептик выстроить такой мост из своего сердца, если дух его постоянно разъедается сомнением? Я прислал тебе старика. Почему же ты ему не мог поверить до конца? Ты был полон иллюзий о необычайной пышности учителя. Ты не мог понять первоначальной истины. Никто тебе не друг, никто тебе не брат, но каждый человек тебе великий учитель. Предрассудок, когда ты желал видеть учителя в славе и почестях, в чудесах магии и внешнем великолепии, мешал тебе увидеть в нищем старике моего гонца. Ты пойми навсегда, что наш гонец не кричит на базаре, а нужно нам и муравей гонцом будет. Сейчас в эту минуту от твоего скептицизма не осталось и следа. В твоем сердце устойчиво горит энергия верности. Но разве это случилось именно в эту минуту? Разве месяц назад, спасая девушку от пьяной ватаги бандитов, бросившись один на пятерых на плохом скакуне, ты не прошептал «учитель ко мне». И я услышал твой зов. Я послал тебе мою помощь. Ветер ногам твоего коня, мощь твоей разящей руке, робость и ужас в сердца разбойников. Перед каждым из учеников луча любви стоит не только дракон сомнений, но еще и дракон доброты. Обычно по обывательским понятиям добрый, то есть ложно добрый, не может пройти ворот испытаний, ведущих вообще к пути ученичества. Истинно же, по общим понятиям, добрый не победит ворот, ведущих к лучу любви. Он победит дракона скептицизма и сомнений, но перед драконом доброты остановится. Чтобы нести по серому дню чашу любви, надо носить в сердце и переливать в действие дня не простую обывательскую доброту и даже не простую настоящую доброту, необходимую в каждом луче, но доброту ту, высшую, доброту мудрость. Чем же разнятся эти две доброты, что присуще каждой из них. Обе они действия милосердия, но там, где простая доброта будет искать возможности утешить и успокоить, доброта высшая прочтет весь путь человека, его вчера, его сейчас, его завтра, и будет искать наиболее активного приспособления пробудить человеке его энергию не только земного восприятия фактов, но и связи их с двумя планами, со всей жизнью, с вечностью. Высшая доброта пути любви – это конгломерат такта радости, самоутверждения и энергии, пробуждающих силы человека. Как кипяток кипит дух доброго в чаше его любви, и чем освобожденнее его дух, чем большее число аспектов единого движения в его организме, тем ярче всеми цветами радуги переливается дух его творящих сил в чаше, производя впечатление кипящей огненной жидкости. Доброту луча любви можно было бы назвать добротой предвидения, ибо ученик ее несущий в одно мгновение видит весь путь, по которому можно направить дух встречного к миру и самообладанию, читает возможности его силы и мудрости и редко гладит по головке, а чаще берет бич и гонит из сердца встречного робость, предрассудки самолюбия, рассекает узость его духовных горизонтов. Проникая в святая святых человека, ученик любви разрывает нитку мелочных жалоб одним твердым указанием человеку на рубцы от ран, которые он нанес себе собственными предрассудками. Они легли, как горы мусора вокруг него. Если человек может прозреть и понять, как сидит в кольце предрассудков, что сам создал, он оценивает, принимает и благословляет свои обстоятельства, и связь его с учеником пути любви устанавливается на века. Он идет примиренный и проходит, рано или поздно, в тот духовный план, где живут в двух мирах. Если же мелочность его подавила раскрывшееся на миг свету сердце, и его порыв святой радости затукает, и встреча потухла, как фитиль от коптящего масла. И до новой драгоценной действенной встречи могут пройти века. На человеке такая встреча рубца не оставит. А на ученике была ли встреча действенной, была ли она пустоцветом, в обоих случаях на ученике остаются следы. От встречи действенной, когда устанавливается связь, и человек движется к освобождению, в ауле ученика остается лишняя звезда, как действенный знак слияния любви. Если же ученик принес безрезультатно свою чашу любви к устам, ногам и сердцу человека, и встреча осталась мертвой, на всю его дальнейшую жизнь легла связь этой неудачи. И на странице его книги жизни появится вековая запись о невыполненном долге. И до тех пор, пока в новой встрече, а иногда и в целом ряде встреч, ученик не достигнет творческого результата и не сумеет повернуть дух встречного к свету и миру, листы его книги жизни все будут оставаться склеенными его невыполненным обязательством. Вдумайся во все то, что я тебе сказал, и никогда не набирай долгов и обязанностей, которых на тебя никто не возлагал. Тебе не совсем ясно, почему так строг и неумолим в ученичестве закон добровольного послушания. Если бы этот закон не был беспрекословен и не оберегал бы учеников, они закабалили бы себя на века в совершенно бессмысленные обязательства, которых по неведению набрали бы сверх всякой меры. Главное, без чего нельзя нести чашу любви, это мужество сострадания. Человеку кажется, что сострадание это пуховая подушка под больную голову, а ученику видно, что это лезвие ножа. Боль временная спасает от верной и вековой гибели. Не слово нежности и слеза, но бесстрашие, и слово, помогающее мужественному раскрытию духовной ошибки, указание на задачу веков, а не на крошечный кусочек земного воплощения. Задача встречи ученика это умение найти в себе и встречном такие приспособления, которые помогли бы обоим зажечь в себе огонь мира и мудрости и слить их в один общий костер гармонии, куда нить учителя льется неудержимо. Ученик, всегда ставящий на творческом мосту сердца образ своего учителя, должен победить себе все личное восприятие вошедшего к нему человек. Только крепко держа руку учителя, видя через его глаза то вечное, что обличено в форму данного мгновения и вошло к тебе как человек, ты, мой ученик, сможешь быть действительно полезным своему собеседнику. Представь себе, что к тебе вошел старик, которого ты давно знаешь, с которым когда-то ты был близок и дружил, но когда между ним и тобой легли годы твоего усиленного духовного роста, они прорыли между вами огромное пространство. Ты двинулся в совершенно иное колебание волн, их чистота и длина открыли тебе новые звуки, новые краски и формы, но эти достижения пришли через твой индивидуально неповторимый и недоступный для другого духовный путь. Ты не можешь ни передать его, ни объяснить твоему старому другу, который, быть может, тоже двигался по своему пути освобождения, но не мог вступить в фазу твоего раскрепощения и развития. Унылая картина недовольства тобой твоего старого друга почти всегдашний финал земных дружб, основанных на обоюдном непонимании до конца того, что такое дружба, во имя чего она заключается, в чем ее ценность для всех людей. Дружба, заключенная только потому, что один одинок и не имеет сил нести свой день радостно и легко без физической подпорки своим духовным силам, а другой не может удержать сердце своих восторгов от духовных движений и должен переливать в чьи-то уши и сердца поток своего света. Эта дружба всегда приходит к определенному финалу, ибо уже в самом зачатке носит себе крах. Не свет в путь другого нес каждый из сдружившихся таким образом. Каждый из них видел ни единого огонь, не жаждая вливать как можно больше спокойствия в день другого, чтобы в нем росла сила света, не мигала и горела ровным огнем. Каждый из сдружившихся искал подкрепление лично себе, а единый болтался как брелок среди тысячи таких и иных бирюлик, служивших манками этой дружбе. Бывает и еще род дружбы, где преданность доходит до фанатизма. Один спешит выполнить желание другого, но всегда ждет, чтобы другой наградил его за эту преданность. Здесь также очи слепы и также ни один из друзей не может стать совершенно бесстрастное и беспристрастное отношение к делам и действиям другого. Здесь тоже не у ног учителя бьются сердца, чтобы жить только в творчестве вечного, в двух мирах, но в мире только одной земли. Я совсем не говорю о тех бесчисленных случаях уродства, называемого дружбой, где главным звеном живет требовательность к людям. Об этом, как и о любви, основанной на требовательности, говорить не стоит. Это еще та низкая ступень духовного развития, где ни о каком ученичестве, ни о каком свете на пути и речи быть не может. Это еще преддверие, где только начинают зарождаться высокие человеческие чувства самоотвержения и преданности, но которые выливаются в действие как эмоции и порывы и никак не переходят даже в силы, не только в свет. Что же такое дружба учеников? Это простая и высшая доброта, лишенная условностей и предрассудков. Если ученик принес другу своему помощь в его трудном дне, он нес ее не ему как таковому, не своей рукой, от своих щедрот, но нес как гонец учителя, ибо был им послан и нес его дар встречному. Если он брал на себя обязательства перед другим, он брал его не на себя, а на весь круг невидимых помощников и защитников, то есть он был гонцом двух миров и выполнял задачу живого неба на земле. Сам же он только таким гонцом живого неба себя и ощущал, забыв, что между ним и его другом была целая куча условных перегородок, называвшаяся социальным положением, годами, бедностью, богатством и так далее. Дружба учеников не может состояться по заказу, потому что оба идут ученическим путем, и надо развивать от ума идущее дружелюбие. Каждый из учеников, если он действительно стоит в своем дежурстве перед учителем, понимает все неисчислимое множество путей света, поэтому он знает, что нет никакой возможности сблизиться с теми из учеников, что идут путями строптивцев. Это совсем особый путь, и в данной точке твоего развития ты не сможешь ухватить почему и как люди приходят к этому пути. И я упомянул о нем только для того, чтобы ты знал и понимал, как часто ты будешь натыкаться на людей очень высоко развитых, но с которыми сблизиться, не только сдружиться, ты не сможешь. В начале ученичества и самому ученику, и очень многим из окружающих его, знающих о его ученичестве, кажется, что он должен стать чуть ли не святым по своей доброте, выдержке и такту, но этого легкомысленно и самому от себя требовать, и другим с ученика спрашивать каких-то экстренных перемен. Это так же легкомысленно, как воображать, что смерть физического тела вносит какое-то ураганное изменение в дух человека, и он становится или святым, и идет в рай, или грешником, и идет в ад, покончив в одно мгновение счеты с прежней жизнью. Нет ни рая, ни ада, есть все та же жизнь, продолжающаяся в облегченной форме, так же точно, как нет революционных толчков в пути ученичества. Все толчки, все взлеты и падения – это преддверия ученичества. Каждое глубочайшее переживание вталкивает человека в ущелье, где он мечется во тьме, пока не увидит светлеющих ворот впереди. Увидя, он идет к ним по тропе той ровности, какую создал сам своею мудростью в период метаний и страданий. Что необходимо ученикам, чтобы между ними засияла дружба? Обоим стоять в верности перед лицом учителя, в верности до конца. Это единственное условие, остальное не играет роли. Но путь строптивца и здесь исключение. Строптивец может быть вернее всех верных и все же он пройдет свой путь земли, не приобретя себе ни одного друга и по тем или иным поводам со всеми перессорится. Проверяя свой день дежурства бдительно, бдительнее всего остального, разбирай свои ошибки так-то. Многое можно упустить в труде дня, многое можно не довести до конца, но есть три момента в поведении ученика, где ошибок допускать нельзя. Эти моменты с первого дня ученичества должны стоять в центре внимания, такт, обаяние манер поведения и отсутствие язвящего слова в речи. Для ученика первой ступени уже не может существовать духовный розник как разъединение с кем бы то ни было. Конечно, я не говорю об учениках луча любви, где нужно уже высокое духовное совершенство, чтобы двигаться в этом луче, атмосфера которого выше и более давяща для людей, чем атмосфера прочих лучей. Но для каждого ученика уже нет возможности зацепиться за чужой грех или страсть, как бы он ни был внешне не выдержан. Внутренне каждый принятый в ученике непременно член слиянного тела единой жизни. Но, будучи вполне доброжелательным внутри, ученик может быть лишен такта, и тогда при его продвижении вперед со всех сторон, как цепи, сплетенные из шипов роз и акаций, встают внешние препятствия, и он может, раскрывшись во всю полноту сил мудрости во многих отношениях, превосходя знаниями и внутренним совершенством многих и многих, все стоять на месте своей первой ступени. Что бы ни делал в своем простом дне ученик, если он ежедневно не достигает успеха во внешней форме подаваемого дела, если так-то его развивается плохо, вернее сказать, и не развивается, и не повышается, он мало успел в дне перед учителем, хотя бы наделал много дел по мнению людей. В манере внешней подачи своего дежурства ученик никак не может идти в сравнение с обывателем, нельзя сразу дойти до обаяния, если оно не дано как дар природы, но можно бдительно следить за отсутствием неряшества в доме, безобразие в платье и белье, чавканье во время еды, за порядком пуговиц и тесемок и так далее. Каждая встреча, где была одна внешняя лицемерная вежливость, а в душе думал, «скорей бы ты ушел», была таким же выпадом из дежурства, как и встреча, где ты подал ковш добра, но раздражился или был неприятен в обращении. Третий момент «язвящее слово», которое сорвалось с уст ученика, должно показать ему самому его неполное доброжелательство. Следовательно, надо понять, что в такой момент человек не только выпал из ученического дежурства перед учителем, но и выпал из единения со всеми кольцами невидимых сотрудников. Как развить в себе бдительное внимание к этим трем наиважнейшим в самодисциплине приспособлениям? Если ты будешь давать своему вниманию эти три задачи как таковые, то весь твой трудовой день пройдет еще более затрудненным, чем тебе подали его твои обстоятельства. Но если ты будешь просто стоять в своих мыслях рядом с учителем и будешь действовать, все время ощущая себя в его присутствии, то никаких специальных задач твоей бдительности тебе прибавлять не придется. Кроме того, каждому неофиту в его первых шагах дается всегда такое большое количество невидимых покровителей, следящих за всеми его действиями, что ему проходить свои первые шаги сравнительно легко. Перед тобой, мой друг, лежит еще много рубиконов, но один из них важнее всех. Вот он. Ты привык к полной независимости, к полной свободе передвижений, к поискам истины без всяких направляющих тебя рук. Теперь, если беседы мои всколыхнули в тебе огонь творящего духа и сердца, если ты понял меня и поверил мне, иди за мной, но иди так, как буду видеть и указывать тебе я. Я объяснял тебе, что закон беспрекословного повиновения добровольного не создан в ученичестве, чтобы давить волю ученика, но чтобы защищать его от чересчур рьяного, его же желания служить всем и каждому и по недостатку знания, набирать долгов и обязательств свыше мер. Этот закон ограждает ученика от разбрасывания. Он помогает ему стойко и радостно стоять у тех мест, где его поставил учитель, и не бегать от одного места к другому только потому, что кто-то ему прокричал, что он нуждается в его помощи больше другого, и надо все бросить и бежать оказывать помощь именно ему. Ученик в дне своего дежурства у учителя должен сознавать себя стоящим на страже с примкнутым штыком именно у того порохового погреба, где его поставил учитель. Он не может перебегать с места на место. Если же получит указание учителя переменить место, даже изменить весь метод или путь, то здесь указаний мелочного характера ждать не должно. Надо самому понимать, что у порохового погреба не годятся подошвы с гвоздями, а по горам не карабкаются на резиновых подошвах. В ученичестве нужна наибольшая самостоятельность в активных действиях простого дня. И в этой самостоятельности необходимо научиться развивать все свои качества и приспособления для действий на земле среди людей самых различных положений, характеров, развития. Сейчас тебе ясно, что такое путь ученического освобождения. Доведи понимание до конца. не обязанность или кабалу монастырского пострига берет на себя ученик, но вступает в новую широкую и радостную полосу знаний, которые ему подает чья-то любовь, услышавшая призыв его чистого сердца. В следующий раз я скажу тебе о пути скорби. Запись брата снова обрывалась, и, очевидно, между прочтенными мною только что и следующими строками прошло какое-то время, так как и чернила, и манера письма были разными. Я был так поглощен словами записи, так глубоко поражало меня ее содержание в связи с пережитым мною самим, что я не замечал, как летело время, как это принимался самостоятельно утолять свой аппетит, и как за окном стали спускаться сумерки. Я перевернул страницу и снова стал читать. Оставшись один, я не сразу пришел в себя. Мне все казалось, что я слышу низкий, с характерным тембром голос моего чудесного гостя. Странно я себя чувствовал. Вокруг меня в комнате стояла тишина, даже буран за окном казалось мне выл как-то мелодично, но тишина впервые в жизни показалась мне не мертвой и молчащей, а говорящей, поющей, сияющей. О, как я понимал сейчас эти слова брата Николая. Для меня так недавно стало красноречиво говорящим молчание природы. Так недавно я понял голос безмолвия, так недавно ощутил жизнь цветов, трав, деревьев. Моя мысль снова перенеслась к жизни брата-офицера. Я опять подумал, как трудно, вероятно, было ему жить среди духовно и умственно убогого окружения. И какими же необычайными духовными силами должен был обладать сам мой брат, чтобы дойти самостоятельно до встречи с Али. А что это был именно Али, в этом я теперь уже не сомневался. Многое вспоминалось мне из слов и действий брата, что только сейчас я связывал стройную нить образов, все яснее понимал, кто был брат Николай, и как я под для него жил ряд лет, даже не предполагая, под ли человека какой высоты я нахожусь. Я не позволил себе улететь в воспоминания и стал читать дальше. Я стал вообще замечать в себе нечто новое, какое-то прозрение, читал я, как будто бы все мои нервы стали восприимчивее, слух тоньше, глаза видят зорче. Это очень странно и удивляет меня самого. После бесед с моим чудесным другом очертания его фигуры остаются, надолго запечатленными в моей памяти и мне все кажется, что я вижу какое-то светлое облако на том месте, где он сидел. Я мало начинаю осознавать время моего пребывания здесь и замечаю только, что я вдруг прихожу в себя точно с неба сваливаясь, потому что немой слуга прикасается ко мне и дает мне понять жестами и улыбкой, что надо есть, или спать, или пройти к коням или еще что-либо. Странно, более странно, чем что-либо другое, но я стал понимать совершенно точно, что мой слуга совсем не немой. И второе, я стал читать решительно все его мысли, точно его голова связана с моей нитью движущихся образов. В первую минуту меня это поразило, и я остолбенел, смотря в лицо немого, но, заметив искорки юмора в его глазах и плутовскую улыбку, с которой он смотрел на меня, я пришел в себя. В эту минуту я отдаю себе отчет еще в одной новой, открывшейся во мне силе. Я твердо знаю, когда придет он, мой чудесный друг, и не только знаю, когда придет, но когда он еще далеко и только идет. Но ни разу мне не удалось подметить самого момента появления моего гостя, то ли от слишком напряженного ожидания я утомлялся и засыпал, то ли я чем-либо рассеивался, то ли меня отвлекал своим говорящим молчанием слуга, но каждый раз я вздрагивал, совершенно неожиданно встречаясь взглядом с незнакомцем. Огонь его глаз все так же приковывает меня, но теперь я уже не страдаю от невероятного давления его чистоты, которая также превосходит меня, как недосягаемая чистота и любовь Бога. И на этот раз я не уследил, когда и как он вошел, я поднял глаза и увидел его сидящим на обычном месте, но еще более ярким и ясным, чем накануне. Он сразу стал говорить, очевидно, так же не нуждаясь в условном приветствии, как не нуждался в нем я, ибо все мое существо не только жадно ждало его, но я с ним и не разлучался, впитывая в себя брошенные и мне мысли. Сегодня я хочу тебе сказать о величайшем из путей ученичества, о пути скорби. Прежде всего, что есть путь скорби? Это не самый способ проходить свое освобождение. Это великая самоотверженность тех людей, кто решается идти по земле вестником скорби, неудач и несчастья для всех тех, куда его пошлют владыки карм и рука их учителя. Какой смысл пути скорби для людей? По верованиям христиан Христос сошел в ад, чтобы спасти души грешных от вековой гибели. Его сошествие в ад было прогнозом христианства. Оно принесло новому человечеству закон кармы и развеяло иллюзию добродушно-морального равнодушия к текущему моменту жизни, к тому сейчас, которым живет человек, которое можно прожить бездейственно, положившись на провидение. Активная энергия, принесенная людям Христом, выдернула из-под ног невежд основную опору лицемерия и подала пример действия до конца, действия личной доброты и любви. Принести грешным можно только весть пробуждения, и именно она одна и будет вестью спасения. Но принести кому-либо самое спасение, в котором человек будет только кулем, плохо поворачивающимся и жалующимся на неудобство своего положения, эту иллюзию разбил Христос. Его миссия пробуждения человека к его полному духовному росту. Он живет и по сейчас, живет, движется и творит руками и ногами человеческими. Каждый из учеников скорби его ближайший сотрудник, его первоначальное орудие, через которое идет начало формирования духовного пути целого ряда людей. Гонец скорби это всегда одаренный огромным количеством талантов, никогда не средних способностей человек. Это последняя стадия перед новым воплощением в образе гениально одаренного. В пути скорби, как и в каждом пути, есть много ступеней. Одни из учеников скорби более развитые духовно идут в полном знании своих сил и несут людям скорбь, не страдая сами от ударов, вестниками которых приходят и приносят оливковую ветвь мира в руках. Такие ученики ударяют встречных, льют им мир и силы не только пробудиться и прозреть, но и выйти в новую жизнь, научившись любя побеждать. Их младшие братья по труду идут, не зная сами, что идут путем скорби. Они замечают, что их приближение к людям, их любовь, их дружба разрушают благополучие людей. Путем больших страданий они научаются побеждать себе страх нести горе людям. Их талант помогает им прорваться тем тем или иным способом к знанию, они встречают учителя, и тогда для них начинается путь света. Сознание их раскрепощается до конца и входит успокоение в их потрясенный организм, и ученик скорби идет дальше уже легко свой путь. Он понял, принял и благословил все свои обстоятельства, которые считал раньше трагическими, благодаря полному пониманию, что нет отрезка жизни воплощения, а есть только вечность, влитая в данное сейчас, как форму воплощения, ученик начинает и всех своих встречных воспринимать только как отрезки вечности. Стоя сам на дежурстве у вечности, ученик скорби начинает воспринимать все печали временных форм как радость, понимая, что внешние пути человека, весь смысл его текущего дня скорее достичь освобождения. Короче, проще и легче сбросить мертвящее пеленый восприятие жизни как формы одной земли и начать действовать как живое сознание двух миров. Перед тобой мелькает ряд лиц, живущих в самых разнообразных условностях, ряд вереницы рождений, вереницы смерти. Ты живешь в атмосфере длительной, жестокой войны и знаешь, что из-за каждого уступа гор тебя может встретить вражья пуля. Зачем, казалось бы, тебе, человеку высокого духовного развития и исканий, человеку огромного образования, чьей эрудиции нелегко сыскать, равную человеку ума и таланта исключительных? Зачем тебе жить под постоянной угрозой смерти? Среди кретинов и убийц, среди тупых и развращенных, с которыми тебе приходится встречаться несколько раз в день? В ученичестве нет вопроса внешней справедливости, которая всегда спрашивает, зачем и почему. Между обывательской трактовкой счастья и трудом ученика, трудом любви и мира такая дистанция, как между дикарем, не отходившим от своего поселка, дальше десяти миль, и культурным человеком. И даже это сравнение мало поможет тебе понять свои и чужие земные обстоятельства, если глаза твои не потеряли способности плакать, уши могут еще воспринимать оскорбления, и язык может еще выговорить язвящее слово. Пока эти свойства в тебе еще живы, ты не будешь иметь сил держать в руках чашу твоего учителя, что взял на себя совместный труд на земле с тобою. Перенесись теперь со мной из этой маленькой комнаты, где мы с тобой сидим, из твоих привычных обстоятельств, из забот о брате, из атмосферы войны и постоянных стычек с горцами с Кавказа, в мировое поле деятельности жизни. Что остается в тебе сейчас незыблемым? Что видишь ты в окружающем тебя свете? Ты видишь только две вещи, плодом которых является земля, и все на ней любовь и труд. Любовь творит непрестанно, и ее труд неотделимый от нее двояк. Она трудится, подымая людей высокий путь и помогая им совершенствоваться. И она же переливается действием, как их труд на земле, сближая людей, единяя их, сращивая их, как цветы и плоды для будущих поколений. Среди тысячи тысяч движущихся в беспорядке и суете форм, мигающих, чадящих огней, ты видишь отдельные ровно горящие огни, видишь даже целые очаги, горящие кострами ровного огня. Что это? Почему одни, большинство, огни мигают и наполняют смрадом все вокруг себя? Почему отдельные огоньки не гаснут среди этих болотных огней? Почему не сжигают все вокруг себя горящие столбы и костры пламени? Дрожащие мигающие огоньки – это трудящиеся в потоке страстей и пониманий одной земли. Все воплощения этих людей не идут в счет, ибо никто из них не понял, что стоит у вечности, и труд их, совершенствуя их личность, не мог разбить перегородок условности и не вошел в их вечное духовное творчество. Дух их оживотворяется личной любовью, редкими порывами самоотверженности, порывами к красоте, вспыхивает мгновениями и сейчас же погружается вновь в скорлупы личности. Еще ты видишь совсем мелкие, едва тлеющие точки. Присмотрись, одни из них светятся слабо, но ровными крошечными огоньками. Это животное. Другие мечут молнии. Это дикие животные, а также потухшие человеческие сознания. Сейчас ты не сможешь отличить огней диких животных, брызжущих снопами красных искр, от темных потухших сознаний, извергающих тоже искры и зигзаги молний. И те, и другие для твоего взора сейчас одинаково отвратительны и одинаково смрадны. Смотри теперь на сияющее широкое поле этих ровных огней. Это кусочек земли, очищенные людьми от слез, скорби, страданий. Это место, где живут знающие, знающие, что земля есть жизнь труда, в котором изживаются все страсти и через которые входят в вечное. Это место счастливых, освобожденных от страстей, трудящихся в мире сердца. Прожить на земле без труда совершенно равносильно прожить без пользы и для себя и для всей Вселенной. Никому и никогда не надо бояться чрезмерного труда, потому что всякая тяжелая ноша вводит человека в привычку определенной дисциплины духа. Есть целая масса людей, проходящих свои земные пути в чрезмерном труде. Никогда не сожалея об этих людях, только через этот подневольный труд, труд куска хлеба, они могут выработать в себе привычку дисциплинированного подчинения, и эти зачатки дисциплины труда переходят со временем в их духовное зерно. Только тот человек может развить себе всю духовную мощь, который сам без посторонней помощи смог заложить основу своего духовного зерна в своей текущей земной форме, и для этого он должен непременно дойти до героического напряжения, должен сделать его привычной формой труда для себя, затем привести свой организм в стойкость самообладания, чтобы его труд стал ему легок, и, наконец, подняться к той гармонии в себе, что дает ощущение всего дня нетрудным, но прекрасным. только с этого момента раскрывается человеку возможность понимать, что день это то, что человек у него вылил, а не то, что к нему пришло извне. И чем устойчивее он становится на эту платформу, тем яснее его взор видит и понимает, что все чудеса он носит себе. Он перестает ждать и начинает действовать. Вернись снова к собственной жизни в маленькой комнате. Теперь ты понял, что никто не может быть забыт или оставлен, никому не может быть чего-то не додано, ибо каждый властнее всех властей, яснее всех стекол для огней и звезд, заявляет о своем духе. Каждый сам занимает свое место во Вселенной от зерна до полной его мощи, и никто не может его заставить ни гореть ярче, ни тухнуть, ни мигать, кроме самого человека. Зачем же лично ты сейчас живешь в таком неподходящем для тебя окружении? Помешало ли оно твоей встрече со мною? Замедлило ли оно нашу встречу? Ты изумлен моими вопросами. Ты ни разу не только не высказал неудовольствие, что живешь среди полукретинов, но даже и не спрашивал себя, почему ты заброшен в такую глушь? Тебя только и слышали небеса, благодарящим за красоту, в какой живешь, но ненависти, зависти или недоброжелательства твоего никто не слыхал. Что могло бы мешать неустойчивому, то только крепило твою честь. Чем больше ты видел казнокрадов, разбойников, обманщиков и лицемеров, тем крепче ты сам понимал честь и честность, тем яснее тебе становилась ценность каждого слова, которое ты произносил, тем больше ты искал возможности пробудить во встречном понимание величия жизни. Ты рос в своей пьяной, угарной и шаткой среде, а не разлагался в ней. И все, что был в силах, ты крепил и очищал своим живым примером. Теперь тебе ясно, что твое смирение внутри самого себя и твое смиренное отношение к окружающему тебя, твое полное обстоятельством и целомудренное искание Бога не в созерцании, но в труде дня, ускорило нашу встречу, укоротило твой путь ко мне. Прозлука с братом, которого ты так любишь, не потому придет, чтобы тебе нанести рану, но потому, что ему должен открываться путь ясновидения, которому ни ты, ни даже я помочь не можем. Он сам должен пройти свой огонь труда, и чем выше ему идти, тем сгущеннее будет та завеса страданий, через которые он должен пройти. Его путь, путь ясновидения, третий тяжелый путь среди путей ученических. О нем поговорим завтра. Запись снова прерывалась, и через несколько пустых строк я снова читал. Ты понял меня правильно. В пути ученичества все идет строго логично, но логические законы духа совершенно не схожи с законами логики Земли. Земля, по мировоззрениям ее обывателей, несется в мертвом эфире, и этот эфир оживает для них только тогда, когда сама же Земля переносит свои вести или ловит их по тем волнам, какие могут восприниматься физическими способами. Что касается ученичества, то оно относится, как таковое, к тем феноменам, где физический способ восприятия и передачи играет одну из самых малозначительных ролей. Взор ученика, даже лишенной возможности видеть дальше обычного, обладает внутренней эластичностью. Он проникает сердечной теплотой во все существо встречного и откидывает личное свое впечатление, так как в нем огонь его собственного стремления к высокому, сжигает сразу условную суетность. Ученик старается не слышать и не видеть тех ноющих ранящих его стрел, которыми его осыпает встречник. Сначала ему трудно держаться на высокой волне, потом создается привычка подставлять из своего сердца мост помощи, на котором ему сияет образ его учителя и, наконец, он научается, протягивая руку, всегда протягивать ее вместе с рукой учителя, и тогда жизнь становится для ученика легкой и прекрасной. В этой стадии у каждого ученика скрывается какое-либо психическое дарование, или он начинает слышать, или он видит, или в его проводнике скрывается новый художественный талант. Таков путь развития высших сил в человеке, перешедшем огненную стену страданий и потерявшем в них свои личные страсти. Обретая духовную мощь, он разбросал все трепье своих старых и вновь обретенных страстей и вновь вышел в жизнь деятельности и сотрудничества с учителем таким же нагим, каким пришел в мир, родившись младенцем. Во всех путях ученичества путь освобождения для всех один. Но третий из труднейших путей, путь ясновидения, не подчинен этому закону. Этот путь созревает в веках. Он неоднократно бывает выносим человеком на землю и в каждое воплощение по-разному. В зависимости от вековой кармы человек или с младенчества несет дары слуха и зрения или только под старость раскрывает себе их или неожиданно в юности поражает внезапностью своих даров. В самых разнообразных формах льется дар человека и тяжесть и ответственность дара всегда разделяет человеком его учитель. Высокая сила духа ясновидца далеко не всегда проявляется вся в каждое воплощение человека. В зависимости от того кармического звена, которое человек несет, в зависимости от связи с окружающими данного воплощения та или иная часть выражается яснее. идущему путем ясновидения неизбежно встречаются две труднейшие задачи или ученик идет в гуще и пламени страстей и должен в них жить ежедневно очищая с большим трудом самого себя и путь себе или он воспитывается специально покровительствующими ему высокими помощниками. В первом случае ученик предназначен для труда с учителем на одной земле для каждого серого дня среди трудящихся людей. В самые тяжелые дни через него устанавливаются очаги помощи тем, кто хочет и ищет освобождение и не может выбиться самостоятельно в свой час земных страданий. Для ученика ясновидца, не представляющего собой ничего особенного по сравнению со способностями и дарованиями всех его окружающих, наибольшая тяжесть состоит в том, что ему приходится общаться с людьми неустойчивыми и туго воспринимающими жизнь в двух мирах. Их постоянная требовательность к людям и ученикам, которых они считают себе слугами и обязанными быть внимательными к их требованиям 24 часа в сутки, нередко разбивает здоровье гонца учителя, не имеющего физических сил выдерживать наскоки беспокойных аур окружающих. Беспрестанный трепет сей ауры ученика разрастается в столб огня только в том случае, когда учитель защищает его своим плащом, становясь между ним и людьми, как защитный буфер. В этих случаях учитель тем или иным путем связан с учеником всегда. Почему и для чего я тебе все это говорю? Чтобы ты был уверен и спокоен о судьбе своего брата. Он пойдет под покровительством высоких воспитателей, и твоя роль, роль брата-отца, была тобой правильно понята и выполнена. Теперь она кончена. Когда учитель говорит человеку, что роль его в том или ином месте кончена, что карма его в тех или иных отношениях закончена, надо понимать, что ясновидение учителя открыто до конца пути ученика, что представляет собой ясновидение учителя по сравнению с той каплей знания, что имеет в своем распоряжении ученик. Каждый из учеников, сосредоточиваясь в моменты своего духовного созерцания, отлично понимает огромность расстояния между сознаниями обоих и недосягаемость для себя точки зрения учителя. И тем не менее, получая весть через гонца, очень часто он непременно старается поправить те места, где ему хотелось бы видеть свой собственный образ иным. Если надо, чтобы он узнал, что карма его с теми, кого он любит и предпочитает, кончена, и ему дается это знание, он все же упрямо будет настаивать на том, что карма его старая, что он связан вековыми нитями, как будто старой карме есть нечто привлекательное и драгоценное. Все старые кармы, где поистине есть что-либо важное и драгоценное, всегда ощущаются только как сияющее счастье и не носят себе никогда психических заболеваний. Люди, от ума ищущие пути освобождения, не ищут Бога в людях, которым служит простоте, но долг своего усердия прилагают к труду подли них. Потому они устают, раздражаются, убегают отдыхать и так далее. И они же, получая весть, зов, указания и задания, не имеют сил вступить сразу героически в указанное им новое дело или положение, ждут, чтобы в них что-то само созрело, а на самом деле проверяют весть гонца. И часто труд сего воплощения пропадает, указанная задача, не подхваченная мгновенно, остается невыполненной, и карма, в которой надо было освободить своего старого дружняка, закрывается плотнее раковины улитки. Помимо обычных трудностей всякого ученического пути, путь ясновидения имеет несколько особенностей, не свойственных другим лучам. Перед ясновидящим даже самых малых форм, то есть, когда ученик является только передающим током для речи учителя, стоят три креста земных предрассудков и заблуждений. Первый – страх в самом ученике. Если этот страх не побежден до конца, то есть, если верность ученика не разлита по всему его пути до конца, он боится ввести кого-то в заблуждение. Второй – мужество ученика. Если его мужество не слито с мужеством учителя до конца, оно будет и не мужеством, и не милосердием, а слезливостью и сентиментальностью. И в этой слезливости ученик не может ни видеть, ни слышать ясно того, что ему говорит учитель, ибо мужественное милосердие, луча и сновидение всегда спокойно, нередко сурово. Третий – зрение, передаваемое ученику учителем, сжигает в нем возможность общения в вульгарной форме обывательщины. Ученик обречен на одиночество, потому что не может нести руки учителя по вульгарному дню, а встречные обыватели судят его как гордого и малочуткого человека. Эти три креста начального пути ясновидца усугубляются еще разрывом в понимании самых простых вещей с окружающими. Все те, кто приходят к ученику, живут в стадии личных чувств. Мой дом, моя семья, мои дела и успехи и так далее. Ученик же молит об одном «разорви условность моих пониманий, мешающих общению моему в огне и духе, сними с глаз моих телесных давящие покровы условности любви и введи меня в силу духа, где живая любовь, сжигает всю возможность слез и страданий». Разрыв между пониманиями ученика ясновидца и его окружением лежит четвертым крестом на его пути, но только до того момента, пока он не достиг полной верности. С момента его слияния и верности с учителем жизнь его становится легкой, простой, радостной. В твоем пути нет ясновидения как основного труда твоего дня, но оно придет в форме чтения мыслей людей. Чем выше будут твоя чистота, честь и мир, тем яснее будет твоему взору момент духовного развития тех, с кем ты будешь общаться. Способы передвижения людей, учеников, в их духовных ступенях не зависят вообще от развивающихся в них или дремлющих сверхсознательных сил. Таких учеников, где бы выход сверхсознательным силам был закрыт, нет. Каждое духовное зерно, имеющее пламень тяготения к свету, имеет в себе и силу пробуждения, вернее сказать, к пробуждению. Но и здесь, как во всем пути освобождения, стоит на пути страх. Человек, проживший свою жизнь исканий в предрассудках, чаще всего сам захлопывает свою дверь к знаниям. Он боится без учителя достигать каких-то новых этапов в своем развитии. Он читает в йогах о том, что можно повредить своему здоровью и мозгу в тех случаях, когда движутся без точных указаний, но он забыл, что до того, как он сможет подойти к какой-либо ступени знания, где есть возможность раскрытия в себе сил, надо еще самого себя очистить, привести в порядок и гармонию хотя бы физический проводник, а там уже начинать думать о гармонии организма с духовными токами, которая поможет достичь первой ступени самодисциплины самообладания. Все в ученичестве упирается в первейшие правила самовоспитания – выдержка и такт. Когда достигнута внешняя воспитанность, побеждено раздражение и на место встали все понимания бдительного контроля над собой, только тогда явилась возможность встать в поле зрения учителя. Огонь лампы перестал мигать ежесекундно и может быть замечен. Бдительный контроль над собой переводит все понятия «мой» в простое понимание своего смиренного места во Вселенной, и чем выше восходит человек, тем все яснее видит, как далек путь, как трудно двигаться, как мало сделано. Только с этого момента начинается очищение организма, подводящее человека всегда к учителю. Страхи, что можно от упражнений в йоге стать одержимым, это глупые сказки старых баб, а домовых или помогающих и мешающих им духах. Если в пути человека уже были попытки использовать свои силы для черной магии, для которой он тоже не имел ни выдержки, не самообладания, то в какие-то свои воплощения он будет психически больным, и ничто не сможет спасти его от ряда страданий, ибо никто и ничто не может освободить его из закона Вселенной, причин и следствий. В пути ясновидения, более чем в каком-либо ином, надо всматриваться во все встречи. Тот, кто идет этим путем, в какой бы период не проснулось его ясновидение, и в какой бы слабой степени он им не обладал, всегда входит в то кольцо встреч, где его жизнь переходит в иное огненное кольцо. Цвет огненного кольца каждого человека – это результат его векового труда. Здесь все тот же закон причин и следствий расчищает перед человеком не кустарник его заблуждений, но выкорчевывает огромные пни отпавших деревьев, греха, сомнений, измен и пошлости. Страх предрассудочно понятых запретов, точно так же, как и постоянное обращение к авторитетам, останавливает рост духа в человеке, и именно они-то и бывают тем тупиком, куда упираются искания человека, становясь «исканиями» в кавычках. Больше всего мешают человеку его привычки обдумывать всех своих встречных, их слова, их обстоятельства, а не их действия. Когда человек соприкасается с действиями другого, он сам вызывает в себе действенные эмоции. Но когда он передвигает с места на место только умственные клетки другого, он сам живет только той половиной своего организма, где царят эмоции ума. Ум не защищает ученика ни от разложения нервной системы, ни от утомления, ни от безумной старости. Ум изнашивает клетки организма, который может жить только в гармоничном сочетании творчества с клетками сердца и духа. Тогда он истинно живет. Раскрытие, тайна ясновидения, это любовь, дух, мудрость, влитая в организм через кундалини. Они вливаются по-разному, разными путями и в зависимости от последних раскрывают зрение или слух, или новые таланты. Но путь раскрывания всегда один. Материя невидимого духа достигает осязаемости через мозг. Путь прост, действия легки, но целомудрия мысли, как результат света в себе, приходит к тем, кто не радости для себя искал, но верности учителю. Запись кончилась. Мне не хотелось переворачивать следующие страницы. Все, что я прочел, было так необычайно глубоко и свято для меня. Я поглядел на спавшего подле меня это, и мысли мои вернулись к прошедшим векам. Теперь мне показалось, что я в первый раз понял, что это такое действовать. Меня поразило, как я малоактивен, как много моих мгновений уходит в пустоте, как много моих часов летит без смысла. Это стрепенулся и стал прислушиваться к чему-то. Я также стал слушиваться в царившую вокруг меня тишину, но ничего не слышал, кроме легкого шелеста пальмы. Вдруг это соскочил и побежал к балкону, оглядываясь на меня и точно призывая к себе. Я встал и увидел Франциска, подходившего к моему балкону. Он улыбался мне и сделал знак рукой, чтобы я сошел к нему. Я был счастлив, увидев это чудесное светившееся лицо. я забыл все печальное на земле. Мне показалось, что само небо улыбается мне и зовет меня к миру. Глава десятая. Ночное посещение новых мест общины с Франциском. Новые люди и мои новые встречи-уроки. Когда я сошел вниз, Франциск взял меня под руку и сказал «Пойдем, Левушка, я хочу показать тебе одну часть общины, которой ты еще не видал». Я предположил, что Франциск не знает, что я уже однажды провел ночь в парке и видел ночную жизнь общины в дальних долинах и домиках, где подавали помощь странствующим страдальцам братья и сестры общины. Но Франциск повернул в совершенно другую сторону, уводя меня по дороге к озеру. Уже наступает вечер, Левушка, ты пропустил ужин, вот тебе немного фруктов и хлеба, я захватил их для тебя. Путь наш не чрезмерно далек, но вернемся мы только к утру и другого времени поесть у тебя не будет. Ты можешь удивиться, почему я взял тебе так мало и такой скромной еды, но видишь ли в пути, надо стараться есть мало. Вообще, если человек действительно ищет высокого ученичества, он должен приучить свой организм питаться так, чтобы не чувствовать постоянной и несносной потребности в пище. Нельзя думать, что не умея покорить определенной дисциплине свой аппетит, можно достичь духовного совершенства или психического самообладания. Тот, кто не умеет уложить свой день так, чтобы питание, совершенно необходимое каждому телу, живущему на земле, составляло строгий порядок обычного трудового дня, не может и в психике своей достичь стройной и строгой системы, ведущей к самообладанию. Человек, поддающийся соблазну постоянного ощущения голода, и ищущий каждую минуту, чем бы занять свой рот и желудок, ничем не отличается от обжора, жиреющего на изысканных яствах. В ученичестве нет особых строгостей в пище, как это ставит себе условия монахи, и воздержание в ученичестве не может составлять одного из ограничений для человека, стремящегося войти в тот высокий путь, где можно встретить учителя. Путь к учителю до тех пор не может быть найден, пока в понятиях человека живут представления ограничить себя из принципа, отказать себя из принципа. До тех пор, пока у человека живет мысль об отказе в чем-то себе, он не выше тех, кто ищет наживы для себя. Мысли его вертятся вокруг себя, точно так же, как и мысли ищущих наживы, и человек не движется в вечное, а только к расширению и усовершенствованию собственной личности. Подвигами как таковыми не движутся вперед наши ученики, братья и сестры. В пути освобождения идут вперед только любовью. И тот, кто любит, не видит подвига в своем ограничении в пище в пользу своего ближнего. Он любит и радуется, поддерживая временную форму брата, как радуется, служа его вечному. Перед тобой сегодня откроются двери дома, где живут люди, всю жизнь искавшие истину. Ты увидишь людей, страстно стремящихся сюда, как миллионы людей, стремящихся поклониться гробу Господню. Будь бдителен, не внеси в этот дом судящего глаза, судящего сердца. Несомненно, ты и здесь увидишь тех, чьи искания были «исканиями» в кавычках. Ты увидишь, что они объединены под иными крышами и не могли быть допущены в общину, не потому, что кто-то их выбирал или из них отбирал, чтобы их объединить в том месте, куда мы идем. Их всех объединила общая им всем сила сомнения. Они не имели сил духа развить себе верность до конца. В каждой поданной им вести им хотелось одно принять, другое отбросить, что-то поправить на свой лад, третьему придать свое толкование. Ни одного человека, который им подал весть от нас, они не сумели принять свое сердце просто, легко и радостно. Каждый казался им легкомысленным, неустойчивым, вспыльчивым, не так их понимающим. Сами же они не замечали, как терзали своим непониманием тех, кто не может войти в общину, так как ему в ней нечего делать, нечем дышать. Для такого человека община подобна воздуху высокой горы, где он сейчас же заболеет горной болезнью. Мы медленно проходили мимо селения за озером и вошли в пальмовый лес, которого я еще не видел и даже не предполагал, что он существует. Спустилась жаркая ночь, темное небо с низкими яркими звездами, какие-то особые ароматы неизвестных мне цветов и трав и дивные звуки ночи, чудесный ласковый голос Франциска. Я шел, жил, дышал, и все от бежавшего рядом это до голоса и руки моего друга казалось мне нереальным, так оно было сказочно прекрасно. Некоторые слова Франциска, совпадавшие со словами только что прочтенными в записи брата, поражали меня. Я не мог ответить самому себе, что именно волновало меня особенно, но я шел с сознанием, что сейчас увижу людей, потерявших напрасно целую жизнь, одумавших, что несут в руках светочек. Мы подходим, Левушка. Нет, ты не думай так трагически о людях, не имевших сил войти в общину. Ты думай только, что высокий путь не может быть познан теми, кто не трудился на земле. Труд человека, проведшего большую часть жизни в постели, не знавшего в своем труде дисциплины и не достигшего самодисциплины, не умевшего жить в чистоте, не может привести его мысль в то русло, где научаются раскрывать себе психические силы, раскрывать хотя бы настолько, чтобы своей волей, любовью дать им выход и возможность уловить вибрации высоких путей, думай об их несчастье и об их желании достичь нас, об их собственной дисгармонии, которой они не имели сил себе заметить за всю свою жизнь, а именно она-то и составляла их препятствия в пути к нам. Люби, жалей их, Левушка, неси им мужество, чтобы помочь их разочарованию, их скорби о собственном невежестве, когда они его поймут. Мы подошли к домикам, разбросанным в очаровательном садике. Кое-где в окнах еще мелькали огни, но людей не было видно. Два огромных долга, которых это ничуть не испугался, бросились к Франциску, приветствуя его как старого друга. Ответив им на их ласку Франциск, положил мои руки на высокие шеи собак. Животное вздрогнули, как будто я их ударил, но сейчас же склонили головы и лизнули мне руки. Ну вот, ты уже принят в число друзей этими чудесными сторожами. Теперь ты можешь свободно входить сюда и во все окрестные дома, они уже сами оповестят о тебе всех собак здесь и дальше. Как они это делают, это их тайна. Но однажды подружившийся с ними получает дружбу всех наших собак, среди которых немало свирепых. Франциск подвел меня к подъезду, вернее, к крылечку одного из дальних домиков. Как только мы вошли в сене, ведшее широкий коридор, несколько дверей сразу открылось, и выглянули лица старых людей. Довольно грубый голос с самого конца коридора неприветливо спросил, кто это так поздно беспокоит нас? Разве мало было времени днем, чтобы нас навещать? Остальные фигуры хранили молчание, но я почувствовал совершенно иную атмосферу в этом доме, чем во всех других домах общины, где мне случалось до сих пор бывать. Конечно, это не была враждебность к нам, но какая-то новая для меня настороженность, какой я нигде в общине не встречал. Не беспокойся, милый брат, мы пришли не к тебе и не к одному из тех, кто сейчас выскочил из своих дверей, ты в претензии на нас, что мы нарушили твой покой после того, как лично тебе было предписано твоим старцем молчание. Но для чего же ты его нарушил? Разве старец твой дал тебе в урок послушания караулить всех входящих в этот дом? Франциск направлялся в конец коридора, откуда слышался голос, и теперь я мог рассмотреть говорившего. Это был высокого роста монах в обычной монашеской одежде, лицо бледное, с четкими, довольно правильными чертами, с большими беспокойными черными глазами, сильной, почти квадратной челюстью и подбородком, с тонкими, сжатыми губами. В нем не было ничего особенного и неприятного, по всей вероятности, он был человеком добрым, но раздраженностью и строптивостью он поразил меня среди мирных и светлых лиц, к которым я привык к общине, он сурово смотрел на нас. Искатель истины мелькнула в моем уме в связи с прочтенным мною в записи брата и со словами Франциска. Когда мы подошли вплотную к монаху и Франциск остановился подле него, улыбаясь ему, в том произошла молниеносная перемена. «Ах, это ты, брат спаситель, что мне обещал мой старец?» Голос монаха прозвучал много мягше, и я еще раз почувствовал, что он человек добрый. «Я так ждал тебя, я прошел тысячу с лишним верст пешком только за тем, чтобы тебя увидеть, а меня заперли в этот дом, где я, кроме одержимых глупцов, никого не вижу. Подумай, как долго я тебя ждал, как мучился и уже отчаивался, что не смогу тебя найти, хотел было уходить обратно. Подумай, целый месяц я уже здесь сижу в заперти и только урывками, мельком видал тебя несколько раз и никогда еще не сказал с тобой ни словечка». На этот раз в голосе слышались упрек и протест. «Что ты, друг, разве у нас кого-нибудь запирают? Дома открыты день и ночь, кругом идет неумолчная жизнь, и на все свои нужды каждый человек получает ответ. По одежде твоей я вижу, что ты еще не успел и пыли стряхнуть, ноги твои в песке, значит, ты выходил, был в горах, вернулся только что и даже не совершив омовения вошел в комнату. Разве старец твой не дал тебе трех зароков? «Да разве старец мой писал тебе о них? Как можешь ты знать что-либо о моих зароках? Да и старец мой малограмотный, и писать тебе он ничего не мог, и монах впадал, говоря, все в большее раздражение. Старец твой, сказал тебе мой друг, пока не утвердишься в трех вещах, не встретишь тех, что служат истине. Первое вставай с солнцем, улыбнись дню и начинай трудиться для первого встречного, что нуждается в твоей помощи. Все равно в чем бы не состояла твоя помощь, лишь бы первое дело твоего дня было трудом для ближнего. Второе, что он тебе сказал, каждую улыбку не подавай, как редкостное милосердие, но с нее начинай свой каждый день и каждый привет встречному. Третье, раньше, чем пройти в келью, раньше, чем притронутся к пище, соверши омовение. Вот заветы твоего старца. Что же из этих заветов ты, выполнил сейчас? Отдал ли ты улыбку привета нам? А сам говоришь, что ты меня ждал? Ужинал ли ты, умывшись? Вошел ли ты в келью чистым? Монах молчал, остро вглядываясь Франциско, и беспокойство на его лице росло. Я тебя очень прошу, брат, сказать, пришел ли ты за мной или нет. Что я сделал и делаю, про то я сам знаю. Помощи я твоей не прошу, сил я сам себе для всего найду. Я спрашиваю, идти ли мне за тобой сейчас? Мне было ясно, что в сердце монаха боролись два чувства – гордость и заносчивость, что ясно звучало в его голосе. Гордость увлекала его в протест, а благоговение перед любовью Франциско, которая лилась на монаха ручьем, заставляло его сердце преклоняться. Я уже сказал тебе, друг, что я пришел не к тебе. Твое любопытство к чужой жизни, к чужому пути, заставило тебя выйти и посмотреть на нас. Пойми, человек не меняется только потому, что переменил место. Ты всю жизнь ищешь Бога, ищешь святого пути, ищешь глубины правды, а не можешь ни одного дня прожить в мире, хотя переменил тысячу мест. Ты ждал меня, говоришь? Но что же ты приготовил, чтобы меня встретить? Где тот цветок радости и мира, что подают другу в привет и встречу? Ты не сможешь и десяти шагов пройти за мной, потому что душа твоя в бунте, и ты задохнешься следуя за мной. Здесь тебе не место. Сколько бы ты тут ни жил, ты не сможешь подойти ко мне. Скоре придет за тобой мой старший брат, он навезет тебя отсюда в дальний скид. Там ты научишься, как ввести в труд дня три завета, данные тебе в послушание старцам, и только тогда сможешь вернуться сюда. Вернешься, когда поймешь, что вся ценность жизни на земле, в ее встречах, в умении отдать каждой из них не яд собственного я, но силу бодрости, забыв о себе и думая о тех, кого ты встретил, научишься начинать встречу в радости и в радости ее окончить. Успокойся, не мечи молнии из глаз и сердца, пойми кроткую силу любви, она одна может привести тебя ко мне, если ты искал всю жизнь пути любви. Не считай силой напор воли, считай силой одну радость. Монах стоял бледный, потрясенный. Мне казалось, что в любую минуту он может перейти к бешенному протесту, вызванному глубочайшим разочарованием, постигшим его в его исканиях и ожиданиях здесь. Мы сделали еще несколько шагов, и Франциск стал подниматься по лестнице, которой я сначала и не заметил. Наверху оказался такой же широкий коридор, как и внизу, и единственным живым существом, встретившим нас здесь, был большой лохматый пес, весьма свирепого вида и породы, каких я еще никогда не видал. Он как тигр скачил на встречу нам. Но, узнав Франциска, оскалил зубы, точно улыбаясь. На меня он смотрел враждебно, до тех пор, пока Франциск не положил моей руки ему на голову и не погладил его лохматых ушей, улыбаясь и ласково ему говоря, «Какой ты братец-страптивец, ведь уж я тебе сколько раз говорил, что надо всем улыбаться, кто со мной приходит, а ты снова только одному мне бережешь свои улыбки». Пес, точно понимая упрек Франциска, лизнул мне руку. Погладив еще раз животное, Франциск постучал в одну из дверей и слабый старческий голос просил войти. Я был поражен, когда мы вошли в комнату. За это время я уже привык видеть во всех комнатах общины образцовый порядок и не встречал случаев, чтобы люди лежали в постели, если они не спали и не были больны. В этой же комнате царил полный беспорядок и на постели лежала старенькая женщина, вся в глубоких морщинах, совершенно одетая и обутая. Несмотря на очень жаркий вечер, старушка была одета в нечто вроде ватной безрукавки. Возле нее лежал теплый платок, рядом на стуле стояла чернильница. Старушка держала в руках кусок тонкой пальмовой доски с листом белой бумаги на нем и что-то писала. Она не сразу рассмотрела Франциска и что-то вроде недовольства мелькнуло на лице, когда она его узнала. Ах, это вы, брат Франциск, как видите, у меня совершенно нет сил выполнить те требования, что вы мне поставили в прошлое наше свидание. Я лежа работаю и не имею ни времени, ни возможности убирать себе комнату, а девушка, которую вы мне прислали, делает все не так. У нее свои понимания об аккуратности и ничего из этого не выходит. Вы и представить себе не можете, до чего она ленива. При вас и с вами она одна, а без вас со мной ведет себя совершенно иначе. Я от ее услуг отказалась и вообще должна вас спросить, если вы желаете мне помогать, то уж, пожалуйста, давайте вашу помощь лично мне самой, а не другим людям для помощи мне. Помощь через третьи руки это не помощь, а недоразумение и может довести человека до отчаяния. Это создает только целый ряд неприятностей, которых у меня и без того много. Но, впрочем, все это уж я повернула по-своему, и об этом не стоит и говорить. Скажите лучше, являетесь ли вы сейчас ко мне вестником от Али, когда же он приедет? Когда я его увижу и спрошу обо всех моих вопросах, не терпящих отлагательства? В голосе и лице старушки было какое-то не то негодование, не то пренебрежение, не то из нее вырывалась накопившаяся в сердце горечь. Она делала вид, что перед нею сидит человек в чем-то перед ней виноватый, чем-то ей обязанный и что-то неправильно для нее делающий. Она как бы хотела показать Франциску, что он нелепо заботится о ней. Все поразило меня в ней больше, чем в монахе. Если тот показался мне искателем, искателем-страктивцем, все понимающим на свой лад, но все же ищущим истину, то здесь душа человеческая показалась мне не ищущей истину, но ищущей себя, своих сил личности и стремящейся учить каждого встречного, своей мудрости. Гордость и ревность так и били из всех открывшихся в эту минуту пор ее духа, заключенного в бедное слабенькое тело и неряшливую одежду. Мне очень жаль, сестра Карлотта, что так мало толка, как вы выражаетесь, вышла из всех трех моих бесед с вами. Я не узнал всегдашнего голоса моего дорогого друга, который часто слышал, в нем звучали металлические ноты, которые я так хорошо знал в голосе Ананды в иные моменты. Каждый раз, когда я приходил к вам, я приходил послом Али, не лично свои слова я вам говорил, но передавал вам весть учителя. Вы же забота его любви о вас называете моими требованиями. Требования сестра могут быть у судьи, у чиновника, у доброго знакомого, учительником, неблагодетель, он сам гонец тех, кто идет выше его пути, и чьей верности он следует. У него не может быть требовательности к людям. Он видит каждого человека и знает, что в данный момент его эволюции и мирового развития человек может и способен пройти к высшей ступени знания только так, как он, учитель, видит. Я вам все три раза передавал от него, чтобы вы изменили не только внешний образ жизни, но и весь внутренний ваш образ мыслей. Кто сказал вам, что вам дано право судить человеческую личность? Вы каждый раз пытаетесь дать мне понять, что моя личность, по вашему мнению, не достигла той ступени совершенства, до которой дошел мой дух, и что слова учителя, которые я несу людям, заставляют их делать усилия, чтобы побороть себе судящее сознание, чтобы стараться не видеть моей личности, проходить мимо нее, как мимо огромного препятствия, за которым лежит слово истины учителя. С первой же встречи по просьбе Али я старался раскрыть вам основу всякого совершенствования, первоначальную ступень пути освобождения. Каждый, стремящийся к учителю, имеет одну молитву, да раскроются очи духа моего к свету и миру, что в человеке живут, да прольется любовь моя к ранам его, и милосердие твое, да залечит их, да будет день мой красотою, песню действенной любви, мира и радости. Что из этого вы ввели в действие дня? Разве девушка, пытавшаяся помочь вам, была вами принята как единый, как встретившийся вам нищенствующий Бог, куда вы принесли частицу вашего радостного труда? Вы спрашиваете, когда приедет Али, и вы почти в претензии на меня за то, что я вам не устроил скорейшего свидания с ним. Если бы не имел приказания Али не входить в объяснение с вами, я, быть может, и стремился бы объяснить вам ваши заблуждения, но я иду так, как видит ваш путь Али, и передаю вам его приказ. Через день-два поедет партия людей в дальние общины, вы уедете с ними. Чтобы войти в общину здесь, сейчас, у вас нет духовных сил. Свидание с учителем может причинить вам только смерть, вынести его высоких и сильнейших вибраций вы не будете в силах. Вам уже указывался путь, в котором вы могли закалиться и подойти к свиданию, но вы его не приняли. Дважды зов не повторяется. Вы пойдете в дальнюю общину, там вы найдете то окружение, в котором сможете раскрепостить свой дух и найти выход из кольца пелен личности, что плотно охватывает вас сейчас. Вы думаете, что вы стары и слабы, что вам не вынести тяжелого пути, что в новом месте вас ждет смерть. Оставьте и этот предрассудок. Это предрассудок вашей неверности или лучше сказать вашей верности не до конца, что перед учителем равно неверности. Человек живет до тех пор, пока может повышать свое духовное развитие, хотя бы этого никто не видел, или пока есть надежда, что с него свалится тот или иной предрассудок, или пока он нужен, чтобы своим трудом поддержать других, кто идет свой духовный путь без материальной возможности содержать себя. У меня нет возможности обсуждать с вами ваше положение. Все ваши жалобы и протесты только отяжеляют вашу же жизнь. Вы добрались сюда, значит, вам было оказано милосердие и внимание от нас. Но здесь вы продолжали ту жизнь, какую создали себе среди обыватели, где жили раньше. Вообще ниже жить обывательски нельзя. Вам дается милосердными еще одна возможность. Спешите воспользоваться ею, перестаньте думать о себе, о нуждах своего угасающего тела. Не судите людей, не требуйте ничего и ни от кого, но старайтесь научиться смирению и радости. Жить свое сейчас не на словах благословляя людей, а на деле их любя. Путь к учителю идет только через любовь к людям. Запомните это. Поезжайте просто и весело, благодаря и благословляя заботы Али о вас. Он знает весь ваш путь, а не тот кусок, что знаете вы сами. Франциск встал и не дал старушке сказать ему ни слова в ответ. Хотя та бледнее и краснее сбрасывая из себя и вновь надевая платок, много раз пыталась его перебить. Тяжело было у меня на сердце. Я уже много раз видел, как люди были слепы в своих встречах, как они не имели сил увидеть, кто перед ними, как и сам я не видел не только брата Николая, но даже и флорентийца и Али, поняв их величие так недавно. Но две встречи этого вечера, встречи отрицания здесь в общине поразили меня. Возьми, Левушке, это на руки, он еще птенец и может чего-нибудь испугаться в темноте. Голос Франциска звучал обычно, точно ничего не случилось, был полон любви и ласки. И как же меня поразило его самообладание, его непоколебимая любовь, тогда как я был разбит, взволнован, растерян. О каком самообладании во мне ты думаешь, Левушка, разве любовь умаляется в человеке от того, что она пролилась и кто-то ее не подобрал? То место, где ты пролил любовь, всегда будет местом мира, хотя бы другой человек при тебе не утешился и остался в нем беспокойным. Твоя любовь, если она была действенна, если жизнь тебе неслась вихрем радости к сердцу несчастного, что тебя не понимал, всегда создаст вокруг него освежающую струю, и оставшись один он успокоится, приведет себя в порядок и скажет другим, я нашел решение своим вопросом. Поэтому, если встретишь в жизни положение, подобное тому, какое было сейчас, неси только свет и мир, неси всю любовь сердца, стой перед вечности на дежурстве и не думай о последствиях встречи. Не успел Франциск произнести последнего слова, как из-за куста выскочила какая-то тень, и чья-то рука схватила крепкими тисками мою. В тот же миг огромный и свирепый пес, встретивший нас наверху в коридоре, поднявшись на задние лапы и упершись ими в грудь, схватившего мою руку человека, зажал зубами обе наши руки. Пес не причинял боли, но держал так цепко в пасте наши руки, что шевельнуть ими было невозможно. Глаза животного совершенно спокойно смотрели в лицо человека, в грудь которого он упирался лапами. Я разглядел темную фигуру и узнал в ней монаха. «Что ты, Фриско?» послушался голос Франциска. «Это не злодей, он просто ждал меня, а схватил не меня. Иди с миром, мой пес дорогой, все благополучно». Пес издал рычание, которое, будь я один, принял бы заворчание левенка. Из нескольких концов сада послушалось ответное встревоженное рычание. «Что же ты наделал, брат Леонора? Ты встревожил покой даже собак, не только людей. Неужели ты не понимаешь, что пока ты весь в таких порывах и страстях, пока твои взлеты и ревнования о Боге могут доводить тебя до насилия над людьми или животными, ты не можешь трудиться рядом со мной?» «Отец, друг, прости меня», завопил Леонора, бросаясь к ногам Франциско. «Я не могу расстаться с тобой, я нашел тебя, ты один можешь привести меня ко Христу, я только через тебя могу научиться служить Богу и найти спасение, не отправляй меня, я буду тихо кроток подле тебя, прости мне мои дерзкие слова, это только ревность моя, я действительно хотел удавить павлина этого мальчишки, с которым ты ходишь и даешь ему счастье быть подле тебя, не отвергай меня». Леонора все рыдал, обнимая ноги Франциско. Снова послышалось рычание, и на этот раз рычание многих псов. Я разглядел целое кольцо собак, подходивших к нам ближе. Псы, очевидно, думали, что обожаемому ими Франциску грозит опасность, так я понял их маневр. «Встань, мой бедный друг, я ничего не могу сделать сейчас для тебя, кроме того, что делаю. Можно принести кому-то весть пробуждения и спасения, но само спасение живет в человеке, и только он один может достичь его своим собственным путем, победив в себе не только страсти тела, но и духовные порывы. В тебе чередуются ужас и восторг, подвиг и протест, своеволие и веротость, но мира в тебе не бывает никогда. Ты все время думаешь о величии задач жизни, что ты сам себе поставил. Отбой, старец, сказал тебе, что пока ты не войдешь в простую жизнь обычного дня, пока не выбросишь из головы своих исканий, не станешь простым любящим человеком, трудящимся для людей, ты ничего не достигнешь. Только через труд серого дня ты сможешь понять величие и ужас путей человеческих. Ты обошел чуть ли не все страны мира и все сравнивал, как и где люди в Бога веруют. Ты пришел, наконец, к русскому старцу, признал его веру и святую жизнь и снова ушел. Теперь ты к нам пришел, и здесь все так же критикуешь, отрицаешь, выбираешь, и не занимаешься ни одним из предложенных тебе трудов, а видишь, что все здесь трудятся, и никто не живет в праздности. Отец мой, это только потому, что я тебя так редко вижу, я буду в самом святом послушании у тебя, только не отправляй меня, позволь за тобой следовать. Говорю тебе, друг, и десяти шагов за мной не сделаешь, как станешь задыхаться в моей атмосфере. Тебе один путь, если хочешь прийти ко мне со временем, поезжай с моим великим братом, что за тобой пришлет. Ах, отец, отец, зачем ты говоришь такие неподобные слова, тебе ли говорить неправду, сияешь, как ангел, и несешь нелепицу, ну где же мне задохнуться, там, где может идти с тобой этот младенец, он, видишь, без куклы-то и ходить за тобой не может, а ты говоришь обо мне, как о слабом младенце. Если бы он сильнее меня был, не что он за свою птицу, держался бы, как девчонка за игрушку, прогони его, возьми меня, и ты увидишь, как я буду служить тебе. Прощай, мой друг, все, что мог тебе сказать, я сказал, научись не отрицать и не судить, и ты легко и просто разыщешь путь ко мне. Фриско, проводи гостя домой, обратился Франциск к собаке, не отходившей от нас. Помни, Фриско, гость, друг, проводи и охраняй, введи в дом и до утра никуда не выпускай. Иди, мой брат с миром, иди, успокойся и жди моего друга. Перестань метаться, поезжай в дальний скит, если найдешь силы усмирить себе бунт, найдешь и мир и мудрость, истины. Одно мгновение я думал, что монах снова бросится к Франциску, глаза его сверкали как угли, он судорожно сжимал руки, зубы его скрипели, но мгновение прошло, он низко поклонился Франциску, касаясь рукой земли, и глухо с трудом выговорил, «Мин, быть посему». Он повернулся было, чтобы уйти, но подошел ко мне и добрым голосом сказал, «Прости обиду, не со зла». Я с первой минуты знал, что ты добрый, и я отдал ему такой же низкий поклон, какой он дал мне. Когда я поднял голову, и человек и собака исчезли во тьме, Франциск взял меня снова под руку, я спустил это на землю, и мы двинулись в обратный путь в безмятежном молчании ночи, как будто ничего вокруг нас не происходило. Я думал, что мы идем домой, в темноте ночи не различая точного направления, куда мы шли. Из-за гор показался краешек огромной луны, и через некоторое время вокруг нас стало светло, как днем. Я увидел теперь, что мы идем все дальше, и ландшафт становится все пустыннее. Мы вошли в небольшую рощу, тень от деревьев падала фантастическими пятнами на светлую дорожку. Теперь ты увидишь не менее несчастных людей. Это тоже наши, божьи люди. Их долгая жизнь была посвящена Богу, постам, молитвам и толкованию священных писаний. Каждый из них стремился основать какое-либо общество, братство, отдавая всю жизнь разъяснениям, что такое Бог, каковы его аспекты и какова задача человека в связи с деятельностью во имя Божие. Но каждый из них не видел одного Духа Божия в самом человеке и не умел поклониться ему до конца. Вся задача исканий Бога состоит только в том, чтобы пронести полное уважение и доброты благословения той форме, в которой пребывает единый в человеке, чтобы труд твой для этой формы был тебе священной задачей дня, чтобы единый неформально был для тебя символом любви, но живая временная форма сливалась бы для тебя в чудесный звук общей гармонии, когда ты встретил человека. Если ты полон сияющей радостью, ты сразу видишь человеке чудо, он слит с гармонией, он идет в ней, несет в себе ее, хотя сам этого не видит, и каждый не видит по разным причинам. Один, потому что карма держит его цепко, и он никак не может освободиться от страха и мести, жадности и ревности, которым служил века. Другой не может вырваться из ряда предрассудков долга и личной любви. Третий уперся в барьер науки и не может вызволиться и вылезти в творчество интуиции, топчась по задаче мусского ума. Пятый завалил себе выход к освобождению, бегая весь день по добрым делам, а дома сея муть и раздражение и так далее. Сейчас мы войдем к ученому, всю жизнь решающему космические вопросы. Франциску молк, и через несколько минут нас встретился старичок, видом вроде калмыка. Он ласково нам улыбнулся и поглазил нежно это по шейке. Обычно не любивший прикосновения чужих рук, это потерся головкой, а его колено... Что ты не спишь, мулга? спросил Франциск, ответив на приветствие старика. Не успел обрать остатки упавшего дерева, а утром поедут по дороге, будет нехорошо. Пользуясь луной только бойзно, как бы профессор не стал брониться, что мешаю ему заниматься. Стараюсь тихо убирать, да все же кое-где ветка да трещит. Добродушие, спокойствие, так и лились из сей фигуры старика. Да что же это такое? Ни днем, ни ночью мне нет покоя от вас, молга, из-за вас я должен труд мой бросать, открывать окно и напускать к себе всякую ночную нечисть, вроде бабочек и мышкары. Можете потише разговаривать с вашими несносными псами, шагу ступить невозможно, чтобы не столкнуться с ними в любое время дня и ночи. И чего здесь караулить, подумаешь, сокровище, рваное домишки. Голос был раздраженный и чувствовал, что человек изливает на бедного мулгу какие-то свои давнишние токи скопленной горечи и недовольства. И когда только я смогу втолковать вашу глупую голову, что вы перебили мои мысли, от которых зависит, быть может, иное понимание жизни светил. Голос доходил к нам из окна, окно захлопнулось, и в тишине ночи слышались только вздохи огорченного мулги. Истинная печаль была видна на его лице. Покачивая головой, он говорил Франциску шепотом, «Прости, дорогой брат, что я сделал тебя свидетелем немирной сцены? Всегда забываю, что голос мой так громок. Ах ты, Боже мой, какой я глупый опять я!» Помешал бедному профессору и нарушил здесь общий мир. Беда, если молитвенничек тоже молился да выйдет сюда, да вот он уже и вышел. Ну, теперь и мне и псу моему бедному до вечера все будет доставаться. Франциск улыбался, не трогаясь с места, хотя молга убеждал его уйти и избежать встречи с молитвенничком, который шел прямо на нас, опираясь на высокий посох. Его белая полотняная одежда составляла резкий контраст с густыми черными торчавшими шапкой во все стороны волосами, длинной черной бородой и огненными черными глазами. Человек шел решительными шагами, в нем явно все негодовало. Молга, прошлый раз я сказал тебе, что буду жаловаться на тебя в общину, теперь я не жаловаться буду, а требовать, чтобы тебя отсюда убрали вместе с твоими смердящими псами. Прошлый раз ты помешал мне дойти до экстаза, а сейчас я уже был в экстазе, как раз видение уже готово было мне открыться, я уже слышал, как сходила ко мне великая дева, и сердце мое сладостно замирало, как ты снова выбил меня на землю своими разговорами со смердящими псами. Голос человека громкий и властный был резкого, неприятного горлового тембра тенор, он казался слишком высоким и тонким для плотной фигуры человека, и также не гармонировал с его общим обликом, как его борода с белой одеждой. Прости, дорогой брат, сказал смущенный Молга, я никак не предполагал, что тебя может обеспокоить в твоей святой молитве мой голос. Я был довольно далеко от твоей комнаты, и пес мой был рядом со мною. Нечего тебе лазаря петь и оправдываться, нечего взывать к моему милосердию, прервал его снова молитвенничек. Разве есть тебе прощение за то, что ты разбил мое видение? Небеса готовы были мне открыться, и на тебе преступления, что я их не увидел. Тебя надо убрать отсюда, я сейчас же иду в общину, там расскажу старшему всю правду. Да и он-то хорош, ваш старший, ничего не знает и не понимает, что у него тут делается. Ему докладывают, что пришел ясновидец, он шлет приказ мне задержаться здесь. Ну, где видано подобное непонимание? Ясновидец хотел еще что-то прибавить, но Франциск вышел из тени и, поклонившись незнакомцу, спросил его, не ты ли брат Иероним, приславший в общину крест со святыми мощами? Да, я послал крест с мощами и плат, которым обтер гроб Господень. Зачем же ты, если ты ясновидец, обманываешь людей? Ты ведь знал, что в кресте сухой хлеб вместо мощей, и ты сам лучше всех знаешь, что ты никогда у гроба Господня не был, ни только его не обтирал. И платок твой, и крест я тебе возвращаю, возьми их, я прислан тебе сказать, что и на кресте, и на платке положен за рог. До тех пор, пока ты не выучишься говорить только одну правду, ты не сможешь снять с себя креста, который я на тебя надеваю, и не потеряешь платка, который я кладу тебе в карман. Где бы ты ни оставлял свой платок, кому бы ты его не дарил, он все будет возвращаться к тебе, будет находить тебя повсюду. И только тогда, когда твои уста и сердце научатся славить Бога в тишине, в правде и в смирении, только тогда ты придешь сюда вновь и найдешь вход в общину. Теперь же не только там, но и здесь тебе нет места. Иди отсюда, бедный человек, и чтобы речь твоя не смущала людей, иди молча, потеряй дар речи и обрети его тогда, когда на самом деле доберешься до гроба Господня, постигни истину, чем ты лживо соблазнял, то ты должен сам же и искупить. Ты страшил людей, что призовешь на их головы наказание Божие, сходи пешком в Иерусалим, выполни там весь обряд покаяния, через который ты заставил многих пройти, найди бесстрашие в твоем трусливом сердце, когда из него уйдет весь страх, тогда в нем проснутся любовь и правда, вот тогда придешь сюда вновь. Я лишаю тебе дара речи не для того, чтобы причинить тебе унижение и боль, но чтобы спасти тебя от всех безумных слов, что в тебе клокочут. Иди же, друг, здесь тебе сейчас не место. Ты достиг общины только для того, чтобы понять ужас заблуждения, в каком идешь, и найти путь к спасению. Вот этот благородный пес доведет тебя в целости и сохранности до ближайшего места, откуда тебя увезут на верблюде и перебросят в заселенные места. Там дадут тебе немного хлеба и денег, а дальше иди уже сам. Чем скорее сойдет с тебя гордыня, тем легче будет твой путь. Иди, бог с тобой. Ясновидец переживал невероятную борьбу с самим собою. Он краснел и бледнел, а луна как назло, светила ему прямо в лицо, и под ее светом все ужасные гримасы, которые он делал в усилиях раскрыть челюсти, представляли печальное зрелище. Наконец, видя, что все его усилия напрасны, монах принялся теребить крест, рвать платок, ничего не мог с ними поделать и решился уйти. Вероятно, у него была мысль все же добраться до общины. Он попытался сделать несколько шагов вперед и свернуть в сторону, но собака зарычала и преградила ему путь. Иди, друг, все время за собакой. Она приведет тебя кратчайшим путем, куда я тебе сказал. Если ты попытаешься ее не послушаться, лично она вреда тебе не сделает, но и не сможет защитить тебя от диких зверей, которых ты не избегнешь, если не послушаешься своего вожака. Человек, пока говорил Франциск, повернулся к нему и пристально смотрел ему в глаза, как бы желая удостовериться в истинности и серьезности его слов. При последней фразе Франциска трусливая волна пробежала по всему его телу, он вздрогнул, как-то согнулся и пошел за собакой. «Что же я наделал, что я наделал?» прошептал в конец расстроенный Мулга. «Ты ничего ему не сделал, Мулга, как и тому профессору. Пойди и собери узелок с едой, одеждой и книгами. Ты уйдешь отсюда с нами, и я покажу тебе, где ты будешь жить и что делать. Жди нас на этом же месте через час. Мы будем снова здесь». Мулга поклонился и пошел к одному из домиков, а Франциск приказал мне «возьми это на руки. Левушка, я тебе еще раз напоминаю, чтобы ты держал сердце широко открытым. Следи, чтобы ни один его лепесток не закрылся. Молча ли любовь и не приходи в отчаяние, если человек не подбирает твоей любви, остается беспокойным и непросветленным, не думая о последствиях, но всегда действуй сейчас. Действовать далеко не значит всегда и молниеносно побеждать. Это значит только всегда вносить пробуждение в дух человека, хотя бы вовне это имело вид, что ты не принес человеку мгновенного успокоения». Франциск пошел к дому бронившегося недавно профессора, вошел в сене и постучал в дверь. Франциск пошел к дому бронившегося недавно профессора, вошел в сене и постучал в дверь. «Ну, это действительно становится невыносимым», сказал голос за дверью, и поспешные мелкие шаги направились к нам. Дверь открылась, на ее пороге стоял высокий, худой, аскетического вида старик. «Извольте, ночные гости, да еще в придачу с птицами. Я терпеть не могу птиц, оставьте вашу ношу в коридоре, если желаете войти сюда». «Я прошу равноправия для обоих моих спутников», сказал Франциск. «Когда вы, профессор, въезжали сюда с огромным количеством багажа, вас ведь никто ни в чем не ограничивал. Напротив, вам предоставили целый домик в пользование и ставили только одно условие – милосердие к людям, цветам, птицам и животным. Теперь я к нему вызываю». «Странные у вас здесь нравы, я приехал сюда поделиться знаниями с вашими учеными, знаниями, которые могут мир обогатить, и вместо того, чтобы спешить ко мне, меня держит совершенно неподходящее мне общество, и первыми являетесь вы со своим призывом к милосердию. Какой толк не с тех тех жертв, что я принял на себя, добираясь до вас? Для чего я ехал? Чтобы сидеть в лесу с москитами? Перед вами был иной путь. Вам предлагали ехать в Америку. Вам говорили, что вы можете там найти сбыт вашей учености. Вы ведь знаете, что не поехали туда, боясь конкуренции. не опасаясь, что не займете там первого положения. Потому-то я и приехал сюда, что верю в бескорыстие ваших ученых, верю, что они меня не надуют, как это могут сделать янки. Перед вами сейчас очень серьезная проблема, и тот, кто основал общину, прислал меня сказать вам, что вы заблуждаетесь, что все ваши открытия, на которые вы истратили жизнь, давно известны у нас на Востоке. Вы подошли только к самому первоначальному источнику, а наши ученые уже давно решили все начальные задачи и пришли к окончательным выводам. Вы идете неверным путем, и для истинной науки вам надо начать все с самого начала. Если вы хотите, вы можете остаться здесь, и начав все сначала, следуя указаниям наших ученых, на правах простого ученика учиться, руководясь заданиями, которые будут вам указаны. Вы можете в наших библиотеках пользоваться всеми книгами мира, и вам нет надобности таскать за собой свою небольшую библиотеку. Вы можете выбирать себе любые системы для разработки даваемых вам заданий, но самые задания для первоначальной работы будут вам даны. Это еще не все. В нашей науке не могут работать люди, пренебрегающие всеми другими свойствами в себе, кроме ума. В человеке есть еще душа и дух. Тот, кто, как вы, не поинтересовался развитием себе духовных сил, не может быть тружеником восточной науки. И не потому, что он недостоин этой чести, как саркастически думаете сейчас быть друг, но только потому, что в нашей науке все начинается и кончается основой духа. Разъяснить вам в столь короткой беседе этот огромный вопрос невозможно, да и для вас сейчас сила не в нем. Сила вашей любви к науке для пользы и счастья людей, или же весь ваш интерес к науке лежит в вашем собственном «Я», который вы желаете вознести на высшую ступень земно-человеческой славы. Если вы ищите славы, ищите ее где угодно, только не у нас. Если ищите науки для пользы и счастья людей, вы можете располагать каждым из нас, равно как и всем тем, что есть у нас. Лицо ученого, сначала саркастическое, стало очень серьезным. «Я не мальчишка, мчащийся за славой, если вы говорите, что я не развивал в себе ничего, кроме ума, то право мне было некогда думать о чем-либо кроме науки. Я голодал и холодал, потому что все, что мог заработать, уходило на мои книги. У меня не было времени заниматься проблемами любви и милосердия к людям, так как я и для личной своей жизни не имел времени. Тратить в пустоте драгоценные минуты, отрываясь от науки, я не мог. Но если вы говорите, что я шел неверным научным путем, что где-то я сделал неверные расчеты и выводы, это серьезно, это очень серьезно. Если кто-либо из ваших ученых может мне это доказать, я готов начать все с самого начала, и можете верить моему слову, хныкать не буду. Я буду работать без ропота и разочарования. Никто, кроме меня не виноват, если я сделал в своих вычислениях ошибку. И признак ума вовсе не в том, чтобы настаивать на своем, если ты понял, что ты не прав. Но это надо доказать. Кто же этот титан-математик, который мог бы понять работу всей моей жизни и указать мне мою ошибку? Во всем мире есть только один, равный мне познанием в этой области, и он мой враг, признает мой труд. Ученый, на мгновенье допустив возможность своей ошибки, снова гордо поднял голову, в его глазах поблескивал сарказм. Этого титана, если хотите, вы увидите завтра. Но, повторяю, вам придется принять условия, о котором я вам сказал, если вы убедитесь, что вы были неправы. Бог мой, странный вы человек, только что вы толковали о любви, да разве для моей любви к науке, могут существовать какие-либо условия, условности, препятствия. Чтобы достичь истины в том, что составляет для меня цель жизни, даже не цель, а самую жизнь, я пойду на все до конца, если бы на доску ставилась вся моя жизнь. Что значит для меня жить? Разве это дышать, есть, наслаждаться, богатеть? Это значит учиться, чтобы в вопросах, дивных для меня, найти верный и точный ответ. Не подвиг или долг для меня моя наука, но жизнь, бог, вселенная, все. Ведите меня к вашему титану, и я буду защищаться, как лев, но если он меня положит на обе лопатки, я не умру, не воображайте, я не возненавижу ни вашего титана, ни мою науку, с богом спорят, но его не ненавидят. Кто меня опровергнет, должен быть полубогом, по крайней мере. Ведите меня к нему, и чем скорее, тем лучше. Пока ученый говорил, его внешний образ менялся, а для меня раскрывался и его внутренний образ. Я увидел, как его старое лицо помолодело, а от всей фигуры веяло силой и энергией, и через все поры его существа лились благородство и мужество. Он остановился перед Франциском, пристально посмотрел ему в глаза и снова заговорил. Нередко в жизни меня обманывали люди, я не умел разбираться в них так хорошо, как в моей науке. Впрочем, вы говорите, что и в ней я не разобрался толком. Тон его голоса понизился, он горько улыбнулся, помолчал, вздохнул, снова пристально посмотрел на Франциска и продолжал. Я хотел от вас свою очередь слово, что если я окажусь правым, то получу всяческое содействие, именно так, как я продиктую. Но ваше лицо и что-то такое особенное в вас заставляет меня довериться до конца вашей чести. Я ни о чем не спрашиваю, ничего не хочу знать, где будет мое свидание с вашим гигантом. Я повторяю, следую за вами, ведите. Пойдем, дорогой брат, счастлив ваш день сегодня. Великая радость ждет вас, и все, чего вы искали, откроется вам. Мы вышли из дома и встретились с Мулгой в условленном месте. Когда мы вышли из леса и очутились снова в море лунного света, ученый снял шляпу, вздохнул полной грудью и, смеясь, сказал, как это ни странно, но первый раз в жизни мне приходится благодарить человека за то, что он оторвал меня от работы. Впервые в жизни я иду ночью, в лунном свете, свободном, без угрызений совести, что теряю время и оставляю мою науку. Я еще ни разу не выходил из комнаты с тех пор, как приехал, а приехал темной ночью и не знал, что здесь такая красота. Впрочем, в той части Германии, где я жил, было очень красиво, но мне было некогда заниматься природой и ее живописностью. «Если бы вы могли, профессор, нести все свои фолианты с собой, то все равно ваше сердце сейчас освободилось бы от вашего постоянного страха потерять мгновение в пустоте от научного труда. Пришло вам время по-иному понять не только, что такое пустота, но и что такое самая наука». Профессор расхохотался, как будто он услышал от Франциска самую забавную из шуток. «Право, я готов радоваться встрече с вами. Простите, я не знаю, как мне вас называть. Меня зовут Франциск, зовите и вы меня так. Значит, вы не англичанин? Я готов был думать, что подобная железная выдержка может вырабатываться только у этого народа, но это к делу не относится. Я хотел сказать вам, что первый раз в жизни веселюсь и ощущаю совершенно новую силу в себе. Я радуюсь тому, что светит луна, что бежит этот белый павлин, которого час тому назад я ненавидел, что рядом со мной идут люди, хотя они ничего в науке и не понимают, и меня не давит, что они не отдают себе отчета в силах природы. Я не представлял себе раньше возможности провести даже нескольких минут с людьми, не имеющими непосредственного отношения к науке. А сейчас рад, что пробуду с вами несколько часов. Тон ученого, его полное непонимание, кто был рядом с ним, снова меня поразили. Я не мог уже теперь вспыхивать и угасать, как делал это раньше, но в сердце моем было возмущение, негодование и сострадание. Я поражался грубой нечуткости человека, считавшего себя избранником и чуть ли не вершителем мировых законов жизни. Где же внимание этого человека? Как может он не чувствовать тех струй любви, что бежали к нему от Франциска и которые несомненно влияли на него, и от них-то он и чувствовал свое раскрепощение от условного долга? Луна стала заходить за рощу, ночь становилась темной, но уже чувствовал, что вскоре заря сменит короткую ночь. Мы все шли прямо, и мне казалось, что мы идем не к общине. Но я потерял давно ориентировку и уже не мог ясно определить, куда мы шли. Внезапно ученый спросил Франциска. Скажите, брат Франциск, что это там вдали так сверкает? Если бы это был пожар, то можно было бы видеть колебания пламени, чувствовался бы запах гари и дыма, но я вижу совершенно неподвижный, яркий, огромный круг света. Этот феномен вашей природы мне неизвестен. Что это? Впрочем, что же это я, глупец, спрашиваю вас о явлениях природы? Вы, вероятно, кроме послушаний, налагаемых на вас вашей секты, ничего и не знаете? Да сил природы вам столько же дело, сколько мне додел вашей секты. Франциск оставил без ответа все выпады профессора, просто ответив, в том месте, где вы увидели круг света, живут люди, владеющие силами природы и умеющие направлять их так, чтобы благо и счастье, встречаемых ими людей, не нарушалось от потрясений и нервных токов и толчков тех людей, что живут эгоистическими порывами и мыслят о себе, как о первых и важнейших величинах. Если бы вы могли освободиться от давящего вас ложного долга перед наукой, вы могли бы увидеть сейчас больше, чем простую внешность людей, к которым мы идем. Вы увидели бы сейчас это место светящимся не потому, что оно светится само по себе для всех. Я присоединил вас сейчас к силе моей мысли, и вам открылась возможность увидеть влияние мыслей людей, увидеть их действенную энергию. Этот огонь мыслей, видимый сейчас вами, принадлежит людям бескорыстным, людям, ставящим не себя в центр Вселенной, но отдающим от себя энергию на строительство Вселенной, на творчество всем тем, кто может подхватить их энергию и передать ее дальше как вдохновение, озарение, мужество, гармонию мыслей и сердца в ежедневном творчестве дня. У вас нет мира в себе, а для того, чтобы достичь необходимой для творчества гармонии, надо найти мир сердца. Эти люди, приносящие свои мысли в мир как свет, проходя свой день, не задумываются о долге. Они идут любя, любя побеждают и рассыпают искры своей любви каждому, и вы можете вобрать в себя от них частицу гармонии. Но для этого вам надо сбросить с себя предрассудок, что есть условное разграничение людей. Пока вы будете видеть в человеке только ту или иную культурную единицу и ценить человека как ум, а не как сознание, частицу вечного, до тех пор вы не сможете воспринять их гармонии, так как вас закрыты все пути к ней. Мы подходили все ближе к сияющему полю света, и я радовался и отчетливо понимал, что все дома здесь светятся ровным огнем, так же, как домики в дальней долине сияют разными цветами в зависимости от тех эманаций, которые истекают от живущих в них людей. Хорошо, что вы сейчас ведете частный разговор, не требующий от вас ни логических обоснований, ни доказательств. Саркастически звучал голос ученого. Вы вскоре получите столь яркий опыт ума и сердца, что вся потребность во внешней логике для вас исчезнет, спокойно ответил ему Франциск. Мы подходим к целому ряду домиков. Какого цвета они вам кажутся? Ваш вопрос очень странен. Из тех пор камня со всех стен идут светлые лучи. Но цвета их я определить не могу. Самый обычный беловато-молочный цвет, какой может испускать пористый камень, обычно он не виден, но здесь очень ясен. Ответ профессора был мне очень смешон, так как домики были совершенно определенного ярко-алого цвета и чудесно сверкали во тьме. Я посмотрел на умиленное лицо Мулги, шедшего рядом со мной, и понял, что и он также видит домики алыми и понимает смысл их цвета. Дайте мне вашу руку, профессор, и разрешите мне коснуться вашего затылка, снова сказал Франциск, беря протянутую ему руку ученого и касаясь второй рукой головы ученого. Что вы сейчас видите? Ученый молчал несколько минут, остановившись, как пораженный внезапным параличом. Что же это за фокус вы мне показываете? Дома пылают, как огонь. Смотрите дальше, что вы видите? Опять спросил Франциск, не отнимая руки. Я вижу насквозь, через пылающую стену, вижу, что в комнате сидит пожилая женщина. Послушайте, ведь это ужас, она же сгорит, все стены внутри комнаты, все предметы в ней уже охвачены пламенем. Кричите скорее, чтобы она спасалась, я не в силах ни кричать, ни бежать ей на помощь. Все так же тихо говорил ученый. Не беспокойтесь, этот огонь не сжигает тела, это духовная сила, которая может сжечь и испепелить вас, если вас вести внутрь этого дома. Не будучи подготовленным к владению теми силами огня вселенной, которыми полна эта комната, вы задохнетесь в ней в течение нескольких минут. Не рассеивайтесь, соберите все свое внимание на фигуре женщины и сосредоточьтесь на желании увидеть ее мысли и прочесть их. Ученый, стоявший очень близко к Франциску, тяжело и прерывисто дышал, точно бежавший к нему от Франциска ток был ему тяжел. Помолчав, он сказал, женщина сидит перед раскрытой книгой, но мысли ее вовсе не у книги. Она думает о какой-то далекой дороге, о доме, наполненном детьми. Теперь в ее мыслях рисуются два образа девушек-красавиц, похожих друг на друга, как близнецы. Но как это странно, одна из них совершенно седая, очень смешно и странно, седа как лунь, юна как Венера, рядом с ними мужчина статный воинственного вида, но в каком это все сочетании я разгадать не могу. Ах, вот я ясно вижу там ваш образ, но тоже очень странно, у вас в руках красная чаша, на вас белая одежда. Франциск отнял свои руки, ученый вздрогнул, слегка пошатнулся. Какого цвета теперь домики перед вами? В котором из них вы видели женщину? спросил его Франциск. Дома все молочно-белые, если бы я не видел пылающего дома мгновение назад, я утверждал бы, что между ними нет красного дома. Ваш гипноз потрясающе силен, и я от него так устал, что не могу идти дальше. Хорошо, посидите здесь с мугой, он охранит вас от ночных ящериц и скорпионов, не бойтесь ничего, посидите под этими пальмами, там есть скамья, скушайте эту конфетку, она прекрасно вас освежит. Уверяю вас, что через четверть часа, когда мы с Левушкой вернемся к вам, вы найдете силу не только идти, но даже весело идти. Франциск протянул ученому коробочку, где лежали довольно крупные квадратики, на вид вроде шоколада, ученый молча положил квадратик в рот. Взяв меня под руку, Франциск повел меня к тому месту и дому, где профессор видел женщину и читал ее мысли. Он видел только ряд образов, не умея связать их, я же видел, что женщина страстно ждала Никиту и обеих его племянниц. Мы приблизились к домику, и Франциск постучал в окно. Через минуту на пороге открытой двери стояла женщина, которую ученый назвал пожилой. Теперь я увидел, что она не была пожилой, ей не могло быть более тридцати лет, но отпечаток какой-то драмы, тяжело проехавшей по ее жизни и раздавившей ее, лежал на всей ее фигуре. Необычайная кротость и радостность, какими она приветствовала Франциска, поразили меня, хотя я видал немало кротких и радостных лиц в общине. Низко поклонившись Франциску, женщина пригласила нас войти. «О, учитель, ты сам пришел ко мне, тебе вреден такой долгий и утомительный путь, разреши мне сходить хотя бы за молоком для тебя и твоего юного спутника», говорила женщина, когда мы вошли в комнату, предвигая нам стульем. «Не беспокойся, Терезита, я пришел за тобой, я обещал тебе, что если любовь твоя найдет силы вынести испытания три года, ты увидишь и Никиту, и Лалию, и Нину, а ты прожила здесь пять лет и ни разу не спросила меня, почему откладывается свидание, почему ты все остаешься здесь и даже не едешь в дальнюю общину к своим внукам». «Я счастлива была, учитель, жить здесь, все, что ты давал мне для исполнения, было так важно людям, что, пожалуй, только сегодня, в первый раз я думала о Никиту и девочках, ах, если бы можно было их спасти, я была бы рада прожить здесь до конца дней». «Нет, друг, в деле любви не стоят на месте, любовь живая сила, и ее надо все время лить по новым и светлым руслам. Ты созрела к действию, новые силы очистились и развились с тебя, держать их бездейственными в своей чаше нельзя. Ты поедешь в дальние общины, возьмешь с собой Лалию и Нину и приготовишь их к новой жизни. Нине, ищущей подвига целомудрия, ты объяснишь, что ей придется изменить свой путь, который ей так радостен и так ее пленяет. То материнство, что должна была нести Лалия и которого она не выполнила, не перенеся своего легкого испытания, ляжет на Нину. Придется ей идти в широкий мир и создать семью, где суждено родиться тому, кого владыки карм приготовили к воплощению и высокому подвигу любви. Объяснишь девушке всю важность ее новой жизни, скажешь, что подвига не выбирают, но легко несут ношу, от нас подаваемую, если хотят действенно служить истине. Я уверен в Нине, это будет тебе урок легкий, с Лалией будет труднее, но в тебе самой уже нет борьбы со своими страстями, а потому все новые повороты жизни уже не затруднят тебя и не будут чрезмерно тяжелыми, иди со мной, друг, оставь это место легко и просто, а не тяжко и мучительно, как ты покидала все те места, где жила до сих пор. Перед новыми поворотами в пути страдают только те, кто носит себе еще нерастворенным в любви свое я. Твое же все растаяло, все превратилось в свет, и потому я веду тебя в то место, где ты будешь действенной силой для встречных. Мир тебе, друг мой, передавай мой мир каждому и ощущай ежеминутно, что несешь в руках чашу красную чашу любви. Приложи уста свои к ней и пей кипящую любовь моего сердца. Неси ее как деятельность простого дня и передавай в труде не под подвига и долга, но легкость знания. Терезита опустилась на колени и смотрела на Франциска, держа его руку в своих. Идя по труду дня, никогда не иди одна, дитя мое, но подавай руку встречному человеку, подавай обе наши руки и отирай очи человека платком любви. Пойдем, друг, нас ждут. Много я видел чудесных лиц в экстазе за последнее время, но ни на одном из них я не видел такого счастья и мира, как и я видел здесь сейчас на лице Терезиты. Лицо далеко не красавицы, было прекрасно и так сияло, что даже моим глазам, уже привыкшим к сияющим аурам, хотелось зажмуриться. Не взяв ни единого предмета из дома, Терезита вышла с нами. Ее привет профессору и Мулге меня поразил. Мулге она протянула обе руки, которые тот неловко поцеловал одну за другой, а профессору она поклонилась и сказала «Много вопросов придется вам еще решать, но такого сильного негодования, какое вы испытываете сейчас, вас уже не будет никогда». Терезита рассмеялась таким милым и заразительным смехом, что я не смог удержаться и залился своим хохотом, а моему примеру последовал и Мулга. Ученый вознегодовал на меня с такой страстностью, что даже не дал Терезите времени сказать мне что-то, о чем она думала и хотела обратиться ко мне. Он весь представлял собой комок раздражения, и мне стало очень горестно, что моя добродушная веселость была так неуместна. Излив на меня первый жар возмущения, он обратился к ней. «Что вы можете понимать в моем негодовании, весьма уважаемая дама? Уж не занимаетесь ли вы чтением чужих мыслей, как это практикует брат Франциск? Или ваша дружба с Богом идет только в мечтах о тех фигурах, которые я видел в ваших мозгах через гипноз вашего друга? Надо надеяться, что ложных задач моего мышления вам не решить, если бы даже вы и оказались чтицей мыслей. Все же было бы весьма любопытно узнать, как поняты вами причины моего негодования». Профессор рычал с таким сарказмом, что Франциск бросил на него взгляд сострадания и сказал «Терезите». Ну вот, сестра, и начинай свой новый путь общения с бунтарями. Никогда не бойся раздраженного и не принимай его речей в свое сердце. Только стой крепко сознанием у черты вечности. Стой ногами на земле так устойчиво, точно они к ней приклеены. Но мыслью и сердцем живи в высоком свете и не нарушай моего завета. Иди всегда со мною, протягивай свою руку вместе с моею, чтобы не мешать свету проходить через тебя, как через новый и чистый путь. Франциск подозвал молгу, шедшего все время сзади, ускорил шаги и стал разговаривать с ним на языке, которого я не понимал. Я невольно снова подумал, сколько же наречий на свете, которых я не знаю. Между ушедшими вперед и нами образовалось некоторое расстояние, так как ученый идти так скоро не мог. Он тяжело дышал и шел с трудом. Я подумал, что он просто устал, но когда расцветавший день осветил его лицо, я понял, что он почти болен, что ему трудна атмосфера не только Франциска, но и Терезиты. Незаметным маневром я постарался идти между ним и сестрой и уже собирался предложить ему опереться на мою руку, как Терезита сказала. Я очень непечален, друг, что смех мой был понят вами как насмешка, как мое самомнение и желание показать вам какие-то феномены своих чрезвычайных сил. Я никакими особыми силами не владею, но действительно в ту минуту я думала, как может быть слеп человек, достигший величия в какой-то области знаний, которые он чтит выше всех сокровищ жизни. Ваши неосторожные слова о моем великом учителе и друге могли бы в другом месте соткать зло и принести вам бред, но здесь благодаря его присутствию, благодаря его всержигающей любви, которая льется из его сердца, ваши слова развеялись прахом. Вы хотите узнать, прочла ли я причину вашего негодования и раздражения? Да, я ее прочла, но выскажу я ее словами только в том случае, если вы сами еще расскажете, что желаете услышать из моих уст столь неблагородные мысли, которые для вас самого неожиданны, так как вы человек верный и благородный. Это уже переходит границы всего серьезного и становится веселым фарсом. Я очень был бы вам благодарен, почтенная дама, если бы вы удостоили меня чести услышать все же ваше мнение о причинах моего негодования, которого я, кажется, ничем вам не выказал. Их три тех причин, что так язвят сейчас ваше сердце друг, и заставляют вас язвить меня неформальным смыслом ваших слов, но тем едким тоном злобы, которым они произносятся. Я еще раз спрашиваю вас, хотите ли вы, чтобы я их сказал? Да, конечно, хочу. Тон голоса профессора совершенно изменился, голос прозвучал неуверенно, даже недоуменно, и вместо сарказма в нем слышалась растерянность, и весь его внешний вид показался мне озадаченным. Первая причина – это вообще раскаяние, что вы сюда приехали. Вторая – оскорбление и унижение, что какой-то малограмотный монах, каким вы считаете брата Франциска, мог заставить вас подчиниться его гипнозу, с которым вы спутали его дар прозрения и способность владеть силами природы. Третья – ревность к тому ученому, к которому вы решились идти, ревность к его знаниям, если они есть, к его власти, если он действительно так образован, что может указать вам ваши ошибки. Долго шли мы молча, рассвет сразу перешел в чудесное утро. Я взглянул в лицо ученого и был потрясен его видом. Он был желт, глаза провалились и под ними лежали темные круги, нос его заострился, весь он, казалось, мне еле держится на ногах. Франциск остановился и поджидал нас. Когда мы подошли, он снова протянул ученому коробочку с шоколадными квадратиками. Это ничего, профессор, вы только устали от непривычно долгого пути. Скушайте еще одну конфетку, и вы сможете, позавтракав, переговорить с доктором и, что вас сразу же, я уверен, успокоит. Левушка, будь гостеприимным хозяином, отведи профессора в свою комнату и поручи его заботам яссы. Ясса это слуга Левушки, профессор. Он знает такой массаж и такие растирания в ванной, что вы даже забудете, что провели ночь в бессонном походе. Будьте здоровы, друг и брат, мы с вами еще увидимся. Ты, Левушка, скажешь и, что профессора я привел, а дальше исполнишь то, что тебе скажет и. Мы входили наконец в парк, и, признаться, и я, и мой друг это, были порядочно утомлены. Я отвел профессора к есте, который уже о нем знал, и ждал его с готовой ванной. Я прошел в душ и, тщательно умывшись, переодевшись и еще тщательнее причесавшись, уложил спать это и только тогда отправился к И. По дороге я сам над собой посмеивался, вспоминая, сколько уроков истратил на меня И, чтобы привести меня к самообладанию в этом маленьком секторе простой воспитанности. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...